Экспедиция промышленных разведчиков одного из мощных стабов на ходе странного человека, в памяти которого заложена информация настолько ценная, что может полностью перевернуть представление иммунных Америстикса, если удастся доставить его живым. Глава 1. Непроницаема черная степь с застывшими, как будто облитыми жидкой смолой деревьями и антрацитово-черной травой проплывала мимо с той скоростью, которую могли себе позволить люди, отмахавшие по черноте уже 6 суток с грузом за плечами. Хотя, прямо теперь в наличии был только необходимый минимум. Поклажу сбросили на светлом пятне, в 15 километрах южнее. Там же осталась большая часть отряда. Сенс, медик, второй протектор и картограф, и что самое паршивое, следопыт. Без способности Сереги, который умел чувствовать направление, ходить в этой части мертвой зоны было небезопасно. Не столько из-за плохой видимости и ненужных встреч, сколько из-за отсутствия внятных ориентиров. В почти голой черной степи взяться им было неоткуда. Но гнать уставшую группу целиком ради одного человека не позволяла совесть. Идти груженными значило тратить тщательно рассчитанные силы. А оставлять поклажу без присмотра по понятным причинам тоже был не вариант. Поэтому начальник экспедиции, восьмилетний кваз Вадим Хоробрый, скрипя сердце, отдал людям приказ отдыхать и двинул налегке, с минимумом снаряжения, и в компании одного только протектора. Ежесекундно рискуя, что без страховки Снежка угрюмый новичок не удержит защитное поле. И в любой момент оставит командира один на один с губительным воздействием черноты. Однако выбора не было. Пришлось довериться очень приблизительной бумажной карте и способностям борца, который со своим личным квестом пришелся так не в тему. По-человечески парня было жаль. Но Вадим никогда бы не взялся исполнять его просьбу, если бы не прямой намек начальства о содействии. Дар протектора относился к разряду уникальных. На всю область объединенного архипелага РССС, включавшего семь лепящихся друг к другу стабов и полтора десятка крупных и мелких поселений, иммунных с таким даром имелось всего трое. И борец, который провел в Улье неполных два месяца, был одним из них. Приказа как такового Вадим не получал. Но в командовании достаточно ясно выразили пожелания о скорейшем приведении новичка в полную работоспособность. А это было возможно только одним способом, исполнив его просьбу. Впрочем, просил борец не так много. К тому же, пока новичок не подводил, он продолжал держать защитное поле стабильным, почти без провисаний. И выдерживал нужный темп, несмотря на долгий переход сюда, который стал испытанием даже для его начальника кваза. Черная степь ложилась под ноги щетиной изломкой игольной травы, и видимые ориентиры в ней по-прежнему отсутствовали. Но сразу взяв правильное направление, Вадим ухитрился его не потерять до конца и без помощи следопыта, сказалось опыт разведчика. В этом стало можно убедиться, когда спустя два с половиной часа отчаянного марш-броска в промежной тьме, далеко впереди, замаячил неровный многогранный столб просвета. «Почти добрались!» Борец не ответил. Бородатое лицо выражало только напряжение от беспрерывного многочасового применения дара, которое забирало последние силы. Широко вышагивая в последнем усилии достичь границы черноты, он держался поближе к Вадиму, чтобы суживать покрытие защитным полем. И именно поэтому кваз успел ухватить товарища за одежду и дернуть назад, прежде чем тот сходу чуть не влетел в едва заметную глазуря, которая почти не выделялась на фоне остальной реальности. «Стак, блин! Стоять!» Борец пошатнулся, удерживая равновесие. Защитное поле дернулось. На Вадима, как хороший пыльный мешок, сверху навалилась вся гамма ощущений, которой дарила чернота. Оба командиры подчиненной в два прыжка отпрянули от переливчатого пятна, которое казалось чуть более размытым, чем весь другой мертвый воздух. «Что это? Искажение! Здесь!» Морщаясь от накатывавших волн тошноты, Вадим вытащил большую зажигалку и, чиркнув когтем, с третьего раза сумел высечь огонь. Подпалив кусок заранее приготовленной тряпки, он подбросил ее под пятно. Воздушная рябь осветилась переливами от быстро тухнущего огня. «Оно самое далековато от заповедника. И главное, было оно раньше или нет, неизвестно. Ты же, наверное, не замечал, как дошел тут первый раз». Борец смотнул головой и, стеснув зубы, вновь создал подрагивавшее нестабильное поле защиты. Квас перевел дух. «Нет, брат, не помню такого». Вадим вытащил карту. «Нужно пометить, хотя, скорее всего, мигрирующие. Вот же зараза». Тщательно обойдя колеблющееся пятно и удвоив осторожность, они двинулись дальше, к растущему впереди столбу света. При приближении столб расширялся, делаясь похожим на неровную призму. Спустя несколько десятков шагов, свет надвинулся вплотную. И ярко вспыхнул для отвыкших глаз людей, когда они в последнем усилии перевалили за границу кластера. Проморгавшись, квас тщательно вытер морду о плечо. Потом еще раз силой зажмурил глаза и, открыв, осмотрелся. Кусок светлого участка представлял собой неровную, причудливо обрезанную с разных сторон площадку. Обрубок дороги упирался в длинную полосу огороженного придорожного бурьяна, за которым вокруг небольшой асфальтированной выемки размещались несколько обшитых сайдингом бытовок с налепленными на них рекламными плакатами. Дальше стояло разрезанное пополам здание, на котором красовались буквы «Зовая ойка». За грузовой мойкой виднелись трансформатор, несколько опорных столбов с уныло обвисшими проводами, заросшее тем же бурьяном поле, с убегавшей в никуда протоптанной тропой, и десятка-два деревьев с довольно плотным кустарником. Больше ничего при тщательном рассмотрении на этом довольно сжатом клочке неубивающей реальности не наблюдалось. «Там!» Борец указал куда-то в проем между бытовками и трансформаторной коробкой. «Там похоронил!» Борода-то лицо дернулось, но протектор взял себя в руки почти мгновенно. Руководитель экспедиции кивнул, поднимая ствол. «Пойдем посмотрим. Если перезагрузилось, сам знаешь. Но даже если нет...» «Лучше перебдеть! Я помню, начальник!» Вдвоем они обошли небольшой светлый кластер по периметру, заглянули в каждую бытовку и проверили заросли. Потом вернулись к ополовинному зданию мойки, где в поле на узком участке, когда-то разрытой, а потом начавшей заново зарастать земли, выселось четыре холмика. «Оно!» На всякий случай уточнил кваз, искосо бросая взгляд на товарища. Борец не ответил, но все и так было понятно. «Значит, успели. Еще не перезагрузилось. Ладно, ты читай здесь, что положено. Я погуляю пока, но сам тоже по сторонам посматривай. Лады?» Протектор снова кивнул. Вадим не сильно хлопнул его лапой по плечу и отошел. Побродив некоторое время вдоль каждой из сторон кластера и еще раз убедившись в отсутствии сиюминутной опасности, начальник, помедлив, присел у крайней бытовки, когтями отвинчивая крышку фляги. Здесь бормотание борца, который не мог успокоиться без того, чтобы не прочесть над погибшей родней все положенные суры, доносилось приглушенно. И кроме него, ничего больше не нарушало окружавшую их мертвую тишину. Дительность кваза была обострена до предела. Несмотря на то, что вокруг по-прежнему оставалось спокойно, долгое время Вулье успела научить, что любое спокойствие здесь могло быть обманчивым. С того самого момента, как его, выбравшегося вместе с родственниками на отдых к озерам Карелии, перенесло в этот полубезумный фрагментарный мир, в основном состоявший из постоянно подгружавшихся из разных мест осколков реальности и превращавший огромную часть обитателей в охотчих до свежего мяса кошмарных монстров. Вадим большую часть времени только и делал, что пытался не дать этому миру убить себя и близких людей. Даже тот факт, что ему сильно повезло не превратиться в безмозглого зараженного, не попасться в лапы работорговцев, мясников, безумных фанатиков, чью-то голодную пасть и в конце концов выйти к людям, оказавшим настоящую помощь, мало что понимающему новичку, не отменяло необходимости быть постоянно на чеку. Эту цену нужно было платить за то, что спустя почти 8 лет в этом мире он до сих пор оставался жив. И, что немаловажно, приобрел ряд нужных способностей, которые не раз спасали жизнь как ему самому, так и его товарищам. Однако, несмотря на настороженность, мыслями он невольно возвращался к оставленному отряду и целям экспедиции. Этот поход стал пятым, который руководство архипелага организовало к заповеднику. Аномальные зоны скопления мертвых кластеров, подобраться к которой еще не удавалось. И большей частью потому, что путь преграждали искажения. Феномен, о котором до сих пор в Улье не было известно даже на уровне слухов. На всякий случай, информация об искажениях открывателями была засекречена. Хотя осторожные расспросы проводились везде, куда только могли забрести разведчики архипелага. Но в лучшем случае разведчиков кормили байками о загадочных странных кластерах и рунде, не имевшись с искажениями ничего общего. В худшем принимали за трепачей и посылали куда подальше. Хотя в исследовательском центре полагали, что искажения встречались не только вокруг заповедника. Скорее всего, о них было известно немного потому, что эти аномалии выбирали для появления только глубины мертвых кластеров, куда мало кто отваживался забредать без дара протектора. Либо, что более вероятно, обитатели Улья, те, кто с искажениями, все-таки сталкивался, так и не смогли потом об этом рассказать. В задаче группы Вадима входило еще раз попытаться найти путь к центру заповедника, откуда лезли нехарактерные для этой местности скреберы, которым на этом участке черноты отчего-то было как медом намазано. Если не получится, то хотя бы обойти зону дальше по периметру и составить как можно более подробную карту, в том числе пометить маршрут мигрирующих искажений. Так как некоторые из проклятых пятен не желали колыхаться на одном месте, а упорно переползали на другие участки, преодолевая даже границы кластеров. Вадим поднялся, выуживая из кармана батончик и не спеша двинулся к границе черноты, снова собираясь обойти кластер по периметру. Несмотря на недавний тяжелый марш-бросок, засиживаться здесь не хотелось, вернуться к своим нужно было как можно скорее. Кваз не был уверен в том, что борец сможет удерживать защитное поле еще три часа без отдыха. Но какое-то время протектор продержится. В крайнем случае, оставшееся расстояние начальник может пробежать и без прикрытия. Тем более, что согласно инструкции, кластере, где они оставили других членов экспедиции, полагалось отдыхать не меньше суток, а значит времени, чтобы восстановиться, ему хватит. Вдруг Вадим насторожился. Где-то на задворках сознания возникло неясное чувство тревоги. Он замер, напиженно вглядываясь и вслушиваясь черноту. Кваз мог поклясться, что вокруг все оставалось по-прежнему, мертвенно тихо. И он не мог услышать или заметить ничего, что привлекло бы его внимание. Но что-то все-таки стало иначе, чем несколькими минутами прежде. Уверенность в этом была необъяснимой, на уровне инстинктов, но при том железобетонной. Поколебавшись, Вадим применил свой дар полной маскировки, которая делала его невидимым для глаз, как иммунных, так и зараженных. И, решившись, шагнул во тьму. Как и всегда, чернота навалилась мгновенно. Сдавило сознание, сжимая мышцы из сосуды, проникая под толстую шкуру. Стараясь не обращать внимания на головную боль и тошноту, Вадим сделал несколько шагов вглубь мертвого кластера. По-прежнему не понимая, откуда взялось чувство тревоги, которое упорно не желало пропадать. Черная степь вокруг оставалась такой же тихой и пустой, как раньше. Несмотря на темень, она просматривалась на значительное расстояние, и ничего опасного в ней не происходило. И все-таки чутье, обычное человеческое чутье опытного разведчика, упорно говорило о том, что опасность была не где-то в светлом кластере и не с другой от него стороны, а именно здесь, в полной тишине и мертвой степи. Уходить далеко от товарища значило подвергать его риску. Однако источник опасности тоже необходимо было отыскать или хотя бы идентифицировать, все еще находясь под прикрытием своего дара, который на максимуме делал его неощутимым даже для сенсорики развитых иммунных. Вадим продвинулся еще на несколько десятков метров в ту сторону, откуда они только что пришли, и вдруг увидел. За то время, которое разведчики провели в светлом кластере, искажение, в которое едва не влетел протектор, передвинулось десятка на два метра. Даже для мигрирующих пятен это был рекорд. Но внимание кваза привлекла необновленная дислокация. Искажение пульсировало. За несколько походов в черноту Вадим привык к тому, что подобные аномалии имели самый разный вид. Но каким бы ни был их подтип, внешний вид искажений никогда не менялся. Во всяком случае, не тогда, когда за ним могли наблюдать. Теперь смутная, едва видимая глазурья колебалась сильнее, словно подсвечиваемая изнутри багровыми вспышками. Причем цвет этих вспышек можно было различить даже в черноте мертвого кластера, где все остальные цвета отсутствовали. Вадим невольно замер, соображая, что теперь делать. С одной стороны, он столкнулся с новым явлением, которое, несомненно, требовало детального изучения. Поиск всего необычного также входил в задачи экспедиции. С другой, с картой нарастающей вспышкой, росла и его тревога. Что-то, несомненно, должно было произойти. И насколько опасно могло оказаться это что-то, зависело от природы неведомого искажения, которое могло оказаться какое угодно. Невозможно яркое для черноты сияние полыхнуло в тот момент, когда Вадим совсем было решился дать деру на максимально безопасную дистанцию. Вслед за вспышкой раздался довольно звучный треск, и из аномалии прямо к невидимым ногам кваза вывалился человек. Пульсация внутри пятна тут же ослабла, сходя на нет. Почти сразу же на глазах у застывшего разведчика опасная рябь приняла свой обычный вид. Выпавший из ниоткуда, человек дернулся и застонал. Вадим сразу определил, что пришелец мало походил на зараженного. Зато здорово смахивал на того, кому прямо теперь требовалась помощь. Судя по его виду, он только что побывал в серьезной передряге. Кваз убрал маскировку и шагнул к слабо шевеляющейся темной фигуре. Хруст черной травы под его ботинком заставил скорчившуюся фигуру резко скинуть голову. На плохо различимом в черноте блеклом лице мелькнул неприкрытый ужас. Только через миг разведчик понял, что забывшись предстал перед неведомым беднягой во всей своей мутированной крысе и наверняка был принят за развитого зараженного. Он стал медленно поднимать руку в приветственном жесте, но промахнулся и тут. Должно быть впечатленный внушительными когтями и окончательно спятивший от страха пришелец заорал, вставая на ноги. Правда, он тут же упал опять, ударивший задницей и локтем. Но сдаваться не собирался. Перевалившись на бок, он задергал по земле ногами, раскидывая обломки черных игл в разные стороны вместе с землей и стремяясь отпихнуться от Вадима как можно дальше. Встревоженный квас заметил, что еще миг и пришелец снова наткнется на искажение, из которого его вынесло только что. Да стой ты, придурок! Куда? Он рванулся вперед одновременно с тем, как неизвестный резко шатнулся назад и все-таки попал башкой в колеблющийся эфир. Пальцы кваса успели сомкнуться на лодыжке чужака, как внезапно он ощутил резкий чудовищный силы рывок и не успев отпустить ненормального, влетел в дрожащую аномалию вслед за ним. На миг Вадиму показалось, что его вывинуло наизнанку со всем сопутствующим спектром ощущений и тут же, почти без перехода, дернуло обратно. Он вывалился башкой вперед, угодив ею в живот тому самому психу, чью ногу так и не успел отпустить и чувствительно приложился правой ладонью, которая амортизировала большую часть веса. С трудом сдержавшись, чтоб не заорать, от цвирепополыхнувшей боли в запястье, Вадим скатился с придурка и, перевалившись на колени, стиснул пострадавшую конечной другой рукой. Миг спустя он ошалело дернулся от того, что при распрямлении его зад уперся во что-то объемное и твердое и, обернувшись, не поверил своим глазам. Оба они, Вадим и непонятный псих, чьего лица квас так и не успел еще рассмотреть, вывалились обратно в ту же черноту без последствий для здоровья, если не считать выехнутого запястья разведчика и здоровенного синяка, который сейчас наверняка растекался на пузю психа. Но теперь вместо голой мертвой степи вокруг выселись развалины темного города. Вадим силой протер глаза. На всякий случай он осторожно потрогал атроцитово-черную неестественно гладкую стену, которую только что чуть не снес кормой. Стена была самой настоящей, как и прочие стены и мусорный бак, уже наполовину осыпавшийся с вывольной трухой, которая превратилась в то, что когда-то было мусором. Получалось, что квас и стонущий у его ног безымянный пришелец выскочили из проклятой ряби посреди неестественно тихого мертвого черного квартала и в совсем другом кластере. Вадима словно кипятком окатило страхом. Он уже не помнил, когда в последний раз приходилось так пугаться. Разведчик резко обернулся к искажению, которое, как он теперь знал, не било током и не выворачивал наизнанку, как другие открытые экспедиции и аномалии, а выполняло функции какого-то перемещателя, и через которое по логике можно было попытаться вернуться обратно, причем попытаться прямо сейчас, но на положенном месте его не было. Искажение исчезло, не ставив следа. Впрочем, в отличие от аномалии, тип из-за которого Вадима угроздил овляпаться неизвестного что, никуда не исчезал. Он продолжал корчиться, вжимая руки в живот и хватая воздух широко распахнутым ртом. Бежать уже не пытался, как видно, приложило его изрядно. Заставив себя унять панические настроения и абстрагироваться от тошноты и начавшие проявляться мышечные боли, разведчик шагнул к скрученному человеку и плесел рядом с ним. Эй! Здоровой лапой он тронул пришельца за плечо. Эй! Подъем! Тот скинулся, глядя на дновисшее над ним чудовище. В темноте его лицо по-прежнему угадывалось неясно. Но Вадим смог рассмотреть, что пойманный молодой парень не старше 20-25. Из одежды на нем были только покрыты кровью самое натуральное лохмотье, сквозь которое просвечивали многочисленные ссадины и порезы. Как будто тому пришлось долго продираться через густые заросли не то кактусов, не то матерого крыжовника. Эй! Еще раз позвал Вадим. Потому что парень явно не собирался отвечать, а только таращился, не скрывая дикого ужаса, написанного на лице. Спокойно, я не зараженный. Как мы сюда попали, можешь сказать? Где мы вообще? Что это за местность? Его голос, хотя и абсолютно негромкий, в тишине мертвого кластера прозвучало глушающе. Стена ближайшего дома издала едва слышный треск. Откуда-то сверху на людей посыпалась черная крошка. Оба, разведчик и его улов, скинули голову кверху, потом почти синхронно посмотрели друг на друга. Уходим! Быстро! Просипел квас, нервно оглядываясь по сторонам, на стиснувшие узкие проулки кирпичные кладки. Накроют, мало не покажется! Лицо парня еще оставалось откровенно напуганным. Но, как видно, членораздельный шепот огромного плотного мужика со страшной мордой и здоровенными когтистыми лапами вместо рук, сумел убедить, что прямо теперь никто его жрать не собирается. Неуверенно и с явной опаской, взявшись за протянутую лапу, он с трудом поднялся на ноги и, прижимая по траха, захромал след за Вадимом между высоких черных зданий, каждый из которых в любой момент могло обрушиться и похоронить их под собой. Черный переулок вывел на не менее темную улицу, с двух сторон от которой плотно стояли двух-трехэтажные дома. Насколько можно было судить, эти постройки отличались от отечественной архитектуры и по очертаниям смахивали на какой-нибудь даунтаун средненаселенной американской деревни. Вадим, который притормозил украсть стены, не рискуя сразу соваться на открытое место, невольно поежился. Он провел в уле неполных восемь лет. Увидел многое из того, без чего бы обошелся. Убил сотни зараженных и сталкивался даже с очевидным и невероятным, вроде случайно прихваченных вместе с подгрузившимся таежным кластером лесных полтергейстов. Напугать или удивить его было сложно. Однако, тишина непроглядной темной улицы с черными провалами окон невольно давила на психику, которая тут же рисовала ужасы, еще более ужасные, чем могла представить окружающая действительность. Но торчать долго в укрытии тоже было нельзя. Присутствие в мертвом кластере без протектора давало о себе знать все сильнее. Подавив мысль о том, что за каждым черным окном сидит по страшной жути и пялится, выжидая момент для броска, Вадим обернулся к спутнику и кивком приказав следовать за собой, осторожно двинулся вперед. Глава 3 Прошло не меньше получаса, когда, наконец, последний из домов остался позади. Несмотря на мрачное ожидание, неприятности мертвый город не доставил. Зараженные обычно избегали черных кластеров, а никакой потусторонней жути поблизости не оказалось. Либо, если что-то тут и водилось, гости его не заинтересовали. Могло быть как угодно. Вадим не умел улавливать чужое присутствие на расстоянии, но интуиция разведчика редко его подводила. Когда первая оторопь от такой внезапной смены дислокации прошла, ему потребовалось немного времени, чтобы понять, что даунтаун был просто гнетущим, но не особо опасным местом. По дороге кваз не забывал вертеть головой по сторонам, чтобы случайно не пропустить новое искажение. С этой же целью он заглядывал в каждый проулок и даже окна, всматриваясь, насколько это было возможно в темноту. Но аномалии больше не наблюдалось. Что не удивляло, до сих пор они встречались только в зоне заповедника. Хотя, судя по появлению загадочного оборванца не только. Время от времени Вадим бросал взгляд за спину на бредущего следом парня. Тот, как видно, в темноте испытывал те же боязливые ощущения, что и разведчик. Он держался поближе и изо всех сил старался не отставать. Похоже, уродливая морда кваза внушала ему меньше опасений, чем мертвенный тихий город-призрак. Бежать или проявлять агрессию он не пытался. И Вадим решил, что скорее всего имеет дело с новичком, который чудом избежал смерти и случайно угодил в одно из мигрирующих искажений. Парня необходимо было обязательно допросить, но позже. Сейчас задача номер один стояла выбраться из мертвого кластера и как можно быстрее. Без протекторского дара чернота убивала вернее, чем высшая зараженная. Так как, если со вторыми у человека имелся хоть призрачный шанс, то мертвые кластеры не оставляли вариантов. Им крупно повезло, почти сразу за городом обнаружилась дорога. И на ней далеко впереди среди не очень высоких холмов замаячила обширная полоса света. Вадим ломанулся туда с такой крейсерской скоростью, что оборванец едва поспевал следом. Очевидно, раненый провел в черноте дольше, чем квас, и теперь его и так подорванные силы были на исходе. Вадим сообразил это, когда, оглянувшись в очередной раз, обнаружил, что его спутник уже не бежит, а едва бредет на расстоянии в три-четыре десятка шагов позади и ускоряться явно не собирается. Несмотря на сильно ухудшившееся собственное самочувствие, Вадим не поленился вернуться и вовремя. Ноги у неразговорчивого парня подогнулись, и он бы уселся прямо в черную пыль, если бы не подоспевший разведчик. Поддернув спутника подмышки, квас несколько раз крепко встряхнул и, примерившись, чтобы не полоснуть когтями, разок не сильно заехал по морде. Парень заморгал, дергая головой, но помогло это не особо. Вадим не сдавался, силой заставив раненого подняться на ноги. Он здоровой лапой взял того за предплечье и подтолкнул в сторону дороги. Понукаемый таким образом новичок волей-неволей двигался вперед, хотя при этом замедлилось движение самого Вадима. Но светлый участок все равно заметно приближался. Последний километр вас почти тащил на себе спутника, подгоняемый чувствительной болью и ломотой в костях, скрученным желудком и спазмами, которые сдавливали горло. Но и световая полоса уже разрослась до ширины витрины гипермаркета и все ширилось, заполняя пространство впереди. Несмотря на то, что каждое движение двух изнемогавших людей было мучительным, они медленно, но верно приближались к солнцу, зеленой траве, деревьям и каким-то объектам, которые уже различались вдалеке. Однако, когда Вадим отсчитывал последние несколько десятков шагов, отделявших от спасения, новичок, который за весь путь сюда никак себя не проявлял, внезапно ожил, но воспользовался этим своеобразно. Вместо того, чтобы идти своими ногами, он стал активно выдираться из рук, как будто ни с того ни с сего напоследок решил позлить своего спасителя и специально усложнить тому жизнь. Такое поведение после индиферентности, которую этот тип демонстрировал раньше, не могло не озадачивать, потому что со стороны это выглядело так, как будто тот действительно резко спятил. «Да какого лешего?» Разведчик наконец отпустил психа и тот тут же шмякнулся задом в пыль. До границы кластера оставалось не дольше полутора десятков шагов и устраивать разборки прямо здесь очень не хотелось. «Что такое? Пусты что ли приспичило? Так осталось недалеко, потерпи!» Парень замотал башкой, не произнося ни звука. На его лице снова мелькнул страх. «Что? А словами? Стоп! Ты вообще понимаешь по-русски?» Не получив ответа и тут разведчик как ему показалось догадался. «Опа! Немой!» Раненый снова мотнул головой и с усилием сквозь сжатое горло выдавил на вполне понятном русском, но с каким-то едва уловимым странным акцентом. «П-п-п-п-жалуста! Стоп-п-п-жалуста!» Вадим приободрился. Начало коммуникации ослабило его почти железобетонную уверенность в том, что найденный тип действительно псих. «Говорить все-таки можешь? Это хорошо! Слышь, как тебя там? Давай потерпишь еще десять шагов! Там на святую я тебя внимательно выслушаю, хоть сядем жопами прямо вон на траве и говори, но сейчас надо валить отсюда, бегом!» «Нет!» Парень закусил губу, чтобы унять трясущуюся челюсть. У него на лицо были все симптомы превышенного лимита пребывания в черноте. И Вадим по опыту узнал, что дальше будет хуже. «Мне нельзя туда!» «Куда туда?» Квасный дом и он оглянулся за спину, где в солнечных лучах грелась пока что мирная на вид рощица с какими-то южными растениями на ней. «Туда нельзя? А почему? А мне можно?» Собеседник рваном покивал, стискивая пузо руками. «Тебе можно!» «Ну, а тебе почему нельзя? Что там? Что это за место?» Парень потряс головой, прикрывая глаза. «Эй!» «Я не знаю!» Не открывая глаз, пробормотал раненый. И Вадим снова начал сомневаться в его адекватности. «Не знаю! Никогда тут раньше не был!» «Как не был?» Разведчик, которого тянуло к свету, как на веревках, от удивления на несколько мгновений даже забыл про боль. «Ты же отсюда пришел!» Собеседник снова принялся трясти башкой. Пополам, со зажжением Вадима одолели нехорошее предчувствие. «Что нет? Это не то место, откуда тебя выбросило ко мне? Уверен?» Парень наконец-то кивнул. Вадим недавно удержался, чтобы не сплюнуть в сердцах. «Так ты не знаешь, где мы?» «Искажение!» «Та рябь выбрасывает не в одно и то же место, а в разное и постоянно их меняет, так что ли?» Раненый пожал плечами. «Я не знаю!» Почти неслышно пробормотал он. «Я вообще не знаю, что случилось и где мы теперь, относительно того места, где были раньше». «Так с чего тогда ты взял, что тебе туда нельзя?» Вадим переступил сноги на ногу. В свете последних новостей и тупого разговора, его нетерпение вырваться на свет и вполне законное раздражение многократно усилились. Парень снова прикрыл глаза. «Они меня найдут!» «Найдут!» «Кто?» «Они!» Псих собрался с силами и сумел закончить вполне членораздельно. «Если выйти, маяк заработает опять. Они вычислят меня и я тогда. В общем, я действительно не могу отсюда выйти». Вадим почесал затылок. То, что говорил этот тип, точнее, то, как он говорил, было похоже на правду. Раненого непритворно трясло, как в лихорадке. А в таком состоянии убедительно врать было непросто. Одновременно в его бессвязных бреднях было что-то настораживающее. Похоже, изначальная версия о новичке оказалась в корне неверной. «О ком ты говоришь?» Бросив еще один взгляд на манящие лучи света, осведомился Квас. За время обмена фразами темнота не теряла времени даром, торопясь убить их, пока у нее еще был шанс. И лихорадить начинала не одного только раненого. «Тебя кто-то ищет? Кто? Внешники? Институт?» Парень собирался что-то ответить, но, как видно, за разговором его организм окончательно черпал свой резерв. Пару секунд Вадим с досадой взирал сверху вниз на невовремя откинувшегося носом в пыль странноватого собеседника. То, что он услышал, ему категорически не нравилось. Но время уходило, и нужно было на что-то решаться. Мысленно сплюнув, Квас нагнулся. С натугой взвалив на загривок бессознательное тело, он выпрямился и тяжело зашагал в сторону света. Глава четвертая Раненый валялся в отключке несколько часов. За это время Вадим успел исследовать самую близлежащую местность, которая состояла из полутропического листина травного леса. Лес тянулся по обе стороны от темного кластера не меньше, чем на 2-3 километра. Но при попытке удалиться от черноты внезапно обрывался шагов через 50. За деревьями обнаружилось пятно нескольких километров в диаметре, на котором в окружении леса с одной стороны и каких-то желтых холмов, покрытых кустарником, с другой, стояло десятка-два зданий, похожих на те, которые уже довелось увидеть в мертвом кластере. Только в отличие от зданий призраков, эти издалека выглядели вполне нормально. Если считать нормальным... Эта книга озвучена на YouTube-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник вид обломков, как после сверхоземетрясения, в которые превратились большинство из построек. Впрочем, судя по виду двух невысоких и неровных гор, которые выселились сразу за домами ближе к холмам, район мог оказаться сейсмически активным, и разрушения не обязательно были делом лап зараженных. Оставив груз долеживать в максимально надежном предполагаемых условиях укрытии, Вадим налегке двинулся в город. Он торопился. За время его разведывательных хождений туда-сюда, солнце стало постепенно клониться к закату, и необходимо было найти хоть сколько-нибудь надежное убежище до темноты. Все прочее он пока старался выкинуть из головы, включая тот факт, что даже облегченный набор снаряжения, который он взял с собой из лагеря экспедиции, остался в рюкзаке возле трансформаторной будки. И помимо доработанного калаша, прием теперь было только самое необходимое, то, что помещалось в карманы. Затевать войны местного значения со здешними обитателями, как неразумными, так и разумными, это меньше, чего сейчас хотелось. Хотя, конечно, вряд ли этого можно было избежать. В справедливости этого предположения пришлось убедиться быстро. Зараженные стали попадаться задолго до городской черты. И уже здесь у Вадима появились смутные подозрения в очередной неправильности происходящего. Зараженных было многовато для такой пустынной местности, и среди них почти не встречалось низших. Обогнув полуразрушенный город по большой дуге, Вадим почти без перерыва успокоил около десятка прыгунов. Спиток бегунов, среди которых попался высший и жрача. Последнего пришлось добивать в три захода. Потому что экономящие патроны и не желавшие привлекать к себе внимание звуками выстрелов квас, орудовал одним только тесаком и, бесперерывно применяя свой удар, отводя глаз, порядком устал. Настолько, что его движения утратили абсолютную невидимость и в бою на несколько мгновений может быть, просто трещик попался смышленый. В последний миг ухитрившись у те от споровших воздух когтей, Вадим в развороте полоснул резвием по открывшемуся споровому мешку и, отпрыгивая от второй махнувшей лапы, грянулся в спину о дерево. Уже в прыжке он услышал мокрый хлопок, который указал на то, что удар достиг цели. Разведчик перевел дух, нащупывая дерево за собой и опираясь о его ствол. Последняя тварь оказалась особенно прыткой. И это едва не стоило тяжелого увечья, которое теперь могло привести к гибели. И не только его, а и того психа, который отдыхал сейчас под кустом заваленный ветками. Вадим не обольщался. Без формы кваза, которая помимо утолщенной шкуры, поредевшей шевелюры и уродства наделяла его повышенной скоростью, выносливостью и звериной силой, то и толпы, что теперь дохлыми тушами валялась вдоль маршрута его следования, было не одолеть. Особенно теперь, после продолжительного марш-броска по темноте, сначала с протекторами, потом без протекторов, с незалеченными травмами, без передышек и перекусов и вообще без снаряжения. Последнее беспокоило Вадима больше всего. Глубоко вдохнув, разведчик снова активировал невидимость и двинулся через очищенные заросли к городку, который виднелся за деревьями. По мере приближения уже хорошо бросались в глаза непривычные глазу архитектурные моменты. Явно неотечественные номера разгромленных машин и обрывки звездно-полосатых матрасов, кое-где свисавших со стен домов. Непосредственные близости здания оказались в еще более плачевном состоянии, чем издали. Хотя ближе к холмам и дальше от Вадима несколько кирпичных строений вроде бы уцелело. Как и в большинстве недавно подгруженных населенных пунктов, в этом творился конкретный бардак. На улицах почти все, что можно было изодрано, опрокинуто и разбито. И валялось на земле в перемешку с обглотанными костями не первой свежести и сгустками свернувшейся крови. Кое-где бродили зараженные, уже достаточно не слабые. Однако элитные твари не показывались, что, впрочем, особо не удивляло. Кусок деревни был слишком маленьким для того, чтобы прокормить многотонную прожорливую тушу. Его даже не хватило бы на то, чтобы выкормить такое количество развитых зараженных в окрестностях, которое встречалось разведчику. А значит, либо Вадим недавно вырезал приблудную стаю во главе с вожаком-латрещиком, которая просто забрелась сюда в поисках пропитания и не успела уйти. Либо, что более вероятно, где-то поблизости за горой или лесом мог оказаться населенный пункт побольше и встреченные твари лезли оттуда. Последнее предположение не радовало, но огорчаться тоже было никогда. Наступал вечер и до полной темноты необходимо было прочесать развалины деревни. Вычистить оставшихся тварей, найти убежище и перетащить туда психованного путешественника через искажение, пока его, оставленного без присмотра, не обнаружили и не откопали из-под веток пропущенные разведчиком зараженные. Или пока он не очнулся сам и от страха не стал дурить. Было почти темно, когда едва живой от усталости разведчик, разрядивший свой дар в глубокий минус, затащил все еще безвольное тело раненого психа в технический подвал под одним из кирпичных домов. Это место, единственное во всем поселке, представилось к вазу относительно надежным. Прочие же, в том числе другие уцелевшие здания, оказались собраны из говна и палок и не стали бы помехой для зараженных пожелать ей вломиться к людям. Подвал тоже не внушал особого доверия, но в нем оказалось что-то вроде архивного хранилища и запирался он на довольно крепкую дверь. Обнаружив в приемном зале ни то офисного, ни то административного здания, диван, Вадим ободрал его верхнюю подушечную матрасную часть и, занеся это дело в подвал, кое-как устроил на нем раненого, прикрыв того сверху звездно-полосатым флагом. В последнем усилии он совершил завершающий рейд по району. Однако, с учетом того, что дома сюда перенеслись нежилые и большей частью были кем-то или чем-то раздолбаны, в хлам почти ничего полезного в этих горах мусора он не раскопал. Самыми ценными находками оказались винтовка МК-18 с коробкой патронов, найденной в автомобиле, от которого целил только багажник и светодиодная лампа-фонарик, разреженная на треть. С едой повезло еще меньше. Единственный источник питания обнаружился в этом же здании. Полупустой торговый автомат выдал несколько пакетов чипсов, коробку печенья, горсть батончиков и несколько банок с газировкой. Сгрузив добычу в оборванную штору за неимением сумки, Вадим, наконец, окончательно сегодня спустился в хранилище, отчаянно надеясь на то, что удастся отсидеться в нем спокойно хотя бы до утра. Теперь, когда чудовищно сложные сутки подошли к концу и появилось немного времени подумать, разведчик занялся именно этим, отложив даже прием пищи. Тем более, что еда, добытая из автомата, оказалась редкой дрянью. Сидя в темноте в дальнем конце изолированного подвала, при направленном свете лампы он напряженно вглядывался в лицо откинувшегося на ошметках дивана раненого, при этом испытывая все то же чувство неправильности, которое не оставляло его еще с момента встречи со стремительным мигрирующим искажением. Найденный тип оказался действительно молод и при том, как для мужика довольно красив. Правильные черты его лица, практически симметричные, были как будто выверены с математической точностью почти до абсолюта. Притом без обычной в таких случаях слащавости. Напротив, откуда-то приходило ощущение, что этот тип обладал достаточно волевым характером и явно не был дураком. Хотя матерым выживальщиком он тоже не был. И больше всего смахивал не то на образового журналиста, не то на начинающего, но уже поймавшего волну успешности молодого айтишника. Айтишник был хорошо сложен и, как видно, занимался каким-то спортом. В целом, кроме чрезмерно гладкого интерфейса, на первый взгляд он ничем не отличался от среднестатистического попаданца в улей, какими они выглядели на самых начальных стадиях своих заключений в новом мире. Но вот этот интерфейс и не давал покоя Вадиму, который продолжал хмуро всматриваться в лицо айтишника. И все пытался понять, что именно ему так не нравится. Причем разведчик был уверен на все 300%, ему не нравилось именно лицо. А конкретнее, то, что он разглядывал и никак не мог разглядеть его чертах. Хотя при взгляде на всю остальную часть найденного кадра и без лица было о чем задуматься. И сине-черные волосы парня, диссонировавшие, сильно светлой кожей, растли неровными кулаками. Как будто сначала тот был коротко слижен, а потом стал снова неряшливо обрастать. С одной стороны, они были небрежно выбриты, и оголенный череп пересекал длинный свежий надрез, на краях которого запеклась проступившая кровь. Вокруг пореза виднелись проплешины и вроде бы следы от игол, как будто сюда крепились некие датчики неизвестного назначения. Вдобавок тело незнакомца покрывали ссадиные порезы от царапин до глубоких рубцов. Рубцы были достаточно аккуратными, зараженные драли мясо жертв совсем иначе. Одни порезы были тщательно заживлены, из других еще сочилась кровь. Кровь были пропитаны лохмоти с правой стороны, отогнув которые, Вадим узрел край еще одного свежего шрама, уходившего за спину. В целом, один только внешний вид спасенного типа являл собой уникальный сгусток проблем и без того, что раньше довелось от него еще и услышать. Но при всем этом, Вадиму по-прежнему отчего-то упорно не нравилось именно его лицо. Основная неправильность крылась в нем. Квазу показалось еще немного и он наконец поймет в чем именно дело. Но когда понимание уже начинало облезжить на задворках его догадливости, айтишник вдруг шевельнулся и почти без перехода вскинулся, ошалело уставившись на свет, направленные на него лампы. Что? Где? В Караганде. Мрачно проинформировал Кваз, ловя теперь уже на себе очередной ошалелый взгляд. Давай быстрее, говори о чем ты пытался мне сказать в черноте. Кто тебя ищет? Как они могут нас найти? Раненый дернулся, вскидывая руку, не то пытаясь ощупать порез на голове, не то заслониться от страшной квазовой хари и тут же помошился как от боли. Ты! Ты принес меня сюда! Он слепо нашарил край синекрасного покрывала. Как? Как давно? Сколько мы здесь? Часов пять. Внес ясность Вадим, не спуская тяжелого взгляда с собеседника. Пять часов! Айтишник попытался вскочить, но не смог, побарахтавшись. Он снова замер в полусидячем положении, тяжело дыша, кривясь и тиская правый бок. А как далеко мы отошли от пуст, от черного кластера? Разведчик шумно вдохнул. Метров 300-350. Раненый вскинул груза к потолку. Далековато, но такое расстояние теоретически все же могло подавить сигнал или ослабить его. В любом случае нужно избавиться. Послушай, не знаю кто ты, но сейчас ты должен мне помочь. Срочно, иначе... Помочь с чем? Ты должен... В общем, слушай, маяк, его нужно вырезать и уничтожить как можно скорее. Какой маяк? Еще мрачнее, чем раньше, осведомился Вадим, который после этих слов яснее ясного почувствовал, что неопределенные и невнятные проблемы, связанные с появлением айтишника, надвинулись вплотную. Вместо ответа собеседник взялся за края лохмотиев, которые раньше были чем-то вроде больничной рубашки, и с гримасами стащил их с себя, ворачиваясь спиной. Спина у него выглядела не лучше, чем перед. Да хуже. Вдобавок ко всему прочему на ней цвели две сиренево-желтые гематомы, одна из которых разливалась вокруг того самого рваного пореза, который Вадим заметил раньше. Порез проходил под правой лопаткой к позвоночнику и выглядел так, как будто его собаки драли, точнее пытались, но не получилось достать. Второй же был подозрительно похож на пинок от чего-то сапога. Чуть ниже шеи! Сглотнов проинструктировал айтишник, нежно поводя лопатками. Ближе к правой стороне. Попробуй нащупать. Должно быть что-то вроде продолговатого бугорка. Я сам пытался вытащить, но у меня не было времени. И еще очень неудобно. Вижу, что пытался. Вадим бросил взгляд на свои не особенно чистые лапы и, обтерев их о такую же несвежую куртку, потянулся к спине айтишника. Касаясь подушечкой пальца почти незаметного на фоне гематомы и засохшей крови холмика под кожей. Да, тут действительно что-то есть твердое. Ты уверен, что это можно вырезать? Нужно это сделать и как можно быстрее. Иначе, когда они явятся за мной, тебе тоже не поздоровятся. Такие как ты для них тоже очень ценны. Вадим вытащил из-за пояса нож резче, чем это было необходимо. Поднявшись, он прошел мимо съежившегося собеседника и, покопавшись в куче лежавшего в узле барахла, вытащил ополовиненную бутылку Брэнди, которую нашел в столе одного из кабинетов наверху. Смочив край многострадального матрасного флага, он протер им лезвие ножа, потом на всякий случай и обе лапы. «Закуси что-нибудь!» Коротко посоветовал он айтишнику, другим концом проспиртованной материи, протирая его разодранную спину. «Я ни хрена не хирург! И да, только попробуй пикни мне тут, вырубли без наркоза!» Раненый поспешно сунул зубы в первую попавшуюся под руку картонную папку. Миг спустя он резко ткнулся лбом в стену и, вдохнув через нос, тихо замычал тискоокрашенный бетон побелевшими пальцами. Придерживая его плечо, Вадим сосредоточенно и неспешно сделал надрез вдоль рваной гематомы, через которую сам айтишник пытался, но так и не смог достать загадочный маяк. «Ох!» Дождавшись завершения второго надреза, раненый вытащил изо рта обслуживленную папку и подвигал сведенную челюстью. «Ну что там? Нашел!» Квас не ответил, отгибая край шкуры вместе с мясом. Кровь из раны, которая уже залила спину айтишника и теперь активно впитывалась в ошметке дивана под ним, оттереть было нечем. Но даже в ее багровых разводах он без труда сумел разглядеть вспыхивающую синим искру в продолговатом металлическом цилиндре. «Здесь какие-то соединители на вид органические?» Разведчик, прищурившись, коснулся одной из тугих красных жил, в кокон из которых был вплетен маяк. «Я не знаю, как это все». «Перережь только те, которые держат цилиндр. Вытащи его!» «Остальные после потери сердечника разуплотнятся со временем!» Вадим протер еще сильно ноющим запястьем нос. И стараясь не делать резких ненужных движений, снова взялся за дело. Сколько времени пришлось кропотливо копаться в кровавом месиве, развороченной спиной айтишника, без таймера он точно сказать бы не смог. К удивлению, пациент терпел молча, лишь временами сдрагивая и издавая короткие осиплые вздохи, когда хирург нечаянно задевал что-то совсем не то. Несколько раз Вадиму казалось, что раненый вот-вот потеряет сознание, но тот держался. К тому моменту, когда все ненужные нити оказались наконец перерезаны, айтишник с белым, как мил, лицом и изгрызенными в месо губами сумел бросить косой взгляд на вспыхивающий маяк на окровавленной ладони кваза и невидящий дернул головой. «Разбей!» Вадим в последний раз покрутил между пальцев футуристичную капсулу и, бросив на пол, раздавил ее подошвой. После чего, откромсав еще не обделанный кусток полосатого флага, как мог, аккуратно прижал развороченное мясо обратно к спине айтишника и примотал перевязку эластичным бинтом, который нашелся в одном из его многочисленных карманов. Залив все это дело остатками спирта, он уложил полубессознательного парня обратно на изгаженное лежбище и после колебания стащил собственную куртку и укрыл подрагивающее тело пациента. «Маяк! Что с...» «Уничтожен!» Вадим с досадой оглядел свои вымазанные в крови руки и переднюю часть хитера. Потом мысленно плюнул, вытащил флягу и, отвинтив крышку, поднес ее губам айтишника. Последний трясся, как в лихорадке и, судя по виду, собирался вот-вот снова провалиться в небытие. «На, глотни! Плюся ты!» «На, кому сказано!» «Иначе до утра не доживешь!» «Хватай, я сказал!» Глава пятая Когда айтишник снова открыл глаза, первым, что он увидел, оказался все тот же огромный и страшно уродливый мужик, который мало походил на зараженного, но еще меньше на человека и явно был не тем и не тем, а чем-то посредине. Мужик сидел прямо перед своим недавним пациентом на расстоянии протянутой когтистой лапы и, как и вечность назад, хмуро пялился в его лицо. Выглядел он точно так же, как и во время прошлого пробуждения, разве что спереди теперь был щедро вымазан подсохшей кровью. Со стороны могло показаться, что все в то время, пока раненый отдыхал, он вообще не двигался с места. «Ну?» Нелюбезно уточнил Вадим, сумев считать какую-то часть эмоций с лица своего недавнего пациента до того, как тот пришел в себя и сумел вскрыть остальное. «Как ощущения? Зажили твои царапины?» Айтишник попытался шевельнуться и, побелев, рухнул обратно, лицом подсохшей развода набивки дивана. Миг или два квас поразглядывал его, потом снова протянул флягу. «Выпей, только не все, это последний живец, и пока не добудем еще спиртного, разводить его нечем». Раненый послушно присосался к фляге и смог оторваться только спустя десяток глотков. После лекарства его лицо порозовело. Вернув емкость разведчику, он нашел в себе силы приподняться и, морщись, ощупал спину. «Сколько?» «Еще часа четыре». Квас пододвинул к себе лежащую у его ног винтовку. Автомат, который во время недавней операции стоял у стенки, теперь висел у него на груди, дулом вниз. «Уже расцвело, можно двигаться дальше, пока сюда не принесло еще какую-то погонь, с которой я не справлюсь». «Девять часов!» Раненый подтянулся и, кусая губы, сел. Большая порция высококачественного живца, двойной чистки и с полезными добавками, которые для разведчиков и военных архипелага поставляли из спецлаборатории, делало свое дело. Поля не готов был прямо теперь пуститься в пляс, но уже не походил на умирающего, хотя до полного выздоровления ему оставалось далеко. «Если не явились до сих пор, может быть, они действительно меня потеряли или считают погибшим. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой, но все же…» «Они – это внешники!» Раненый кивнул. Вадим мотнул голову в сторону осколков маяка на полу. «Никогда не видел ничего подобного и не слышал, чтобы похищенных снабжали передатчиками. Обычно разделывают сразу». «Не всех, им нужны не только органы». «Еще и подопытные?» «Верно!» – подтвердил айтишник с некоторым удивлением, как будто не ожидал такой догадливости от уродливого спасителя. «А откуда ты?» «Достаточно посмотреть на тебя, чтобы понять, откуда ты сбежал». Вадим покатал желваки, словно размышляя о чем-то. Под его тяжелым взглядом спасенный с самого начала чувствовал себя неуютно, подспудно ощущая неясную угрозу, но не понимая толком, что именно вызывало глухое недовольство страшного кваза. «Да, внешники проводят опыты над людьми». Раненый кошлянул и поправил на плечах куртку Вадима, снова невольно поморщившись от боли. «Мне чудом удалось бежать, но они этого так не оставят. Если засекли сигнал, рано или поздно явятся сюда, к месту последней передачи. Поэтому нам все-таки нужно уходить и как можно…» «Как тебя зовут?» Прерванный на полусловие атишник поперхнулся. «Андре, Андре Ирвин». Он сглотнул и из-под лобья взглянул на разведчика. «Слушай, я, наверное, ты мне очень помог, а я тоже даже имени твоего не знаю». «Как тебя по-здешнему зовут?» Выделив голосом по-здешнему, мрачно переспросил Вадим. «Аг!» После паузы ответил он. «Это типа жучок, ошибка в коде или вот как заноза в заднице». «Насторожила ты не похож. Сколько уже здесь?» Судя по лицу, раненый удивлялся внезапному допросу все больше, но причине отвечать у него не было. Он пошевелил губами, что-то высчитывая на пальцах. «Недолго, совсем недолго, недели две вместе с временем проведенным у внешников?» «Меня поймали почти сразу после того, как появился здесь. Я до сих пор очень плохо ориентируюсь в этом мире». «Еще бы!» Буркнул Вадим, которому с учетом обстоятельств сдерживаться было все труднее. «Ладно, имя Крестного». «Что?» «Имя Крестного». Жестко повторил Кваз, который чем дальше, тем все больше походил не на спасателя, а на плохого полицейского. «Кто тебя багом обозвал? Ну?» Блестящие черные глаза парня впервые за разговор вороваться стрельнули в сторону. Он прочистил горло. «Ты имеешь в виду настоящее имя или здешнее?» Разведчик молчал. Чем дольше длилось молчание, тем сильнее тот, кто называл себя Андре Ирвином, понимал, что где-то допустил фатальный промах. «Здесь не представляются старыми именами, только клички!» Чиканье каждое слово жестко объяснил наконец разведчик, наигравшись в гляделки. «По расхожему суеверию настоящее имя приносит неудачу, и это первое, что говорят новичку. Если уже получил кличку, ты не мог этого не знать». «Я...» «И уж, конечно, твой крестный, существуя на самом деле, не стал бы сходу сообщать своего настоящего имени. «Такие вещи открывают только проверенным и близким друзьям, и не при всяком случае». Вадим подвинул к себе винтовку. «Не было у тебя никакого крестного?» Взгляд бага сфокусировался и из неуверенного сделал сопрозительным и цепким. На оружие в ногах у кваза они взглянули одновременно, потом также одновременно подняли глаза, вновь встречая взглядами. «Но ты этого не знал?» Продолжил разведчик, прижимая к коленам приклад. «Или знал, но не было времени продумать легенду до конца. Тебе действительно пришлось откуда-то драпать, ты спешил и не подумал о крестном». «Разумеется, откуда вам уродом знать детальное обобычье хули?» «Например, что у новичков часто спрашивают не только имя, но и кто его дал?» «Нет, формируют, но вряд ли вы ведете с ними задушевные беседы сверх необходимого». «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Все ты понимаешь». К вас хотел прибавить что-то еще, но как видно сдержался. «Вот скажи, что ты натворил такого, чтобы свыше отправили на опыты как крысу, или у вас это в порядке вещей?» «Я не...» «Ты Нолд». Веско бросил Вадим, задолбавшись плести словесные кружева, и по окаменевшему лицу бага понял, что попал в цель. «Я видел таких, как ты, где-то полгода назад, во время шестой интервенции. Когда ваши неожиданно напали на южный стаб архипелага и прорвали периметр, тогда по срочной тревоге были подняты армия и все население ближайших районов РСССС. Много народу полегло и с нашей стороны, с вашей. Помнишь те события или это было до тебя? Собеседник не ответил. К вас прицикнул щекой. «Видимо помнишь, значит напали именно вы. Тогда должен знать, нам досталось около дюшины единиц вашей техники, не считая оборудования, оружия других цацек и десятка три поганых трупов, которые вы не сумели забрать. Я тогда впервые увидел Нолда без шлема». Баг снова опустил глаза к винтовке, потом к ножу и тесаку, которые органично дополняли разведчика с разных сторон. «Почему-то почти у всех ваших морды белесые как поганки, но с усиленной пигментацией волосяного покрова и радужной оболочки. Ребята еще гадали, чем вызван такой эффект? С Венеры вы прилетаете что ли? Но рядовые ладно, мало ли какие бывают светлокожие брюнеты. Там другие, но общий вид, идеальная симметрия лица и очень тусклая шкура. Специально таких выводите?» Айтишник бледно улыбнулся, качнув головой. «Слушай, не знаю, как тебя зовут, ты очень мне помог, спас мне жизнь по меньшей мере дважды. Но вот сейчас ты говоришь что-то непонятное, серьезно, я даже не знаю, как реагировать, я...» Он умолк, очень вовремя уловив изменение выражения лица мутанта. Вадим с хрустом разжал кулак, из которого на пол посыпались куски бутылочной пробки. «Я спас тебя!» Против ожиданий он заговорил тихо, но от звуков его голоса бага продрал мороз. «Еще не знаю, кто ты, когда догадался, было поздно. Убивать теперь, да еще больного и беззащитного непоследовательно. Поэтому, Андрей, давай так. Ты сейчас перестанешь играть в бледуна, который идет в отказ, типа ничего не было, и часто отвечаешь на вопросы. За это я оставлю тебя в живых. Сам знаешь, сделка выгодная. Будь на моем месте большинство, да кто угодно, ты бы сейчас уже умирал, и умирал очень некомфортно». Баг промолчал. На испуганного новичка он уже был похож гораздо меньше, как видно, окончательно откинув эту роль. И теперь тщательно взвешивал поступившее предложение. Вадим демонстративно посмотрел на таймер. «Время идет, Нолд!» напомнил он. Собеседник разгладил складку между сдвинутыми бровями и осторожно переменил положение на лежбище. «Хорошо, что ты хочешь услышать?» «Прежде всего, ты действительно не знаешь, где мы сейчас находимся». Баг помотал головой. «Я уже говорил, не имею понятия. Лаборатория располагалась на небольшом стабе третьего портала, примерно в 300 километрах к югу от вашего архипелага. Я не знаю, как меня перенесло оттуда к тебе. Я даже не знаю, где меня выбросило в первый раз. Да можешь хоть на куски меня разрезать, я правда не знаю». «Допустим». Тогда расскажи мне об искажениях, их появление. Ваших рук дело». Ноут нахмурился. «Каких искажениях? Ах, ты имеешь ввиду червоточины? Я тоже не знаю. Наверное нет, не уверен. Меня отправили как раз для исследования этого феномена. Но ввиду неофициального характера приказов и невозможности пользоваться аппаратурой внутри черных кластеров, не удалось толком изучить их природу за то время, которое я провел в этом месте». «Так нет или не уверен?» Внешне глубоко вздохнул. «Не уверен. Знаю только, что наши исследователи используют здешний парадокс реальности, который вызовете ульям, как гигантский полигон для экспериментов. Пока их деятельность не затрагивала происходящее в верхних мирах, правительство смотрело на нее сквозь пальцы. Тем более, что поставляемые биоматериалы компенсировали». Он поймал взгляд кваза и закашлялся. «Начали происходить изменения?» «Парадокс утратил стабильность, линия охвата стала расширяться». «Какая линия охвата?» Мик или два внешних молчал, размышляя. Потом окунул палец в уже почти свернувшуюся лужицу собственной крови, которая темнела рядом с матрасом. И осторожно отодвинув ствол винтовки, нарисовал на полу между собой квазом что-то вроде вытянутого овала, перечеркнув его линии снизу доверху. «Смотри, это мультиверсум». Окровавленный палец обвел овал по периметру и ткнулся в пересекающую его линию. «А это парадокс стикса, то есть улей». «Парадокс проходит через все скопление миров снизу доверху, как, ну, как трещина в арбузе». «Эту трещину мы зовем линия охвата». «Вот тут» палец «Полчанию находятся слои верхних миров. Верхние это миры, в которых проживают наиболее развитые представители биофауны в физических телах». «Пока понятно?» «Да». Не переставая хмуриться, Вадим почесал затылок. «Но с точки зрения физики». «Бесполезно с точки зрения физики рассматривать эту схему». Нолт снова обмакнул палец и разделил овал на три части. Небольшую верхнюю, крохотную нижнюю и здоровенный круг посередине. Тебе же известно, что в уле физические законы действуют не все и не всегда так, как во внешних мирах. В общем, как уже сказал, сверху соответственно развитые миры. Вот это наиболее объемная область средние миры, такие, из которых подгружается большая часть кластеров. Ты и все, кого ты знаешь, попали сюда из средних миров, но есть еще нижние миры. Палец ткнулся в едва заметную прослойку внизу овала. Линия охвата парадокса стикса, до нее почти не дотягивалась. Это, честно говоря, трудно дать обобщенное определение. Это миры, в которых случилось что-то плохое, в основном катастроф общевселенского масштаба, или техногенные катаклизмы в тех местах, которые пересекаются линии парадокса, или ну не важно. Он снова переменил положение и ожидаемо покаялся от новой порции боли. В общем, суть в чем? С момента открытия парадокса, его линия проходила только вдоль реальности средних миров. Она не затрагивала ни нас, кого вы зовете нолдами, ни нижних, но потом... Потом стало затрагивать? Да, стало. Причем довольно странным образом. Внутренняя структура парадокса до сих пор абсолютно стабильная, теперь меняется. Совершенно случайно мы узнали о том, что на месте старых кластеров, которые раньше подгружали реальность средних миров, стали появляться кластеры из нашего мира. Но не на постоянной основе, а время от времени. Тем не менее, это позволяло местным получать доступ к нашим технологиям, пусть и ограниченный, что само по себе было неприемлемо. Но дело даже не в технологиях и не в том, что мы, обитатели верхних миров, оказались в том же положении, что и он не договорил. Все дело в том, как я уже сказал, раньше линия парадокса Улья не проходила через нашу часть мультиверсума. А значит, линия либо начала расти только в последнее время, либо происходит другого рода искажение. И кто-то в вашем правительстве заподозрил, что это искажение было вызвано деятельностью научников здесь? Внешник покачал головой. И да, и нет. Точнее, как бы так сказать, именно правительство и отправляет научников сюда. Оно же санкционирует их деятельность и держит на контроле финансовые потоки, в том числе от доставки органов и технологий, которые обкатываются в условиях Стикса. Очень выгодное дело. Поэтому до тех пор, пока дело совсем не запахнет жареным, они могут закрывать глаза на аномалии в парадоксе. Тем более изменения улья почти не затрагивают внешние миры. Но правительство это неоднородный организм, в нем собраны разные люди с разными интересами. Тервоточины или искажения, как ты их называешь, подгрузка кластеров из высших миров, изменения длины линии парадокса. Все это очень опасные факторы, от которых могут отмахнуться одни, но которые живо интересуют других. Причем мотивы последних тоже различаются. От беспокойства за само мироздание до желания воспользоваться этим в политической борьбе. Баг хмыкнул, потирая плечо. Похоже, ты разбираешься в политике. Политика везде одинаковая. Вадим привстал, услышав приглушенную расстоянием и толстыми стенами подвала хриплый рев. Вот холера, надеюсь, этот урод обойдет нас стороной. Внешник стрельнул глазами в сторону донесшегося звука, потом перевел тревожный взгляд на разведчика. Как думаешь, что это за тварь? Квас пожал плечами. Не меньше Рубера, наверное, явился на запах падали, хотя такие падали не любят, может пронесет стороной. Они помолчали. Ему как будто вторили другие порыкивания, но слабее. Так ты говоришь, что не знаешь о природе искажений червоточин? Нет, клянусь, исследования в этой области вообще не проводились, в том числе потому, что эти червоточины мигрируют и необъясним образом притягивают к себе. Скрэберов я знаю. Разведчик поднялся. Повернувшись спиной к внешнику, он подошел к стене и, положив на нее руку, прислушался. Несколько минут было тихо, потом Вадим убрал ладонь. Вроде бы уходят. Негромко проговорил он и обернулся. Винтувка лежала на прежнем месте. Бак сидел на своем насестье, придерживая куртку. Завладеть оружием он не пытался. Все такие червоточины могут быть следствием вашей деятельности. Нолт глубоко вздохнул. Могут, но доказательств этого мне получить не удалось. Но ты говорил, тебя специально отправили для исследования этого феномена. Ты пробыл здесь недолго, раз ничего не успел выяснить. Бак помолчал. Видно было, что желание утаить часть информации боролись в нем с опасениями перед когтистыми лапами спасителя. Все не совсем так. Наконец решился пояснить он. Изначально я попал на базу в качестве инженера по безопасности. Сбор информации о деятельности лаборатории мной осуществлялся неофициально. Кваз усмехнулся. Ты собирал компромат на государственную корпорацию по своей инициативе? Ну теперь вопрос, за что они тебе так отпадают сам собой? Я работал по наводке заинтересованного лица из правительства. Его интересовали все действия, которые предпринимала лаборатория по преобразованию реальности Улья. Мне удалось собрать большую часть нужных данных, когда ты где-то прокололся. К уделению разведчика Бак мотнул головой. Не я, мой наниматель. Они вышли на него и он сдал всех своих агентов, которые работали в лаборатории. Уверен, что тоже не вполне добровольно. Чудовищный рев внезапно раздался совсем близко. От него казалось зругнула стена. Не ожидавший этого разведчик отпрянул, жестом побуждая внешненько оставаться на месте. Там снаружи валяется много мяса, все-таки приманились твари. Судя по звукам, доносившимся снаружи, твари действительно приманились, причем числом не намного меньшим, чем вчерашние. Вместе с мелочью нагрянули один или два зараженных рангом повыше, о чем свидетельствовала тональность и силы их рева. Похоже, за неимением другой пищи, пришельцы все же соблазнились тухлятиной, рассредоточились по поселку и теперь пожирали тушу убитых сородичей. Некоторое время Кваз и Нолт с возрастающим беспокойством вслушивались вручания, грузный, тяжелый топот и короткие взвизги, перемежаемые грохотом и хрустом костей. Потом разведчик снова отошел от стены и, вернувшись в угол за стеллажами, подобрал винтовку. Голов пять-семь не меньше. Глядя на бага, бросил он и вожак. Что будем делать? Уточнил внешник. Пока ничего. Вадим проверил оружие, похлопал себя по карманам и досадливо поморщился. Ты же точно не собираешься меня убивать? Кваз хмыкнул. Я уже сказал, нет, живи, только держись от меня подальше, пороть это от твоей рожи аж до тошноты. Ноут наморщил лоб. Слушай, я понимаю, как местные к нам относятся и вы имеете на это полное право, но лично я никогда не принимал участия в нападениях на ваши стабы и вообще ни разу не покидал периметра лаборатории. Даже с этими мурами не общался, я просто техник, который своей работой помогал солдатам эффективнее убивать, а мясникам удобнее разделывать на мясо. Вадим вытащил из заднего кармана штанов таблетками и закинув одну в пасть запил остатками живца. Не знаю, в какие игры ты там играешь, Ноут, что у тебя за терки с твоим начальством, почему они решили сделать из тебя подопытную крысу и чего ради ты теперь бегаешь по улью, мне наплевать. Я тебе так скажу, за 6 лет на архипелаге я пережил две ваших попытки прорыва. После последней половины соседских домов на моей улице опустело, а я едва не потерял брата и жену. Но мы хотя и сильно потрепало, выжили. А другим из нашего стаба повезло меньше. Фактически погибло 40% населения главного поселка и мужчин и женщин. Погибли дети. Многие мои соседи друзья мертвы. Если бы не армия, которую к счастью может себе позволить РССС, погибли бы все. А те кто выжил, знаешь сам, позавидовали бы мертвым. Короче, мне класть на то я спас тебе жизнь как спас бы любого кто в этом нуждался. Но вот сейчас эта пога не берется оттуда и наши пути расходятся. Я оставлю тебе то, что тут в бутылке, винтовку и патроны. Куртку забираю и дальше ты сам по себе. Грох от чего-то тяжелого над ними заставил сдрогнуть, задрав голову к потолку. Что-то гулка протопало прямо над подвалом и судя по бухающим шагам что-то очень массивное. Вот блин горелый. Понизив голос до едва слышного шепота прошелестел Вадим поглаживая тесак и бросая взгляд на пока еще целую дверь. Если начнут ломиться не отсидимся. Бак приподнялся придерживая куртку. Мы как в мышеловке. Встревоженно пробормотал он оглядывая стены хранилища. Они заблокируют нас если учуют тут не развернуться. У меня дар Хайда. Нехотя признался Вадим раздумывая над тем стоит уходить теперь когда зараженных пришло еще не так много или попытаться все-таки затаиться и пересидеть нашествие. Очень развитый. Я могу выйти отсюда и уйти без боя не привлекая их внимания или при должном старании вскрыть споровый мешок любой твари ножом. Если это только будет неразумный элитник с аномально прокачанным даром сенса. Сверху снова раздался грохот звон бьющегося стекла и чей-то обиженный вой. Забравшийся в здание зараженный по-прежнему не собирался уходить. Не то задним числом чуя где-то свежее мясо, не то просто желая разгромить то, что еще не было разгромлено до него. Баг утвердился на ногах, морщисть повел плечами под курткой и как обещал ткнул винтовку в немного опешавшего собеседника. Нагнувшись, он выбрал из кучи узле патрона и сунул их в руки бага тоже. После чего увязал тряпку так, чтобы многочисленные пожитки не вывались из нее. Ладно, слушай, если подумать лучше, нет смысла тут оставаться. Судя по концентрации, тварь будет только пребывать, а там до перезагрузки недалеко. И что? Когда я бродил по этой местности вчера, обнаружил дорогу. Ты ее не пропустишь, она одна. Направо от этого дома в обход горы. Не знаю правду, что за горой. Сюда заходят многовато зараженных для такой пустынной местности. Возможно их там больше. Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я пошел туда один? Если хочешь, сиди здесь. Квас потянувшись, стащил свою куртку с плеч недавнего пациента и встряхнув пару раз снова в нее облачился. Но я бы не советовал. Ловить тут абсолютно нечего. Еды нет, выпивки тоже, и разводить жиец, даже если добудешь кого-то из зараженных нечем. Он подтянул все ремни и вернул на грудь сдернутый автомат. Потом бросил взгляд на узел с остатками провианта и подумав махнул рукой. Ладно, считай тебе повезло, жратво ставлю тот же, тебе нужнее. Стой, стой! Бак неловко притиснув к себе оружие и морщись вцепился в лапу разведчика и чуть не умоляюще заглянул в глаза. Не бросай меня здесь, я еще не восстановился, мне не выбраться одному. Вадим тихнул плечом. Пусти! Над потолком что-то опять громыхнуло с хрустом, должно быть паркет. Внешник закусил губу. Себя богатым, очень богатым, если поможешь добраться до крупного стаба. Кваз стряхнул его пальцы и, вытащив тесак, направился к выходу из подвала. У меня есть, что предложить, клянусь, ты сможешь не думать о деньгах, сколько угодно, сколько захочешь, вообще, ты слышишь меня? Обойдя все им же вчера наставленные баррикады, Фадим поднялся по лестнице и ненадолго задержался перед запертой дверью, еще раз проверяя плотность пригонки и снаряжения. Внешник притащился следом, но на лестницу не полез. Весь его вид выражал самое натуральное отчаяние, для которого у него, впрочем, имелись все основания. Я не шучу! Еще раз попытался он, судорожно тиская винтовку, которая в тепережном состоянии сильно оттягивала ему руки. Я действительно могу заплатить! Действительно! тебе хватит на много, реально много лет! Квас покачал головой. Я социалист, меня не это интересует! Он как можно тише отодвинул замок и в последний раз взглянул на обескураженного Нолда. Прощай! Глава шестая выбравшись из подвала Вадим как мог плотнее прикрыл за собой дверь и предоставив Нолду самому дальше решать свои проблемы неслышно поднялся по лестнице. Наземная реальность явила собой разительный контраст с тем что тут было накануне. Причем настолько что в первый миг оторопевшему разведчику показалось что его опять выбросил через какую-то червоточину куда-то не туда. Вместо офиса бывшего здесь еще вчера он оказался в чем-то среднем между городской свалкой стройматериалов и развалинами Помпеи. После того как здесь недавно порезился зараженный в здании уцелели только несущие кирпичные стены да и то не везде. Большинство внутренних гипсокартонных перегородок были развалены или проломлены и в огромные сквозные дыры хорошо проглядывались все попутные помещения от кабинетов до сортиров по полу нельзя было шагу ступить без того чтобы не раздавить что-то хрустящее поэтому квас на некоторое время замер в дверном проеме оценивая обстановку и смутно изумляясь как одна единственная тварь сумела произвести подобное разрушение на столько малый срок ниг спустя он увидел саму тварь и вопросы отпали сами собой это действительно оказался Рубер судя по размерам и длине шипов на толстых лапах достаточно матерый разведчику был виден не весь монстр а только часть так как зараженный сидел через помещение от него прямо в приемном зале и не то обнюхивал не то копался мордой в обломках пищевого автомата но и этого куска туши было достаточно чтобы Вадим понимал дело дрянь пространство для маневра почти отсутствовало и достаточно было одного неловкого движения чтобы осторожная хитрая тварь догадалась о присутствии а догадавшись не успокоилась до тех пор пока не доберется и не покончит одним ударом мысленно перекрестившись Вадим динулся вперед тщательно выбирая куда ставить ноги чтобы подобраться к твари вплотную нужно было миновать разгромленное помещение бокового офиса и пройдя на расстоянии в какой-нибудь десяток шагов зайти монстру за спину для нанесения удара бить надо было ножом и притом тихо неуверенный в числе и составе новой партии тварей разведчик не хотел обнаруживать себя звуками выстрелов как можно дольше рубер сидел в пол оборота приближавшемуся к вазу и продолжал копаться в кусках пластика его хриплое ракочущее дыхание по мощности могло соперничать с громкостью работы двух-трех хороших вентиляторов тварь была активно увлечена своим занятием и мало на что обращала внимание однако когда Вадим в башку разведчик мог поклясться что не совершил ни одного лишнего движения и ничем себя не выдал но как видно тварь насторожил не сам кваз которого она так и не заметила а свежий запах крови идущий от его куртки рубер вскочил так стремительно что Вадим упустил момент когда тот ломанулся в его сторону если бы дело происходило на открытом пространстве следующий миг стал бы для него последним однако в тесноте приемного зала огромный мостр отчасти терял свои преимущества в скорости разведчику жизнь рванувшийся на запах крови рубер не рассчитал узости прохода и в движении задел одной из лап колонну которая до того чудом уцелела в разрушенном зале капитальная колонна словно взорвалась изнутри осколками камней и мрамора от толчка чудовище развернуло в движении и это подарило Вадиму мгновение чтобы метнуться в бок с дороги несущейся прямо на него туши такого рубер не мог не услышать но по инерции проскочил дальше прямо в дверной косяк в котором до этого стоял разведчик уворачиваясь от новых обломков дерева штукатурки гипсокартона которые падали на него сверху Вадим натужившись совершил один из своих лучших и самых удачных прыжков и приземлился на шипастую спину монстра рубер который теперь активно занимался тем что выламывался из стены который застрял взревел дергая башкой но было поздно крепко вцепившись на шейный шип разведчик прокрутил в ладони тесак и силой всадил его в отверстие между костяных пластин тварь грянулась об пол и не удержавшийся на ее спине кваз скатился рядом чувствительно напоровшись задницей наторчавшие здесь куски арматуры но расслабляться или собирать трофеи было никогда со стороны улицы раздался близкий вой и частый топот хватая воздух широко раздявленным ртом и беззвучно матерясь Вадим снова активировал маскировку и откатился за обломки колонны которая минуты раньше спасла его жизнь и вовремя через пролом на месте бывшей двери один за другим валились два лотрейщика и следом за ними спидер разведчик тихо охнул вжимая ладонь в рваную рану на бедре зараженная расследовалась через пазало дергая мордами и усиленно нюхая воздух смерть вожака не произвела на них особого впечатления что впрочем было неудивительно на таком этапе развития высоким интеллектом твари отличались редко хотя какими-то задворками пустоголового сознания монстры не могли не догадаться что только что яростная ревевшая огромная многотонная туша сдохла не сама по себе и ей кто-то помог кто-то оставлявший по себе запах вкусной свежей крови Вадим не шевелился старая слиться со злосчастной колонной он решил не использовать огнестрел как можно дольше и потому что на таком расстоянии из-за к он успел бы завалить максимум одну особь и потому что патронов водилось и так не густо один из лотрейщиков подступился совсем близко обнюхивая бок неподвижного рубера когда Вадим решился приподнявшись из-за колонны из-за чего в пострадавшую левую задницу будто шуруп в вентиле он скользнул к повернутой спиной твари и отточенным до автоматизма движением снизу вверх спорол подставленный затылочный пузырь еще падал так и не успевший рыхнуть от удивления лотрейщик когда кваз уже бежал к спидеру в этот момент искренне завидуя даже слабым клокстопером умевшим быть стремительнее пули монстр впрочем почуял опасность но очень поздно несмотря на то что в последний момент он попытался уклониться от волны идущего за разведчиком воздуха Вадим умудрился полоснуть его по спорному мешку по касательной и не останавливаясь понесся к последнему лотрейщику уже за спиной услышав нужный мокрый хлопок впрочем последний зараженный оказался сообразительный прочих а может у него было больше времени заметить что происходит что-то не то должно быть все-таки уловив какое-то движение или услышав шум лотрейщик вывернулся из-под тисока с неожиданной ловкостью и сделал внезапный рвок навстречу шуму оказавшийся с мутантом на расстоянии почти интимной близости разведчик дернулся назад чувствуя как чудовищные челюсти клацнули у самого его лица разочарованная тем что не удалось сходу достать наглое невидимое мясо тварь взревела яростно махнув лапами потом еще со стороны это больше всего напоминало детскую игру слепого кота когда кот с завязанными глазами в тесном пространстве ловит разбегавшихся мышей с той лишь разницей что этот кот ни грамма не шутил Вадим начал уставать дар который активно и без перерыва использовался в бою отнимал гораздо больше сил чем в спокойном положении во время вчерашнего боя с популяцией зараженных было то же самое и восстановиться получилось плохо большую часть живца пришлось влить в умирающего нолда поэтому танец с лотрейщиком который превосходил скорости кваза становился мучительным тем более рана в ноге по-видимому была глубже чем показалось изначально разбросанные везде завалы строительного мусора и обломки мебели не давали двигаться бесшумно что было очень удобно зараженному но абсолютно неудобно разведчику лотрейщик не унимался рыча и взрывая когтистыми лапами воздух он всерьез вознамерился достать неулоимого противника теперь получалось что не квас под прикрытием подкрадывался к зараженному а зараженный гонял его по всему залу ориентируясь на звук и не давая подобраться к пролому ведущему наружу в какой-то миг запаренный как на марафоне Вадим почувствовал еще немного и дальше непрерывно удерживать маскировку он будет не в состоянии сознание вынуждено отвлекаться на то чтобы не переломать ноги увернуться от когтистых взмахов и жамкающих челюстей подавить боль и продолжать концентрироваться на маскировке начал расфокусироваться форма кваза еще спасала положение но Вадим знал лимиты своего дара и осознавал что пока не удастся простимулировать его нормальной порции живца о полноценном применении можно забыть пора было заканчивать этот балаган делая очередной круг по залу Вадим напрягшись ушел в отрыв сбежав по заранее намеченному мусорному отвалу он подпрыгнул и ухватился за подставку под балясины верхнего этажа подтягиваясь и мгновенно бросая тело вверх но почти тут же спрыгнул обратно за спину проскочившего над ним лотрещика и с силой полоснул того по открывшемуся пузырю проследив как последний из зараженных зарывает мордой в пол Вадим наконец выключил свою невидимость и замер у раздолбанной стены тяжело дыша и вытирая под широкого лба его поход еще не начался а он уже успел здорово устать добравшись до более или менее уцелевшего кожаного кресла кваз с усилием перевалил его на ножки и присел тиская ставшей мокрой штанину ладонь немедленно окрасилась в красное и разведчик досадливо вытер ее об обивку ногу требовал с чем-то перевязать но было нечем бинты оставались намотанными на проклятого Нолда у Вадима даже мелькнула мысль спуститься вниз и отобрать но он вовремя одумался с учетом характера ран внешника с точки зрения санитарно-гигиенических норм его бинты никакой ценности уже не представляли махнув рукой он полез под куртку и оторвав изрядный шмат от несвежего тельника соорудил максимально возможную в его условиях перевязку потом заставил себя подняться на ноги и прихрамывая выбрался через кучу завалов на освещенную ярким солнечным светом улицу глава седьмая дома, гора и дорога оставались на месте разве что первые были еще больше покорежены нашествием новых тварей оказавшись на ровной и твердой земле Вадим огляделся напряженно вслушиваясь в окружавшую действительность пронаблюдав некоторое время и не выявив по близости ничего опасного он ненадолго вернулся в треклятый офис и собрал трофеи набив ими присобаченный к внутреннему карману спецкошель несмотря на отчаянность положения которое не стало менее отчаянным богатый улов несколько поднял настроение кваза еще раз проверив повязку на ноге и найдя ее удовлетворительной он спрятал тезак обратно в ножны поудобнее перевесив автомат снова вышел на открытый воздух здесь Вадим позволил себе ненадолго задержаться оперевшись о сорванный косяк подставив лицо солнцу разведчик глубоко вздохнул и ненадолго прикрыл глаза когда спустя пару секунд он открыл их снова ландшафт в пределах его видимости едва заметно изменился испытывая самый натуральный почти животный ужас от того что оказался к такому совершенно не готов Вадим медленно палец в карман не отрывая взгляда от огромного не меньше 4 метров высоту элитника такого широкого что вместе с верхними лапами он напоминал жуткого морского краба переростка монстр этот только что поднялся из-за остого длинного дома на противоположной улице больше ему взяться было неоткуда серо-коричневая пятнистая шкура была словно создана для того чтобы делать хозяина невидимым среди строительного бардака и у Вадима невольно шевельнулась мысль о том что разрушения в этом месте происходили не случайно высший зараженный громил поселок сам а после зарывался в мусор и устраивал лежки чтобы отлавливать неосторожную добычу где-то о подобном слышать уже приходилось и вчера этой махины абсолютно точно здесь не было иначе Вадим протоптался бы по ней раз пять подряд значит монстр ненадолго отлучался за жатвой а сегодня вернулся обратно притащив с полдесятка тварей поменьше на хвосте должно быть элитник увидел разведчика сразу как только тот вышел из укрытия а может слышал рев уже успокоенных собратьев и догадался об их судьбе как бы то ни было к появлению иммунного он был готов и теперь взирал на растерянную добычу с чувством глубокого удовлетворения уже явно ощущая в поганой пасти вкус свежего мяса пальцы разведчика нащупали наконец нужный предмет одновременно с тем как зараженный ломая остатки стены двинулся вперед ребристый кругляш уверенно лег в ладонь квас выжидал заставляя себя стоять неподвижно тем более что и громада зараженного двигалась нарочито медленно как будто крабообразный элитник понимал что жертва уже никуда не денется и не спешил у Вадима была возможность рассмотреть огромное и плоское покрытое сплошным панцирем тело крышнообразная шипастая верхняя лапа толстенная когтистая нижняя и от чего-то маленькую головенку утопленную в нескольких слоях твердых пластин когда до чудовищного краба оставалось не больше трех десятков метров Вадим размахнулся и швырнул кусок крашеного металла в щерящуюся зубастую пасть полыхнуло ярко-синим мгновенно разбегаясь по телу элитника короткими злыми молниями ослепленный вспышкой монстр замотал башкой затоптавшись на месте он чувствовал что происходит что-то не то но отступать не собирался Вадим который в отличие от элитника знал что взрыв частично разрушил вырабатываемое тварью защитное биополе поспешно вскинул автомат он не был уверен в том что удастся уложить такую тварь из АКМ но что-то ему подсказывало что если этого не сделать так просто уйти отсюда краб не даст расчет оправдался на таком расстоянии и без силовой защиты выстрелы из доработанного спецами архипелага калаша хорошо пробивали даже особо плотные пластины на груди и вокруг башки монстра заставляя того реветь и петиться здоровенная махина давно переставшая бояться кого угодно явно не ожидала таких болезненных укусов от мясной букашки поэтому к тому моменту когда монстр успел опомниться Вадим расстрелял весь магазин и резко врубив остатки дара ушел из подрухнувшей клешни несмотря на то что он уже был изрядно потрепан крабообразный элитник оказался проворнее чем рассчитывал кваз а может у него был свой собственный дар но новый удар клешне пришелся гораздо точнее чем можно было бы предположить для того кому не видно куда долбить от следующего Вадиму пришлось прыгать врубая на полную все преимущества нечеловеческой формы теперь было не до шуток до полного восстановления силовой биоброни оставались считанные секунды а раненый но поразительно живучий монстр махал клешнями гоняя Вадима куда активнее чем до того лотерейщик теперь уже квас не сомневался что проклятой твари имелся ярко выраженный и наверняка очень развитый дар сенса без которого та бы не могла так точно угадывать все направления метания иммунного напрягая оставшиеся физические резервы Вадим ломанулся в сторону за дома чтобы хоть ненадолго задержать несущуюся за ним смерть но не сумел стремительный элитник все-таки достал его краем клешни на отмахе и разведчика который сам весил под 200 швырнуло через всю улицу с размаху грянув об автомобильный остов оглушенный квас успел только заметить как в последний раз вздернулась над ним проклятая клешня а потом туша элитника дернулась раз другой третий вздревевший краб с усилием уронил конечность промазав мимо Вадима но тут же дернул ее снова отклянчивая должно быть то что засело в бочине под мышкой причинил ему немалую боль шатаясь тварь уже неуклюже развернулась к развалинам здания откуда несколько минут назад показалась такая неудобная закуска теперь на уцелевших ступенях стояла еще одна темнеющим зверином сознании элитника успела промелькнуть изумление в отличие от первого мяса хорошо ощущаемого даже когда оно пряталось и пропадалось глаз это второе вообще не чувствовалось никак и увидеть его можно было только глазами сейчас у элитника был только один глаз другой повредило осколком отлетевшего панциря второе мясо снова вскинуло взблеснувшую темную палку и одновременно с грохнувшим выстрелом мир зараженного погас уже навсегда стараясь не обращать внимания на кровавый туман в глазах Вадим оперся на остов автомобиля о который его приложил недавно и попытался подняться после последнего выстрела огромный краб медленно завалился на дорогу прямо посредине улицы и подняться уже не пытался зато снайпер уложивший махину уже торопливо ковылял к разведчику спотыкаясь и неловко взмахивая свободной конечностью разведчик все-таки поднялся на ноги и осторожно ощупал себя правой рукой двигать левой было тяжело и больно боль появлялась и при слишком глубоких вдохах скорее всего поединок с крабообразной тварью стоил перелома ребра а то и двух-трех голова кружилась и во рту стоял противный привкус не то крови не то кошачьей мочи но нижние конечности на удивление оказались целы монстр подох и уже одно только это в его положении относилась категория отчаянного везения требовать сверх того было бы излишним заставив еще больше меткий стрелок уже успел дотащиться до туши зараженного и теперь стоял неподалеку подкачиваясь как при нарушениях вестибулярного аппарата но разведчик уже успел его рассмотреть и знал что дело не в умении держать равновесие опять ты недавний внешник половче перехватил винтовку которую держал в правой руке удобного ремня какой имелся у АКМ американский огнестрел был лишен мы не договорили не кромко просипел он квас не ответил обойдя застывшую фигуру нолда он приблизился к дохлому элитнику и склонился над мордой придерживая собственные ребра не понимаю через минуту проговорил он выпрямляясь и переводя не до конца проснившийся взгляд на бледного до синего бага последний устал стоять и прислонился к капоту автомобиля как ты его куда во второй глаз осторожно прижимая насквозь пропитанную кровью перевязку к спине объяснил тот прицельно в глаз с такого расстояния внешний кивнул у меня обостренная рефлекс и реакция это не дары просто особенность организма ноут оглянулся и потянувшись забрался на капот когда я выбрался наверх и увидел эту тварь то не сразу понял чего это она мечется хотел тихо удрать пока не заметила а потом увидел твой полет хорошо что ты отключил маскировку хорошо что у меня нашелся нейтрализатор Вадим покачал головой и примерившись уцепился здоровой лапой за вырост на плече зараженного чтобы подобраться ближе к голове против ожиданий броня монстра оказалась не хитиновой а костяной с почти каменным переплетением мышечных узлов как и пятнистая шкура действительно оказалась шкурой но без меха узор шел прямо по толстому кожному покрову иначе он бы нас раздавил нейтрализатор биополя ноут подтянул поближе винтовку и громыхнув по капоту сжал и разжал затекшие пальцы правой руки это же наша экспериментальная разработка и пока без особых результатов а у вас получилось Вадим уже добрался до головы теперь он садил тесак между пластинами на затылке и налегая чтобы добраться до спорного мешка поэтому ответил не сразу работает но не всегда на такой туши редко нейтрализуют полностью только небольшую область поражения и на полминуты ну секунд сорок максимум ну если интересно откуда эта технология не знаю уже была когда я пришел на архипелаг разведчикам не докладывают есть и ладно он с треском отодрал пластину которая на затылке оказалась тоньше чем вокруг головы и уже аккуратнее вскрыл багровый синий пузырь затылка твари ого здесь твоя пуля лови несмотря на то что бросок был неточным миг спустя пуля оказалась в руках у поймавшего ее на лету внешника такое легко можно было бы провернуть с нужным даром но дару бага по его заверениям не было и если ноут не врал его реакция действительно была феноменальной вслед за пулей Вадим извлек из дохлого литника пять жемчужин три черных и две красные покопавшись вытащил еще одну черную и хмыкнул ничего себе моя доля там тоже есть поспешил заметить внешник оглядываясь по сторонам ну а если хочешь забирай все только взамен пообещай мне кое в чем помочь он встретился взглядом с разведчиком который когтями выбирал из волокон кругляши из паранов деньги тебя не интересуют я помню но ты сейчас направляешься обратно на архипелаг верно пути они могут пригодиться мы же неизвестно где ты не можешь знать сколько времени и ресурсов потребуется для возвращения Вадим хмыкнул отправляя в раскрытый кошель сразу три горошины сказал бы уже прямо чего хочешь сыпав все в кучу и смахивая под солба проговорил он в чем это тебе нужна помощь некоторое время внешник молчал не то пытался в уме сформулировать мысль не то набирался храбрости квас тоже молча занимался своим делом он уже выудил из головы твари больше сотни спаранов и полсотни гороха и теперь выискивал остаток заодно прикидывая как половчейся скрести янтарь и куда его засунуть под рукой не было даже завалящего пакета возьми меня с собой на архипелаг на архипелаг Баг, сцепляя и расцепляя пальцы. «Ты же все равно идешь туда. Одному мне не дойти, а с тобой есть шансы». Удивить Вадима было сложно, но у Нолда получилось. «Зачем тебе на архипелаг?» На время прерывая промысел прямо спросил он. «Что тебе там нужно?» Баг дернул плечами и тут же помошился. «А что нужно большинству местных?» «Я вообще ничем, ну почти ничем не отличаюсь от стандартного аборигена. И нужно мне тоже, что и большинству. Место потеплее и побезопаснее. Кусок послаще. В перспективе женщину. Но насколько мне известно, бордели у вас нет, а рабство вне закона. Так что это я уж сам. Главное, чтобы без запретов на это дело, только потому, что я не здешний. Равная права с остальными в системе ваших стабов. Вот приблизительная программа максимум из того, что мне нужно». «Неужели много?» Вадим опустил брови на место и снова занялся содержимым спорого мешка. «А больше тебе ничего не нужно?» Пробосил он. Баг покачал головой. «Ты не дослушал меня там в подвале, но это моя ошибка. Зашел не с того конца. У меня действительно есть что предложить. Деньги тебя не интересуют. А что ты скажешь о гарантии абсолютной безопасности для архипелага?» «Скажу, что это ерунда. Ты не можешь такого гарантировать?» «Гарантировать, конечно, не могу. Но могу подсказать как раз и навсегда прекратить нападение со стороны моих сородичей, а в перспективе и других внешников». Вадим даже засмеялся, качая головой. «Не веришь?» «Нет, конечно». Квас после колебаний вытащил пакет с несколькими пластинами таблеток и сухого прессованного спека. Вытряхнул содержимое в карман, а полученную емкость пилился аккуратно набивать отборным янтарем. «И поэтому не возьмешь меня с собой?» Вадим неспеша закончил занятие. Упаковав янтарь, значительно потяжелевший кошель, он слез на дорогу. И, придерживая бок, подошел к выседавшему на капоте, как на насесте нахохленному внешнику. «Допустим, я готов поверить. У тебя пара минут, излагай». Бак посмотрел из подлобья, потом глубоко вздохнул. «У меня есть то, что ценится в любом из миров больше, чем жатва и патроны». Подбирая слова, проговорил он. «Вообще, это самая ценная вещь, и ценнее ее не придумали. А если кто считает иначе, то он идиот. Информация». «Я предвидел то, что в моей работе что-то может пойти не так, и подготовился, насколько это было возможно, к тому, чтобы продать себя подороже, когда это будет нужно». Вадим переступил с ноги на ногу. «Давай быстрее!» – попросил он, обозревая окрестности. «Здесь лучше долго...» «Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник». «Не стоять! Уродов сюда как магнитом тянет!» «Если быстрее, то я могу предложить вашему руководству помочь построить портал во внешний мир и настроить переход на один из наших приемников». Разведчик снова хмыкнул. «Теперь ты точно врешь! Предположим, принцип тебе знаком. Но что делать с базой? Физически невозможно держать в голове все!» «Я понимаю твои сомнения. Но, прости, твои представления о возможностях человеческой памяти несколько устарели. Такие, как я, могут держать в голове огромные пласты информации, вплоть до диаметра резьбы конкретного шурупа и сплава, из которого он должен быть изготовлен. Без опасности перепутать или ошибиться. Как бы объяснить? Помнишь, ты отметил некоторые сходные морфологические признаки между мной и убитым офицером и спросил, не специально ли таких выводят? Так вот, благодаря изучению биоматериалов из улья, мы действительно научились специально выращивать организмы, которые качественно превосходят человеческий. С минимальными вмешательствами в геном. Технология обкатана, но ее стоимость запредельна. И вырастить УНГМО, усовершенствованный, не генно-модифицированный организм, могут позволить себе единицы. Вадим поморщился. Что? У вас есть и генно-модифицированное? И вообще, как это относится? Баг предупреждающе поднял ладонь. Пожалуйста, дай досказать. Тебе наверняка будет интересно. Да, есть и генно-модифицированное. Когда-то рождение генно-модифицированных детей было особо модным трендом в нашем обществе для определенных слоев населения. Но потом... Что? С такими детьми начали возникать проблемы. Вмешательство в геном было прекращено, а потом попало под запрет. На смену пришло рождение детей УНГМО. С нами проблем уже не было, за исключением того, что по каким-то причинам преобразования задают и определенный тип внешностных морфологических признаков. Делают вас бледными и гладкими? Внешник кивнул. Да. Из-за этого УНГМО не внедряется массово. Плюс из-за высокой стоимости. Но решение этих проблем не за горами. Ну, рад за вас. Вадим приложил ладонь к пострадавшей части грудины. И тут же взрогнул, когда тело прошило настоящая сильная боль, идущая от сломанных ребер. А мне ты это зачем говоришь? Ноут погладил ствол винтовки. У НГМО сильнее обычных людей. Быстрее, выносливее, регенеративнее и намного умнее. Наши нейронные связи настолько более совершенны, что выдерживают подключение внешних бионосителей памяти, что невозможно для обычного и даже генно-модифицированного человека. Говоря проще, мне не нужно ничего запоминать самому. Достаточно подключить к голове такую небольшую штуку, и становятся доступны гигантские объемы информации, чертежи, схемы, вычисления. В том числе данные о создании портала. И координаты пространственных переходов в мой мир. И в нескольких соседних, среди которых есть и средние, и верхние. Вадим долго молчал. Нолд не мешал ему думать, терпеливо дожидая следующего вопроса. Допустим, на архипелаге построят такой портал. Разведчик покрутил головой и присел на перевернутый почтовый ящик. Оставаться стоять ему было не легче, чем раненому внешнику. Через него можно будет попасть в любой мир, даже мой. Без точных координат твоего мира нет. Но даже если каким-то чудом их узнать, ты все равно не захочешь вернуться туда. Почему? Через этот твой портал невозможно перемещение живых объектов? Возможно. Но не забывай о главной особенности этого проклятого парадокса. Улия, Стикса или как там его. Она не в том, что сюда с неодинаковой периодичностью подгружается копия сколков разных параллельных миров, между которыми почти нет отличий. А в том, что в воздухе этого мира мириады, сотни мириадов спор. Условно говоря, гриба, который попадает внутрь с дыханием. Прорастает, преобразует ткани и превращает всеядных и хищников весом более 15 килограммов монстров. Квас уже понял. Но Ноут все равно закончил мысль. И сам знаешь, что даже те, кому удалось не превратиться, все равно заражены. Если выйти без скафандра в любой из внешних миров, зараза проникнет и туда. Только без постоянной подгрузки новых кластеров с зараженными, немногим иммунным такого мира неоткуда будет добывать спорана для лекарства. Как вы его называете? Живца, без которого им не выжить. Не пройдет и двух поколений, как твой мир умрет. Вадим покосился в сторону дохлой туши краба. Ну, а чем тогда портал может помочь в борьбе с твоими бывшими хозяевами? Мрачно уточнил он. Если нам нельзя через него ходить. Лицо внешненько прочертило кривая усмешка. Я думал, ты догадался. Портал нужен, чтобы шантажировать этих скотов. Стоит намекнуть им о том, что РСССовцы с архипелага смогут переместить, скажем, грязную бомбу со спорами, и они трижды подумают, прежде чем нападать на ваши поселки. А разве невозможно заблокировать портал с их стороны? Можно, только нет смысла. При настройке портала первые четыре переменные это координаты выхода в конкретной вселенной. Они автоматически перенаправят поток моста отсюда именно в мой мир. То есть мы задаем нужное направление, а точку выхода портал находит сам, либо несколько точек. Обмануть эту систему или отклонить входящий поток с другой стороны нельзя. Это так не работает. Квас потер затылок. А запрос они послать не могут, кто перемещается, зачем, чтобы не открывать двери портала перед нашей бомбой. Баг качнул головой. Связь между внешними мирами и парадоксом отсутствует, во всяком случае в моей вселенной. Запланировать перемещение невозможно. Здесь и там время течет по-разному. Поверь мне, я долго и тщательно это обдумывал и просчитывал все варианты. Неудачи здесь быть не должно. Ты просчитывал вариант заражения своего мира еще до ареста? Нулт снова покачал головой. Да, то есть нет. Я имею в виду, в моем мире тоже не дураки живут, поверь. Для исключения опасности случайного заражения населенных планет, портал был расположен на одной из лун Сатурна. Там только научники и военные, но заражение базы в любом случае сделает использование портала невозможным. Придется строить его в другом месте с нуля, а это значительное вложение. И даже когда новый портал будет достроен, мы снова сможем нащупать его отсюда. Поток, как я уже сказал. Сам найдет точку выхода, если правильно задать переменные нужной вселенной. Я понял. Верно, друг. Вместо ввязывания во все это, им проще будет оставить вас в покое. Или послать превосходящие силы, чтобы уничтожить наш портал вместе со всем архипелагом. Внешник в очередной раз мотнул головой. Это очень сложно организовать. Даже для нас возможности порталов можно сравнить с возможностями даров Улья. У каждого собственная пропускная способность и период восстановления энергии. Перемещение крупных объектов чревато угасанием активности портала на время восстановления достаточно продолжительное время. И в отличие от даров, порталы не умеют увеличивать свой потенциал. Откуда-то издалека раздался едва слышный, но достаточно мощный рев. Вадим бросил взгляд в ту сторону и, придерживая ребра, с усилием поднялся на ноги. Ну, похоже, ты действительно предусмотрел все. Или почти все. Ладно, Нолл, Андрей, пора валить, пока сюда еще кто-то не нагрянул. Пойдешь со мной? Хотя, если уже на архипелаге обнаружится, что это все какая-то очередная ваша подлость, и ты ходячая бомба или ходячий вирус... Бак выдавил бледную улыбку и, по примеру, разведчика, сполз со своего насеста. Вот за это тебе точно не стоит беспокоиться. Если хочешь знать, я и так отчаянно боюсь идти на архипелаг, по понятным причинам. Но у вас едва ли не единственное место во всем улье, где меня не достанут, бывшие коллеги. Он выпрямился, придерживая оружие обеими руками. Вадим оглядел нестабильную фигуру внешника с полуотмотавшейся звездно-полосатой перевязкой. Потом перевел взгляд на себя, немогущего глубоко вздохнуть без боли, и ему стало совсем тоскливо. «Идем!» Он мотнул головой в сторону почти невидимой под мусором дороги. «Сначала нужно выяснить, где находимся, и уже потом определиться, как отсюда попасть обратно на архипелаг». Он снова поморщился. Баг вскинул глаза. «Что-то не так!» «Все не так!» Разведчик хотел в сердцах махнуть лапой, но вспомнил о ребрах и передумал. «Я хорошо знаком с классовной картой местности вокруг архипелага на десятки, а приблизительно и сотни километров. Рядом не грузятся американских территорий. Как бы ни случилось, что мы совсем далеко от дома. Хотя в любом случае, чем скорее окажемся на архипелаге, тем лучше. Кто тебя знает? Может, если пошарить в этом твоем носителе, там найдется еще что-то ценное, чем ты мог бы поделиться?» Он запнулся. Внезапно новая и совершенно очевидная мысль пришла ему в голову. Вадим оглядел невольно стежившегося Бага с разных сторон, как будто впервые его увидел. «Постой! Если я правильно тебя понял, нужна нам информация на съемном носителе. Вроде такой навороченной биофлешки. Правильно?» «Все правильно!» Пробормотал внешник. И это боязливое бормотание еще более утвердило кваза в его внезапно проснувшемся подозрении. «А где она сама, эта флешка? Откуда ты должен ее считать?» Глава восьмая Пыльная дорога ложилась под ноги горячим асфальтом. Чем дальше по ней, тем солнце припекало сильнее, заставляя разведчика париться под курткой. Там, откуда его перебросило, климат был намного суровее. Бак тоже чувствовал себя крайне неуютно. Минимум лохмотьев, который был на нем, меньше всего подходил для прогулок по улью. Окружавшая действительность не радовала. Слева от дороги тянулась осыпь опасной горы, а справа редеющие деревья переходили в полупустынную степь, откуда ветром приносило пыль и мелкий песок. Тоскливый пейзаж конкретно намекал, что в случае чего прятаться здесь будет негде. Вся надежда оставалась на дар Вадима, который мало того, что был выжат в сухую и размочить его было нечем, так еще и странно барахлил в последнее время. Всего этого было более чем достаточно для того, чтобы испортить настроение и без того угрымому разведчику. Поэтому новый расклад от бага основательно добавил пару ковшей в ту бочку дегтя, который в очередной раз выкатила судьба. Да, догадка насчет внешника оказалась верной. Носитель с информацией у него отсутствовал. Выглядевший обоснованно смущенным баг признался, что при первом общении слегка приукрасил свое пребывание в улье. Общаться с мурами ему все-таки приходилось. Делал это Нолд по его заверениям, чтобы прощупать почву, наладить контакт с миром за пределами стерильной базы. А заодно и узнать про этот самый мир больше, чем предлагали инструкции и мануалы. И так как, кроме муров, никаких других контактов с аборигенами у него не предвиделось, то одному из этих мерзавцев, которые похищали иммунных и доставляли их на фермы для изъятия внутренних органов, так ценившихся у гостей из внешних миров, баг и доверил вынести с базы ценный продукт высоких технологий. Мне все равно было не забрать его самому. На ходу оправдывался Нолд, бросая пасливые взгляды то в пустыню, пока степь, то в сторону неразговорчивого спутника. Еле ноги унес, но ты не думай. Прут хотя и тающую тварь, но не было такого, чтобы не выполнил приказ. И я не информировал его о том, что это личная просьба. Он знал только, что получает очередное задание от сотрудника лаборатории. Конечно, я не был уполномочен отдавать такие приказы, но ему-то откуда про то знать? Вадим промолчал. Дорога, по которой они удалялись от разрушенного поселка, вела вокруг горы. И чем яснее проявлялся загорный пейзаж, тем тревожнее становилось у разведчика на душе. И ты уверен, что он положил твой сверток? Контейнер! Контейнер именно туда, куда было сказано, и ничего не напутал? Баг покачал головой. Он бы не осмелился. Первое, к чему приучают муров, наши приказы должны выполняться. Во что бы то ни стало, любой ценой. Даже если будет подыхать, все, о чем успеет подумать, это как передать контейнер тому, кто обязательно доделает дело. И доделает так, как надо. А если очень быстро подохнет и не успеет передать? Я не стал бы доверять свой шанс на достойное существование руки кого попало. Но если закладки на месте не будет, хотя нет, такого не может быть. Она там, нам нужно просто добраться в тот стаб. Вадим тяжело вздохнул. Вломить бы тебе! Сквозь зубы процедил он. Ничего больше он сказать не успел, даже если бы собирался. Далеко впереди на дороге, одна за другой, возникали три фигуры. Бредущие с граци сломанных кукол. Но довольно шустро, словно от кого-то спасаясь. Хотя гадать от кого именно не пришлось. За их спинами, приближаясь к низшим зараженным, трусил четвертый, уже довольно разросшийся урод. Ростом он был примерно свадим, но гораздо шире. Кусач вроде. Напряг глаза внешник, скидывая винтовку, которая висела у него на груди на измазанных, его же высохшей кровью эластичных бинтах. Погоди, попробую снять так. Выстрелишь, когда другого варианта не будет. Оставив напарника столбом торчать посреди дороги, Квас привычно активировал маскировку и двинулся вперед так быстро, как позволяло здоровье. Меж тем кусач, который до того неспешно нагонял отчаянно ковылявших от него медляков, вдруг дернув мордой, заметил новый и куда более соблазнительный объект. Он мгновенно забыл о зараженных и с внезапной энергичностью рванул в сторону застывшего у обочины бага, чем поломал все планы Вадима. По расчетам разведчика, отвлеченная видом близкого корма тварь должна была игнорировать иммунных какое-то время, которого хватило бы, чтобы приблизиться к ней вплотную и нанести удар. Внешник тоже заметил несущуюся на него смерть. Он скинул винтовку, но, выполняя приказ, пока не стрелял. Не видя напарника, он, очевидно, полагал, что у того все под контролем. Чертыхнувшись, Вадим резво бросился чуть еще на перерез, но не успел чуть меньше, чем на шаг. Огромный мутант пронесся мимо и разведчик, промахнувшись по инерции, пробежал уже за его спиной. С усилием притормаживая и разворачиваясь к зараженному, он знал, что это значит. До последнего нерешавшийся ослушаться внешник начнет стрелять слишком поздно. А при таких расстояниях скорости без синей гранаты ему не успеть завалить настолько развитого зараженного, даже если все выстрелы придутся в один и тот же глаз. Все это проносилось в мозгу за долю мгновения, пока квас бежал вслед за тварью. Реальность дрожала и плавилась, но нет использования дара, а из-за острой боли, которая дергала тело каждый шаг. Проклятая боль колола в мозг ребра, сбивала дыхание, срывая маскировку. Но увлеченный целью кусач не оглядывался на топот и тяжелые хрипы за спиной. Он видел свою цель и пер к ней из-за всей голодной дури. Вадим недооценил напарника. Тот сообразил, что что-то пошло не по плану гораздо быстрее, чем это сделал бы на его месте квас. Хотя помогло это мало. Кусач мчался, как бешеный таран, и остановить его могла разве что кирпичная стена. Очевидно, Бак это понял. Лицо Нолда в единый миг стало белее мела. В следующее мгновение кусач всей тушей грянулся на застывшего человека и едва не ткнулся носом в пыль. Ни он, ни топавший позади мутанта Вадим не успели толком сообразить, что произошло. Разведчик только понял, что Бак немыслимым образом ушел от удара и, воспользовавшись долей секунды ошеломления твари, с разгона всадил тесак в самый центр спорного мешка. Не удержавшись, он по инерции перелетел через огромную тушу и грянулся об асфальт. Бак возник рядом почти сразу. Он лежал в пыли в трех шагах от бездыханного кусача и выглядел не менее обалдело, чем уставившийся на него разведчик. Судя по позе, Нолд в самый последний момент сумел отскочить в сторону отпрыгнувшего на него мутанта, используя свою нечеловеческую реакцию. Но этот номер был дохлым, как и сам внешник, если бы не его внезапное исчезновение. Вадим сунул в пасть край рукава и рывком сел, давя сводный болевой вопль во всем теле. Подобрав из пыли выроненный тесак, он тем же макаром поднялся на ноги и, скупо вдыхая, захромал навстречу медлякам. Когда разведчик вернулся, Баг уже успел распотрошить затылок твари, выудив оттуда еще несколько споранов. Вид у него был безрадостный. «Я не знал!» Не дожидаясь вопроса, просипел он и закашлялся. «Я действительно не знал! Понятия не имел!» Вадим кивнул. Сил на новый допрос у него не оставалось. Впрочем, вряд ли в этом была нужда. Дары Улья чаще прорезались в критический момент, чем во время безопасного отдыха в стабе. То, что внешник тоже получил редкую способность Хайда, вызвало в нем неревность и облегчение. Распылять маскировку на двоих было сложнее, чем на одного. Теперь же, при необходимости, Баг смог бы прикрыть себя сам. «Повезло!» Разведчик принял добытые спораны и полез за кошелем во внутренний карман. «Редкий дар. Очень ценный. Найдем чем запить, сожрешь жемчужину. Постараемся развить тебя по максимуму. В нашем положении точно пригодится». Обходя валявшиеся на дороге туши монстров, они двинулись дальше. Вадим, который за последние несколько дней активно сжигал энергию, использовал прикрытие и получал травмы, чувствовал общую необходимость в хорошей порции живца. Найти алкоголь нужно было срочно, и постепенно это превращалось в дело жизни и смерти. Но слева по-прежнему тянулись скалы, а справа сухая степь. Сколько они не напрягали глаза, разглядеть какие-то признаки цивилизации им не удавалось. Вся надежда оставалась на то, что было за горой. Тем более, что чем ближе к ней, тем ландшафт ощутимо менялся. Примерно через час усиленного марша, за время которого встретился еще пяток недоразвитых зараженных, на пути все-таки стали попадаться развороченные остовые автомобили. И даже кое-где фонарные столбы повеяло свежестью. Спустя непродолжительное время невольно ускорившиеся напарники все-таки обогнули нелепую гору, чтобы наконец увидеть то, что оказалось за ней. Твою ж дивизию! Прямо за поворотом дорога шла под уклон, где-то примерно через километр спускаясь к неровной линии пляжа. Впрочем, уже с их места было видно, что пляжем линию можно было назвать только условно. Воды огромного соленого озера попросту набегали на заросшие травы берега. Дорога причудливым образом огибала озеро, уходя к видневшемуся в сильном отдалении справа мосту. Мост этот, как и многие ульи, состоял из кое-как состыкованных частей, совершенно не похожих друг на друга конструкций, гигантского подвесного моста и гораздо меньшего, который по ширине подходил первому, но стоял на больших бетонных сваях. Но не это намертво приковало к себе внимание людей, которые в первый миг застыли, не в силах оторваться от редкого зрелища. На оригинально нелепом мосту, даже с расстояния несколько километров, было заметно движение. Твари сновали туда-сюда, толкались у раздолбанных опор, бродили вдоль линии воды. Разнокалиберных мутантов было столько, что, глядя на это скопление, можно было принять копошившихся у моста зараженных, зауродливых, но разумных аборигенов, которые дожидались своей очереди для того, чтобы перейти по единственной сухопутной переправе на колоссальное по величине остров, расположившийся прямо посреди соленого озера. Причем, если некоторые изо всех сил пытались попасть туда, определенная часть чудовищ рвалась наоборот оттуда. И, как правило, те, кто стремились уйти подальше, в большинстве своем казались на несколько порядков менее развитыми, чем магабритные сородичи. «Я не понял, это что, Манхэттен?» Башни и шпили небоскребов, которыми был утыкан остров, по-прежнему тянулись вверх. Несмотря на то, что даже издали было видно, что многие уже покорежены чудовищным нашествием. От некоторых шел черный дым. Едва различимые твари бесчинствовали среди обреченных домов, над которыми стоял такой безмолвный крик, что у обоих, наблюдавших за этим людей, мороз пошел по коже. «Пошли отсюда!» Еле слышно проговорил Вадим, кивая влево. С этой стороны вдоль горы тянула зеленая низменность с кустами и деревьями. Среди них попадались проплешины, тут-ут-ут-утам, утыканные постройками. Зелень не давала издали засечь зараженных, хотя их не могло там не быть. Но особого выбора, куда идти, не было тоже. Направо сухая полупустынная степь переходила в невысокие холмы, в которых было не скрыться. Среди холмов также виднялись какие-то строения. Какие с такого расстояния не просматривалось? Да добежать до них незамеченными было нереально. Прямо по дороге был остров смерти, причем смерти быстрой, но жуткой, какая могла привидеться только в кошмарном сне. Позади лежала дорога обратно, в разрушенный кластер, за которым неизвестно, насколько тянулась чернота. Эта чернота едва не убила их, когда они шли через нее в первый раз. Сейчас, без капли живца, это была гарантированная гибель. Не такая страшная, как впереди, зато гораздо более долгая и мучительная. Оставалось идти влево и надеяться, что где-то среди разбросанных в роще домов удастся найти, если не укрытие, то хотя бы бутылку спиртного или на худой конец уксуса, чтобы размочить несколько добытых из монстров кругляшей. И сделать из них лекарства до того, как оказавшихся в ловушке иммунных начнет корежить еще и от спорного голодания. Глава девятая Взаросли уходили молча, стараясь вступать как можно тише и держаться ближе друг к другу. Говорить было не о чем, оба понимали, что помочь им выбраться отсюда живыми могло разве что колоссальное везение. В любой момент можно было наткнуться на стаю или достаточно сильную одиночную тварь, чтобы путь их закончился прямо здесь. Хотя загнуться можно было и без участия монстров. Оба давно чувствовали потребность в том, чтобы поесть, и что самое паршивое – попить. Причем даже не живца. Обычно питьевой воды хотелось с такой силой, что будь они хоть сколько-то уверены в том, что озеро вокруг несчастного острова с небоскребами было пресным, их не остановило бы даже обилие монстров в окрестностях. Первый уцелевший дом, к которому удалось добраться, едва разменувшись с группой бегунов, порадовал и разочаровал одновременно. Пока внешник оставался на стреме, Вадим стремительно прошелся по чудам уцелевшей кухни и добыл две бутылки вина, банку консервированных персиков и уполовиненный ликер. В электрочайнике нашлась вода, которую жадно распили тут же, честно поделив пополам. Но больше дом ничем помочь не сумел. Клипкая постройка большей частью была разгромлена, а то, что уцелело после первого натиска, изрядно вытоптали впоследствии. Подвал в доме имелся, но зиял провалами сразу в нескольких местах. Отсидеться тут хотя бы ночь было нельзя. «Ничего!» Как можно увереннее успокоил разведчик, выцеживая плавающую на поверхности остаточную дрянь от растворенных спаранов найденной ложкой. «Сейчас глотнем лекарства, сил немного наберемся и проверим следующий дом. До темноты времени много, что-то точно подвернется!» Баг не ответил. Стоя в дверях кухни, которые по американскому обычаю выводили во двор, он сосредоточенно вглядывался и вслушивался в окружающие заросли. С тех пор, как они пришли погибающей Манхэттен, Нолд не произнес ни звука. Наскоро заделанный живец оказался гораздо худшего качества, чем тот, который у разведчика был с собой раньше. Но выбирать не приходилось. Получившуюся бурду глотали тут же, запивая персиковым сиропом. Одновременно ощущая, как отступает усталость и боль, а в покорежины тела заново вливаются энергии и силы. «Хорошо, пошло!» Вадим сунул заново наполненную флягу в карман. Вторую после колебаний отдал Нолду, который отправил ту в узел с остатками провизии из разгромленного поселка. «Теперь пару часов можно будет не опасаться, что маскировка начнет мигать не вовремя. Живем!» Словно в ответ на его оптимизм затрещали ветки кустарника и из дома пришлось спешно убираться. Почти одновременно с тем, как люди отступили к зарослям с одной стороны, с другой из них вылез крупный бегун. Тварь, хотя и не опасная, могла быть авангардом целой группы сородичей. Поэтому трогать ее не стали, предпочитая отступить по-тихому. Несмотря на то, что после живца сила ощутимо прибавилась, основная проблема по-прежнему стояла остро. Найти припасы и такую берлогу, чтобы можно было залечь в ней не меньше, чем на сутки двое, и залечить травмы. Как назло, такого места пока не попадалось. Рискуя каждый момент выдать себя, они поочередно обошли одиночные дома и небольшие кластеры с тремя-четырьмя строениями на небольших пятачках располосованной земли. Но все найденные дома либо были слишком ненадежными, либо вокруг осталось слишком много зараженных. Вадим, который после последнего боя в схватке ступать больше не решался, раз за разом уводил внешника от опасности, накрыв обоих маскировкой. Солнце уже клонилось к закату, когда они оба, едва тащившие ноги от усталости, прошли рощу подножья горы и несколько рощ следом, обойдя не меньше трех десятков домов. И сильно поплутав между холмов, наконец снова вышли к какой-то дороге. Очевидно, озеро с Манхэттеном осталось сильно в стороне, так как здесь запах моря уже не ощущался. По обеим сторонам от асфальтированной, но давно не чиненной дороги тянулись густые заросли. Одной стороной дорога убегала в холмы, другой спускалась к какому-то средневеликому поселку, чьи крыши с трудом просматривались в зарослях только потому, что относительно точки обзора иммунных они лежали в низине. Сразу же за домами опять тянулась некая скалистая возвышенность, сплошь укрытая пышной зеленой растительностью. Остановившись у края дороги под прикрытием колючих кустов с волчьей ягодой, Вадим ненадолго задумался, оценивая положение. Поселок был достаточно большим, чтобы зараженные в нем наверняка водились, и недостаточно высотным, чтобы найти себе укрытие на крыше, что было излюбленным местом отдыха многих сталкеров улья. Поисковый энтузиазм редко заводил твари слишком высоко от почвы. В теории можно было найти подходящий подвал и запереться там. Но при большой плотности голодных зараженных такой вариант здесь представлялся опасным. Куда лучше было бы занять хороший крепкий дом подальше от поселка? Однако, таких удобных домов в окрестностях за весь день так и не встретилось. «Провести бы разведку!» Вслух додумал кваз, поглядывая в сторону пока еще плохо видимого поселка. «Посмотреть что там и как! Маловато шума для такого плотного скрепления домов!» Бак промолчал, вскидывая голову и заслоняясь ладонью от солнца. Молодое лицо, утратив просительность, которая не сходила с него в начале знакомства с разведчиком, теперь приобрело выражение сосредоточенности и даже жесткости. Очевидно, живец пошел ему на пользу. «Мне тоже кажется, что там слишком тихо!» Проговорил он, удивив Вадима, который уже отвык от звука его голоса. «Зараженные таиться не умеют!» «Некоторые умеют!» Не согласился разведчик, пытаясь слушаться уже в звуке, которые шли с противоположной от домов стороны. «Такое бывает редко, но случаются особи, которые не терпят на своей территории других зараженных. Вроде как защищают ареал обитания и прокорма». «Ты думаешь, там засела такая тварь?» «Там мог засеть кто угодно!» Вадим скинул ладонь. «Тихо! Слышишь?» На дороге со стороны холмов явственно слышался шум приближавшегося автомобиля. Причем, судя по звуку двигателя и предполагаемой скорости, это было, если и не что-то легковое, то и явно не такое, что подходило бы под условия катания по улью. Хотя в этой точке, крайне населенной монстрами географии, любое средство передвижения с громким мотором, независимо от степени его защищенности, делало из своих хозяев потенциальную мясную консерву. Баг рискнул высунуться из зарослей, обозревая дорогу. Автомобиль уже показался из-за поворота и теперь приближался к месту их временной дислокации. «Новички!» Прищурившись, определил внешник, вглядываясь в очертания быстро растущего и здорово видавшего вида внедорожника. «Точно, новички!» «Транспорт без наворотов!» «Видно, едут откуда-то недалеко, раз еще живы!» «И даже никого пока не тащат за собой!» Он обернулся к Вадиму, который подпирал раскидистое лиственное дерево, стараясь оставаться за кустом. «По обычаю, стоит их предупредить!» Разведчик качнул головой. «Неизвестно, кто в салоне! Может, новички, может, нет!» «Тихо, в которой даже по пеклу катаются без брони, я видел собственными глазами!» «Не все из них дружелюбные!» Внедорожник пронесся мимо, удаляясь по направлению к тихому поселку. Внешник поправил перевязь из эластичного бинта, на котором висела его винтовка. «За рулем какой-то тип плотный средних лет! Рядом с ним женщина, оба одеты в гражданское!» Вадим промолчал. Говорить здесь было особо не о чем. Он редко кого-то оставлял в беде. Но гоняться за каждым новичком с предложениями помощи в текущем положении было идиотизмом. Тем более в компании с Нолдом, от которого неизвестно, чего можно было ожидать. Выпрямившись, он поправил автомат на плече и проверил, хорошо ли выходит из ножен тесак. После чего поймал взгляд бага и мотнул головой в сторону поселка. «Идем проверим! Если там кто-то есть, эти ездуны сейчас его сильно отвлекли, сможем чем-то помочь, поможем!» Он тоже бросил взгляд на сильно клонившееся к условному закату солнце и помошился. «Только очень осторожно! Сами на рожон не лезем, если что, сразу назад!» Заросли подступали к самым крайним домам, сливаясь с деревнями и кустами, которые росли на улицах и во дворах. Поэтому на территорию поселка удалось попасть, не включая маскировки. Не сговариваясь, напарники осторожно двинулись вдоль главной улицы, по которой проехал автомобиль, чертыхаясь про себя из-за поголовного пристрастия местных к ровным лужайкам и газонам. Идти по татуару было опасно, так как оба они здесь были бы как на ладони. Приходилось пробираться задними дворами, обходя разбросанные вещи, перевернутые автомобили и остатки пиршества зараженных, щедро разбросанные вокруг. Но несмотря на то, что самих зараженных пока не было не видно и не слышно, Вадим при негласной поддержке бага не торопился заглядывать в дома. Причина была не оформленной и не ясной, но твердой как кирпич в этом поселке им не нравилось. Что-то было не так, и это почувствовали оба, едва ступив на территорию первого из дворов. Еще на подходе к этому кластеру небо весь день бывшее чистым и высоким внезапно завлакло тучами и поднявшийся порывистый ветер вздымал с почвы, кидая в разные стороны пыль, сур и редкие листья. Однако за то время, которое потребовалось напарникам, чтобы пройти пригород и добраться до даунтауна с офисами и магазинами, ничего кроме ветра слышно и не было, как и не видно. Недоумевающие поначалу, а под конец откровенно стревоженные люди одну за другой прошли несколько улиц и прикрестков и, переборов себя, все-таки осмотрели несколько наиболее разгромленных домов. Но ни в самих домах, ни на улице им не встретилось ни одного зараженного. Это было невероятно и невозможно по меркам даже самых пустых районов Улья, вроде лесистого пустыря или ледяного полюса. Но факт оставался фактом. Значительный, многонаселенный в прошлом кусок американского провинциального города, которым еще совсем недавно кормили сотни тварей, сейчас как будто вымер. Что за... Баг на ходу застегнул молнию с мародериной в одном из последних осмотренных домов кожаной куртки. Вынул из подмышки сунутую туда бутылку оранжа и сделал глубокий глоток. Запрятав бутылку в рюкзак, который позаимствовал в том же доме, он вслед за квазом пробрался между двух перевернутых машин и присел за третий. Ты что-то понимаешь? Где все? Вадим обозрел окружавшую действительность и покачал головой. Лицо его, которое в этот миг стало почти человеческим, выражало крайнюю беспокойность. Не знаю. Еле слышно проговорил он в ответ. На моей памяти такое было только один раз, чтобы зараженные побоялись зайти в какой-то кластер. Поскольку он умолк, внешнику пришлось вопросительно поднять брови. Хотя к тому моменту раненый и до конца еще не восстановившийся баг был даже визуально настолько измотан, что мог проявлять любопытство только под воздействием сильной тревоги за свою жизнь. Так, что там было? Тоже шепотом уточнил он. Разведчик, еще раз осмотрев улицу, качнул головой. Там была какая-то энергетическая сущность, очень агрессивная, не знаю. Поймав требовательный взгляд Нолда, с долей раздражения проговорил он. Я не знаю толком, что там было, но убить это огнестрельным оружием оказалось невозможно. Мы едва унесли оттуда ноги. Он помолчал. Ты думаешь, тут тоже может быть что-то вроде сущности? Не знаю. Точно помню, что в лесу, где обитала та дрянь, тоже отсутствовала живность. Не только обычная. Зараженные в кластер шагу ступить боялись. А здесь вон жрали недавно. Видно же? Да и... Что? Тогда мы были с Сенсом. Но даже она учуяла эту сущность только когда подошли вплотную. Здесь по-другому. Не чувствуешь сам, как гнетет? Баг тоже обозрел улицу. Потом задрал лицо к небу, темневшему тучами. Несмотря на то, что последние плыли достаточно быстро, разрывов среди них не наблюдалось. Потому оценить, насколько низко солнце опустилось к горизонту и сколько у них оставалось времени до темноты было сложно. Хотя, судя по общей, уже достаточно тусклой освещенности не так много. Ну ладно! Прошипел он в ответ, поворачиваясь к машине спиной и опираясь о дверцу. Что будем делать теперь? Может, ну ее, сам, эту твою разведку? Обязательно выяснять, что тут такое, что способно отпугнуть до разороженных. Вернемся на окраину, спрячемся в самый близкий к лесу дом, переждем ночь и уйдем на рассвете. Зачем нам сейчас дальше-то идти? Разведчик вскинул ладонь и ноут умолк на полусловие. Откуда-то из офиса на магазинных зданий снова послышался знакомый рев мотора. Спустя несколько секунд на дороге показался давешний внедорожник. Это был суровый джип-пикап «Гладиатор». Добротный, как все подобные ему детище американского автопрома, но уже порядком обшарпанный. Обширный кузов-багажник был плотно загружен каким-то барахлом. Насколько можно было судить, за рулем действительно сидел белый мужик, крупный, как и его колеса. Рядом со штурманского тревожно оглядывала окрестностей женщина. На задних сидениях тоже кто-то был, но кто с места затаившихся напарников было не разглядеть. Доехав до перекрестка, джип притормозил, но не заглушил двигатель. После короткой паузы дверь с водительской улицы. Высокий, грузный, с широкой мордой и пшеничными усами, в красно-клетчатой рубахе и ковбойской шляпе. Он выглядел настолько типичным фермером, что мог позировать для плакатов. И, судя по выражению лица и общему поведению, явно заблудился. Но еще мало что видел здесь и до конца всей задницы положения не осознал. Ладно, пошли. Вадим вытащил из-под куртки капюшон и накинул на свою страшную башку. Дернувшись подняться из укрытия, он спохватился в последний миг. Погоди, ты говоришь по-английски? Я говорю на всех официальных общечеловеческих языках, обрадовал внешник, берясь за рюкзак. Были заложены в память вместе с некоторыми другими базовыми знаниями и навыками. Разведчик хмыкнул и, выпростав горло свитера, прикрыл нижнюю уродливую часть лица, оставив только глаза. Тогда иди вперед. Негромко велел он, справедливо рассудив, что для вопросов сейчас не время. Я прямо за тобой, поэтому держись на расстоянии вытянутой руки. Заговоришь с ним первый, пусть увидят сначала твою гладкую морду и убедятся, что мы не зомби. А то на нервах как всадят заряд дроби, нам только этого сейчас не хватало. Нолт признал доводы квазоубедительными, но подняться не успел. Из бокового проулка совершенно беззвучно выехал другой автомобиль, а за ним еще один, вид которых заставил обоих прячущихся иммунных подождать с их инициативами. Появившиеся как из ниоткуда огромные военные колесники были матово-черного цвета. Ни Вадиму, ни его напарнику ни разу не доводилось видеть бронетранспортеры такой модели. Даже с уверенностью определить из какого материала Беттеры казались черными провалами на фоне остальной реальности. Впечатление усилилось тем, что двигались они абсолютно бесшумно. Баг поймал изумленный взгляд разведчика и едва заметно пожал плечами. Это были технологии не из его мира. Объезжая перевернутые автомобили, вырванные с корнем деревья и сбитые дорожные знаки, Беттеры подъехали к продолжавшему ставить пикапу. Фермер бросал неуверенные взгляды то на приближавшихся военных, то внутри салона своего автомобиля. Перекинувшись с ним несколькими фразами, женщина тоже открыла дверцу и высылась из машины, но полностью выходить не стала. Вдвоем с мужчиной они наблюдали за тем, как черные Беттеры подъехали и плавно остановились десятки метров от них. На некоторое время повисла тишина. Потом боковая дверь одного из Беттеров отъехала в сторону ровно настолько, чтобы выпустить признанного демократического государства. Разве что из-за цвета нашивок издали было не разглядеть. На башке у солдата красовался глухой шлем с опущенным щитком. Двигаясь уверенно и спокойно, черный боец пересек пространство, отделявший его от настороженно взиравшего на него фермера и приблизившись вплотную отдал честь. Регулярная армия США, сэр, район бедствия, вас здесь быть не должно. Голос из-под шлема звучал неотчетливо и неясно, хотя достаточно громко. Лицо гражданского отразило немалое облегчение. Он снова переглянулся с женщиной. Да мы и сами не знаем, как нас сюда занесло, ребята. Миролюбиво прокатал он. Там что-то случилось. Сначала туман, густой, кислый, потом молнии, потом соседи наши как взбесились. Голди прибежал из города, говорит, творится страшное. Ну мы пожитки собрали по-быстрому и рванули было в горы. Там у меня охотничья хижина, но с дорогой что-то... Да, сэр. Черный кивнул и медленно повернул голову к женщине. В районе наблюдаются пространственные аномалии. Всеобщая эвакуация. Для вашей же безопасности вам необходимо срочно проехать с нами. Баг и Вадим переглянулись. Очевидно, фермер тоже был растерян. Пространственные аномалии. А как же? Куда же вы нас отвезете? В безопасное место, сэр. Прошу вас и вашу семью выйти из машины. Фермер в очередной раз переглянулся со своей, как видно, женой. Потом бросил взгляд на заднее сиденье. Ну вылезаем. Все еще не вполне уверенно проговорил он. Двери пикапа открылись с обеих сторон, выпуская светловолосого парня лет шестнадцати и девочку подростка. Одетая как и родители усредненно деревенская. За ними помедлив выбралась молодая сильно разбавленная мулатка. Это казалось сделанной совсем из другого теста, чем фермерское семейство. Невысокая, стройная и явно спортивная. Она носила недешевое серое платье, черные гетры и на удивление стильную обувь, которая сильно контрастировала с потертыми джинсами и разбитыми кроссовками белых. На тонком темном запястье поблескивали изящные серебряные часы. Прошу вас поторопиться, сэр, у нас мало времени. Жена фермера вытащила из автомобиля сумку. Отец семейства крякнул, сдвигая шляпу на лоб. Ребята, оружие можно с собой? Мы там насмотрелись на всякий случай. Поможем вам, если что. Вы можете взять с собой все, что будете способны нести в руках. Только быстрее, сэр, здесь нельзя долго оставаться. Фермерские дети уже законопослушно стояли рядом с матерью. В руках парень держал рюкзак, вроде того, который теперь лежал у ноги бага и широкий черный планшет. Девочка прижимала к животу котенка, который не желал сидеть спокойно, а выдирался изо всех сил царапая хозяйку. Прошу вас поторопитесь. Фермер вытащил и повесил на плечо дробовик. Бросив последний взгляд на свою машину, он захлопнул дверце и вслед за своей семьей двинулся к ожидавшему их солдату. Котенок как обезумел, девочка с трудом удерживала его в руках, уже порядком исцарапанных и даже покусанных. Сэр, вы не скажете, куда мы едем? Впервые подала голос жена фермера, останавливаясь рядом со своим мужем. Военный снова медленно повернул голову в ее сторону. Здесь и глухо информировал он. Поторопитесь. Фермерское семейство почти добралось до Беттера. Все, кроме Мулатки, которая почему-то медлила. Низ. Обратил внимание на нее военный, за спиной которого фермер уже грузился в абсолютно темный провал, открывшийся в борту машины. Прошу вас, не задерживайте, нам нужно искать других выживших. Мулатка сделала шаг навстречу. На ее тонком лице были написаны сильные сомнения. Может сначала скажете, что здесь происходит? Хотя я достаточно мелодичный голос девушки звучал резче, чем у ее спутников. Что это за зомби апокалипсис такой? Куда девалась дорога? И куда мать вашу вы нас все-таки везете? Голди, не глупи! Фермерский сын подтянул рюкзак и взялся за поручень, чтобы забраться в машину вслед за отцом. Поехали быстрее! Здорово, что этот кошмар наконец закончился! Он качнулся вперед, пропадая в темном провале. Жена фермера бросила стревоженный взгляд на дочь, которая все воевала с бешеным котенком. Милая, ты слишком сильно сжимаешь сесси, ей должно быть больно. Да нет же, мам! Девочка в отчаянии перехватила животное под пузо. Она сама! Ой, сесси, стой! Воспользовавшись тем, что внимание хозяйки временно ослабло, котенок все-таки вырвался из рук и мгновенно вздернув хвост трубой ломанулся в ближайший проволок. Сесси, я догоню! Мулатка голоди бросила свою сумку и развернувшись припустила за котом. Я быстро! Мисс, вернитесь на место, мисс! Гаркнул солдат, но черной беглянке уже след простыл. От медлительной вальяжности черного не осталось следа. Он стремительно развернулся к оставшимся женщинам. Извините, пожалуйста, извините! Забирайтесь внутренним и вы, мисс! Теперь в голосе солдата слышались раздражения и плохо скрываемое нетерпение. Мы их нагоним, пожалуйста, быстрее! Дождавшись, пока обе женщины не скроются в салоне, солдат, вопреки его словам о необходимости торопиться, никуда не поспешил. Напарники все это время прятавшиеся за несколькими перевернутыми друг на друга автомобилями на расстоянии десятков два метров. Физически ощутили, как взгляд из-под непроницаемого глухого щитка перелся в их ненадежное укрытие. Стиснув предплечье застывшего рядом внешника, Вадим активировал маскировку. Оба они попытались жраться и сделаться меньше, чем были на самом деле, когда черный направился в их сторону. Напарники не могли сказать, что именно так сильно напугало в том, незнакомых людей забирали на смерть, это было несомненно. Как и то, что со стороны наблюдателей не было способа этому помешать. Любая такая попытка скорее всего закончилась бы общей гибелью как для них самих, так и для обреченных фермеров. Но сцена, когда иммунных новичков подстерегала смерть, была обыденностью для улья. Тертого разведчика инолда до оцепенения и внутреннего крика напугало не это. От самих черных машин и их хозяев веяло неестественно нереальной жутью. Несмотря на то, что фигура солдата выглядела гуманоидной и говорил он на понятном английском, интуиции обоих наблюдателей вопили благим матом, здесь что-то не то. Черный мало походил на болигены улья, и был ли внешником, хотя бы таким же как баг, оставалось под большим вопросом. Должно быть, негритянская девчонка и кошка подспудно чувствовали то же самое. Поэтому в отличие от семейства фермеров, они меньше были склонны видеть в безликом солдате своего спасителя. Инстинкт подсказывал обеим дать дёру для спасения своей шкуры, что те и сделали. В отличие от неудачливых разведчиков, которые этого сделать не успели, крыша японского седана, за которым прятались кваз и нолт, резко прогнулась, как будто сверху на неё запрыгнул что-то тяжёлое и живое. Мгновение потребовалось обоим, чтобы понять, что чёрный солдат вместо того, чтобы обойти баррикаду из нагромождённых машин, запросто с места взлетел на высоту не меньше полутора метров. Утвердившись на крыше, он обозрел окрестности и, не увидев тех, кого искал, решил прибегнуть к увещеванию. Гражданские, выходите, мы проводим спасательную операцию, позвольте вам помочь. Поскольку гражданские показываться не торопились и вовсе перестали дышать, боясь себя выдать, чёрный ещё два или три раза вызвал к совести тех, кого, как видно, чуял, но не видел. Не дождавшись ответа, он с крыши автомобиля спрыгнул на дорогу за ним, одной ногой угодив между разведённых колен бага, а другой, едва не наступив на Вадима. Когда боты солдата в прыжке коснулись асфальта, оба человека явственно увидели, как на мгновение чёрная фигура разуплотнилась, представив собой не то переплетение волокон липкой жижи, не то густого тёмного тумана. Гражданские, повторяю ещё раз. Качанувшись, чёрный двинулся вперёд, чудом не задев никого из иммунных. Сделав полноценный круг возле подозрительного нагромождения машин, в пределах которого ему упорно чудилось присутствие жизни, он, наконец, отошёл обратно к беттерам. Спустя долгую минуту обе чёрные громадины тронулись и бесшумно свернули в проулок, где совсем недавно скрылись негритянка и кошка. Но прошло не меньше пяти минут, прежде чем разведчик и Нолт сумели расцепить стиснутые руки. Не убирая маскировки, Вадим осторожно приподнялся с зачёкших коленей, обозревая кругу. Так, ничего не высмотрев, он снова поймал запястье внешника. Отходим! Едва слышно прошелестел он. Граница посёлка, быстро! Глава одиннадцатая Погода портилась сильнее. Порывы штормового ветра бросали в глаза пыль и мелкий мусор. Падавшие ветки заставляли шарахаться, спотыкаясь разбросанные всюду следы недавнего нашествия заражённых. Чаще спотыкался Вадим, ведомый неясными, но крайне нехорошими предчувствиями он не снимал маскировки, несмотря на то, что для этого ему приходилось крепко держать за руку Нолда. Беспроводное использование дара стоило гораздо больших усилий. Оба измотанных до крайности иммунных, наплевав на свои увечья и чудовищную усталость, почти бежали назад к выходу из кластера. Их подгонял необъяснимый жуткий страх и упорно непроходящее ощущение того, что ничего ещё не кончилось и не оставив даунтаун и несколько улиц позади, беглецы всё же невольно сбавили шаг. Испуг, хотя ещё довольно сильный не прошёл, но отодвинулся на расстояние, которое позволяло не загонять себе насмерть. До границы оставалось пройти ещё несколько улиц, но что делать потом, решение ещё не пришло, хотя особо раздумывать было не о чем. Возвращаться назад не имело смысла. Оставалось выйти из кластера, обогнуть его по большой дуге холмами, которые по левую сторону от посёлка дальше вперёд постепенно переходили вкрытые теми же зарослями невысокие скалы, либо справа, где густая растительность могла скрыть от взглядов или наоборот помочь угодить в засаду шаставших там заражённых. Добравшись до очередного перекрёстка, Вадим неожиданно свернул в чей-то относительно уцелевший двор и добравшись до глухого угла на стыке дома, сарая и высокой живой изгороди приостановился, опираясь в стену. «Не могу больше!» Едва слышно выдохнул он, убирая маскировку. «Нужно закинуться ещё стимулятором! Достань бутылку!» Баг торопливо полез в рюкзак, без лишних объяснений поняв, что именно от него потребовалось. Вадим не глядя нащупал в кармане и вытащил несколько таблеток. Закинув их в пасть, он приложился к горлышку и внезапно замер, успев сделать только один большой глоток. Из видимой им части переулка неслышно вырулил чёрный беттер. Проехав напротив их укрытия метрах двадцати-двадцати-пяти, он пропал из виду. И нельзя было понять наверняка, отправился он куда подальше или наоборот притормозил. «Они всё это время нас спасли!» Посеревшими губами прошелестел Нолт, неосознанно цепляясь за рукав разведчика. «Наверное, их сбивает с толку твоя маскировка, но когда ты её не поддерживаешь...» Всё это Квас моментом понял и сам. Бросив бутылку в рюкзак, он врубил остатки невидимости. И они сумели убраться из их ненадёжной нычки на несколько мгновений раньше, чем туда заглянул чёрный солдат. Теперь иммунные снова бежали, но уже дворами. Благо заборы, разделявшие местную частную собственность были по большей части декоративными по колено. Мельком оглянувшись, разведчик успел заметить двух чёрных преследователей, которые быстрыми скачками несли следом. Сейчас, когда скрывать намерение пропала нужда, в движениях солдат осталось уже гораздо меньше человеческого. Но бежали те не очень точно, кидаясь из стороны в сторону, приостанавливаясь, поводя башками и ориентируясь не то на звук, не то на что-то ещё, доступны только их органам восприятия. При том, что маскировка Вадима дорабатывала последнее, но всё ещё держалась. Уже было видно, что выручала она не на все сто. Но обоих иммунных не покидала уверенность, если её отключить совсем, им конец. Дар Ули оставался единственной зыбкой преградой, которая стояла между ними и чёрными, которым по какой-то причине кровь из носу необходимо было добраться до новых жертв. Дворы кончились, выводя в очередной проулок. Здесь произрастало несколько особо мощных многолиственных деревьев, которые теперь угрожающе раскачивались от ветра. Обогнув их, а заодно и оказавшись на дороге сарай для инвентаря, беглецы выскочили на узкий пятачок между двумя улицами средами редких домов и стоявшим здесь другим чёрным беттером. От неожиданности Вадим едва не упустил маскировки. Дар мигнул, тут же мгновенно восстанавливаясь, но и этого оказалось достаточно. Чёрная машина среагировала тут же, как живое существо, разворачиваясь и медленно направляясь в их сторону. Затравленно оглянувшись, иммунные увидели одного из двуногих чёрных преследователей в шагах в 30 позади себя, второго видно не было. Но теперь не оставалось сомнений, что он может появиться откуда угодно в самый неудобный момент. Их загоняли как дичь. В действиях чёрных было очень мало от профессиональной работы спецназа, но от этого их тактика не становилась менее эффективной. Им оставалось совсем немного до того, чтобы окончательно догнать своих жертв. Всё это мгновенно пронеслось в головах иммунных. Но неожиданно паранормальному, почти парализующему страху Вадима вдруг прибавилась здоровая ярость. От чёрных фигур, помимо ужаса, веяло инаковостью настолько сильно, что она вызывала подспудное отвращение. У разведчика не оставалось времени подумать о причинах. Но отчего-то перспектива угодить к ним в лапы вызывала в его душе ещё больший протест, чем быть сожранным каким-то из мутантов. Он резко дёрнулся из-под колёс Беттера, перебегая дорогу. Отчего у прицепленного к нему внешника едва не выдернуло руку из сустава. И что скорее почувствовали, чем увидели, как боевая чёрная машина притормозила и из неё выскочили двое солдат. Почти одновременно с этим из проулка, по которому они бежали, оказался ещё один, как грипп вырастая на пути. Вадим замер, на миг задержав внимание на том, что нёсшийся следом внешник не налетел на него по инерции, а мгновенно остановился рядом, почти не дыша. Словно не он механизм. Иммунные сдвинулись к стене одного из домов, отчаянно понадеявшись, что если замереть и не двигаться, преследователи опять потеряют своё чутьё на них. Больше надеяться было не на что, разве что на небольшой боезапас. Но проверить, эффективно ли пули против тварей, способных разуплотняться от резких толчков и чувствовать живых существ на расстоянии, можно было только практическим путём. Чёрный Беттер подъехал к самому плавность время от времени прерывалась внезапной и ничем необъяснимой резкостью, словно дёргалась плёнка старого кино, шли прямо на беглецов. С другой стороны проулка к загнанной дичи приближался ещё один чёрный военный. Или, как уже можно было разглядеть, фигура очень похожая на военную. В его внешности странностей было ещё больше, но особенно разглядывать их не было времени. Вадим отпустил руку внешника, но невидимость всё ещё не снимал, удерживая и себя и напарника в поле её действия. Поудобнее перехватив автомат, он в несколько скупых жестов объяснил, что им нужно делать и куда бежать в случае, если совместным огнём получится убрать одиночного противника, который заслонял дорогу и маячил уже не дальше, чем в 15 шагах. По команде разведчика оба беглеца одновременно скинули своё оружие, целясь в чёрное подобие головы, но выстрелить не успели. Внезапно грохнувший взрыв едва не вырвал оружие из рук, заволакивая реальность клубами дыма и мельканием огненных сполохов. Стену дома, мимо которой проходил чёрный, разорвало изнутри, как будто жахнула газовая труба. Инстинктивно уворачиваясь от падавших сверху обломков дерева и пластика, иммунные услышали второй взрыв, которым их перебросил через декоративную изгородь и швырнул на чью-то цветочную клумбу. Преодолевая шум в головах и туман внезапной контузии, они успели заметить выросшую среди обломков как из ниоткуда новую фигуру. В отличие от недавних преследователей, эта фигура была нормального человеческого цвета. Грязно выругавшись по-немецки, она размахнулась и швырнула в сторону рванувшихся в её сторону солдат неровным красным шаром, который издали был похож на сгусток натуральной плазмы. Грохнувший вслед за этим третий взрыв разметал чёрных как кегли. По стенам домов, заборам и кускам строительного мусора, которыми теперь был завален весь пароволок, заплясали языки огня. Всего за несколько мгновений заполыхало так, как будто всё вокруг было пропитано не то жиром, не то спиртом. Огонь, направленный струей, побежал, продолжавший стоять и озираться немецкой фигуре и, обогнув её, рванулся в ту сторону, где совсем недавно завалило третьего чёрного участника действа. Тот как раз выбирался из-под обломков. Теперь он вообще не был похож на человека или даже гуманоида. Представившись обалденно взиравшим на всё это беглеца, чем-то средним между терминатором из жидкого металла и большой чёрной кляксой. Резко обернувшись в сторону немца, клякса вскинулась, издав резкий бросил взгляд на чёрный беттер, который успел сдать назад до того, как до него достало пламя. Как раз в этот момент непонятная машина странных тварей заворачивала за угол, пропадая из его поля зрения. Выплюнув сквозь зубы ещё одну короткую фразу по-немецки, человек шагнул к спасённым беглецам. К этому мигу Вадим кое-как утвердился на ногах, опираясь на плечо внешника. Уродливое лицо кваза побледнело, сделавшись почти жёлтым. «Что вы здесь лежать?» На плохом английском выкрикнул спасатель, резко кивая в сторону улицы, ещё не охваченной пламенем. «Вы идти за мной сейчас, или они скоро опять здесь, и тогда капут совсем, понимать, да или нет?» Глава двенадцатая нежданный спаситель увёл иммунных подопеченных тем же путём, который они назначили раньше сами. Но не вокруг посёлка, а дальше в холмы, там, где возвышенности делались круче, переходя в скалы. Среди всего этого скального великолепия особенно выделялась одна, стоявшая в стороне от других и бывшая немного другого цвета, довольно узкая и неровная снизу. Вверху она имела большее утолщение и довольно обширную площадку, на которой смутно проглядывались развалины какой-то постройки. К тому моменту, как люди, основательно попетляв по холмам и разминувшись с тремя группами заражённых, добрались до подножия этой скалы, квазу сделалось совсем плохо. Последний взрыв, который спас жизни его и внешника не прошёл бесследно и, как видно, доломал в его могучем организме то, что и так было поломано и дышало наладан. Последние несколько сотен метров Вадим прошёл исключительно на автопилоте. И если бы не проводник с его немыслимо прокачанным даром поджигать даже камень ни разведчику, ни нолду, было бы не выбраться из этих холмов живьём. Впрочем, вопрос выживания по-прежнему стоял ребром. По большей части из-за того, что неожиданный спаситель упорно отказывался разговаривать. Хотя Бак пытался объясниться с ним и по-немецки. Пирокинетик также отказался сообщить, куда он вёл своих неожиданных подопечных. И только когда впереди замочила та самая скала, стало понятно, что шли они именно к ней. Оказавшись у подножия, немец пошарил в зарослях и сверху к ногам гостей упала плетёная из канатов конструкция, больше всего напоминавшая почти канувшую в лету авоську советских времён, увеличенную раз 20-25. После короткой внешне поднялись вдвоём, изо всех сил налегая на протянутый вдоль скалы сверху донизу металлический и тонкий, а потому почти невидимый под густой зелёный порослью трос. Оказавшись наверху, пирокинетик не остановился и ничего не объяснил, а сразу свернул к полу разрушенному зданию, которое больше всего напоминало что-то среднее между сараем для хранения плотницкого инструмента и складом для барахла. Внутри ожидаемо обнаружились пыльные ящики, верстаки и полки, заваленные всяческой дребеденью. Пройдя в дальний конец помещения, немец посарил под мусором и потянув за древнее позеленевшее кольцо, с усилием приподнял крышку люка, открывая вход в подвал. «Идите туда!» Иммунные переглянулись и баг, пожав плечами, первый полез в темноту. За ним, с трудом сохраняя равновесие, протиснулся Вадим. Хозяин легко спрыгнул сверху, проигнорировав деревянные, явно недавно приколоченные ступеньки и подтянувшись захлопнул люк за собой. Оказавшись в кромешной тьме, молчаливый проводник вызвал огонь, удерживая его ровным и стабильным на открытой ладони, как пламя свечи. Неясный свет выхватил из сумрака обширную пещеру, выдолбленную прямо в скале. «Пещера должна быть раньше», принадлежала окон с лампадками и прогоревшими восковыми свечами перед ними. Судя по виду, их оставили здесь очень давно. И с тех пор едва ли кто-то подходил молиться сюда. Тем не менее, за углом явно ухаживали. На подтемневших от времени святынях не лежало ни крупицы пыли. Однако, помимо этой культурной древности, больше в пещере ничего не напоминало, что когда-то здесь жил, быть может, святой человек. Большая часть грота была оборудована сообразно усредненно привычному пещеру. То есть, в нее было собрано все, что могло быть полезным для выживания в местных условиях. И, конечно, то, что хозяин удалось сюда дотащить. В целом, пещера выглядела так, как будто здесь всерьез собирались устроить полноценную гостиницу. Но запала не хватило и дело ограничилось хостелом. Тем не менее, хостел получился функциональным. Каменный пол был чисто выметен и на нем аккуратно, как под линейку, лежали несколько разнокалиберных дорожек и ковров разного качества, цвета и степени побитости жизнью. Возле каждого ковра было устроено лежбище. На полноценной кровати эти сооружения не тянули. Но рангом они были явно повыше, чем просто подстилки на полу. Из семи постелей у двух даже имелись почти новые матрасы, застеленные по всем правилам. В стороне у стены стоял довольно крепкий, но очень старый стол, должно быть приходившийся ровесником иконом. Возле него в том же правильном порядке притурилась такая же старая табуретка и несколько стульев поновее, но явно самодельных. Причем, судя по фигурному обжигу на их спинках, об авторстве плотника особо гадать не приходилось. На метра два от стола отстояла мазанная печь с очагом и сложенными дровами, а чуть поодаль полки с посудой старой ящики, набитые под завязку консервами, закрутками, пачками макарон, круп чипсов, чистыми бинтами, бытовой химией, медикаментами и прочими дарами улья. И как вишенка на торте в дальнем конце пещеры переливалась в свете колеблющегося пламени небольшая, почти квадратная 2 на 2 метра выемка с водой. Вода стекала в нее из неразличимых отверстий между камнями, а вот куда девалась, так просто было не понять. Но влажность пещеры, точнее ее отсутствие, могло оставить довольным самого придирчивого инспектора санэпидема. Впрочем, прибалдевшим гостям было достаточно и того, что под ногами не хлюпало. Хозяин взял со стола и включил яркую светодиодную лампу, которая мгновенно осветила пещеру розоватым светом. Можете быть здесь. По-прежнему коверкой английскую речь пригласил немец, ставил лампу на место. Пройдя между ковров, он поднял и отставил один из ящиков, зарываясь во второй. Сколько надо, но не гадить, гадить идите туда. Он неопределенно занялся ящиком, в котором, как оказалось, хранилось оружие. Как и вся обстановка пещеры, извлеченная из ящика винтовка оказалась в полном порядке и идеальном состоянии. Насколько это вообще было возможно? Немец отложил винтовку в сторону и зарылся глубже в ящик, абсолютно перестав обращать внимание на своих гостей. Убедившись, что хозяин действительно не против, разведчик как можно аккуратнее пустил на пол автомат и тут же присел рядом сам, опираясь пятерней о ковер. Рядом Нолд сбросил рюкзак и положил оттянувшую недалеченное плечо винтовку. Помоги расстегнуться, попросил Вадим с третьего раза промахнувшись мимо змейки. Плохо вижу, ты осторожней, тут слева две гранаты. Пока спасенные возились, разоблачая раненого кваза, перекинетик вытащил из ящика и расставал что-то по карманам, потом достал оттуда же китайский шлем с прибором ночного видения, но надевать не стал, взяв подмышку. Эй, видя, что немец взял на плечо излеченную из ящика новую винтовку и со шлемом в руках двинулся к лестнице, бак вскатил на ноги. Ты уходишь? Наружу! Хозяин задержался, миг или два колеблясь, стоит ли отвечать. Да, иду, должен. Коротко бросил он наконец. Внешник бросил нерешительный взгляд на никакущего Вадима и кашлянул. Подожди, пожалуйста, ты надолго? Мы можем? Вы брать все, что нужно, можете. Немец выдохнул плотный шарф, который закрывал нижнюю часть его лица и поправил капюшон. Вода можно мыться, она проточная есть. Меньше пачкать вы здесь вокруг, а брать можно все. Я в поселок, буду часа через три-четыре. У тебя там кто-то остался? Едва слышно просипел Вадим, не открывая глаз. Он чувствовал, что ему делалось хуже и с трудом боролся с неопределимым желанием лечь и потерять сознание. Немец покосился в его сторону. Девчонка? Непонятно объяснил он, диско шлем в руках. Я шел за ней, вас случайно наткнулся. Все, нет времени на разговоры. Она еще там, еще жива. Ночью они сильнее, нужно успеть увезти. Постой, подожди, пожалуйста, последний вопрос. Баг снова оглянулся на Вадима. Тот сидел с прикрытыми глазами и был изжел таблетным. Эти черные, кто они? Если нагрянут, у тебя здесь есть что-то серьезное, чтобы от них не сунутся? Резче, чем до этого, бросил пирокинетик, водружая на голову шлем. Сюда им хода нет. Все, время капут. Ждите, скоро вернусь. Он покинул пещеру, хлопнув напоследок крышкой люка. Внешник проводил его взглядом. Ну дела. Он прошелся по каменному полу, стараясь не наступать на дорожки. Потом резко обернулся к вазу, который все-таки зашевелился, стаскивая с себя ременные перевязи. Что ты об этом думаешь? Разведчик отстегнул ремень и тот глухо стукнулся о камень, звякнув всем, что было рассовано по нашитым карманам. «О чем?» «Об этом типе. Зачем он нас сюда притащил? Это может быть очередная ловушка?» Вадим попытался подняться и помошился. «Место странное. Это не жилье. Скорее перевалочный пункт для рейдеров, но не похоже на западню. Точнее может и похоже, но вряд ли это она». «С чего ты взял?» «С считай чутье разведчика». Повозившись, квас все-таки сумел сесть прямо и морщи протянул лапу. «Эта книга озвучена на ютуб канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник. Помоги встать, если вода в лужи проточена и обмоюсь, а то уже такой вонючий, что самого себя тошно». «Это скорее от сотрясения тошнит». Бак взялся за протянутую кувшеобразную ладонь, медленно подтягивая напарника с ковра. «Тебя еще эта тварь приложила нехило. Потом другие добавили. Чудо, что ты сюда дошел своими ногами». Вдвоем они кое-как сумели придать Вадиму вертикаль. С трудом поднявшись на ноги, квас взялся за края несвергоситера. Закусив губу, стащил и едва не выронил из ослабевших пальцев. «Наш хозяин странный». Вынужден был признать он, опираясь на плечо бага и заставляя того напрягать все силы, чтобы удерживать на ногах не только себя, но и здоровенного мутанта. «Как будто немного не в себе. Заметил, как разговаривает?» На цадно пыхтя Нолт дотащил массивного разведчика до углубления с водой. Здесь Вадим доразоблачался самостоятельно, дожидаясь, пока внешник не вернется с найденным на полках алюминиевым ковшом. «Этот тип вроде немец», наблюдая, как кваз складывает огромные штанины, поделился очевидным багом. «Говорит по-английски. Язык неродной, может быть, поэтому он и странный?» «Нет, не поэтому. Он как будто отвык разговаривать с людьми, или потому, что это их здесь видит, или дело в чем-то другом». Вадим присел и помедлив сунул лапу в воду. «Ого, действительно проточная. Тяга тут как у хорошего насоса. Сам попробуй». Ноут послушно поболтал воде рукой и заметно удивился. «Ты прав, аномально сильное течение. Наверное, перенос скального кластера вулей нарушил или перенаправил движение грунтовых вод. А может, какой-то природный эффект? Температура воды почти комнатная». «В общем, можно искупаться прямо там. Грязь уйдет, воду не испортим». Квас на миг прикрыл глаза, а потом, придерживаясь за стенку, все-таки опустил ноги в природную ванну, которая оказалась чуть больше метра в глубину. «Брррр, елки-палки, все-таки холодно». Он резко наклонился вперед и его вырвало кровью. Мгновенно растекшееся в воде темно-багровое пятно, не задерживаясь, светлее и разуплотняясь, потянулось куда-то в сторону и тетение мгновенно утянуло его вниз, возвращая в воде почти идеальную прозрачность. «Паршиво это все!» Имея в виду физическое состояние напарника, емко обозначил баг, берясь за ковш. «Не знаю, как это тебя приложило, но, будь я врачом, рекомендовал бы срочно лечь. Давай я качу пару раз и вернем тебя в постель. А то, если свалишься под воду, как оттуда доставать?» Вадим, кое-как смыв с его помощью грязь и кровь, он, опираясь на того же бага, добрался до самого большого матраса и через несколько минут уже лежал на нем, провалившись полузабытье. Оставшись один баг, визуально оценил состояние кваза и понял, что сегодня они точно никуда больше не стронутся. Даже если в пещеру вдруг нагрянут черные твари. Поколебавшись какое-то время, он вслед за немцем выбрался наружу, где уже совсем стемнело и, стараясь вести себя как можно тише, тщательно обыскал всю вершину странной скалы. Но, несмотря на старания, кроме нескольких полуразрушенных построек, о назначении которых теперь можно было только догадываться, больше найти ничего не удалось. Похоже, либо странноватый пирокинетик был гением пряток и маскировки, либо оборудованная им пещера действительно оставалась единственным жилым помещением на всей скале. Окончательно вымотанный, но так до конца не развеявший своих подозрений Нолд вернулся в подземелье. Убедившись, что кваз не приходил в себя и по-прежнему находится в состоянии тяжелого забытья, Бак забрал его куртку. Вытащив из кошеля одну из совместно добытых красных жемчужин, стен ящиком, где смог найти достаточно добротную одежду по размеру. Крекеров, пакет окаменевшего бекона, пачку сока и стопку древних комиксов про супергероев. С этим добром он вернулся к матрасу рядом с напарником и присел, без аппетита жуя и с тревогой вслушиваясь в неровное надсадное дыхание кваза. Несмотря на чудовищную усталость и не до конца зажившие раны, засыпать ему не хотелось. Бак тоже заметил странности в поведении немца и они его сильно беспокоили. И хотя особых предпосылок к недоверию не имелось, если бы тот хотел убить своих гостей и ему просто не нужно было спасать их от черных тварей, существовало множество способов навредить и не убивая. Но от осознавал, что пирокинадик такого уровня как хозяин этой берлоги без усилий сломил бы сопротивление своих вымотанных гостей, освежевал и запросто поджарил бы их обоих на медленном огне, если бы захотел. Но даже пусть в мыслях немца абсолютно не было дурных намерений, Бак услышал, что тот обещал вернуться через несколько часов. Ему не хотелось встречать хозяина спящим и он решил, что бы то не стало его дождаться, в том числе и потому, что им о многом стоило поговорить. К счастью, ждать пришлось недолго. Как и обещал, угрюмый немец вернулся ровно через четыре часа. В начале пятого уже начавший клевать носом внешний куст слышал шум наверху. Потом лук открылся с легким стуком и на лестнице появились уже знакомые Баку девичьи ноги в когда-то стильных дорогих туфлях. Проспешно засунув опустошенные пакеты в один, Бак поднялся навстречу вошедшим. Ловя на себе испуганный взгляд, уже успевшей спуститься в пещеру Мулатки. Той самой, которая сбежала от черных тварей в поселке, подставив под удар замешкавшихся напарников. Теперь вблизи девушка оказалась от чего-то ниже ростом, чем запомнил внешник, но при том стройнее. Ее курчавые волосы растрепались вокруг тонкого лица, черты которого были на удивление почти европейскими. Если бы не преувеличены большие губы, выдававшие негритянские гены, ее можно было бы принять скорее засмуглую латиноску, чем Мулатку. Хозяин пещеры спрыгнул следом и на этот раз заложил кышку люка за совом. Оба они, и пирокинетик, и спасенная им Мулатка выглядели сильно потрепанными. И кроме этого запыхавшимися, как будто бегом бежали сюда через холмы от самого поселка. Впрочем, вполне вероятно, так оно и было. Тем временем немец, который где-то потерял шлем, спешно содрал с головы остатки капюшона. Параллельно он быстро размотал свой шарф, впервые явив взглядом гостей замурзанное сажей неопределенно молодое типичное энергическое лицо, обравленное пшенично-желтыми волосами. Получив возможность рассмотреть его, Баг наконец понял то, о чем пытался говорить Кваз. В лице пирокинетика действительно присутствовала странность. Несмотря на внешнее спокойствие и даже отрешенность, черты немца были искажены застарелой и давней, но чудовищно сильной мукой. Такой, как будто настоящее, ненаносное страдание грызло его изнутри, не давая забыться ни на минуту. И этот факт так ввелся в саму суть хозяина пещеры, что он не мог его скрыть, несмотря на все усилия. Но долго себя разглядывать немец не дал. Стремительно преодолев расстояние от лестницы до матраса с телом разведчика, он склонился над Вадимом и провел над его лицом грязной ладонью. Но тут же убрал ее, раздраженно вытирая штаны. Когда ему хуже становиться? Баг удивленно дернул плечами. Такая ненапускная забота со стороны человека, чьего имени они даже не знали, не могла не изумлять. Почти сразу после того, как ты ушел, с тех пор он не приходил в себя. Значит, хуже ему уже после того, как сознание он потерять. это больше часа назад. Я чувствовал издалека, но мы успеть, сильно бежать, я сейчас. Он резко отвернулся и стремительно направился к полкам. Безошибочно выбрав правильный ящик, забрал оттуда мыло, полотенце и чистую рубаху, после чего ушел к воде. Тщательно, но очень коротко обмывшись, вернулся и снова прися рядом с бессознательным разведчиком, откидывая одеяло и кладя руку на его голый живот. Плохо есть, повреждения органов, кровотечения, что-то еще. Он снова встал и отошел к ящикам, но почти тут же пришел обратно с пластиковым контейнером, в котором обнаружились хирургические инструменты, лежавшие на чистом вафельном полотенце. Подожди, опомнился Баг, который с изумлением и все возрастающей тревогой следил за действиями немца. Ты что делаешь? Я не дам тебе его резать. Пирокинетик обернулся в его сторону, против ожиданий в блеклых глазах читались не злоба или раздражения, а смертельная усталость. Не для того и обижай сюда и девчонка волочить, чтобы убивать твой друг, проговорил он, протирая скальпель. Но у него кровотечение. Смотри сюда, вот, здесь приподнято, как его, мясо, крови много, давит на органы. Еще вот тут и тут кость сломалась, протыкать ткани внутри, а не кровоточить, кровь скапливаться, исправить надо. Понимаешь ты это, иномирянин. Баг сглотнул и стрельнул глазами в сторону сначала неподвижного разведчика, потом черной девчонки, которая забилась в угол, и оттуда молча взирала на происходящее, явно ничего не понимая. То, что его только что назвали иномирянином, как и то, что немец, по его словам, почувствовал ухудшение состояния одного из своих гостей на расстоянии в несколько километров, прямо намекало, что пирокинес был по меньшей мере не единственным его сверхразвитым даром. Хозяин пещеры явно слышал и ощущал, если не сами мысли, то их отголоски. Такое получалось только у очень прокачанных ментатов и сенсов, которые проводили в Ульяне по одному десятку лет. Впрочем, судя по тому, что гостю удалось заметить на коже немца, пока тот обмывался, аномальному развитию его способностей имелось простое и понятное объяснение. Хотя для странной заботливости об окружающих оно по-прежнему отсутствовало. «Принеси чистую простыню бинты в том ящик, я забиваль, и быстрее, времени терять очень много». Бак без лишних вопросов выполнил, что от него требовалось. Повинуясь нетерпеливому жесту пирокинетика, отошел в сторону и присел на одном из дальних лежбищ, давая тому место для работы. «Привет!» Внешне, который наблюдал за тем, как немец, примирившись с усилием делать на толстой коже кваза надрез, из которого под давлением выплескивается не меньше стакана крови, вздрогнул. Обернувшись, он увидел мулатку, которая, пока он отвлекался, подошла и остановилась рядом. «Можно мне тут сесть?» «Конечно!» Ноут отодвинулся, давая место. Хотя в этом не было особой нужды, девушка присела на край самодельного матраса, вытянув ноги. «Это твой друг?» Негромко уточнила она, имея в виду кваза. Бак подумал и кивнул. «А почему он такой страшный?» Внешник невольно усмехнулся. «Съел что-то не то! Обычно так случается, когда перемудришь с таблетками, которые развивают сверхспособности. Если их пить неправильно или просто не повезет, можешь стать вот таким?» Мулатка подняла тонкую бровь. «А он не!» «Я имею в виду, когда мы с Джонсоном выехали с фермы, мы видели нескольких монстров. Не очень-то они были похожи на разумных». «В отличие от моего друга, они и неразумны». Бак бросил еще один взгляд на спину немца, который, запустив скользки от крови пальцы в косой надрез, что-то делал внутри Вадима. Не то выпрямлял внутренние органы, не то складывал осколки могучих ребер. «Они заразились, понимаешь, зараза их изменила, они больше не люди. А мой друг человек. Здесь многие из тех, кто выживает, приобретают особые способности и готовы на все, чтобы их улучшать. Просто кому-то удается развиваться без мутации, а кому-то нет». Мулатка помолчала, потом, зябко поежившись, пересела поближе. «Значит, это все-таки хрена в другой мир». Глядя в колене неопределенно пробормотала она. Баг, правильно оценив ситуацию, снял с соседнего лежбища покрывала и накинул его девушке на плечи. «Скорее, это междумирье!» Поправил он, приобнимая придвинувшуюся к нему мулатку и ободряющий потирая ее плечо. «Сюда слетаются осколки из множества параллельных миров. Странное место. Никто не знает толком, как и почему оно образовалось. Да и сами законы его существования, кроме самых основных, тоже очень мало изучены. Здесь просто королевство противоречий. Кто-то становится монстром, а кто-то остается человеком и даже приобретает сверхспособности. Смерть предостерегает на каждом шагу, но можно жить вечно. Человеческая сущность может быть извращена до самой омерзительной животной крайности. И одновременно проявить себя с такой благородной стороны, на которую иной человек едва ли сам мог бы посчитать себя способным в родном для себя мире. Осознав, что ни с того ни с сего скатился в совершенно ненужную туманную философию, вместо того, чтобы внятно объяснить, что и к чему, Бак умолк и смущенно кашлянул. Мулатка, повозившись, бежала сильнее. Едва ли в этом было особое кокетство. Девушку до сих пор заметно потряхивало, и ей, как видно, просто нужна была живая точка опоры. Безошибочное женское чутье уже успело подсказать ей, что степень вменяемости незнакомцев приближалась к норме, и ее вряд ли поймут привратно. Ты точно учился в колледже? Невнятно проговорила она наконец, потирая руки и дыша на них, как будто не могла согреться. Таких умников сразу видно, а я вот не успела, подала документы сразу в несколько университетов в разных частях страны. Мне вот-вот должны были прийти ответы. Она умолкла, потом подняла голову и коротко без сердечности улыбнулась. Я Глория Сьюзан Уайт, но все зовут меня Голди, а тебя как зовут? Андре Ирвин, но здесь меня зовут Баг. В этом мире принято забывать старые имена и принимать те, которые тебе дают при встрече люди, если тебя Бага кивнул на Вадима. Немец больше не копался в его внутренностях, а крепко прижимал ладонью надрез, прикрыв глаза. Оставил себе старое имя, хотя при встрече пенял мне на то, что я не знаю этого закона. А как его зовут? Вадим Котовский. Котовский? Он вроде как поляк? Баг качнул головой. Русский как и я. Мулат кивнула его ладонь была по-прежнему прижата к раней на животе кваза. Кровь из-под нее уже не сочилась. А он? Не знаю. Внешник понизил голос, не горя желанием, чтобы хозяин пещеры слышал, что говорят о нем. Мы знаем его не дольше твоего. Он тоже вывел нас из поселка. Голди помолчала. Баг тоже помолчал, потирая ее плечо. И что очевидно убедившись, что с ней не собирались прямо сейчас делать ничего плохого, она успокоилась, но шок от случившегося до конца не прошел. Я имею в виду, что мне делать дальше? Если этот хрен а в другой мир, я же ничего тут не знаю. Куда пойти? Здесь хоть кто-то живет на одном месте? Или все только прячутся от монстров и роют норы? Вопреки нарочито бодрым ноткам, она вдруг всклипнула волос и успокаивающе поглаживая по голове. На вопросы Мулатки толковых ответов у него не было. Он сам был гостем в Улье и вероятность его приживания здесь целиком и полностью зависела от кваза, жизнь которого в свою очередь находилась в ладони странно сострадательного немца с татуировкой СС на руке. Больше никто не произнес ни слова. Проплакавшись, Мулатка прилегла на том же лежбище, прижавшись узкой спиной к заднице сидящего бага и укутавшись покрывала с головой. Уснула она или нет было не понять, но лежала девушка тихо и не повернулась ни разу. Очевидно, случившееся с ней необходимо было как следует переварить. Сам внешний не спал, несмотря на почти суточное бодрствование, дожидаясь результатов операции. Немец просидел неподвижно больше получаса. Лицо его при этом сохраняло сосредоточено отрешенное выражение. Наконец, когда баг совсем был готов свалиться рядом с уснувшей голди, хозяин пещеры встал на ноги. Пошатываясь, он направился к луже, где долго и тщательно мол лицо, руки и инструменты. Воспользовавшись его отсутствием, внешний приподнялся и сделал несколько осторожных шагов в сторону бессознательного Вадима. Лицо кваза все еще было неестественно бледным, но нездоровая желтизна с него пропала. Могучая грудь вздымалась и опадала глубоко и ровно. На месте надреза оставалась едва заметная глазу розовая полоса. Я сделать так, что ему спать еще надо, негромко объяснил немец, подходя и забирая свой медицинский ящик. Застелив его свежим полотенцем, он с маниакальной эпидотичностью разложил вымытые инструменты в правильном порядке. «Сутки крови много уходить, не могу восполнить никак, он должен сам дойти ему живца после того, как проснется. Два-три дня отдыхать и он снова здоров». Ноут потер затылок. Его напарник действительно выглядел гораздо лучше. Он поднял глаза и невольно встретился взглядом с немцем. «Ты спас нам жизнь всем троим, поделился припасами, вылечил моего друга». Бак поколебавшись подошел ближе и взялся помогать немцу убирать последствия операции в виде кровавых подтеков и пятен из гвозданных постелей и тряпок, которые относились к категории беспорядка, а значит, как было заметно, нервировали хозяина пещеры больше всего на свете. «Простого спасибо за это мало. Мы можем чем-то отплатить тебе за помощь». Убедившись, что на полу не осталось ни единого пятна, немец собрал все одноразовое большой мусорный мешок, запахом многомесячной нечеловеческой усталости. «Можете». Бухнувшись на постель рядом с квазом, просипел он. «Ты меня опередиль. Я хотел про это говорить, но позже. Но раз ты уточняет, то да». Он снова вздохнул и прочистил горло. «Во-первых, завтра, уже сегодня, когда отдохнуть, вы все стирать, сушить и складывать на место все, что тут напачкано есть, чтобы нигде никакой мусор не оставаться. Мусор есть плеха, очень плеха. Фишстейн?» Не особо удивленный Бак кивнул. Об отношении немца к беспорядку он понял уже давно. Как и о том, что просьбу хозяина нужно будет выполнить в точности, так как неизвестно, что в противном случае он мог сделать с отказавшимися. Но это наверняка было не все. Собеседник как прочел его мысли? «И второе. Мне правда нужна большая помощь, твоя и этого мутанта. Ты слушать меня теперь очень-очень внимательно. Глава 14 Вадим открыл глаза. Силой зажмурился и открыл их снова, смаргивая мутную пленку, которая застилала обзор. Прямо над разведчиком был каменный свод пещеры, что, впрочем, неудивительно, с учетом того, что это было последним, что он видел, когда проваливался в сон. Удивительно было другое. Впервые за долгое время внутри ничего не болело. Дыхание восстановилось, не беспокоя мучительными уколами при каждом затрудненном вдохе. Состояние организма ощущалось почти таким же, как до начала последнего похода через черноту. Когда разведчик еще знать не знал проклятого бага и не проваливался в пространственную аномалию. Квас сел и, нащупав рядом с кроватью кем-то заботливо оставленную флягу, сделал несколько больших глотков живца. По телу как будто пробежал жидкий огонь. В голове прояснилось, мысли заработали четче. Уже окончательно придя в себя, Вадим дернулся, чтобы подняться и попутно сообразил, что после купания так и не успел одеться, и внешник бы просто укрыл его простыней. Оглянувшись в поисках своей одежды, он так и не обнаружил ее. Одежда верхняя и нижняя исчезла, а вместе с ней куда-то исчез и ноут. Хотя, судя по тому, что выходной люк был распахнут и в него лился тускловатый дневной свет, баг, скорее всего, вышел наружу, подышать свежим воздухом. Несколькими секундами позже проснулось обоняние, которое донесло слабый запах дыма и, судя по всему, свежесваренного мясного супа. Не без удовольствия втянув ароматный воздух, квас замотался в простыню, сунул ноги в ботинки, которые, к счастью, никуда не пропали, и, поднявшись по лестнице, выбрался на поверхность. В сарае, куда вел люк, все оставалось по-прежнему. Зато во дворе, в дальнем конце у развалин хозяйственных построек, над старой огневой ямой был наскоросложен свежий очаг. Над ним, нагнутой металлической треноги, висел средних размеров котелок, который и являлся источником съедобного запаха. Под котелком активно попыхивали угли. Бак нашелся тут же, сидя чуть поодаль от очага на обломке старого полена. Он ворошил угли прутом. Рядом с ним, тесно прижавшись и уложив тонкие руки на нолдово плечо, восседала молодая мулатка лет 18-20. Разведчик узнал ее почти сразу и невольно замер, машинально опуская маскировку. Обрывок донесшегося разговора показался таким интересным, что захотелось дослушать его, не привлекая лишнего внимания. Да, возможно. Как видно, продолжая недавно начатую беседу, рассказывал Бак. Общество моего мира давно разделилось на классы по степени присваиваемого гражданства. Первая, вторая и третья. Есть еще лица без гражданства, но этих несчастных не берут в расчет. Так вот, к первой степени относятся управленцы, финансисты и прочая власть держащая, самая влиятельная и состоятельная. Ко второй, верхняя прослойка среднего класса. Третья, самая многочисленная, малообеспеченные, низкоквалифицированные, маргинальные, бедняки и даже некоторые расовые деграданты, те, кто сумели доказать нужность и получить гражданство. И, наверное, будет лишним говорить, что генно-модифицированных детей могли себе позволить только первые и совсем малые процент второй степени. В этом и заключилась главная ирония. Ведь, когда обнаружился весь спектр, проблем ГМО детей, причем только в третьем поколении, уже мало что можно было предпринять. Получилось, что именно управленческая, если хочешь, аристократическая часть нашего общества, столкнулась с настоящей физической и психосоматической деградацией и невозможностью воспроизводить себе подобных. Мулатка поудобнее умастила руки на плече бага и положила на них подбородок. В нашем гребаном обществе похожие проблемы. Поделилась она, глубоко вздыхая и на выдохе поддувая волосы вокруг нолдого уха. Хреновые корпорации монополизировали производство жратвы и пичкут всякой дрянью тех, кто не может позволить себе покупать хорошие продукты три дорога. Здоровые становятся больными за считанные годы, а потом продают себя в кредитное рабство фармацевтам, чтобы купить с гигантской наценкой за тысячи долларов таблетки, которые стоят от силы пару десяток. Внешник покачал головой. Хотел бы я, чтобы наши миры не были так похожи. Мулатка улыбнулась и не сильно потерла его плечо. Ты же вроде хотел рассказать о своей семье, напомнила она. Нолд хмыкнул. Я и рассказываю. Он снова поднял пруд и похлопал им по не до конца прогоревшему куску дерева. Понятное дело, что богатые знаменитые не смирились с тем, что их касте следует фатально вымирать, уступая место плебеям. Поэтому перед учеными поставили сверхзадачу. Нужно было как можно скорее не просто вернуть высокостатусным ГМО-гражданам способность рожать детей, но и при том вылечить, чтобы их дети не получались выроженцами, как родители. Одним из ученых, которые были назначены работать над этим проектом, и был мой отец. «А твоя мама работала с отцом?» Баг снова помотал головой. «Нет, дай досказать. До того, как взяться за выполнение новой задачи, отец и его группа пребывали исключительно здесь, в Улье. Изначально они были заняты совсем другим проектом, попыткой создать более совершенного человека. УНГМО так назывались плоды их экспериментов. Такие УНГМО взращиваются из искусственной матки на основе материала, взятого только у одного родителя». «Только у одного? Как это возможно?» «Возможно. Потом объясню принцип, если захочешь. Не главное как. Главное, чего именно удалось добиться отцу его команде. Помнишь, я говорил тебе, что при попадании сюда все без исключения заражаются особыми спорами? Только одних эти споры превращают в безмозглых чудовищ, а другие, как ты и я, остаются в разуме. Так вот эти споры становятся причиной, по которой все и чудовища, и люди со временем делаются более сильными, более быстрыми, более ловкими. А некоторые даже приобретают ряд сверхспособностей». «Конечно, помню. Багги». «Ну вот отцу на основе образцов, которые добывались в уле, удалось добиться выведения людей с усиленными органами чувств и физическими данными, и при том без заражения спорами. Результаты оказались настолько впечатляющими, что в рамках проекта было сделано до сотни экземпляров таких людей. Их взрастили в инкубаторах до нужного возраста, сформировали навыки и память, и оставили в качестве охранного персонала и ударной силы лаборатории и нескольких наших баз. А донорами материала, из которого выращивали УНГМО, выступали наиболее выдающиеся граждане нашего мира, в том числе мой отец». Внешник умолк. Молчание длилось несколько секунд. Потом без того большие глаза мулатки расширились. Она выпрямилась, невольно снимая руки с его плеча и отстраняясь. «Подожди, твой отец, ты хочешь сказать, что тебя тоже вырастили из пробирки?» «Из искусственной матки!» Поправил баг, снова берясь ворошить угли. «Ну да, ты права, меня вырастили искусственно, используя материал отца. Я был тоже своего рода экспериментом. В отличие от многих других искусственных братьев и сестер, меня не стали доращивать до взрослого возраста, а достали из инкубатора еще младенцем. Отец вырастил меня, как обычного ребенка, и на моем примере пытался доказать, что люди УНГМО ничем не отличаются от тех, кто рождается естественным способом, а значит, тоже имеют право хотя бы на гражданство третьей степени. Вот чем он занимался долгое время, попутно улучшая технологию производства УНГМО, пока его ведомство не перепрофилировали. Мулатка придвинулась ближе. Помедлив, она снова положила руку на плечо собеседника. «Ну, а где он сейчас твой папаш, отец, отчего ж ты не на базе вашей, а тут?» Нолт дернул щекой. «Не знаю, не знаю, где мой отец, но почти уверен, что он мертв». Когда сверху пришло распоряжение искать волшебные средства, чтобы вылечить тех генетических уродов, которыми стали получаться большинство граждан первой степени. Отец временно свернул свой проект и сконцентрировался на новой задаче. Он сразу вспомнил, что в споровой атмосфере Улья те, кто не ваней. Это единственный тот самый волшебный способ излечить людей с генетическими дефектами. Иного просто нет. Он стал работать в этом направлении. «Прости, что перебиваю, но ты же говорил, что большинство превращается в мутантов. Неужели ваши, которые первые, стали бы так рисковать собой и своими детьми ради призрачного шанса?» Бак мотнул головой, протирая глаз, который занесло пепел. От мутации есть верное средство. Оно добывается из самых страшных здешних тварей. Это белая жемчужина. Если дать ее зараженному, мутации можно избежать с вероятностью до 100%. Отец планировал создать на территории Улья эдакий санаторий, куда больные попадали, бы лечились и возвращались обратно исцеленными от любой напасти. Но в этом идеальном плане был один недостаток. Споры, да, баги? Споры, даже с сохранившимся разумом, исцеленные оставались бы зараженными ими и не могли бы вернуться обратно во внешний мир. Поэтому очень важно было найти способ очищать организм от спор, чтобы вернувшиеся не могли заразить никого за пределами Улья. Отец и его команда очень долго и порно работали. Я тоже принимал в этом стороннее участие. Мулатка подняла брови. И у вас получилось? Нот посмотрел на нее и невесело улыбнулся. Получилось! На это в общей сложности ушло несколько лет. Но отцу удалось добиться почти невозможного. Он и его команда выработали принцип тотального очищения носителя от спор. Серия опытов показала то, что было нужно. После избавления от спор носитель оставался здоров. Ни одно из хронических заболеваний и генетических дефектов не возвращались. Отец сообщил о результатах работы руководству внешнего мира. Но потом... Дай угадаю. Явились военные из совсем левой конторы, отстранили и твою папку и яйцеголовых и прибрали к рукам их результаты многолетних трудов. А когда те попытались возбухнуть, их там же на месте и... Бак посмотрел на собеседницу и медленно кивнул. Почти так все и было. Видишь ли, отцу не нравилось то, как именно использовались его мы все проходили под категорией клоны, хотя мы совсем не клоны, но кроме способа появления на свет больше ничем не отличаемся от естественных. За исключением того, что нам вообще не присваивается никаких прав, даже ограниченных, как у граждан третьей степени. Мы находимся вне правовой системы, как заключенные или вырожденцы. Это дает правительству широкий простор для манипуляций. Благодаря тому, что существует технология, которая позволяет ускорять взросление искусственных детей, у НГМО получаются идеальными рыбами для тех, кто может позволить себе их купить. Никакие неотличимые от человека андроиды не способны заменить психологического момента обладания другим человеком. Это понятно. Это было понятно и отцу, но он не собирался мириться с такой позицией спонсоров. Нет, он не был прекрасно душным идеалистом, неоднократно использовал у НГМО в военных операциях и работах на базах и лабораториях и часто проводил очень тяжелые и страшные эксперименты как со стороны морали, так и вообще со всех сторон. Но он всегда считал, что это оправдано, что его работа это будущее всего человечества. Он работал для того, чтобы создать сверхчеловека, но именно людей, а не универсальных солдат или секс-рабов. Он молк, мулатка обижала щекой к его плечу. Так что же с ним случилось? Негромко спросила она. Баг пожал плечами. Не знаю. Отец так долго вел бесплодные переговоры о статусе его творений в обществе и впервые за долгое время у него появился на руках реальный козырь. Так он считал. У него было готово лекарство и армия у НГМО, чтобы защитить лабораторию на случай, если правительство попробует решить дело силовым методом. Он был уверен, что руководство согласится Дело было неясное, но они действительно отказались. Но вместо того, чтобы штурмовать лабораторию, подкупили нескольких муров, наших союзников из местных, которые имели доступ на базу. Кто-то из этих уродов сумел отключить защитный периметр. Короче, они прорвались. Помогла мулатка, потому что Баг опять замолчал. Вместо ответа тот мягко отстранил девичьи руки и, поднявшись, помешал варё в котелке. Прорвались. Всё произошло очень быстро. У нас оставалось не больше часа, чтобы решить, что делать дальше. И отец успел собрать все данные, результаты всей работы за много лет на одном носителе информации. Я должен был передать этот носитель надёжному человеку, а тот спрятать его в определённом месте. Я знаю, в каком. Несмотря на отчаянность нашего положения, отец не собирался отдавать свой последний козырь просто так. Я был единственным человеком, который знал, что именно хранилось на том носителе информации и где его можно было найти. Мне удалось выбраться за пределы базы, пока там шёл бой между охраной УНГМО и захватчиками из правительства и даже выполнить свою задачу отдать носитель верному нам человеку из муров. Но дальше что-то пошло не так. Точнее всё так, если бы у нас было немного больше времени. Дело в том, что в каждого ребёнка УНГМО вживляют такой маячок, расстояние. Такое было у меня. В спешке мы не смогли его вытащить, он слишком глубоко утоплен в ткани. И именно поэтому мне удалось приждать в укрытии. Очень скоро меня нашли. Я уверен, что отца сдал кто-то из его лаборантов, которые не были согласны с его намерением стереть все данные, кроме тех, что были у меня. И ещё я думаю, что отцу удалось уничтожить саму лабораторию. Иначе зачем бы людям из правительства идти за мной? Он снова молк. Мулатка тоже молчала, опустив голову ему на плечо. Я всё-таки ушёл от них в последний момент, но благодаря случайности. Во время погони им удалось повредить мой биоскафандр, и я заразился спорами, как и все здесь. Но мне повезло оказаться иммунным. Без скафандра я смог забраться в один из чёрных кластеров, я рассказывал тебе о них вчера. И случайно влетел в одну из червоточин, вроде как искажений пространства уже здесь в Улье. Они начали появляться не зная от чего. Вывалился совсем в другой местности, и уже там меня нашёл мой нынешний напарник. Этот Вадим? Баг кивнул. С Вадимом тоже не всё просто, он с архипелага, а мы часто воевали с его стабом. Он почти сразу понял, что я не местный, и мне с перепугу пришлось наврать ему стрекороба. Тогда при встрече я готов был нести что угодно, только бы он меня не убил. Я сказал ему, что был сотрудником базы, и что украл секретные сведения, которые могут быть интересны его руководству. Отчасти так оно и есть. Поэтому он согласился доставить меня в их стаб и организовать защиту. А на самом деле там совсем не то, что ты ему наобещал? Внешник невесело хмыкнул. Не совсем. Я сказал ему, что на носителе сведения о том, как строить порталы во внешние миры. Но там только данные лаборатории. А то, как строить порталы, я знаю и так. Информация об этом заложена в моей памяти искусственно. Мне просто нужна помощь в том, чтобы достать носитель. Если есть хоть какой-то шанс, что отец жив, эти данные единственное, на что его согласятся обменять. Он замолчал и уже молча продолжал ворошить угли. Вадим терпеливо ждал. Но оба, и внешник, и девушка, как видно, наговорились на эту тему и теперь переваривали ее по одиночке. Он, причинные последствия своей неожиданной откровенности, она получила информацию. Простояв какое-то время и сообразив, что больше ничего интересного не услышат, разведчик снял маскировку и, выйдя из сарая, направился к распоркам, на которых давно уже углядел собственную сушившуюся одежду и какое-то постельное белье. День добрый! Бросил он на ходу недавним переговорщикам, которые напряглись при его появлении и теперь следили за квазом с тревожными взглядами. Я так полагаю, наш хозяин вернулся, раз теперь мы не одни. Ага, вернулся, привет! Как можно сердечнее поздоровался внешник. Снова поднимаясь и берясь мешать булькащие варьва. Только можешь его не искать, он снова ушел и на этот раз надолго. Вадим, который с удивлением веркал в руках начисто отстиранную от кровавых пятен куртку, с еще большим удивлением обернулся к нолду. Ушел? Серьезно? Вадим повесил куртку на место и, сдернув тельник, облачился в него, почувствовав себя несколько уверенней. Давно? Мне нужно было с ним переговорить. Он ушел два дня назад, вмешалась мулатка, которая, выслушав исповедь внешника, прониклась к тому сочувствием и, как видно, решила взять того под опеку. Сразу после того, как вылечил тебя большой парень. Кстати, я Голди, если ты меня не заметил. Кваз усмехнулся и, сдернув с веревки огромные штаны, кивнул. Извини, Голди, я, как ты уже, наверное, знаешь, Вадим, тот самый, которому этот засранец наврал стрекороба для сохранения своей такой важной для его мира жизни. Девушка поперхнулась. На миг лицо внешника отразило настоящее отчаяние. Слышал? После паузы почти безнадежно выдохнул он. Слышал? Кинул разведчик и посмотрел на кусавшую пальцем уладку. Голди, будь добра, сходи вниз и принеси флягу с живцом. Забыл ее возле постели. Назад можешь не торопиться, я тут буду натягивать штаны. Сил немного, поэтому процесс может затянуться. Хорошо? Дождавшись, чтобы сверкнувши на него глазами девушка ушла, Вадим вернулся и, все-таки переоблачившись в привычное, подтащил чурбак и сел напротив внешника. Баг явно чувствовал себя не в своей тарелке, но старался этого не показывать. Я не осуждаю тебя. После недолгой паузы проговорил Вадим, дав напарнику натерзаться вдоволь. Если все, о чем ты говорил ей правда, тогда тебя мало в чем можно обвинить с человеческой точки зрения. На твоем месте я бы поступил так же, это сразу, чтобы без сантиментов. Баг медленно кивнул, лицо его оставалось сопряженным. Но после последних слов кваза с него исчезла обреченная угрюмость. Теперь к делу. Ты действительно знаешь, как построить то, о чем говорил, портал с выходом во внешние миры. Внешник кивнул снова. Знаю и построю, если ты мне поможешь. Вот условия ставить не нужно. С нажимом прервал его разведчик и ноут умолк. Капсулу мы чувствую достание то, что на ней почти бесценно. Но не уверен, что мое руководство захочет передавать это в руки твоего на любых условиях. Баг молчал. Очевидно, услышанное только что и являлось основной причиной, по которой ему очень не хотелось выдавать содержимое капсулы. Однако, возражать разведчику он не мог. Но если твой отец жив, надежда есть. И для него, и для тебя. Что-нибудь придумаем? Вадим перегнулся и насильно хлопнул парня по плечу. Если он действительно жив, сам понимаешь, может быть по-другому. Ноут снова кивнул. Ему было тошно просто по факту. Квазу, который успел немного узнать напарника, было очевидно, что у НГМО эксперимент едва ли замышлял сейчас какие-то козни. Скорее он просто чудовищно и человечески устал. В общем, Андрюха, давай еще один раз и на чистоту. Внешник поднял голову и встретился глазами со страшным собеседником. Кто ты? Как оказался в червоточине? И какие у тебя цели? Правду? Ты все слышал. После паузы тускло отозвался Нолд, не опуская взгляда. Я Андре, Андрей Ирвин, сын специалиста в нестепенной категории Виктора Ирвина, главы исследовательского комплекса ЛОГО. Выполняя последнее поручение отца, сбежал с капсулой, в которой хранятся данные, которые могут стать решением проблем многих, власть держащих моего мира. Капсулу передал другому человеку для того, чтобы он спрятал ее в оговоренном месте. Спасаясь от погони, в драке повредил костюм и вынужден был бросить его по дороге. Заразился, оказался иммунным, столкнулся с тобой, дальше ты знаешь. Цели, напомнил квас, невольно отвлекаясь на отдаленный рев, которому вторили другие потише. Зараженные по-прежнему шастали в окружающей действительности, и их никто не сбрасывал со счетов. Цель номер один найти сильных и влиятельных покровителей, таких как институт или архипелаг. Андрей Ирвин дернул плечами, но вынужденно не отвел взгляд. В этом я не соврал. Технически я внешник, но родился здесь, в Улье. За все время я ни разу не был во внешних мирах. И говоря по правде, их проблемы кажутся мне очень далекими. Поэтому в том, чтобы остаться здесь, лично я не вижу такой трагедии, как например Голди, для которой все происходящее с ней до сих пор представляется дурным сном. Цель номер два узнать о судьбе отца, и если он жив, попытаться спасти его. Это все, на этот раз совсем все. Прости меня, но до сих пор мне не приходилось действовать самостоятельно. Больше мне нечего тебе сообщить. Хотя нет, есть. Пока ты спал, я съел одну жемчужину. Вот теперь точно все. Они помолчали, глядя друг на друга. Потом Квас протянул лапу и Нолд ее осторожно пожал. Добро, Андрюха. Вадим опустил конечность и уронил ее на колено. Я не ментат, не знаю, врешь ты на этот раз или нет, но я тебе поверю снова. Если я почти за тридцать лет хоть как-то научился разбираться в людях, ты это оценишь. Бага опустил голову и медленно кивнул. На этот раз я сказал, как было. И надеюсь, ты тоже не преувеличивал, когда говорил, что что-нибудь придумаешь, чтобы помочь с отцом. Он снова посмотрел на Кваса. Но, как видно, не высмотрев ничего убедительного, тяжело поднялся. Завернув рукав, снял котелок с треноги. Пошли есть, заодно расскажу тебе, что нам говорил этот немец. Глава пятнадцатая Услышав о том, что оказался обязанным жизнью вынужденно сострадательным эсэсовцу, а потом провалялся в забытии почти трое суток, Вадим прибалдел. Но все указывало на то, что рассказчики не врали и даже не преувеличивали. Действительно, случилось именно так. Об этом молодые собеседники поведали за скорым ужином, для которого после недолгих споров накрыли стол в пещере, засыпав наверху угли землей. По мнению разведчика, даже готовку на свежем воздухе организовать не стоило. Но, несмотря на то, что ничего ненужного внимания они как будто бы не привлекли, незачем было искушать судьбу многократно. Тут какое дело, рассказывал Баг, прихлебывая суп. Хозяина нашего зовут Клаус Хольцер, а местная, те, с кем он контактирует, называет его Эль Пелегрина Энкантада, очарованный странник, или как-то так. Он сказал, что когда попадем к Латиносам, нужно назвать им это имя, и нас не растерзают. Каким Латиносом? Баг жестом остановил мулатку, которая открыла было рот для пояснений. Погоди, Голди, давай лучше я. В общем так, Клаус здесь уже больше 70 лет, 75-76, если точнее. Сколько? Вадим с трудом удержал ложку, а внешне кивнул. Натуральный динозавр угодил сюда еще во время Второй мировой. Попался взводом в засаду и с трудом ушел от белорусских партизан, в 43-м где-то в лесах. А где именно сам уже не помнит. Попали в туман, вышли уже здесь. Выжить сумел он один, обычное дело. И с тех пор уже восьмой десяток лет занимается только тем, что бегает из кластера в кластер и свежует монстров почти без выходных. Теперь понятно, отчего он такой мощный. Да, настоящий бог огня. Но пирогенез не единственная его сверхазвитая способность. У него таких больше 20. Например, он обалденный лекарь. Выдернул тебя буквально с того света всего за полчаса. Но да, об этом уже знаешь. Знаю. Вадим повертел между пальцев и отправил целиком в пасть сухарь, который не представлял, как иначе разгрызть. Что он еще рассказал? Клаус признался, большинство его способностей прокачаны почти до абсолюта. Но тут такое дело. Он долгое время держался подальше от людей и знахаря в глаза не видел. Его дары развивались стремительно и некорректно. Поэтому некоторые из них стали чем-то чем-то типа проклятий. Все-таки не удержалась мулатка, которая очень хотела ставить свои пять копеек. Да, Голди, если верить нашему эсэсовцу, ничем кроме проклятия такое не назовешь. И больше других его беспокоит Дарсенса. Из-за него Клаус слышит эмоциональные отголоски людей на огромное расстояние. Тварей, конечно, тоже, но в основном людей. Он слышит их ужас, отчаяние, боль, слышит детей, говорит, что ментальные вопли, когда монстр рвут их на части, разрывают мозг так, что он не в состоянии это блокировать. То есть он умеет абстрагироваться, если вопли немного, но когда их несколько миллионов, я понял, поэтому он не выдерживает. Бегает почти без передышки и вытаскивает всех иммунных, кого может. Иногда и неиммунных тоже, если у него есть белый жемчуг. Он обследовал все окрестности на десятки и сотни километров вокруг. Нашел большинство стабов. Тут они частые, но мелкие в диаметре, вроде этой пещеры. Наделал тайников, которые все время пополняют, и водят туда людей, которых потом переправляют в более безопасные места. Но делает это не по доброте душевной, а просто потому, что иначе сойдет с ума. Вадим покачал головой. Чему только не встретишь в улье, пробормотал он. Я спросил его, почему он не переберется в более спокойные места, там где меньше тварей и меньше людей. Есть ведь тот же пустырь или внешка, там почти никого. Рассказал ему об архипелаге. Из ваших ледников монстры сбегают сами, если какое забредет случайно. Но ты был прав, по-моему, он уже слегка тронулся рассудком. Дескать, раз его вынесло в этот регион, значит тут ему и быть. Кстати, ты же не в курсе главного, знаешь, где мы находимся, Вадим? Квас хмыкнул. Он уже догадался, что собеседникам не терпится выложить ему самое интересное. Пекло! Уточнил он, вытаскивая когтями из пакета еще один сухарь и по лицам понял, что попал в точку. Пекле! Подтвердил Бак, разочарованный тем, что напарника не удалось удивить. Второй круг, ничего себе нас забросило, а? Это Клаус сказал вам о пекле? Он самый. Клаус ходил на восток за первый круг. Обошел ближний запад на две сотни километров на север и почти столько же на юг. Правда, чтобы пройти на юг, ему пришлось сделать большой крюк к востоку. Прямо отсюда туда хода нет. Пытался пробиться и дальше на запад, но не сумел. Вернулся, обозначил регион и с тех пор постоянно его патрулируют. В этом он как будто бы нашел смысл своего существования здесь. Внешник погонял ложкой оставшейся в тарелке несколько волокон разваренного мяса. Он этого не говорил, но мне показалось, наш немец считает свое пребывание в пекле чем-то вроде искупления, того, что творил пока на земле был. Розвитчик кивнул, о чем-то подобном он догадывался сам. Клаус говорил, что самое страшное это когда гребанная вопль с разных сторон и он не знает, кому первым бежать и кому помогать. Снова вмешалась девушка, которая испытывала неистребимую нужду лезть в разговор. Он как бы изначально шел за мной, а на вас наткнулся случайно. Ты догадался попросить у него хотя бы схематично нарисовать что-то вроде карты? Перебил разведчик, настроение которого было безнадежно испорчено. Еще увидев обреченный Манхэттен, он начал подозревать неладное. Теперь, когда его подозрения подтвердились, он еще глубже осознал, насколько все будет непросто. Тем более в компании с двумя новичками, одним из которых была вчерашняя школьница. Бак мотнул головой в сторону своего матраца, на котором валялось несколько бумажек. При первом взгляде на них Вадим не увидел ничего, кроме комиксов. Конечно, я ее упаковал в рюкзак, чтобы не потерялась. Он сам нарисовал карту и пометил, где живут люди. После всего услышанного кваза нелегко было удивить, но внешнику удалось который раз за этот вечер. Люди здесь! Ну, жизнью такой, какую можно найти дальше на восток это не назовешь. Но иммунность здесь есть, правда немного. На весь огромный регион в несколько сотен километров держатся только два стаба. В одном обитают те самые латиносы, о которых я уже говорил. Ну, как латиносы? Их костяк то, что осталось от отряда гириллисов, которые попали сюда тем же способом, что эсэсовцы Клауса, только выжило их от чего-то гораздо больше. Кажется, у них в отряде изначально оказался хиллер. Это человек с даром излечивать зараженных до обращения. Поэтому сразу после попадания в улей эти головорезы почти все остались иммунными. Им повезло найти убежище и отбиваться от монстров, пока на них не набрел наш немец. Но в наличии хиллера Клаус точно не уверен. Он лекарь, но не знахарь и видеть чужие дары не умеет. У него есть подозрения, но, как он сказал, это не его дело. Разведчик глубоко вздохнул и положил ложку в опустошенную миску из-под супа. А ты еще говорил, мы должны к ним идти. Зачем? Бак взял еще одну полоску рыбы. Клаус иногда приводит к латиносам иммунных, если они оказываются в этой области и их трудно переправить за пределы пекла. В общем, он очень попросил нас с тобой отвезти Голди к ним без него. Вадим посмотрел в сторону девушки и поймал в ответ ее взгляд, к которому читался вызов. Он объяснил, почему? Внешник пожал плечами. Клаус торопился уйти до того, как Манхэттен начнет перегружаться опять. Тогда до этого оставалось два дня. А что не так с Манхэттеном? Не понял Квас, закончив переглядываться с мулаткой. Забрав последний сухарь, он придвинул кружку с чаем. При перезагрузке там, конечно, творится полный ад. Твари заполнят на кругу. Но, как я понял, перезагрузка уже произошла? Он умолк на полусловия. Да, вот именно. Бак кивнул и приобнял Голди, которая вновь придвинулась ближе, кладя руки на его плечо. Не знаю, сколько людей сейчас гибнет в Манхэттене, но бедняга Клаус наверняка бы узнал и услышал всех. Поэтому он поторопился сбежать в другой регион. Сюда он вернется, когда станет потише. Вадим кивнул и замолчал, отпеваясь кружки. Его собеседники молчали тоже, прижавшие друг к другу и слушая почти неразличимые из пещеры звуки пекла, которые время от времени все-таки долетали из-за каменных стен. Всем было о чем подумать. Поэтому, когда разведчик заговорил снова, это заставило обоих молодых людей невольно встрепенуться. Ты говорил, здесь живут не только герелесы, а кто еще? Внешник пятернюю зачесал назад отросшие волосы. Вот тут я не знаю, что тебе толком ответить. Кашлянув, проговорил он, косясь в сторону Голди. Та по-прежнему сидела рядом, прижимаясь курчавой головой к его плечу. Он очень грязно ругался, проговорила Голди, потому что Бак нахмурился, как видно, подыскивая слова. Я никак не говорю по-немецки, но он мешал немецкие слова и английские. Я поняла. И в общем так, большой парень. Герелесы живут западнее, на большом острове, посреди соленого озера. К ним нет моста и твари почти не могут пробраться, хотя часто пытаются. А вот другие, которых блонди-расист Клаус обзывал черномазами-мазафакерами, находятся северо-восточнее. У них там укрепленный бункер, но радб, или типа того. Он там типа был всего раз, но ему хватило. Бак покрутил в руках ложку, выписывая невидимые узоры на столе. Ладно, из того, что я понял, Клаус узнал о второй общине давно, лет 20-25 назад. К тому времени он наладил сотрудничество и с гириллиасами и решил сунуться к тем вторым. Думал сплавлять им свои находки, как и латиносом. Ему выгоднее спасенных водить куда поближе, а не таскать за пределы пекла, теряя по дороге. И что? Ну, а то, что во второй общине его приняли со спростертыми объятиями, только не теми, на которые он рассчитывал. В общем, если верить Клаусу, вторая община меньше первой, но гораздо мощнее, потому что если латиносы принимают всех, то эти и другие, только тех, кто чего-то стоит с оружием. В основном это самые отчаянные отморозки, которые только могут случайно выжить в пекле. Голди подняла голову и покивала мотыльну в прической. Точно. И они типа заботятся о том, чтобы те, у кого круче способности, становились еще круче. И еще ловят рабов, дополнил внешник, оставляя ложку в покое. Оставляют не всех, только молодых и красивых. Они и Клауса хотели загрести. Он понравился их самому главному, здоровенному черному квазу по имени Бегемот. Уж не знаю, чем, вот только наш немец оказался им не по зубам. В прямом смысле. Выбил ворота бункера вместе с чими-то зубами. Может быть, даже с зубами самого Бегемота. Клаус к этому моменту выдавал такие порции винтажного сквернословия, что я почти перестал его понимать. Но вот с тех пор они охотятся за ним, только пока без толку. Клаус говорит, он говорит, что типа нам лучше с ними не встречаться. Они гребаные садисты и извращенцы. Больше всего на свете любят насилие и пытки. Ну а тут такое дело. Голди правильно сказала. Их территория аккуратно северо-восток. Если мы хотим выбираться из пекла напрямую, то их никак не обойти. А если отсюда идти на юг, километров через пять упремся в непроходимые скалы. Проход через них искать бессмысленно. Клаус за сорок лет так и не нашел. Вадим поднял когтистую ладонь. Постой, какой восток? Вы же говорите, нам нужно грилесам, а они как будто западнее. Карту мне покажи. Бак и Голди переглянулись в который раз за вечер. Внешник неуверенно поднялся из-за стола. Что? Еще какой-то сюрприз? Андрюха, честное слово. Говори сейчас. Бак потер затылок, остановившись возле стола и нерешительно поглядывая то на девушку, то на кваза. Такое дело, Вадим. Мы с Голди переговорили. Она не хочет идти к Латинусам. Возьмем ее с собой на архипелаг. Солнце уже касалось нижним краем вершин недалеких холмов, окрашивая небо в золотисто-желтые с просенью тона. Густые запахи южной зелени, неразгоняемые ветром, поднимались от подножия скалы. Время от времени с ними доносилось тяжелое зловоние шаставших там зараженных, визуальное присутствие которых скрывали кроны деревьев. Вечер был теплым, но не особо. В этой части кластеров погода менялась стремительно и неопределенно. Поэтому внешник, который накинул облюбованную еще в поселке куртку на плечи, чувствовал себя в ней куда комфортнее, чем без нее. Соблюдая все суровые рекомендации старшего товарища, он выбрался из сарая и стараясь держаться валявшегося то тут, то там габаритного мусора, обошел разваленный по периметру. У самого края скалы, где она обрывалась в недалекую пропасть, он задержался у остатков подъемного механизма, который, судя по виду, был установлен здесь задолго до пришествия Клауса. И, присев за осыпавшуюся каменную кладку, негромко кашлянул. «Вадим!» После короткого молчания осведомился он. Пустота ответила хмыканьем. Миг спустя немного в стороне откладки мотивализовался сидевший задницей прямо на камне кваз. «Как узнал, что именно здесь?» Внешник пожал плечами. «Показалось!» Разведчик кивнул, отворачиваясь и снова обращая взгляд на холмы, за которыми в ближайшее время собирался начаться их архисложный путь на восток. «Ты думаешь о том, как нам лучше пройти?» Кваз помедлил и мотнул головой. Его освещенное заходящим солнцем с одной стороны и затененное с другой уродливое лицо сейчас казалось не таким уродливым. «Думаю о жене!» С большой неожиданностью для Внешника признался он. «Яна была в составе моей экспедиции, как и Серега, брат. Они наверняка кинулись меня искать, как бы чего ни случилось, понимаешь?» Словно в ответ на его слова далеко впереди раздался вой. «Не раскатистый и с подракиваниями, обычный для большинства зараженных этого мира. Это был повыше и от чего-то страшнее». Нолд бросил на разведчика осторожный взгляд. «Не думал, что ты женат!» С плохо скрываемым удивлением признался он. Кваз поднял лапу, демонстрируя широкое, сделанное явно на заказ обручальное кольцо. «Женился полгода назад и, по-моему, уже раз упоминал об этом. Ты что-то хотел, напарник?» Секунду или две Нолд молчал, подыскивая слова. «Хотел спасибо сказать за твое решение насчет Голди. Мы оба боялись, что ты будешь сильно против. Я понимаю, и она понимает, что с ней будет гораздо сложнее, но...» Багу молк и бросил невольный взгляд на далекую зелень внизу, в которой закопошился кто-то массивный. Когда поднял голову, то увидел все тот же профиль Кваза, который чему-то усмехался страшным ртом. «Нам с тобой будет одинаково не просто тащить твою Голди в любую сторону. Запад, Восток, без разницы, меня беспокоит другое. Здесь крайне неудобный район даже для пекла. Скалы, скалы, а между ними в долинах мегаполисы. И без тварей надломаешься, пока дойдешь. Еще эти аномалии, чтобы их... Придется позаимствовать часть наряжения Клауса, иначе не справимся. Надеюсь, он на нас не будет в обиде». Внешник надломил бровь. Он тоже успел узнать своего старшего товарища, и вопреки сказанному, голос последнего не показался таким уж безнадежным. «Такое ощущение, что у тебя есть какой-то план». Вадим снова уклончиво усмехнулся, и, подобрав под себя ногу, одним текучим движением поднялся с камня. «Может и есть, там будет видно. Ладно, пошли вниз, нужно начинать паковать рюкзаки, если не собираемся торчать тут целую вечность». Глава 16 На следующий день выйти сразу не получилось. Ночью полил сильный дождь, и общим советом в три голоса решено было задержаться в гостеприимной пещере еще на сутки. Но отдыхать и морально разлагаться разведчик никому не дал. С раннего утра, позавтракав остатками ужина, все внезапно образовавшееся лишнее время, он потратил на то, чтобы развить напарники его дар. При этом, отвлекаясь от Бага, Вадим старался одновременно уделить внимание девчонке, натаскивая ее на все, что только получалось успеть за неполный день. Несмотря на очевидный факт, что успеть можно было очень мало, к вечеру того же дня взмыленный разведчик вынужден был признать, что ученики ему попались толковые. Баг хорошо усваивал все, что в спешке и иногда довольно путанно объяснял ему кваз. Подстегнутый сединой красной жемчужиной, Дар Хайда развивался в нем быстро. К завершению первой тренировки внешник уже научился исчезать из виду на 2-3 минуты и при том в движении. В свое время Вадиму для достижения такого эффекта потребовалось несколько месяцев, хотя тогда у него не было подспорья в виде волшебной таблетки, доставшейся внешнику. Что до Голди, выяснилось, что ее отец, успешный белый адвокат из Кентукки был большим любителем оружия и имел в подвале целый домашний мини-тир. Стрелять Мулатка умела не хуже 3-4-летнего обитателя Улья. И кроме того, не раз принимала участие в соревнованиях штата по легкой атлетике, а конкретно бегу на длинной дистанции. И хотя ни одно соревнование она так и не выиграла, а в условиях этого мира легкая атлетика едва ли могла стать решающим подспорьем, совсем бесполезными навыки девушки назвать было нельзя. Вадим вынужден ограничивать тренировки, чтобы не привлекать лишнего внимания монстров, в конце концов вынужден был признаться самому себе. В его положении и с учетом обстоятельств не стоило ожидать слишком многого. Но и то, чем он уже располагал, было относительно неплохо. Часто в походах приходилось довольствоваться еще меньшим, и в конце концов все как-то образовывалось. Правда, до сих пор ему ни разу не приходилось ходить по пеклу. Из пещеры уходили со смешанным чувством тревоги перед опасной дорогой и признательностью. По общему решению хозяину была оставлена короткая записка на его родном языке. Это единственное, что они могли сделать, чтобы искренне отблагодарить того, кто спас их жизни, накормил и позволил переждать надежное убежище. Услуга, которая в улице ценилась, едва ли не дороже остальных. Спустившись в плетеные авоськи, они снова подняли крепкую сетку на самый верх. Как можно тщательнее замаскировали трос и навсегда распрощались с пещерой на скале? Оказавшись на твердой земле, Вадим взял курс на северо-запад, в обход проклятого поселка, где несколько дней назад они едва не попались непонятным черным тварям, о которых, кроме Ничего определенного не мог сказать даже вездесущий Клаус. Опасный поселок обошли по большой дуге. Но через полосу густой зеленой рощи шагов не больше 50 в длину им попалась еще одна американская деревня, совсем немного меньше предыдущей. В этой деревне перезагрузка произошла не больше нескольких дней назад, потому что столпотворение монстров здесь было чудовищным. Уроды всех мастей и размеров от высших бегунов до молодой элиты 3-4 метров в высоту дожирали остатки добычи, разнесенных в щепки окровавленных домах. Рев, треск, хруст, вопли и редкая стрельба сливались в такую страшную какофонию, что Вадим, без перерыва прикрывавший свой маленький отряд защитным полем, то и дело в тревоге оглядывался на Голди. Смуглое лицо девушки было абсолютно серым и временами обоим ее спутникам казалось, что она вот-вот лишится чувств. Но Голди оказалась более твердым орешком, чем можно было предположить. Нагруженная весомым рюкзаком и давящей винтовкой Клауса, она продолжала шагать, каждым шагом упрямо вырывая у Улья свое право на жизнь. Умирать в этом проклятом месте она явно не собиралась, невольно вызывая уважение даже у Вадима, который имел ценить силу и твердость характера. Но особого времени любоваться спутницей у него не оставалось. Несмотря на то, что монстров вокруг поселка было столько, что иногда с пути очередной жадной до мяса туши приходилось убираться бегом. Такое столпотворение в конце концов сыграло им на руку. Внимание тварей, даже тех, кто имел зачатки разума или даров, было отвлечено на обреченную деревню, где шло чудовищное взаимное пожирание. Но то, что происходило вокруг, зараженное внимание обращали мало. И людям, которые двигались почти бегом под постоянным прикрытием разведчика, удалось миновать страшное место незамеченными. Однако легче не стало. После первого долгого перехода беглецы остановились в зарослях перевести дух и дать передохнуть Вадиму, который применял маскировку без перерыва в течение последних нескольких часов. Но спустя несколько минут из этого ненадежного укрытия людям пришлось убираться и бегом, так как бежавшую в их сторону группу монстров они услышали издалека. Но найти сколько-нибудь надежное место для отдыха им удалось только к позднему полудню. Когда выйдет неширокая заболоченная лужа, которая во внешнем мире наверняка являлась частью большого водоема, они обнаружили на ее берегу почти нетронутую вышку. Вышка эта, ровно как и лужа, отстояли от населенных пунктов в некотором отдалении, а потому активные следы присутствия зараженных здесь почти отсутствовали. Кое-как разместившись на полу в тесной маленькой кабинке на высоте двух с половиной десятков метров, иммунные наконец смогли перевести дух. Несмотря на тяжелый марш, есть им почти не хотелось, сказывались последствия бегства через разжираемый поселок. Все трое заправились живцом и стимуляторами, которыми щедро поделился кваз из своих запасов. Фуах! Шепотом поделился Бак, потеря мокрый лоб. Оба они и внешник и девушка кое-как втиснулись вдвоем в один угол кабинки. Остальную часть мизерного пространства заняло здоровенное тело разведчика. Их вынужденная лёщка имела перед собой не только стремление отдохнуть, но и желание как можно дольше оставаться невидимыми для местных тварей. На такой высоте запах иммунных уносило ветром, а высокие борта кабины вышки худо-бедно, но защищали от взглядов зараженных. «Жесткое начало! Я уже почти жалею, что покинул уютную пещеру!» «Это пекло!» – просипел Вадим, который, забравшись наверх, первую минуту лежал на боку, почти не двигаясь и не открывая глаз. Несмотря на то, что немец сделал большую работу по его починке, многочасовое непрерывное использование дара могло пройти без последствий, разве что для динозавра Клауса. «Здесь так всегда. Или хуже. Километров через 50-70 к востоку будет спокойнее». Голди промолчала. Было видно, что девчонка храбрится, но картины пекла мало подходили для постепенной психологической адаптации к новому миру. Здесь Ули являл себя в полноценной красе, а такое зрелище выдерживали нервы не всякого тертого мужика. «Ну, тут на болоте еще ладно!» Внешник ободряюще стиснул девичье плечо. Но та никак не отреагировала, только вжимаясь его грудь лицом и крепко жмулись. «А дальше как?» «Если верить карте, мы сейчас с большим крюком возвращаемся к тому самому озеру, на котором стоит Манхэттен. Можно, конечно, обойти эту местность лесами, но там концентрация тварей все равно очень высокая. А дальше от озера и до самых холмов огромное пространство голой степи. Помнишь, мы решили туда не идти, потому что там даже кустика не найдешь. Ты не сможешь удерживать маскировку так долго. Да и доберемся до холмов, где гарантия того, что там найдем хорошее укрытие? Мы видели какие-то постройки, но в целом местность-то пустынная». Он умолк, чувствуя, как рука Голди силой сжимает край его рубашки. Гаркоющий рев с переливами раздался совсем близко. И вслед за ним такие же рычания и взвизги. Испуг девушки был понятен. С вершины неприступной скалы слушать это было стремновато. Но здесь, будучи отделенной от земли всего двумя десятками метров и тонким куском жести, она боялась так отчаянно, что едва могла это скрывать. Мужики, впрочем, тоже. «Нельзя так долго задерживаться!» Выдал очевидная Кваз, стараясь лишний раз не шевелиться, чтобы не раскачивать будку. «Рано или поздно к нам вынесет какую-то погонь или ветер сменится, унюхают!» «Так что же делать?» «Делать. По карте вокруг одни поселения. Вот!» Он сунул лапу за пазуху, вытаскивая сложенный в несколько раз и скрепленный скотчем лист оберточной бумаги, исчерченный твердой рукой СС-овца. «Смотрите, озеро вот тут. До него километра два-три через лес. По другую сторону от озера степь до самых холмов. Если строго на восток, то нужно обязательно перевалить за эти холмы». Голди невольно приоткрыла глаза, кидая взгляд на карту. Баг кивнул. «Да, это то, о чем и я только что говорил. Нам придется 7-8 километров идти через голое поле по такому монстрятнику, что заранее кишки подводит». Вадим тоже кивнул, соглашаясь. «Да, но что у нас севернее, смотри!» Коготь-разведчик откнулся в большой красный круг, которым на карте был обведен Манхэттен и провел по извивающейся линии вверх, немного не доходя до места, где линия утолщалась, изображая продолговатый пузырь. «Это река!» «Похоже, река. Если верить карте, она утекает прямо из Манхэттенского озера. Что странно, озеро ведь цареное. Мы не обратили на него внимания, когда проходили там первый раз». «Я вообще ее не заметил». «Я тоже!» Признался разведчик. «Снова тычил бумагу когтем». «Наверное, она с противоположной стороны за городом и не широкая. Но даже если это просто большой ручей, нужно попробовать плавиться по нему». «Смотри, до того, как впасть в эту продолговатую кишку, это, наверное, тоже озеро. Река постепенно забирает к востоку, хотя не так круто, как хотелось бы». Голди протянула руку и тоже коснулась бумаги. «Почему вы, парни, думаете, что ручей течет отсюда на восток, а не наоборот?» прошептала она. Вадим потыкал когтем по обе стороны от мегаполиса. «Здесь горы, а вот тут?» Коготь переместился к кишке, куда впадала загадочная река. «Судя по отметкам Клауса, низменность. Даже вулей вода еще не научилась течь внизу вверх на постоянной основе». «Кроме того, смотрите вот здесь». Кое-как сдвинувшись, оба его собеседника ниже склонили головы над картой. «Что вы видите?» «Я так понимаю, что ты имеешь в виду эту букву «У» в бежище». Баг переглянулся с девушкой, потом поднял глаза на разведчика. «Один из стаб-хостелов Клауса. Он пометил те из них, которые можно найти без подсказки». «Так ты думаешь?» «Я сразу об этом подумал. По голому полю до холмов не дойти. Там слишком много тварей. Особенно теперь, когда кластер с мегаполисом только что перезагрузился. А если удастся найти лодку?» Голди сглотнула. «А если не удастся?» «Что-нибудь придумаем. Важно, что на реке мы окажемся в относительной безопасности. Зараженные не любят воды. Если не бегать с мешком за плечами, я смогу дольше удерживать маскировку». «Ну, твою же дивизию!» Последняя относилась к тваре, которую по звукам, донесшимся снизу, вынесла из заросля несколько секунд назад. Ввиду невозможности рассмотреть ее как следует, тварь трудно поддавалась идентификации. Однако, судя по предполагаемым размерам, успела разрастить достаточно, чтобы представлять серьезную опасность. Тем более, что хруст веток и шлепание громадных лап по воде явно указывали на то, что теперь она решительно и целеустремленно приближалась к одинокой вышке. «Ждите здесь!» Едва слышно прошелестел квас, медленно вытаскивая тесак. «И не звука!» Он активировал маскировку и, стараясь не делать резких движений, медленно поднялся на ноги, выглядывая из-за края будки. Монстра он увидел сразу. Сходу его принадлежность к какому-то подвиду не просекалась. Должно быть, тварь для расклада чего-то среднего между топтоном и кусачем. Причем, из кого именно росла непонятная тварь, разведчик не взялся бы сразу судить. Характерная форма конечностей, укороченных нижних и массивных верхних с бугристыми мышцами и огромными, даже по меркам таких уродов, как тями, на которых чудище опиралось во время движения, чем-то напоминали обезьяне. В движениях твари тоже прослеживалось что-то оригинальное, не присущее большинству других монстров, чего раньше видеть не доводилось. Скорее всего, им на самом деле повезло столкнуться с гориллой-переростком. Горилла оскалила клыки каждой длиной до середины квазовского локтя. Раззявила полукруглую, вытянутую пасть и заревела. У Вадима мелькнула смутная догадка, что до сих пор монстр двигался к вышке не потому, что учуя там мясо, его привлек вид самой конструкции. Ошметки обезьяньи памяти извлекли из недр существа желание забраться и хорошенько попрыгать по удобным железным лестницам и сваям. Однако теперь, вблизи, тварь не то унюхала, не то как-то иначе уловила присутствие иммунных. И, взрыкнув, уже с целенаправленным гастрономическим интересом, кинулась вперед. Медлить было нельзя. Выждав момент, Вадим перемахнул через борт и спрыгнул на спину гориллы. В ту самую секунду, когда чудовищные лапы ухватились за нижнюю перекладину опор. Оглушенное падением немалого тела с хорошей высоты, монстр выпустил железо и завалился на бок вместе с непрошенным седоком. Но разведчик, который, в отличие от твари, был готов к падению, успел прокрутить в ладони тесак и с силой воткнуть его в полуприкрытый костяной пляшкой кожистый пузырь. На глазах у приподнявшихся над бортом кабинки Нолда и его девушки Вадим с усилием выбрался из-под уже дохлой туши и, оглянувшись на окрестности, поманил к себе Голди, кожа которой и светло-кофейный по-прежнему сохраняла испуганный сероватый оттенок. Быстро сюда! Поучишься потрошить сама, пока никого нет. Бегом, я сказал! Пока мулатка едва сдерживала. Эта книга озвучена на YouTube-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник. По отвращению, копалось между волокон грибницы в башке твари, выбирая редкие горошины. Вадим и Бак мониторили окрестности, перебрасываясь негромкими фразами. Впрочем, обсуждать было уже особенно нечего. Немец наметил маршрут только на запад. Он рассчитывал, что мы сначала пойдем к Латиносам. О том, что нас ждет на северо-востоке, кроме черных педерастов, он не рассказал. Я сначала обрадовался, когда мы решили идти прямо на восток. Но теперь, думаю, может быть, все-таки стоило сделать круг. Здесь что-то совсем жарко. На западе хуже. Разведчик бросил взгляд на близкливую мулатку и коротко вздохнул. Это пекло! Говорю тебе, куда ни пойди везде. Короче, придерживаемся моего плана. Река – единственный реальный шанс. Он умолк на полусловие. Голди вскочила на ноги, резко обернувшись на шум. Через заросли еще в отдалении, но решительно придиралось, что-то массивное. Судя по направленности маршрута, болото, злосчастная вышка и иммунная находились прямо у него на пути. «Уходим!» Негромко скомандовал Вадим, придерживая руку мулатки, которая инстинктивно схватилась за винтовку. «Крики быстрее! Осталось недалеко!» Глава 17 С недалеко квас погорячился. Сначала они довольно длительное время, дольше, чем изначально, рассчитывал Вадим, продирались через заросли. Благо, некоторые твари, занимаясь тем же, оставляли после себя пропрешины, во много раз шире любой тропы. Временами приходилось замирать и подолгу переждать под прикрытием маскировки когда очередной зараженный не уберется с дороги. Несмотря на показную бодрость духа и уверенность в высказанном плане, разведчик, как видно, все же устал. Поэтому своим даром пользовался экономно и дозированно, включая его только тогда, когда без этого было уже нельзя. Когда же, наконец, порядком измотанные они выбрались на открытую местность и впереди за моей чрезнакомой Вадиму и Багу небоскребы? Основной вопрос, как незаметно обойти проклятое озеро, снова встал ребром. «Дела!» протянул Баг, разглядывая в изъятый у Клауса бинокль ближайший берег озера, вдоль которого бестолково бродили сотни низших зараженных всех мастей. Они чуяли наживу, которая, как видно, все еще оставалась на острове. Но в отличие от более развитых или удачливых собратьев, не могли сообразить, как донет добраться через большую воду. «Как-то их прямо очень уж много! Хотя особо крупных почему-то не видно!» «Особо крупные на мосту!» Вадим, отвернув горло у фляги, глотнул живца. Подумал и глотнул опять, завинчивая емкость и убирая ее на место. «Ты не натвори, смотри! Вон там, за островом между холмов, похоже на русло!» Слушавшая их Голди прищурилась, вглядываясь вдаль. В ее присутствии оба говорили по-английски, не делая исключений даже для разговоров, которые напрямую не касались девушки. И, несмотря на то, что об этом не было сказано ни слова, у нее хватило сообразительности ценить этот факт. «Мне кажется, там действительно речка!» Наконец, нарушил молчание внешник, передавая бинокль подруге. «Отсюда плохо видно! Нужно подойти поближе!» Вадим промолчал. Трое иммунных лежали в густом кустарнике, плотно взрывшись в траву, на самой границе лесного кластера. Дальше, насколько хватало глаза, до самых холмов простиралась травянистая степь, кое-где поросшая одинокими деревьями и кустами. Озеро Лениво плескалось по левую руку на удалении чуть больше километра. Расстояние по открытой местности до холмов, через которое протекала предполагаемая речка, оценить было сложно, но с их позицией оно казалось не намного меньшим, чем то, которое нужно было пройти, если огибать проклятый остров со стороны моста. «Может, дождаться ночи?» предположила Голди, провожая взглядом шипастую спину зараженного, который в сопровождении трех или четырех тварей поменьше целенаправленно топал к воде. «Или эти твари хорошо видят в темноте?» Различик отвлекся от прикидывания маршрута. «Не в этом дело!» После паузы негромко пояснил он. «Ну че они видят не лучше, но нюхают так же хорошо. А вот мы в темноте можем кого-то не заметить, особенно издалека. И если провороним, сама понимаешь». Он умолк, потому что внезапно твари как будто отживились. Только что ленивая трусцой пробегавшая по своим делам и беспорядочно бродившая в воды, они словно учуяли что-то недоступное людям. В некотором недоумении и тревоге иммунные наблюдали за тем, как видимые им грубки мутантов, словно неожиданно напуганные чем-то, стремительно разбегаются в разные стороны. Большинство из монстров ломанулось в лес с таким рвением, что, окажись лёжка людей на их пути, её стоптали бы, не заметив. «Что случилось? Что происходит, парни?» «Тихо!» Вадим невольно пригнулся, когда, бухая лапами совсем рядом полутора десятках шагов, пронёсся крупный рапан и, не замедляя ходу, вломился в чащу. «Похоже на перезагрузку кластера. Заражённые чувствуют её за какое-то время до начала, но сейчас это выглядит странно». «Почему странно?» Еле слышно поинтересовался Баг, хотя в соблюдении таких предосторожностей не имелось особой нужды. Заражённым сейчас было явно не до добычи. «Перед перезагрузкой твари уходят с опасного участка, но недалеко, остаются по краям и ждут. Перезагрузка несёт с собой новое мясо. В пекле заражённые наоборот должны стягиваться к краям кластера перед самым явлением, а здесь бегут как от пожара». Внешне хмыкнул. «Может, это потому, что они не знают, поживиться тут нечем? Ну, кроме этих мелких грызунов, как их, суслики, тушканчики?» Разведчик молча дёрнул плечами. «Не знаю, но давайте на всякий случай тоже отойдём подальше, не хватало ещё зацепит». Хруст и треск сучьев, веток и даже стволов молодых деревьев, ломаемых последними улепётывающими тварями. Ещё слышался из зарослей, когда в границах огромного степного кластера начал собираться туман, потянуло кислятины. Голди, которая до этого ни разу не видела обновления отдельной области улья, во все глаза смотрела на степь, которая постепенно скрывалась под плотной зеленовато-молочной пеленой. Иммунные отступили в лес не больше полутора-двух десятков шагов, чтобы, пользуясь отсутствием сбежавших чудовищ, после перезагрузки сразу двинуться вперёд. Поэтому нужное пространство просматривалось более чем хорошо. «Значит так, я вот что думаю». Вадим ещё раз бросил взгляд в степь, в которой тревожно колыхалась повытоптанная тварями густое суховатое разнотравье и кивнул в такт собственным мыслям. «Как только прояснится, ноги в руки и бегом к холмам. Держимся ближе к воде. Буду прикрывать сколько смогу с короткими передышками. Бежать придётся до самого русла, поэтому давай тищу по таблетке, потом отдохнём, когда найдём укрытие». «Ты, по-моему, уже раз пять я дообещал», припомнил внешник, принимающий стимулятор, запас которых у кваза медленно, наверное, подходил к концу. «В смысле отдых в предполагаемом укрытии?» Разведчик хмыкнул. «Давно ты ныл, что надоело сидеть на одном месте и пора на восток?» Он полез в один из многочисленных внутренних кладок, куртки и выудил оттуда продолговатую коричневую таблетку, которую переложил в нагрудный карман. Потом все трое замолчали, терпеливо вглядываясь в плотную неопределённого цвета пелену, Вадим бросил взгляд в сторону мулатки. «Каждый раз по-разному, от двух минут до получаса». Что-то сверкнуло далеко внутри туманной пелены. По лесу пронеслась воздушная волна. Как будто перезагружавшийся кластер в единый миг втянул в себя огромную порцию воздуха. Резко всколыхнулись ветки деревьев, осыпав залёгших под ними людей ворохом листвы, которая, не задерживаясь внизу, взметнулась вверх вместе с тучами пыли и сора, зашумив в древесных кронах. Повеяло холодом и почему-то сыростью. Ветер не стих, продолжая дуть и становясь сильнее. Как будто перезагрузка спровоцировала перемещение огромных разнотемпературных воздушных масс. Деревья стонали и скрипели уже непрерывно, роняя ветки. Шум поднялся такой, как будто орда мутантов с троем ломилась через заросли во всех направлениях сразу. Парни, это всегда так. Приглаживая волосы, выбившиеся из хвоста, прорала Голди. Выдавать себя она не боялась. Даже Багу, который лежал, соприкасаясь с ней плечами, ее голос был едва слышен. Нет! Гаркнул за внешника Вадим, оглядываясь вокруг. Первый раз такое вижу. Наверное. Начал было Нолд, но закончить не успел. В разрываемом ветром тумане полохнуло сильнее, потом еще и вон вдруг исчез. Моргнувшая от неожиданности мулатка с изумлением взглянула в открывшуюся степь, которая отличалась от предыдущей только темными, почти черными небесами над ней. И вдруг резко зажала рот ладонью, как будто подавившись вскриком. Не менее ошарашенные спутники в молчании взирали на открывшееся нереальное в своем апокалиптическом кошмаре зрелища. Огромный вихрь, воронка которого имела в диаметре не меньше полукилометра, вращался прямо посреди только что обновившейся степи, постепенно сдвигая из сторону леса. Ветер усиливался, принося с собой микрочастицы дождя. Черные тучи, которые прорезали короткие злые молнии, расползались на только что бывшее ясное небо соседних кластеров. Голди вскочила и почти одновременно с этим на ногах оказались ее товарищи. Валим отсюда! Вадим подхватил рюкзак, закидывая его на плечо. Обратно в лес, живее пока еще есть шанс уйти. Нет! Бак, вцепившись с дерева, а другой придерживая за руку девушку выше локтя, мотнул головой в сторону чудовищных завихрений, которые тяжко и стремительно ворочались по обреченному разнотравью, медленно он не доберется до леса. С чего ты взял? Нолт кивнул теперь уже в сторону невидимого за деревьями Нью-Йорка. Пока мы сюда шли, видели сколько там пожаров? А в окрестностях острова и без того нечем дышать. И когда мы обходили его в первый раз, там тоже стояла такая жара. Что? Короче, потребовал квас, с тревогой наблюдая за опасным перемещением исполинского смерча. Весь напруженный доверять правоте внешника и готов был дать дёру в любой момент. Он будет двигаться туда, где теплее. Сейчас пойдет прямо на Манхэттен. Да посмотрите же! Удостовериться в справедливости этих слов было сложно. Из-за гигантских размеров направления движения чудовищной смерти угадывалось не сразу. Однако после того, как переселивший страх Вадим все-таки остался на месте, спустя несколько минут он сумел убедиться, что Баг оказался прав. Страшный в своей зарослей. Он медленно и неотвратимо приближался к воде, за которой лежал проклятый остров. Как только отойдет подальше, бегом бежим прямо к холмам. Удачно! Можно не скрываться! Зверю теперь не до нас! Вздымая в воздух огромной массой воды, исполинский торнадо твердо двигался прямо на недавно перезагруженный Манхэттен, в котором и сейчас пылало не менее десятка двух небоскребов. «Там придется не сладко!» «Всем там придется не сладко! Он же не может резко повернуть, а, Андрюха?» Бак дернул плечами. «Не думаю, что он вообще протанцует долго! Условия не те! Скоро начнет распадаться!» «Тогда пошли!» Квас не сильно толкнул застывшую мулатку и указал лапой перерытую степь. «Нужно добраться до холмов, пока никто не смотрит!» Невольно «Насчет этой штуки ты не ошибся!» Глава восемнадцатая Несмотря на заверение внешника, смерч потанцевал по острову еще добрых полчаса. Этого времени хватило иммунным, чтобы пробежать четвертую часть намеченного и уже порядком раскисшего под дождем пути, огибая озеро по большой дуге. На деле расстояние оказалось почти втрое больше, чем изначально предполагал разведчик, да еще и пролегавшим по пересеченной местности. Но удивляться вывертам здешнего пространства было никогда. Теперь уже невооруженным взглядом было видно, что из озера в самом деле вытекала неширокая, но полноводная река, которая извиваясь пробивала себе дорогу через лесистые холмы куда-то на северо-восток от Манхэттена. Зараженные в поле видимости не появлялись. Смерч разогнал всех до одного. Но при такой концентрации твари в этом регионе это благое обстоятельство сипло напутствовал Вадим, подергивая рюкзак с притроченным к нему одеялом. Не расслабляемся. И без этих ценных указаний никто из его спутников расслабляться не собирался. Но и Баг, и Голди понимали причины нервозности кваза. Уже второй час они были открыты взором всех мутантов, у кого только были глаза. В любой момент можно было угодить в поле зрения какой-нибудь хитрой твари, которая если не набросила сразу, то выследила бы и полезла нападать в самый неподходящий для этого момент. А то и группе тварей, которые могли решить, что подкрепиться сейчас самое то после пережитого ураганного стресса. Но вопреки мрачным предположениям участников опасного марш-броска, к концу третьего часа, когда действие стимуляторов стало постепенно сходить на нет, а все трое ощущать остревшую необходимость в передышке, а еще лучше в полноценном отдыхе, они наконец выбрались на берег вожделенной реки. На этом положительный итог тяжелого перехода не закончился, хотя их сторона реки оказалась крутым обрывом, который возвышался над водой на добрый десяток метров. Другая была привнесена из не особо благополучного, но явно приречного городка. У воды притулились пять или шесть приземистых домов, и возле каждого торчали обломки лодочной пристани разной степени сохранности. Не было сомнений, что перезагрузка произошла давно, и зараженные уже разнесли в этой местности все, что попадалось под лапы. Укрытия здесь было не найти, но присмотревшись, Бак тронул за плечо напряженного кваза и указал на воду. Даже без бинокля было видно, что у одного из причалов в воде вырисовывалось внешник, который, как и его товарищи, валялся в мокрой траве уже минут десять. Дождь, который принес с собой исполинский вихрь, понемногу стихал. Однако порывы ветра оставались сильными и еще достаточно холодными, чтобы заставить людей продрогнуть насквозь. Более-менее комфортно чувствовал себя один кваз, у которого была походная куртка. Может, хватит тут киснуть, он там один, что-то нарыл и жрет. Давай вырубим поскорее и посмотрим лодочку. Что-то мне подсказывает, что это наш билет отсюда. Вадим покосился, но ничего не ответил. Что? Сам подумай. Разведчик поднес бинокль глазам и досадливо прицикнул. Даже если он там один, как до него добраться без стрельбы с такого расстояния? Ну, предположим, тварь-то не самая крупная, защитное поле у нее слабое, ты в нее попадешь? Попаду. Вадим не стал спорить. Насмерть? Не знаю. Парни, вмешалась молотка, которая нервозно оглядывалась на пройденный путь. Вам все же виднее, но может попробуем убраться отсюда как-то по-тихому. При таком ландшафте монстры услышат звук выстрелов в радиусе десятка миль. Дождь не заглушит, не надейтесь, уж в этом-то можете быть уверены. Знаю, Голди. Разведчик глубоко дернул головой, встряхивая воду с капюшона. Поэтому трудно решить, что делать. Я могу пойти один и убить эту тварь, если повезет. Ну, легко сказать пойти. Для того, чтобы добраться до нее, нужно спуститься по обрыву и переплыть реку. Да еще подойти к ней как можно тише. Это все время, которое вы прождете здесь без защиты моего дара. Девушка наморщила смуглый лоб. А что Багги? После паузы уточнила она. У него тот же дар. Он не может распространять его на других. Грубо говоря, себя он прикрыть сможет на несколько минут. Тебя нет. Тогда давай к твари пойду я. Внешник поймал взгляд девушки, потом обозрел кваза, который залег с другой стороны. Что вы на меня так смотрите? Боитесь, что не справлюсь? Вадим покачал головой. Ты не сможешь удерживать маскировку долго, да еще в движении. Без маскировки голыми руками тварь не возьмешь. А если так, идти туда нет смысла, пострелять можно и отсюда. Ну тогда сам сходи, мы как нибудь перетопчемся. Только давайте скорее парни. Снова мешалась Голди, вытирая из гвозданной в грязи пальцы от рву. Мне тут очень неспокойно. Мне как-то тоже. Признался Ноут, тоже оглядываясь назад. Может вместе? Девушка резко обернулась. Что вместе? Туда, к этой твари, пока она там живая. И валить урода тоже вместе? Разделил ее сомнение разведчик. Я дольше двух метров дар не удержу. Будем прыгать на него взявшись за руки. Валить урода будешь один. Мы с Голди спрячемся поближе к воде. Потом займемся лодкой. Это единственный реальный вариант. Вадим сумочно посмотрел на него, потом на девушку, но высказаться не успел. На противоположном берегу реки громыхнуло. Монстр, который уже продолжительное время был предметом обсуждения, обвалил укрывавшую стену, являя себя во всей уродливой красе. Судя по всему, он еще не дорос до Рубера, но в скором времени имел для этого все шансы. Какого он там делает? Действия мутанта и впрямь могли показаться странными. Только что с азартом копавшейся в мусоре, теперь он с не меньшим азартом принялся доламывать то, что не доломали его собратья, на первый взгляд бессмысленно кидаясь на стены домов. Достать он что-то хочет, что ли? Еще одна стена рухнула с обреченным треском, потянув за собой крышу. Оттуда незамеченное ранее метнуло светло-серое пятно и в единый миг взлетело на близостущее дерево. Кошка тощая, похожая на ту, что была у Голди, когда мы ее увидели в первый раз. Мулатка бросила на него беспокойный взгляд. С такого расстояния кошка проглядывалась только в виде размытого пятна. Угадав ее затруднение, Вадим протянул лапу под носом у Нолда, передавая девушке бинокль. Тоже ну шо зачем охотиться, она же ему на один зуб. Голди отняла бинокль от лица, ее смуглые черты обострились. Очень похоже на сесси. После паузы выдала Мулатка, снова приникая к окулярам. Мы парни можем ее спасти. Вадим прицикнул щекой. Бак поймал вопрошающий взгляд девушки и потер приносицу. Я мог бы попробовать? Не вполне уверенно протянул он. Квас покачал головой. Я понимаю рисковать жизнью ради человека, но из-за кошки? На оборот. Наблюдая, как шипастая махина атакует упорное дерево, Бак приподнялся, готовый рвануться вперед. Он как раз на нее отвлекся. Я быстро. Разведчик посмотрел на него, потом на взволнованную Голди, которая уже не была уверена в том, что радовалась такому рвению внешника, и махнул рукой. Пес с тобой иди. Но усмехнулся, высвобождаясь из лямок рюкзака и вдруг исчез. Не ожидавшие такого спутники на миг опешили. А когда сообразили, где смотреть, легкое колыхание травы, которое отмечало его путь, наблюдалось уже на пути спуска с обрыва. Ловко он. Больше для себя пробормотал Вадим, наблюдая едва заметный след на воде, там, где в нее вошел баг. Судя по всему, внешник за время огощения у эсэсовца вернул себе плавных грибков и выбрался из воды до того, как время его урезанной невидимости окончательно вышло. Причем, где именно он достиг противоположного берега, ни Голди, наблюдавшая путь невидимки в бинокль, ни даже Вадим с уверенностью указать бы не смогли. Тем временем, монстр самозабвенно пытался добраться до очумевшей от ужаса кошки, несмотря на то, что оба дома уже лежали в руинах, а три дерева, которым не посчастливилось произрастать вокруг, превратились в щепы. Кошка по-прежнему чудом оставалась жива, что делало честь ее колоссальному везению и сообразительности. Вместо того, чтобы сигать на землю, где ее ждала неминуемая смерть, она продолжала прыгать по верхотурам, без особой грации, зато результативно. К тому моменту, как чудище харкнув, вдруг нелепно вздернул лапы и рухнул назнич, она все еще оставалась жива. Баг нарисовался надрухнувшей тушей не менее красиво, как до него это делал Вадим. Даже издали его лицо смотрелось почти багровым от немыслимых физических усилий, которые пришлось совершить в неполные 5-6 минут. С трудом уняв дрожь в напруженных руках, он наклонился и тщательно вытер нож от рву. Багги, сзади! Девушка вскочила одновременно с разведчиком, который был на ногах за миг до нее. Неизвестно, где прятавшийся до сих пор спидор, а может и лотерейщик, показался из-за сильно отстоявшего в стороне, а потому почти нетронутого лодочного сарая. Привлеченный криками с другой стороны реки, багг сначала обернулся на них и потом едва не пропустил удар от твари, которая внезапно, молча и страшно сделала в его сторону потрясающий по своей стремительности рывок. Двое наблюдателей вскинули оружие. Однако внешник, который не то от напряжения, не то от неожиданности, так и не смог снова воспользоваться своим даром, совершил не менее стремительный маневр, дернувшись в сторону и разменувшись с монстром на расстоянии в несколько миллиметров. Затрещик мгновенно развернулся и кинулся опять. Но баг, изумев не только товарищей, а и саму зубастую тварь, снова ушел от мелькнувших коктистых лап, подпрыгнув и ухватившись за перекошенный скат крыши одной рукой, в другую он держал нож, резко бросив тело вверх, что в его положении казалось невозможным, он оттолкнулся ногами от стены и совершив нереальный кульбит в воздухе, приземлился за спиной обалделой твари, в крышке полоснув ножом по выпуклому пузырю. Вадим резко опустил автомат, возвращая его на плечо и дернул голди за рукав. Пошли, переправимся через реку, пока не появился кто-то еще. Когда грязная и склюпывающая ботинка водой, они выбрались в вымку между свай на противоположном берегу, Бак уже закончил потрошить монстрячьи головы. Стоя почти по пояс в воде, он изо всех сил пытался перевернуть катер, который вблизи оказался гораздо больше, чем когда его разглядывали с противоположного берега. Квас поспешил прийти на помощь и вдвоем с пятой попытки они все-таки сумели перевернуть катер к низу дном. Несмотря на то, что проржавевшая в нескольких местах посудина, пролежала в воде не одну неделю, она еще не успела фатально зарасти дрянью, должно быть из-за сильной проточной воды. Подержав катер на боку, чтобы слить все, что было можно, мужики с огромным трудом опустили посудину на воду, где ее немедленно стало относить вслед за течением. Вадим поймал край мохнатого каната и неумело закрепил его вокруг сваи. Вдвоем с Багом и присоединившейся Голди они обследовали катер изнутри, насколько это было возможно. Вроде не протекает. Девушка забралась внутрь посудины и принялась энергично вычерпывать остатки воды. Спустя короткое время к ней присоединился кваз, ладони которого были куда шире. Баг сбегал ненадолго к берегу брошенным там вещам и едва не споткнулся по забытую кошку, которая соскочила с ободранного дерева и метнулась ему под ноги. Вот же! Нолд подхватил рюкзаки с земли и ломанулся обратно. Ободранная, грязно-серая, повисших в сосульках какой-то дряни на длинной шерсти, кошка бежала за ним, задрав хвост. Однако, когда Баг сходу вломился в прибрежную ряску, разбрызгивая ту во все стороны, кошка за ним не полезла, оставшись на берегу и разевая рот в беззвучном мяве. Внешник закинул рюкзаки внутрь катера и, подтянувшись, перевалился на борт. «Давай скорее! Я, по-моему, видел какое-то движение дальше по дороге!» Вадим взялся за желто-синий край борта, примериваясь, как половче забраться вовнутрь и при том не перевернуть посудину. Кошка заметалась у воды, мяукая громче. Она явно не горела желанием оставаться на берегу. Девушка оторвалась от вычерпывания, обернувшись к обреченной Китти. «Парни, мы ее не возьмем!» Разведчик, который после короткого раздумья обошел катер и начал было пробовать взобраться на него со стороны сваи, чтобы было на что опереться, бросил недовольный взгляд на берег. «Кошка не собака!» отрывисто пояснил он, чувствуя, как и внутренний оповещатель об опасности, постепенно перемещается из желто-зеленой в самую, что ни на есть красную зону. «Мозгов меньше. Нужно думать, прежде всего, о своей безопасности. Мяфкнет не вовремя. И...» «Стойте!» Баг замер, поймав Вадима взгляд. «А весла? Ты же не на моторе собираешься идти?» «Где ты их сейчас собрался искать?» «Должны быть в сарае, я быстро!» Прежде чем разведчик успел сказать еще что-то, но он был снова в воде. Снова всколыхнув, грязно-зеленую ряску, он выгреб на берег и исчез глаз. Кошка, которая отскочила с его дороги, замерла. Судя по подергиванию морды, миг или два, она беспокойно размышляла. Потом развернулась и резво побежала вслед за невидимкой. «Она что его видит?» Шагах в двустах от воды в зарослях, что так душительно треснуло. Вадим и Голди одновременно развернулись в ту сторону. Густая растительность не давала рассмотреть, что именно так неосторожно выдала себя при приближении. Но, судя по звуку, это было нечто гораздо массивнее всего того, что уже было завалено на этом берегу. «Дались ему идти вёсла!» Вадим взялся за торчащую из воды сваю, которой был примутан катерный канат. И, опираясь на неё, как на костыль, медленно и осторожно, перевалил в пастурину сначала одну ногу, потом вторую. Катер, хотя и носил это гордое название, был всего на несколько шагов длиннее среднеразмерной надувной лодки. И под Вадимовым мощным весом дал сильную осадку, сразу опустившись в воду не меньше, чем на две ладони. Чертыхнувшись, кваз осторожно переместился на середину посудины ближе к рулю. Голдия, вцепившись в край борта, напряжённо всмотрелась то в пространство вокруг далеко отстоявшего в стороне сарая, то в заросли. Последнее, как теперь уже точно можно было разглядеть, возилось что-то большое, и, судя по всему, далеко не одно. «Скорее, багги, скорее!» бормотала она, перебирая пальцами по жёлтому пластику. «Ну, пожалуйста, скорее, твою мать!» Словно в ответ на её едва слышную мольбу, среди развалин снова показалась серая кошка. Теперь она бежала обратно, время от времени задирая голову и издавая беззвучный мяв. Прямо над ней по воздуху плыли два разных весла. Одно облезлое, грязновато-зелёное, другое побольше ярко-красного цвета. На глазах у наблюдающих вокруг весел дорисовался остальной баг, который тяжёл пыхтел, стревоженно выглядываясь опасной заросли. «Да скорее!» Заражённый, который так сильно замешкался, всё же показался за деревьев. Почти одновременно за ним вылез другой, а потом третий. Очевидно, вся эта братья только что кого-то сожрала, потому что кровь на их мордах можно было рассмотреть даже с такого расстояния. Но, судя по всему, продолжить они были не прочь. Увидев бага почти сразу, монстры, один из которых был не меньше топтуна, ожидаемо устремились в его сторону. «Баги!» Нолчер тыхнулся и, подхватив кошку, совершил такой великолепный скоростной рывок, который сделал бы честь любому спидеру, а в реальном мире принёс бы внешнику олимпийское золото, серебро и бронзу во всех видах многоборья. Несколько прыжков, добравшись до берега, он зашвынул в катер и весла, и обезумевшую кошку, после чего болтыхнулся в воду, выталкивая посудину на глубину. «Парни, там!» «Гриби!» Гаркнул квас, не вспомнив вовремя нужного глагольного аналога на несвоём языке. «Гриби давай!» Первый из заражённых развитый лотрещик был уже возле воды. К этому мигу тяжеловесное, неповоротливое плавсредство, сцеплявшимся за его борт багом и отчаянно бьющими вёслами по воде пассажирами, выруливало в течение реки в 10-15 шагах от берега. Можно было бы считать, что оторваться удалось, если бы не торчащие на пути сваи второго причала, на которых кое-где сохранились доски. При должной сноровке по этим доскам с берега можно было добраться до края причала и попытаться перепрыгнуть в катер, который даже при самом сильном везении не мог пройти мимо на расстоянии большем, чем в 4-5 шагов. Похоже, люди и лотерейщик поняли это одномоментно. Тварь ломанулась к доскам, подарив жертвам фору несколько секунд, пока она забегала на причал. К этому времени к реке подоспели Топтун и второй лотерейщик, который был больше и массивнее первого. Эти замерли на берегу, не рискуйте дальше. Или, может, не испытывая настолько сильного голода, чтобы ради него соваться в воду. Вадим, молотивший веслом, как бешеный вентилятор, в перерывах между махами, оценив ситуацию, выкрикнул уже более понятной американке фразу. Брось эту палку! Стреляй! Стреляй, я сказал! Лотерейщик оказался у края досок одновременно с тем, как громоздкая неуклюжая посудина попала на конец в наиболее сильное течение в середине реки. Тварь напружилась и с места без разбега сигнал на проплывавшую мимо обреченную добычу. Но допрыгнуть ей не удалось. В воздухе полыхнуло. Ослепленный внезапной вспышкой появившийся из ниоткуда прямо перед мордой, мутант от неожиданности дернулся в сторону. И, не долетев до людей, шмякнулся в воду и тут же забил конечностями. Перемежая рык испуганными взвизгами, пытаясь выбраться обратно. Двое других поддержали его с водным ревом, но преследовать ускользавшее мясо не стали. Так и не выстрелившая Голди бросил оружие и перегнувший через борт цепил из плечи бага, помогая тому влезть в катер. Вадим, который справедливо рассудил, что эти двое справятся и без него, изо всех сил работал веслом, стараясь удержать неудобную посудину в стремнине, не дать ей развернуться боком к течению и не повернуться вверх дном. Это занимало все его внимание и силы, поэтому больше он ни на что не отвлекался. Даже на то, что сильно качнувший катер Нолд шмякнулся чуть ли не ему под ноги. Подгоняемая течением и взмахами весла неуклюжая посудина все же довольно быстро двигалась вперед. И спустя непродолжительное время и поселок, и оставшиеся там монстры исчезли залучины реки. Кажется, оторвались. Внешник приподнялся и старательно удерживая равновесие сел. Голди присела напротив, глядя на него темными, расширенными глазами. Спасенная кошка, забившаяся куда-то между рюкзаками, высунула морду Тюмихевась к его рукам. «Что-то я испугался, когда эта тварь собралась на нас прыгнуть. Честное слово!» «Оторвались!» повторила девушка, зябко потирая мокрые плечи. «Но нам бы остановиться и обсохнуть. Простудимся, парни. А больницы тут нет». «Больницы есть, в разных стабах». Вадим поднял весло. Река, набиравшая силу, несла катер вперед, и теперь его усилия нужны были только для того, чтобы держать нос с посудины прямо. «Но вы мне скажите, что это только что была за вспышка?» Глава девятнадцатая. «Я уже сказал, что съел красную жемчужину там, в пещере у Клауса. Это могло стимулировать проявление второго дара. Такое же не редкость!» Вадим молчал, правя веслом и с отстраненным раздражением, размышляя о том, что с уключенной, а лучше двумя, было бы удобнее. Неуклюжий, проржавелый и перегруженный катер, вообще не предназначенный для того, чтобы идти на нем на веслах, абсолютно не подходил на каное. А потому, чтобы удерживать его в течение более или менее прямо, да еще неумелыми руками, нужна была сила кваза или нолда. Потому что, чем дальше, тем у Вадима все больше крепли подозрения о том, что детище некоего неведомого ему специалиста Виктора Ирвина было куда плотнее набито сюрпризами, чем хотело это показать. С другой стороны, реальных оснований не доверять словам Бага, за исключением того факта, что тот был внешником и уже раз успел наврать стрекороба, не было. Редчайший дар пирокинеза, который проявился внезапно и спас их на пристани, мог действительно прорезаться под влиянием красной жемчужины. Или, как вариант, внешнику опять просто крупно повезло. И хотя второе крупное везение подряд выглядело сильно подозрительным, Вадим нехотя признавал, в Ули случалось не такое. Тем более, что пока происходящее было им только на руку. Кваз не возражал бы, если бы Багу так повезло еще несколько раз подряд. Например, с дарами Сенса, Хиллера и Клокстопера. Но, чего молчишь? Не выдержал Нолд, который уже четверть часа пытался убедить хмурого разведчика, что неожиданный пирокинез стал сюрпризом для него самого. Говорю тебе! Лучше заткнись и по сторонам смотри. Вынужденно буркнул Вадим, снова опуская весло в воду и отгребая влево. В этом месте река сужалась, и приближавшаяся берега, полускрытая за растительностью, сильно нервировали напряженного кваза. Я смотрю, но ты прав, неплохо бы свериться с картой. Куда? То есть, мимо чего нас вообще несет? Парни! Подала голос мулатка, которая редко вступала в беседы. Не то от того, что ей нечего было сказать, не то потому, что ее спутники периодически забывались и переходили на русский. А вы помните, что где-то там стаб, который для нас пометил Клаус? Внешник повернулся к ней и ободряюще улыбнулся. Потом протянул руку и погладил голову подсунувшейся кошки. У меня тоже все мысли об этом стабе. Нужно хорошо укрыться и высушить одежду. Отдохнуть, поесть. Дело к вечеру, а мы ничего не ели. Лучше всего сделать это там. Сначала нужно его найти. Обозначение на карте нечеткое. Населенный пункт, дом с красной крышей, люк подвала, код и все. Вон, тоже какой-то населенный пункт. Он поднял весло, крича им вперед и влево на лесную вырубку. Где среди деревьев на берегу действительно стоял несколько домов. Тут не тот, можно запросто проскочить. Бак и Голди встревоженно уставились на проплывавшие мимо брусовые дома, между которыми копошились низшие зараженные. Нолд покачал головой. Не тот, это не стаб. А как определить, стаб это или нет? Внешник снова обернулся к девушке. Присматриваться. С видом бывалого выживальщика пояснил он. Если здание выглядит пусть и разгромленно, но разгромленно недавно. Вокруг барахло и на нем даже если кровь, но пока не пылинки. Трава аккуратно подсижена или хотя бы не по пояс и вокруг полно недавно обратившихся. Тогда это скорее всего не стаб. А если все наглухо заросло, не продерешься, зараженных мало и те забрели по ошибке, дома полуразвалившиеся и в них пылище и грязище. Поняла, Багги, спасибо тебе. Смотрите в оба. Попросил разведчик, оставив все другие разговоры на потом. Я еще за рекой слежу, могу проморгать. Высматривайте красную крышу, но не только. Ищите убежище, которое покажется достаточно надежным. Все-таки шансы на то, что мы найдем замаскированный тайник этого немца мизерные. Почему? Вадим поморщился. Потому что толком не знаем, где искать. Красная крыша может быть не одна, проверять каждую не сможем. Поэтому смотрите, до ночи осталось недолго. За время разговора берега мутной реки снова расширились, но дно как будто стало ближе и от того милее. То и дело на пути стали попадаться небольшие островки. Слишком мелкие, открытые, заболоченные, чтобы к ним пристать и сделать привал. Они доставляли немало мучений разведчику. Из-за накопившихся у них берегов мусорных заносов и старых коряк и водорослей в перемешку с самыми разнообразными обломками антропогенного происхождения и даже множеством костей. Каждый раз, огибая очередную такую свалку, Вадим с трудом заставлял катер слушаться весла. Несмотря на то, что внешник и девушка делали все, чтобы ему помочь. Все трое и в особенности Голди были голодны, сильно продрогали и вымотались. Но пока ни у кого не возникало желания выбраться из воды и пристать к какому-то из берегов, на которых то и дело можно было рассмотреть разнообразную фауну. Должно быть вид чудовищ, который, хотя они кишили на протяжении всего пути, но они думали никуда деваться, время от времени попадаясь на глаза людям и провожая те голодными взглядами угнетал девушку сильнее, чем она пыталась показать. Спустя короткое время Мулатка перестала так же внимательно всматриваться в каждую новую крышу, как в начале пути. Взяв на руки кошку, которая все время непосвящаема яростному вылизыванию шерсти по-прежнему черлась в ногах у бага, Голди обижала ее к груди и зарылась лицом в теплый мех. Все-таки это не сессия. Девушка вздругнула, поднимая глаза. Нет, багги, не все живое, жрут не только людей. Тогда, может, как-нибудь стоит ее назвать, раз уж она теперь в нашей команде. Зачем? Глухо уточнил Вадим, борясь с возрастающим желанием вытащить бутыль с живцом и высосать половину. Она дальше с нами? А почему нет? Мулатка перегнулся и погладил животное по спине. Это животина боевая. Видали, как она круто противостояла той твари на берегу и не царапины на ней. Будет нашим талисманом. Разведчик мысленно махнул рукой. Он понимал, что нарочито бодрый тон бага был направлен не на кошку, а на голде, у которой, похоже, стали снова сдавать нервы и ее нужно было на что-то отвлечь. И стоило признать, лицедей из внешника был отменный. Несмотря на то, что прием был явно детским, смугло лицо девушки все равно едва заметно просветлело. Хотя, может, виной тому были даже не слова, а тон внешника. Приятный голос молодого парня вкупе с его нарочитым расположением и внешностью не могли не действовать на любую девчонку в сугубо положительном ключе. Может, тогда талисман? А, багги? Что талисман? Ну, типа имя для долбаной китти. Назовем ее талисманом. А что, вполне? Нолд переглянулся с разведчиком и тот, догадавшись в одно касание, поднял вверх большой палец с когтем. Пусть будет талисман, то есть талисманка, она у нас все-таки дама. С берега раздался очередной громкий рев. Издавшую его тварь не было видно из-за деревьев, но все в катере крупно вздрогнули. Вадим, может, имеет смысл включать маскировку? Разведчик смирил советчика взглядом, забирая веслом подальше от опасного берега. Я не смогу держать маскировку все время. Будет нужно, включим. На этом разговор оборвался. Девушка молчала, по-прежнему тиская, терпеливо сносившая эту кошку, время от времени зарываясь с нее лицом. Багни выпускал из рук оружия, не забывая крутить головой по сторонам в поисках заветной красной крыши. Вадим правил, искренне надеясь, что укрытие вот-вот найдется, потому что тема вечера уже смеркалась, когда лес по обеим сторонам от реки поредел. То и дело перемежаемый полуразвалившимися домами очень старого поселка. К этому моменту река обмелела окончательно и была уже больше похожа на широкий ручей, который с трудом тащил вперед перегруженный катер. Если так пойдет дальше, придется идти пешком. Внешник покачал головой. Может и не придется, смотрите. Ближайший к ним берег по правую сторону от катера сильно взрослой мыши был заболочен. Но за дикой порослью просматривались полуразрушенные остовы одной двухэтажных домов американского пошиба, которые явно проторчали здесь не одно десятилетие. Что примечательно, зараженных нигде не было видно. Стаб! Вадим пожал плечами. Осторожно, насколько это было в его силах, он подрулил к камышам и уткнул катер в них носом. Ровно настолько, чтобы развернуться обратно в реку, стало делом нескольких секунд. Выждав и убедившись, что если их прибытие привлекло что-то нежелательное внимание с берега, то прямо сейчас на них никто нападать не собирался. Разведчик осторожно, чтобы не перевернуть посудину, перегнулся за борт и попытался измерить глубину веслом. Метра полтора, может больше. Но если на дне ил или тина, будете вытаскивать меня из этого болота. Баг коротко переглянулся с девушкой. Может я схожу на разведку? Без обидников предложил он. Я все же полегче буду и пошустрее. Вадим смирил его тяжелым взглядом и приподнявшись перекинул ногу через борт. Сиди! Несмотря на размеры, тяжелое тело кваза ушло в воду без единого всплеска. Кое-как уняв раскачавшийся катер, внешник только увидел, как раздвинулись камыши и замкнулись за невидимой спиной разведчика. О том, что через прибрежную поросль к заброшенному поселку движется здоровенный мутант, можно было определить только по едва слышному шушанию камыша и нескольким влажным хлюпам, когда последний должно быть спотыкался о замаскированной воде препятствия. Дождавшись, когда разведчик отдалится на значительное расстояние, Баг подтянул к себе винтовку и еще раз проверив ее готовность стрелять по первой необходимости, обернулся к Голди. К этому времени девушка уже выпустила кошку и без напоминаний, взяв в руки оружие, напряженно вслушивалась в озерные всплески пения сверчков. «Эй, ты как, порядок?» Мулатка вытерла лоб о мокрое плечо. «Не, я не в порядке, Багги, не в порядке, слишком много всего сразу, когда в любой миг выскочит за факин Дэм Эс и откусит всю жопу целиком. Короче, они в норме, все это гребанное дерьмо. Поскорее бы добраться до какого-то города, если они здесь правда есть». Нот усмехнулся. «Есть, не сомневайся, и тут не везде так много тварей. Восточные есть огромные районы, где их нет вообще. Наш приятель как раз живет в одном из таких. Я тебе рассказывал, там правда очень холодно, но тварей нет. Зато есть несколько поселений, не хуже, чем во внешних мирах, кое в чем даже лучше». «И в чем же?» «Почти полное отсутствие болезней». Терпеливо напомнил внешний кто, о чем уже успел поведать раньше. «Дары бессмертия, особенно если сможешь пристроиться потеплее на какую-то безопасную работу. Чтобы не бродить по улью и не отстреливать зверье». «И что, легко получить такую работу? Ее прямо всем пришлым дают?» Баг пожал плечами. «Тебе будет легче». «Это почему?» «Да потому, что ты красивая женщина». Внешника кинул взглядом вьющиеся волосы девушки, которые уже успели подсохнуть, и теперь ореолом обрамляли ее изящное лицо с большими темными глазами и тонким чуть сдернутым носом. «Здесь везде сильная нехватка женщин, куда ни посмотри. Там, куда мы идем...» «Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник». «Никто в здравом уме не станет посылать такую, как ты, на тяжелая или опасная работа? Если, конечно, сама не захочешь». «Далеко из-за деревьев раздался очередной надоевший до черти кофрев. Голди вздрогнула, поджав губы. «То есть, по прибытию нужно будет фак?» «Что?» «Нужно будет обязательно выбирать себе мужика, так что ли, без вариантов?» Нолта глубоко вздохнул. «Не выдумывай!» Мгновенно перебрав с полдюжиной версии того, что могла себе напридумывать девчонка, чье представление по поданчестве строилось на голливудских поделках. Он постарался говорить как можно убедительнее. «Захочешь, выберешь, не захочешь, никто тебя принуждать не станет». Мулатка тряхнула кудрявой головой. «По чем тебе знать, багги, ты там не жил?» Нолт усмехнулся и приотвернувшись снова стал внимательно следить за берегом. Тот пока оставался внешне тихим и спокойным. «Жить, конечно, не жил, а вот сталкиваться с архипелагом приходилось и не раз. Уж поверь мне, на кого тамошние валькирии точно не похожи, так это на угнетенных рабынь». «Нет, детка, сексистов на архипелаге нет, зуб даю. Правда, полно коммунистов, но они не такие красные, как в твоем мире. Я бы сказал, они коммунисты с очень сильной поправкой на местные реалии». Как видно успокоенная его уверенным тоном, девушка чуть улыбнулась. Вертикальная морщина на смуглом лбу стала понемногу разглаживаться. «Как странно». Голди посмотрела в сторону на снова прыгнувшую к ней кошку и протянув руку погладила серую шерсть. «Если бы еще пару-тройку дней назад кто сказал, что буду рада коммунистам, я бы подумал, что у засранца не все дома». «Ну, я тоже не планировал идти на поклон к тому, с кем у нас регулярные перестрелки, но так уж вышло». Он мгновенно умолк, скидывая винтовку. Со стороны берега донеслось и два приметного шуршания травы, и потом тихий плеск. Похоже было на то, что возвращался разведчик. И действительно, спустя непродолжительное время, камыши перед катером раздвинулись, пропуская огромное, едва различимое в неясных очертаниях тело кваза. «Чисто!» Не дожидаясь вопросов, доложил Вадим, уходя из-под дула винтовки, не торопясь мотивизоваться. «И еще! Нашел дом с красной крышей. Крыша выцвела, и потому не красная, светло-бурая. Отсюда не видно дом за деревьями в глубине, но очень похоже на то, что мы ищем». «Уверен!» уточнил внешник, опуская винтовку. Примерившись, он выскользнул из катера, оказавшись в воде по самую грудь, и, шикнув от мгновенно пробравшего холода, принялся вытаскивать поклажу в свою иголде. «Почему думаешь, что это именно тот дом?» Судя по движению воздуха, разведчик дернул могучими плечами. «Увидел красную крышу, решил проверить. Там крытая веранда. В полу люк, на сейфовом замке, только не очень это похоже на сейф. Может, то, что надо, может, нет. Код я, навскидку, не помню, поэтому сам открыть не смог». «Так, барахло с собой берем или нет?» «Берем!» Вадим все-таки показался на глаза. Протянув лапы при вставшей девушке, он без усилия поднял ее над бортом катера и усадил себя на плечи. После чего сгреб со дна ошелевшую кошку и сунул в руки не менее ошелевшей Голди. «Сейчас уже нет смысла возвращаться на реку. Скоро стемнеет, нужно становиться лагерем. Даже если дом не наш, это тоже стаб. И из того, что я успел увидеть, зараженные сюда не заглядывали очень давно. Нигде никаких следов. Безопаснее, чем здесь, до темноты места не найдем». Баг не стал спорить. Подхватив еще и винтовку девушки, он заторопился за квазом, который, развернувшись без лишних слов, направился к берегу, вновь становясь невидимым. Через несколько десятков шагов, снова промокшие до нитки и порядочно начерпавшие в походной ботинке грязи, мужики выбрались на более или менее твердый берег и, раздвигая траву, двинулись по направлению к развалинам поселка, которые то тут, то там виднелись среди разросшихся косматых деревьев. «Держитесь поближе!» не оборачиваясь, негромко посоветовал разведчик саживать девушку на землю. «Здесь вроде никого, но...» «Что?» «Да ничего». После паузы, во время которой они почти вышли из прибрежных зарослей травы на потрескавшуюся асфальтовую дорогу, наконец, ответил Вадим. «Ну лучше перебдеть!» Спорить с этим не приходилось. Тем более, что хмурые тучи, которые так и не подумали разойтись за целый день и надвинувшиеся сумерки, вполне органично дополнявшие мрачные развалины заброшенного стаба к тому, чтобы далеко разбедаться не располагали. Прикрытые маскировкой, все трое молча прошли между полуобвалившихся древних домов, которые сделали бы честь любому голливудскому ужастику средней руки и достаточно быстро добрались до предпоследнего вреду, который имел по неразличимую красную крышу. Люди по очереди перебрались через рухнувшую калитку, убрать которую без шума было невозможно. Попеременно оглядываясь, добрались до широкого крыльца и осторожно ступили на жалобно заскрипевшие ступени, ведущие на веранду. «Там, справа, в дальнем конце!» Кошка соскочила с рук Голди и, задрав хвост, первая подбежала к грязному, но абсолютно целому металлическому люку в полу, полускрытому трухлявой ковровой дорожкой. Баг, который достиг люка вторым, снял с плеча и уложил рядом на пол обе винтовки. Потом, вытащив из кармана карту, присел и, попеременно сверяясь, принялся крутить замок. «Двадцать два, двенадцать, двадцать пять!» «Наш немец, похоже, какой-то фанат этих двоек!» «Девять, семнадцать!» «Вроде все!» Громкий щелчок возвестил о том, что начерченный твердой рукой бывшего фашиста Кот от входа в старое бомбоубежище подошел. Подцепив толстое кольцо, Вадим с некоторым усилием поднял крышку люка, обдав всех троих запахом прохлады и как будто электричества. «После тебя!» Квас выудил из рюкзака фонарь, позаимствованный еще в самом первом поселке, где состоялось знакомство с проблемным нолдом. И, перехватив автомат, первым сунулся в темную дыру. Выжатав несколько секунд, Голди и Баг двинулись следом. В ногах у последнего уже привычно путалась прилипчивая кошка. Глава двадцатая Винтовая лестница, трижды закрутившись вокруг крашеного белометаллического столба, привела к толстой герметичной двери, за которой оказался темный полтора десятка шагов в длину узкий коридор. Коридор заканчивался еще одной дверью из металла. Слева в стене виднелась третья дверь. Впрочем, в тех, что в коридоре, хотя и присутствовал уплотнитель, сами они вряд ли предназначались для того, чтобы фатально отгораживать помещение от окружающей действительности. Это убежище закрывалось от мира только на одну дверь, входную. Углядев на стене рубильник, Вадим подцепил его когтями и не без опасений повернул. К его не сильному удивлению заработало. Под потолком замерцала, постепенно разгораясь, лампа дневного света. Еще одна такая лампа вспыхнула дальнего проема. Переклянувшись с багом, который к этому моменту уже спустился по лестнице в сопровождении своих дам, Вадим шагнул к левой двери. За ней обнаружилось довольно обширное даже для троих помещение жилого типа. Нащупав на стене выключатель, разведчик зажег еще одну лампу дневного света, которая выхватила из темноты большую комнату в форме неправильного шестиугольника. Судя по обстановке, она предназначалась для общего сбора и отдыха, период долгого кукования под землей во время последствий ядерной атаки. Хотя, после укомплектованности предыдущего убежища Клауса это на ранее впечатляло. Обстановка общей комнаты была хоть и не бедной, но попала сюда из 60-70-х 20-го века. Об этом явно свидетельствовали два ретро-дивана, столик между ними, пара винтажных кресел и холст с проектором на деревянной подставке. На отдельной полке стояло устрашающих размеров радио. Но у устарелости убежища имелись плюсы, весь шкаф у стены был плотно забит рядами книг. Тот, кто хорошо читал по-английски, с их помощью мог отвлечься от скуки на долгие месяцы. На полу в лучших традициях домоводства середины 20-го века лежал большой цветастый половик. Обойдя комнату, разведчик заглянул еще в две двери, которые были расположены друг напротив друга. За одной из них обнаружился обложенный кафелем санузел и отчего-то тут же за тонкой перегородкой кухня. За другой комната поменьше с двумя рядами двухяросных коек и поодаль двуспальной кроватью за занавеской. «Наверное, это строилось для семьи с детьми», Вадим пожал плечами. Куда больше самой обстановки и расположения комнат, его волновало то, что помимо туалетной бумаги, нескольких шампуней и прочей мелочи, в убежище не нашлось припасов из тех, которыми была набита скальная пещера немца. Чему имелось объяснение? В отличие от предыдущего, это убежище располагалось далеко от подгружавшихся обитаемых кластеров. Это сокращало популяцию зараженных в округе. Но силы запала оттаскать для себя издали припасы и набивать ими местную нору, как видно, не хватало даже у педантичного выживальщика Клауса. Впрочем, сходив через коридор к последней двери, Вадим убедился, что зря грешил на эсэсовца. Обнаружившееся там техническое помещение с генератором и прочими трубами и вентилями было частично занято и под склад. Все пространство у свободной стены занимали уже знакомые коробки с провизией, предметами необходимости, оружием и прочим рандомным барахлом. И хотя по разнообразию этот склад все равно не шел ни в какое сравнение с предыдущим, при необходимости он давал возможность только на одних продуктах продержаться здесь без экономии несколько недель. Мысленно поблагодарив немца, который, похоже, действительно бескорыстно спасал все возможные жизни и прилагал для этого серьезные усилия, Вадим выбрал из ящиков несколько консервов и вернулся в жилой отсек. Он застал бага на диване, где-то сосредоточенно потрашил рюкзак на предмет съестного и молча кинул перед внешником консервы. Со стороны спальни доносили звуки энергичного вытряхивания. Должно быть это Голди, которая не так хотела есть, как спать, готовила постели. Удостоверившись, что здесь порядок, Вадим, наконец, сбросил поклажу и оружие и, протопав в ванную, сделал то, чего ему давно хотелось, вымыл руки с мылом. «Здесь можно нагреть воду?» поинтересовались из-за кухонной перегородки голосом бага. Похоже, получив провизию, внешник тоже решил не затягивать с ужином и снова добровольно взял на себя функции повара. «Можно!» отозвался Вадим, вытираясь большим фафельным полотенцем. «Я уже включу нагреватель!» Он с некоторым удивлением покосился на кошку, которая, обученно вскочив на край унитаза, взялась делать тут свои дела и покачал головой. «Я думаю, минут через 15-20 можно будет мыться». «Класс, парни!» Лицо мулатки, которое показалось из спальни, было уже не таким скорбно-суровым, как снаружи. Оказавшись в защищенном помещении, девушка явно сумела переключиться быстрее, чем уже начали беспокоиться ее спутники. «Тут как будто гребаный мотель, и электричество, и теплая вода, и постели, правда, немного лежалая». «И еда!» По-прежнему невидимый из-за перегородки баг постучал чем-то посудным обо что-то. «Вадим нашел склад. Чего бы ты больше хотела, детка? Яичный порошок или бекон?» «Все вместе, и овощи поджарь». Вытирая руки о бока, Голди пересекла общую комнату и тоже ныгнула за перегородку к Нолду. Разведчик, который прошел мимо них, успел заметить, как девушка приобняла его спутника, прижимаясь к плечу. «Разве ты не знал, Свитти, что черные женщины много едят?» «Обожаю женщин с хорошим аппетитом!» Нолд, как видно, к заигрываниям мулатки не остался равнодушным. Но разглядывать их дальше Вадим не стал. Оставив рюкзак, он поднял автомат и бегло проверив, повисел на плечо. «Эй!» Не оставший без внимания новые звуки баг, осторожно отодвинул девушку и все-таки выглянул из-за проема. «Ты куда-то собрался?» Вадим, который в этот момент утолял жажду из фляги, поморщился, прижимая рот с запястьем. «Лодку нужно спрятать!» Кидая живец обратно в рюкзак объяснил он. «И еще раз проверьте крестности, тут что-то...» Нолд нахмурился. Последние слова кваза его встревожили. Тем более, что неясное опасение тот высказывал уже не в первый раз. И как и раньше, снова чего-то не договаривал. «Что-то не так?» Разведчик помедлил с ответом. «Так вроде бы...» Помолчав, как недавно на улице, с некоторой неуверенностью проговорил он. «Сам не пойму, что меня беспокоит. Как будто все в порядке. Но что-то... А что не знаю. Может ничего. Просто день был тяжелый. Схожу на всякий случай. Я быстро». Голди, которая появилась в проеме рядом с внешником, оперлась о косяк головой и бедром. «Но ты же не будешь отходить далеко, а? Большой парень?» «Не буду». Чуть изменившимся голосом согласился Вадим, и на миг на улице у него промелькнуло удивление. «Я далеко не отойду». «И возвращайся побыстрее. Ни во что не ввязывайся». «Да, мэм?» После того, как за разведчиком закрылась дверь, Баг и девушка посмотрели друг на друга. Внешник поднял брови. «Ничего себе! Раньше он по-другому разговаривал. Да и ты!» «Что я?» Молотко улыбнулось, складывая руки на груди. «Ну, я!» «Делаю порно-слове я», – пробормотал Нолд, возвращаясь к электроплитке, на которой уже стояла гревшаяся сковорода. «Им командовать и не пытался. Как-то казалось, что с этим квазом где сядешь, там и слезешь, а на тебя он даже не зыркнул. Это странно». «Я девушка, Свитти!» Молотко тряхнула пышными кудрями и, запрокинув голову, послала внешнику откровенный гривый взгляд. «Ты же сам говорил, с нами все по-другому». Придвинувшись к Багу, она влажно чмокнула того в щеку. «Давай, сделай нам ужин сладкий и прокидьте, не забудь, я пока немного отдохну. Глава 21 Вадим вернулся аккурат к ужину и не пожалел. Из нескольких консервов и порошков внешник сумел сообразить лучшее из того, что можно было бы найти на поесть на многие сотни километров вокруг. Его кулинарный талант, а может и просто один из искусственно заложенных мозг рецептов готовки, заценили все участники их небольшой компании, включая Китти. И когда все наконец отвалились от стола и разбрелись по выбранным кроватям, жизнь показалась уже не такой критически тяжелой. Следующее утро тоже не принесло видимых огорчений. Пока вчерашний повар колдовал над плиткой, сотворяя завтрак, Вадим занялся пересмотром имевшегося у него снаряжения. Баг, время от времени отвлекавшийся на разведчика, с удивлением увидел, что тот выложил большую часть походного барахла, оставив только оружие, боеприпас, совсем немного провианта и початую бутылку живцом. На глазах у внешника после короткого раздумья Квас полез под куртку и вытащил тяжелый кошель со спаранами, горохом и добытым жемчугом, после чего пересыпал все это добро в плотный целлофановый пакет. Только мешается! Отвечая на безмолвный вопрос напарника, пояснил он. Пусть пока здесь полежит, вернусь заберу. Баг постучал ложкой по боку казанка. Ты куда-то собрался? С некоторым напряжением поинтересовался он. Один! Вадим залез в один из карманов, вытаскивая бумажку. Посмотри по карте. Бросив ее рядом с собой на диван, посоветовал он. На расположение этого стаба. Мы глубоко зашли на территорию черных педерастов. Я сам не слышал, но вы мне говорили, немец советовал с ними не сталкиваться. Баг отложил ложку и, подойдя, взял карту в руки. В дверях спальни показалась Голди. Кошка проскочила у нее между ног и подбежала к отчего-то крепко полюбившемуся Эйнолду. Да, действительно! Мельком взглянув на расчерченную местность, внешник вернул бумагу Вадиму. Но мы это знали и раньше, что нам придется здесь пройти. Вот поэтому мне нужно в разведку. Кваз осмотрел со всех сторон верный тесак и с неудовольствием потрогал скол у края лезвия. Сначала вниз по течению, посмотрю, как долго еще можно будет использовать лодку. Потом поищу удобный и безопасный путь на восток. Кто их знает, может, где-то дальше есть наблюдательные пункты. Это надо выяснить заранее. Один я пойду быстрее и сил потрачу меньше. Ты думаешь, это оправдано? Разведчик пожал плечами. Лучше так, чем не зная вляпаться в какую-то задницу всем троим. Баг поднял брови. План Кваза ему был явно не по душе. Но толковых аргументов для того, чтобы возразить, он сходу не нашел. Хотя попытался. Ты можешь вляпаться в задницу один. Он наглянулся на кастрюлю, но там пока все оставалось в норме. И нас, чтобы помочь, рядом не будет. Что, если погибнешь? Багги прав. Это плохая идея. Большой парень. Лучшее. Вот ты вообще молчи. Неожиданно резко грянул Кваз, заставив и Нолда, и девушку вздрогнуть. Блин, просто помолчи, Голди. Думаете, мне хочется вас бросить? Лицо Багга прочертило кривая усмешка. Нет, но там же может случиться что угодно, а мы даже не узнаем. Я недалеко, ненадолго. Вадим поочередно взглянул на одного, на другую, потом на кошку и с шумом выдохнул. Сегодня к вечеру, крайний срок завтра, буду здесь. Все это не обсуждается. Нолд промолчал. Мулатка стискивала полные губы, обнимая себя руками и глядя в сторону. После неожиданного приклика она опасалась открыть рот в присутствии разведчика. Вадим поднялся и взялся за лямки рюкзака. Что? Даже не останешься на завтрак? Квас поправил на себе поклажу и закинул на плечо автомат. Я уже ел сегодня? Он снова посмотрел на девушку, потом на кошку. Последняя взяла на большого человека неотрывно и взгляд ее был до странного осмысленным. После того, как уйду, закройтесь и ждите. Не выходите на поверхность ни в коем случае. Даже если устроите пожар, залейте его тут и сидите под землей и не шумите. Если снаружи не слышно, все равно кто-то может уловить вибрацию. Да, поняли, не маленькие. Разведчик свернул карту и сунул ее в один из карманов. «Береги себя, большой парень», рискнула подать голос девушка, по-прежнему обнимая руками худенькие плечи. «Возвращайся невредимым», Вадим улыбнулся. «Спасибо, ты тоже береги себя, Голди, присматривайте друг за другом». Вадима не было весь день. И если с утра Бак и Голди, которые развлекали друг друга тем, что по очереди читали вслух, еще не волновались, зная, что Квакцин собирался возвращаться быстро, под вечер они оба заметно пали духом. Несмотря на грозный, уродливый вид и частое неявное раздражение, сквозившее в интонациях разведчика, с ним было гораздо спокойнее, чем без него. С Вадимом как будто ушло что-то крепкое и надежное. Вроде уверенности, если не в завтрашнем дне, то хотя бы в следующей минуте это ощущалось во всем. И под конец занять девушка, которая сделалась тише и задумчивее, чем раньше, захандрила так откровенно, что читавший ей властелиноколец внешник, не выдержав, нарочито бодро посоветовал он, закрывая книгу. Наш друг Вулия восьмой год. У него очень развитый дар. Он наверняка большую часть пути пройдет под прикрытием. Никто не заметит. Вот увидишь, еще пару часов и этот здоровяк точно вернется. Багги. Девушка, которая сидела в кресле напротив дивана, занятого внешником, подобрала ноги. Не похоже было, чтобы его речь как-то ее успокоила или заинтересовала. С запоздалым прозрением ее собеседник сообразил, что большую часть последнего часа Мулатко вообще думал о чем-то своем. А помнишь, ты говорил? Что говорил? Ну что, что эти сверхспособности можно получить быстрее? Нот почесал затылок. Ну да. После паузы признался он. Вроде бы говорил. Точно говорил? Если съесть один из этих кругляшей, да, Светти? Ну да. Вынужденно повторил Баг, уже не так убежденно. Он начал догадываться, чему клонила девушка и поторопился ее разубедить. Ну а эти дары раздаются совершенно непонятно и бессистемно. Мне и Вадиму просто повезло. Так везет не всем. У многих дары это ненужные фичи, а иногда даже вредные, как вот, например, у Клауса. Девушка переменила положение в кресле. Надетая на нее широкая мужская рубашка, найденная среди складских вещей, сдвинулась, позволяя больше рассмотреть красивые стройные ноги. Но ведь может и повезти, да? Баг кашлянул. Вероятность того, что не повезет, гораздо выше. Осторожно проговорил он. И даже больше того, кругляш это лотерея. Выиграл и получил дар. Иногда полезный, иногда нет. Проиграл и ты уже такой же красивый, как наш друг. Или хуже. Еще раз проиграл, становишься еще уродливее, а там и до зараженного недалеко. Мулатка порывисто вздохнула. Я знаю, Багги, но я долго думала, очень долго. Свит-хард, и хочу рискнуть. Большой парень оставил кругляши здесь. Ты уже съел один, еще там в пещере, и ничего с тобой не случилось, стало только лучше. Да и мне... Внешник невольно стрельнул взглядом в сторону пакета, который остался лежать там, где его бросил Вадим, на одной из подушек второго дивана. Просьба Голди поставила его в тупик. Несмотря на то, что девушка похожа, действительно долго думала, и, наконец, решила съесть жемчужину для того, чтобы ускорить появление дара. Сам он не был уверен в том, что имеет право ей это позволить. Последствия поедания черной жемчужины могли оказаться тяжелыми. Красная же оставалась только одна, и Багг не знал, как отнесется к ее пропаже разведчик. Не говоря уже о том, что Красная тоже, разве что с меньшей вероятностью, могла превратить Голди в кваза, не дав ей ничего полезного взамен. «Пожалуйста, Свит, дай мне кругляш, я тоже хочу этот ваш дар, прошу тебя». Багг отложил книгу и медленно поднялся. В его сознании происходила нешуточная борьба. Он по-прежнему не считал нужным выполнять просьбу девушки. Но, тем не менее, отчего-то пересек пространство, отделявшее его от другого дивана и, подойдя к пакету, открыл его. Некоторое время он отрешенно смотрел на содержимое, которого разумному аборигену улья, хватило бы на несколько лет безбедной жизни. Потом отнул головой, словно просыпаясь. «Давай дождемся Вадима». Борясь со странными играми сознания, цепляясь за возможность отодвинуть нелегкое решение и притом не уронить себя в глазах девушке, с некоторой запинкой предложил он. «Красный кругляш принадлежит ему, неправильно брать его без спроса». К удивлению Багга, Мулатка не стала спорить. Она бросила еще один взгляд на пакет в руках Нолда и прикрыла ладонью глаза. «Окей, Свитти, как скажешь, подождем твоего нашего грё большого друга. Надеюсь, он скоро вернется». Она нагнулась и подняла на руки кошку, усадив ее на колени. «Эй, Багги». Внешник, который тщательно увязывал спорный пакет, вопросительно поднял брови. «Уже поздно, может, пора отдохнуть, что скажешь». Нолд пожал плечами. «Не знаю, детка, я бы еще немного подождал». Дверь закрыта. «Что, если Вадим вернется ночью и будет стучать, а мы не услышим?» «Отдыхай, если ты устала, а я посижу». «Нет, давай лучше ты отдохнешь». Девушка улыбнулась, показав идеально ровные белые зубы. «А я подожду нашего друга. Ложись, Багги, отдыхай, спи». Баг улыбнулся в ответ, собираясь сказать что-то шутливое, но не успел. Его будто что-то удержало. Не прекращая улыбаться, но одновременно с некоторым недоумением на лице он присел на тот же диван, рядом с которым прятал драгоценные кругляши. Потом прилег на глазах у мулатки, которая продолжала наблюдать за каждым его движением. Внешник уложил голову на мягкий подлокотник и спустя короткое время уже крепко спал. Выпустив кошку, Голди поднялась из кресла. Неслышно ступая по ковру, она подошла к внешнику вплотную, заглядывая в лицо. Сомнений не оставалось, Баг не притворялся, он действительно спал. На красивом юном лице постепенно расслаблялась гримаса неясного изумления, которая успела появиться за миг до того, как внезапно навлившаяся усталость уложила нолда там, где он стоял. Багги, эй, Багги! Черты внешника чуть заметно напряглись, но он не проснулся. Некоторое время мулатка прождала, кусая губы. Потом воровата, словно та могла ее выдать, обернулась на кошку. Драная серая китти обтирала ножки дивана, на котором лежал нолд, и было видно, что в этот конкретный момент люди интересовали ее в последнюю очередь. Поколебавшись еще миг, Голди наконец решилась. Осторожно вытащив из-под бага пакет, она развязала его. Почти не копаясь, нашла красивый красный кругляш, который как будто сам сдались хоть и приглушенной толстой дверью, но отчетливо различимые звуки шагов. Кто-то спускался по лестнице, и этот кто-то мог быть только Вадимом. Действовать требовалось быстро. Проглотив жемчужину, Голди торопливо сунул пакет обратно, куда-то между внешником и диванными подушками, и для чего-то оправив на себе платье, отправилась открывать дверь, стараясь удерживать незаметным обуявший ее мандраж. Глава 22 Избавившись от двух якорей, Вадим выбрался из поселка и пешком направился вниз по течению, стараясь поддерживаться линии берега. К удовольствию разведчика, тут продолжал оставаться пологим, и прыгать по скалам не пришлось. Местность вокруг представляла собой жидкую рощу, поступательно переходившую в неровный луг с пожухлым разнотравьем, из которого кое-где торчали разрозненные крупки деревьев. Вдалеке в туманной дымке виднелись неровные возвышенности, но какие именно было не разглядеть. Разведчику повезло, в отличие от того, по которому пролегал его путь, другой берег реки был не в пример опаснее. В полукилометре от оставленного убежища вдоль него кончилась природа и потянулись постройки, причем чем дальше, тем их становилось больше. Зараженные, которые чего-то не жаловали стаб с убежищем, начали попадаться снова. Но если на восточном берегу их еще можно было обходить, не пересекаясь, на западном они уже кишели, наполняя воздух утробным мурчанием, треском всего, что попадалось под лапы, хриплыми взревами и таким зловонием, что оно чувствовалось даже на большом расстоянии. Настороженно поглядывая в их сторону, разведчик пользовался даром непрерывно. Делать это теперь было легче, потому что прикрывать приходилось только себя. Вадим редко выпадал ходить по улью в одиночку, и он с удивлением осознал, что для одного усилий тратить почти не приходилось. Непонятные перебои в рабочей способности, которые он стал замечать за собой сразу после прохождения через червоточину и встречи с внешником, прошли. Дар снова работал стабильно и надежно, и это радовало. Не радовало другое. Пробежав около 4-5 километров и обогнув за это время десяток крупных и полтора десятка мелких тварей, он обнаружил, что сузившаяся была водная полоса, постепенно стала снова расширяться. Должно быть именно здесь она переходила в отмеченное продолговатое озеро, которым, если верить карте немца, и заканчивалось. Весь западный берег этой части реки был облеплен частными домами, за которыми виднелись постройки повыше. Зараженных там было столько, что скрывать свое присутствие квазу удавалось уже с большим трудом, несмотря на усилия излеченного дара. А значит, путь из стаба в лодке был закрыт. Это открытие было неприятным, хотя ожидаемым. Едва ли карта немца была недостоверной. Но для себя разведчик все же должен был проверить маршрут наверняка, хотя на это пришлось убить все утро. Теперь, когда непоняток не оставалось, предстояла дорога назад до оставленного стаба. С тем, чтобы оттуда пытаться проложить новый путь, на этот раз прямо на восток. Но сначала нужно было найти место, чтобы осмотреться получше, тем более, что местность для этого располагала. Выбрав дерево повыше и помощнее, разведчик забрался на него до того места, где смог рассесться с наибольшим комфортом и без опасений, что что-то обломится по двумя сотнями его килограмм. И уже там сделал короткий привал, наскоро перекусив тем, что захватил из убежища. Он вытащил бинокль и некоторое время обозревал окрестности с высоты своего насеста. Озеро действительно заканчивалось где-то далеко впереди, но оно уже не представляло интереса. С западом тоже все было понятно. С этой стороны за водной полосой и до самого горизонта тянулся какой-то населенный пункт, причем, судя по его виду, слепленный сразу из нескольких кусков во что-то одно. Гораздо сильнее интересовал путь в противоположную сторону, тем более, что он представлял из себя куда более необычное зрелище, необычное даже для улья. Некоторое время Вадим, хмурясь от недоумения, вглядывался в бинокль на обширное красновато-черное пятно, которое лежало в нескольких километрах к востоку. Он не мог понять толком, на что смотрит. Без сомнения, этот кластер когда-то был городом. Но выглядел он так, как будто его только что выдернули из черноты, оплавили чем-то мощным и высокотемпературным, вклеили мир зеленых лугов и холмов, да еще и облились сверху розовато-коричневыми соплями. Причем сопли эти не давали Вадиму покоя и пугали гораздо больше всего остального непонятно чего, что произошло с этим кластером. Без соплей можно было думать на последствия сильного пожара или взрыва. Сопли же портили всю концепцию. Зараженных на пути к загадочному кластеру разведчик не увидел ни одного. Но это не успокоило, скорее насторожило сильнее. На его памяти отсутствие монстров там, где они должны быть, означало только одно. Разумным туда тем более не следовало соваться. Вадима не собирался. Последний раз взглянув в сторону выгоревшей сопли его кластера, он убедился, что для того, чтобы его обойти и идти дальше на восток, нужно было сделать хороший крюк в 3-4 километра. После чего окончательно уверился в правильности исходного плана. Ему следовало возвращаться знакомым маршрутом обратно в убежище и пересидеть там ночь, а утром идти в новую разведку. И попробовать искать путь через территорию агрессивных негров прямо на восток. Поправив оружие и рюкзак, он покрепче ухватился за ветку, чтобы спуститься обратно на грешную землю и двинуться в нужном направлении, но через миг замер, обнимая ствол. Из той рощи, которую он миновал незадолго до привала, крадучись, вышла зараженная тварь. Тварь была здоровенной, но точно определить уровень ее развития не представлялось возможным. В отличие от большинства мутантов, это шла не на задних лапах, а на всех четырех. Во всем ее облике сквозила ленивая грация хищника, которую она не утратила даже после множества мутаций. Вел себя этот монстр тоже иначе, чем его собратья. Если большинство просто ломилось, куда их звал непереходящий голод, не обращая внимания на создаваемый ими шум и треск, этот явно охотился и охотился правильно, двигаясь бесшумно, припадая к земле. Вадим готов был поклясться, что зараженный пришел не по наитию. Он определенно что-то вынюхивал или кого-то. Мгновенно сообразив, что покрытая природной броней хищная громадина могла вынюхивать только его одного, Вадим внутренне затасковал. В самом деле, только он проходил здесь утра пораньше, оставляя за собой шлейф и запаха свежего мяса. Ничего другого разумного в одно и то же время с ним в окрестностях этих проклятых кластеров не шаталось. Стараясь не делать резких движений и почти не дышать, квас удобнее перехватил автомат и прицелился. Положение осложнялось тем, что тварь не стояла на месте, она двигалась стремительно и плавно, словно перетекая в высокой траве. Затылок ее был плотно прикрыт роговевшими пластинами и разведчик, помедлив, опустил оружие. Одного попадания в такое чудище было мало, а больше пробовать тварь не даст, отчего-то он был в этом уверен. И чем ближе подходил монстр, тем отчетливее Вадим осознавал, какой же тут был огромный. Должно быть, если бы тварь поднялась на задние лапы, она могла бы дотянуться, если не до 4-х метровой отметки, то до 3,5 легко. Разведчик потянулся было в карман, где оставались две синие гранаты, но в последний момент передумал, продолжая следить за приближением монстра. У него оставалась дохлая надежда, что не разглядев добычу, эта тварь покрутится под деревом и уйдет на поиски более заметной жратвы. Потому что даже при условии синие гранаты привлекать к себе внимание выстрелами поблизости от настолько крупного скопления монстров представлялось самоубийством. Из подтянувшихся охотников за свежим кормом 2-3 обязательно должны были оказаться с каким-то даром сенса или просто очень хорошим нюхом. И тогда его не спасло бы даже внезапное появление боевой авиации РССС прямо над деревом в полном составе. Между тем, тварь замерла аккурат под корнями занятого квазом исполина и подняла морду. Спрятанных под выпуклыми надровными дугами глазах отразилось небо, ветви дерева и сидящий между ними разведчик. Последнего Вадим не увидел. Но отчего-то был уверен, эта здоровенная дура точно знала, что он где-то здесь. Его уверенность облила вполне осязаемое очертание, когда зараженная нечисть поднялась на задние лапы и грянувшийся ствол передними с видимой легкостью снесла несколько нижних ветвей в охват толщиной. Придерживаясь за ствол, Вадим все-таки вытащил гранату. Сдаваться без боя ему не хотелось. Тварь разъявила пасть, являя два ряда здоровенных клыков, но вместо рева издала кашляющее шипение. Она тоже не собиралась уходить отсюда на пустой желудок. Высказавшись в ее адрес тихо, но витиевата, разведчик стиснул гранату, примериваясь в голову твари, так как в этом случае у него было бы куда больше шансов покончить совсем за несколько выстрелов. Однако за несколько мгновений до того, как Квас успел выдернуть чеку, монстр внезапно вздрогнул, оставив покой ствол, с которого содрал уже все нижние ветви. Он опустился на четыре лапы и медленно повернул морду вправо в сторону от реки, как будто узрел нечто недоступное взору разведчика у того за спиной. Нервно тиская гранату, Вадим обернулся, обозревая крестности. Ему тоже было нужно выяснить источник беспокойства мутанта. Основания для тревоги у такой махины могли быть только одни. Приближение другого хищника мощнее и опаснее. Но как он не вглядывался, ничего похожего на новую опасную тварь в непосредственной близости рассмотреть не смог. При том, что с его положения открывался хороший обзор на другой берег реки, где на некотором расстоянии друг от друга в поисках пищи рыскало десятка три развитых монстров, самые хилые из которых был рангом не ниже рубера. Но от них отделяла вода, в которую любого зараженного мог загнать разве что верховой пожар. На этом же берегу реки оставалась довольно пустынна. Только до реку впереди, на пределе видимости, среди деревьев озера копошилась какая-то мелочь. Но она занималась своими делами и в ближайшем будущем приближаться не собиралась. Да и по сравнению с махиной, которая стерегла под деревом, ее даже с копом едва ли стоило принимать в расчет. К тому же тварь выражала видимое беспокойство совсем в другую сторону. Но похоже, что зараженный действительно знал или чуял что-то недоступное разведчику, так как уже начинал волноваться всерьез. Он снова усиленно нюхал воздух и теперь его интересовал не Вадим. Напруженное звериное тело ребирало передними лапами и дергалось. Словно здоровенный мутированный хищник не мог толком решить двинуться навстречу опасности или же пуститься на утек. Наконец, монстр все же решился. Припав к почве, из-за чего громадное тело сразу сделалось менее заметным, он крадучись двинулся вправо. Вадим проводил его взглядом до самых кустов, которые произрастали метрах пятидесяти от дерева. Он по-прежнему не понимал, что происходило. Тварь, которая только что охотилась за ним, теперь потеряла и словно нашла новую цель. Только судя по ее поведению, это могло оказаться куда более кусачей. Разведчик не успел додумать последнюю мысль. Унезапно раздался едва слышный хлопок и голова элитника, который почти добрался до кустов, разлетелась кровавыми брызгами. Глава 23 Вадим Вадим не помнил, как оказался внизу на земле и как пробежал первый километр прочь от злосчастного дерева. Его разумения хватало только на то, чтобы удерживать маскировку, которая теперь в который раз стояла между ним и смертью. То, чему он оказался свидетелем, напугало его сильнее, чем появление твари. Сильнее, чем знакомство со смертоносной черной жижей, которая так мастерски научилась мимикрировать под людей. И даже сильнее, чем полгода назад, когда при удержании периметра от напиравших внешников на его глазах близким разрывом прилетевшего снаряда тело жены отбросило назад, почти оторвав ей руку. Разведчик не помнил, когда в последний раз приходилось так бояться, хотя бы потому, что он не понял, что же такое видел на самом деле. Но отчего-то был уверен, его голова не разлетелась рядом только потому, что нечто, убившее зараженного, его попросту не заметило. Уже оставив между собой и местом гибели твари не меньше двух километров, он сбавил ход, тем более, что на пути снова стали попадаться мутанты. Вадим не был уверен на все сто процентов, что загадочная аномалия, которая превращала голову элитников в кровавую кашу, не учуяло его запаха, не идет по следам. Поэтому, несмотря на то, что время клонилось к вечеру, а за плечами оставался длинный день, он не стал сразу возвращаться в убежище. Вместо этого, не отключая маскировки, кваз сильно отклонился в сторону от реки и как следует попетлял по местности, уходя, возвращаясь и часто пересекая собственные следы. Зараженные здесь попадались все чаще, но развитых сенсов или нюхачей среди них не оказывалось, и дар с натягом, но защищал от их внимания. Головы всех замеченных им монстров тоже оставались в порядке, что после множества таких встреч убедила Вадима, что что бы то оно ни было, оно осталось позади. Поэтому уже глубокой ночью, завершив марафон по окрестностям, утомленный до нельзя разведчик все же повернул обратно к стабу, рассчитывая вернуться в убежище к утру. Но Улей внес коррективы в его самонадеянность. Уводя загадочное нечто подальше от убежища, Вадим сделал очень широкий круг, оставив стаб за спиной и сильно забрав назад, вверх по течению. Здесь располагалось несколько кластеров с кусками густонаселенных американских пригородов, кишевших зараженными. Кваз старался держаться от них подальше, передвигаясь как можно осторожнее и избегая малейшей возможности привлечь внимание. Но делать это становилось все труднее. Задача усложняла темнота, которая резко увеличивала шансы столкнуться с тварями. Поэтому, проплутав всю первую часть ночи и убедившись, что он заблудился, явно идет не в ту сторону, да еще сильно стремаясь передвигаться в потемках по рощам и перелескам, наводненным вполне реальными монстрами. Разведчик окончательно понял, что нужно устраиваться на ночлег. Как назло, в ближайших окрестностях ничего удобного для этого не встретилось. Голодный, злой и до нельзя усталый кваз прошел два перелеска с низкорослой лиственной порослью и густыми кустами миновал поле и едва разминулся с группой зараженных во главе с умным кусачом, которые двигались до того осторожно и тихо, что он обнаружил их только когда чуть не столкнулся с головным группой нос к носу. Наконец, после долгих блужданий он опять вышел к берегу реки и с трудом сориентировавшись в темноте к своему немалому облегчению определил, что он находится приблизительно километрах пяти выше по течению от стаба, где оставил подопечных. К этому моменту его усталость достигла такой концентрации, что Вадим, который был уже сутки на ногах, непрерывно использовал свой дар и ел всего ничего за это время, готов был свалиться, где стоял и с трудом удерживал сознание сфокусированным. Факт, что он едва сам не натолкнулся на зараженных, говорил о том, что двигаться дальше было не только тяжело, но и опасно. Однако, хотя с берега открывался лучший обзор, чем из леса, вокруг по-прежнему не усматривалось ничего, что могло бы сойти за укрытие. Деревья по берегам реки не годились даже, чтобы влезть на них и осмотреться получше. Едва ли какое-то из них могло выдержать его вес. Кваз совсем был отчаялся, собираясь плюнуть на все и выломав бревно сплавиться на нем. Когда в последний миг внимание его привлекло нечто, что было чуть-чуть темнее воды. Придерживаясь за ветки, Вадим спустился по прибрежному склону и в самом деле увидел здесь не широкую, но ухоженную лодочную пристань, от которой в сторону вела тропа. Последняя выглядела так, как будто ей часто пользовались. Уже мало на что, надеясь, разведчик, тем не менее, отправился по ней, силясь не потерять в устилавший путь сухой листве. Тропа, извиваясь, снова повела его в лес. Но Вадим, сцепив зубы, прямо продвигался вперед, пребывая в том состоянии, когда на зло кондуктору морозят уши. Любая тварь, кроме разве что элиты, поступила бы опрометчиво, попавшись сейчас ему на пути. От раздражения и усталости в голове разведчика стала мутиться. Постепенно формируясь мысль о том, что и эпизод с мутантом-охотником, чья башка осталась валяться километров позади, ему попросту померещился. И он абсолютно зря потратил столько времени на ночной променад в этом монстрятнике. Дурацкое убеждение не успело перерасти в уверенность, потому что тропа внезапно кончилась. И перед Вадимом во весь трехметровый рост встала проблема на глухозатворенных железных ворот, которые венчали с собой такую же глухую стену каменной изгороди. Некоторое время, поразглядывав этот нехарактерный для американского образа жизни забор, Вадим так и не пришел никакому вразумительному выводу. За исключением того, что он действительно набрел на жилье, и это жилье больше походило на крепость. Теряясь в догадках, разведчик пошелся вдоль стены, но и с ней от этого не стало. За стеной явственно темнела добротная крыша. И судя по состоянию ограды, кто бы не отгрохал этот укрепленный особняк в этой глуши, монстры до него еще не добрались. Что, однако, не значило, что не доберутся в любой момент. Приманившись на запах или эманации сознания самого разведчика, если он будет и дальше тут стоять. Собрав кулак остаток сил, Вадим напружинился и подпрыгнул. Цепившись за край кирпичной кладки и помогая себе ногами, он подтянулся и перевалившись приземлился с другой стороны, чуть-чуть промахнувшись мимо произраставшего здесь колючего куста. Некоторое время он сидел тихо, прислушиваясь к далекому реву, воплям, грохоту, треску ломаемых деревьев и прочим звуком ночного пекла. Однако внутри периметра оставалось тихо. Если здесь кто-то и вынашивал планы отправить незваного гостя на тот свет, пока он ничем себя не проявлял. Насидевшись не столько ради осторожности, как с целью хоть как-то перевести дух, разведчик приподнялся, оглядываясь, куда он попал. При отсутствии источников освещения вокруг по-прежнему было темно, хоть глаз выколи. Но Вадим худо-бедно сумел рассмотреть, что находится во дворе перед большим каменным домом, к которому вплотную был пристроен здоровенный гараж. Помимо изгородей из кирпича, дом окружала живая изгородь из густого аналога ежевики. До того колючего, что квас, которому повезло промахнуться при падении, все-таки вмазался рукой и еле сумел отвоевать конечность обратно, так, чтобы не создать при этом шума. Кроме изгородей, он не увидел ничего ценного, представляющего опасность или какой-то интерес. Двор был узким, отсутствовал даже любимый американцами газон. Автомобиль или скорее автомобили, если присутствовали в окружающей действительности, были загнаны в гараж. Хотя, с учетом обстановки и факта отсутствия дороги за воротами, интереса вообще не представляли. Куда больше гаража разведчика интересовало то, как попасть внутрь дома. Входная дверь смотрелась не менее монументальной, чем самостроение, а каждое из окон было забрано крепкой решеткой. Обойдя здание вокруг, Вадим обнаружил заднюю дверь, которая показалась ему хлипче входной. После короткого колебания он вытащил тесак и, прислонившись к двери, прислушался. Выждав с полминуты и так ничего и не услышав, осторожно надавил, одновременно придерживая ручку свободной рукой. Несмотря на крепость, дверь поддалась сразу, коротко треснув. Кваз скользнул внутрь и сразу плотно притворил ее за собой, прижав для верности задом. Он оказался в темноте большой кухни, в которой кто-то как будто лихорадочно рылся не меньше недели назад. Пятна на дорогих столешницах не выглядели застрелами, но пересохли и кое-где успели покрыться плесенью. Осторожно ступая, Вадим пересек кухонное пространство и, взявшись за следующую ручку, неслышно повернул ее, выглядывая в холл. Холл поделился. В почти кромешной тьме ему только удалось понять, что обстановка холла соответствовала общему экстерьеру. В противоположном конце помещения темнели за решетчинные окна и входная дверь. Вдоль одной из стен тянулись шкафы не то с книгами, не то с какими-то сувенирами, которые даже во мраке выглядели дорого и стильно. У другой поникла большими листьями тропическая зелень. Между двух диванов валялся опрокинутый столик и ворох журналов. Разменный телевизор. Не было похоже на то, чтобы в доме оставался кто-то живой. На всякий случай Вадим поднялся по мраморной лестнице наверх и одну за другой обошел четыре спальни, которые, как и холл, поражали размерами и неуемной роскошью. Как видно, весь домино был заточен под мини-отель, чтобы сдавать его арендаторам с деньгами, так как помимо спальни наверху квас обнаружил хозяйственную комнату со сменным бельем, моющими средствами, средствами гигиены, чем-то еще, чего толком не сумел разглядеть и рядом маленькую комнатку горничной. Обойдя верхний этаж и не обнаружив там ни тел, ни зараженных, Вадим таким же образом обследовал нижний. Помимо хола, большой кухни и кладовой, из которой исчезли запасы продовольствия, он нашел комнату отдыха, мини-бассейн со стоячей водой и комнату с оборудованием и мониторами, как видно, пост охраны. По-прежнему, не встретив здесь ни души, он приободрился окончательно. Очевидно, после переноса кластера в доме кто-то оставался, о чем можно было судить по отсутствию провианта и беспорядку в холле. Но кто бы то это ни был, он абсолютно точно отправился попытать счастье за пределами дома, что разведчику теперь было только на руку. Несмотря на то, что зараженные по какой-то причине не удостаивали вниманием это место, устраиваться на ночлег в одной из роскошных спален наверху Вадим не рискнул. Восемь лет в новом мире научили его, что в непосредственной близости от тварей спать можно было только забравшись или как можно выше или ниже. Поэтому, убедившись, что дом чист, он привычно двинулся на поиски самой полезной части любого здания в улье – подвала. Искать пришлось неожиданно долго. Вадим снова трижды обошел первый этаж, прежде чем, наконец, увидел неприметную дверцу в нише возле поста охраны. Прямо над дверцей висела занавеска, которая драпировала стену, а заодно и вход в подвал так, чтобы последний не бросался в глаза. Изрядно подуставший от блуждания в темноте и натыкания на предметы, Вадим обрадовался подвалу как родному. В отличие от многих других людей, даже тертых обитателей улья, подвалов он не боялся, и те не раз спасали ему жизнь. Кроме того, под землей наконец-то можно было бы зажечь фонарик, а то и включить свет. Что-то подсказывало разведчику, что прежние хозяева едва ли не придумали ничего на случай внезапного отключения от электросети. Еще одним несомненным плюсом было то, что вероятность наткнуться на зараженного в подвале всегда стремилась в минус. Размышляя в таком духе, Вадим прошел мимо полуоткрытой им же двери в комнату охранника и шагнул к вожделенной дверце. Миг спустя, опережая заторможенную реакцию утомленного мозга, тело бросилось в сторону, скорее осознав, чем почувствовав задетую растяжку. Но было поздно, уже в падении Вадим ощутил, как его будто треснуло под ребра в грудь и правое плечо. Удар был такой силы, что тяжелого разведчика развернуло в воздухе, и он упал не на бок, а на спину, пропахав ковровую дорожку на 3-4 шага и сильно треснувшись затылком. Сознание с воплем ухнуло во тьму. Глава 24 Когда Вадим открыл глаза, то не сразу понял, где находится. Он лежал на смятом ковре возле приоткрытой двери, а вокруг была обстановка все того же недешевого особняка. Но теперь тут был освещен ярким солнечным светом, который лился в кадры за каулок, преломляясь по малопонятной технологии и изгибаясь под замысловатыми углами. Где-то в отдалении из-за стен слышался весь весущий рев, но звучал так неясно и глухо, что не до конца очухавшийся разведчик не смог сходу понять, не мерещится ли ему. В голове шумело, остальные части организма затекли и почти не ощущались. Кое-как восстановив памяти события прошедших суток, кваз с силой зажмурился и проморгавшись дернулся подняться. В следующий миг тело пронзило такой болью, что он замер на спине, выгнувшись и беззвучно разъявив рот. На несколько мгновений он забыл, как дышать. Справа из груди и брюха торчало два здоровенных металлических штыря, больше всего похожих на шампуры для шашлыка. Еще один такой же шампур засел в правом плече, войдя в него на добрую треть. Судорожно пытаясь протолкнуть воздух сквозь стиснутая горла, разведчик краем разумения осознавал, что если бы не толстая шкура и уплотненная мышечная масса, тут ему пришел бы конец. Спазм дыхательных путей был вызван болевым шоком. Но будь его тело хоть немного более человеческим, оба нижних штыря пробили бы легкое. Дождавшись, чтобы пульсировавшая боль стала тише, Вадим все-таки заставил себя вдохнуть и, морщаясь, взялся и поочередно выдернул все три шампура, особенно долго провозившись с тем, который торчал из плеча. Потом, помогая себе здоровой рукой, подтянулся и сел, облокотившись спиной о стенку комнаты секьюрити. Пошарив по карманам, добыл порцию прессованного лайтспека. Закинув его в пасть, почти сразу с облегчением почувствовал, как жуткая дрянь. Когда-то добытая из башки безмозглой твари и доработанная неедумыми фармацевтами, РССС начинает восстанавливать организм, убирая боль и возвращая ясность мышления. Посидев и окончательно дождавшись, чтобы лекарство подействовало, Вадим не торопясь и без резких движений поднялся на ноги. Придерживая мокревший красным участком под курткой, добрался до двери в подвал. И отодвинув полуоторванную занавеску, увидел там то, что ожидал увидеть. Установленный над входом большой самострел. Понятно, что кто-то установил явно самодельное устройство, именно здесь не просто так. Скорее всего, на момент переноса кластера в особняке действительно оставались люди, которые, обозрев творившийся за стенами звездец, как видно, приняли решение вернуться в дом и, обчистив кладовую, запереться в наименее подвале. Некоторое время Вадим стоял, привалившись к стене и размышлял, прислушиваясь к отдаленному реву, бродившей по лесу фауны. Спускаться в подвал у него пропала охота. То, что на сработавшую растяжку не явилось никакого проверяльщика, могло означать одно. Скорее всего, являться было уже некому. Судя по многим признакам, Теллостер перезагрузился не меньше, чем неделю назад. Едва ли кто-то мог выжить за такое время без живца. Нужно было возвращаться в стаб. Проанализировав внутреннее помещение, Вадим решил, что сможет пройти эти 5-6 километров по пересеченной местности под прикрытием дара без фатального вреда для здоровья. И уже на базе под присмотром внешника и девушки, которые при необходимости возьмут на себя обязанности санитаров, а заодно уборщиков, поваров и прочих шуршальщиков по хозяйству, можно будет с комфортом отлежаться те несколько дней, которые потребуются для полного восстановления, после чего снова двинуть в разведку прямо на восток. Но сначала стаб. Разведчик, кривясь, присел, подбирая с пола рюкзака автомат, потом выпрямился и бросил еще один решительный взгляд на дверь. Вадим не был сенсом, но его собственно человеческое чутье за 8 лет в Улье успело прокачаться на довольно хорошо. И сейчас он не сомневался, чутье усиленно намекало на то, что пора уходить. Улье уже выдал лимит везения, благодаря которому он остался жив, пробитый штырями в полной доступности для зараженных, но так и не став их жратвой. И теперь это везение стремительно уходило, а вместе с ним пришла пора топать и Вадиму. Иначе следующая попытка умереть за неполные сутки могла оказаться удачной. Но разведчик медлил. Подвальная дверь в пешей доступности не давала ему покоя. У него не было сомнений в том, что откуда-то извне надвигалась опасность. Но одновременно, каким-то десятым чутьем, квас осознавал, что уходить прямо теперь, когда он стоял на самом пороге этого долбаного подземелья, было почти преступно. В подвале кто-то был. И это он поставил растяжку в надежде, что она хотя бы сможет просигнализировать о проникновении твари. Даже если неведомый иммунный был гарантированно мертв, нельзя было оставлять это место, не убедившись наверняка. Стараясь не обращать внимание на вопившую чуйку, Вадим отклеился от стены. Выпрямившись во весь свой великолепный рост, который в этой форме совсем немного не дотягивал до двух с половиной метров, разведчик перевесил автомат на грудь. И, достав фонарик, осторожно повернул ручку двери. Глава 25 Как он и предполагал, дверь оказалась запертой и сломать ее было сложнее, чем ту, которая вела на кухню. Всем сердцем надеясь, что за ней не окажется другой растяжки, и на этот раз с гранатой Вадим вернулся на пост охраны. И после недолгих поисков завладел какой-то замысловатый ключ картой. Ему снова повезло. Дверь, дважды пикнув, щекнула замком еще до того, как он успел поднять руку с пластины карты, кое-как зажатой между когтистых пальцев. С некоторым удивлением, осмотрев массивную, как бомбоубежище, створку, которая только с внешней стороны была прикрыта деревом, а внутри представляла собой полосу металла сантиметров двадцать толщиной, Вадим подумал о том, что такая махина вполне могла удержать натиск среднего зараженного. И, приготовив фонарь, стал медленно спускаться по широким и удобным ступенькам из дорогого дерева, придерживая пробитое плечо свободной рукой. Лестница уперлась во вторую дверь, которая выглядела еще богаче первой, но оказалась не такой тяжелой. Несмотря на то, что на ступеньках было темно, на самой двери горело несколько красных индикаторов, которые послушно сменили цвет на зеленый. Стоило поднести к ним знакомую карту. Вадим старался двигаться осторожно и смотреть под ноги, но новых растяжек пока не видел. Чутью об опасности увеличивалась по нарастающей, но ее стоило ждать откуда-то снаружи, в этом он был уверен. За дверью обнаружился дорого обставленный большой зал с той же элитной мебелью и пальмами. В зале горело мягкое освещение. Над футуристичным постаментом в центре крутилась голограмма из множества изломанных граней геометрических фигур, которые постоянно меняли форму. Как видно, все системы подвала работали в обычном режиме, и энергии на это хватало. А значит, ее источник должен был быть достаточно стабильным и мощным, и при том независимым от того, который питал верхние помещения. Скорее всего, особняк принесло из развитого технологического мира, а может кто-то просто не пожалел на его постройку очень много денег. Стоя на пороге зала, Вадим еще раз внимательно осмотрел пол, стену и даже потолок. И не заметив ничего подозрительного, шагнул на мягкое ковровое покрытие, которое лежало вокруг педестала, с голограммой и полукругом. Едва он переместился в эту часть комнаты, как должно быть, попал в зону действия каких-то сенсоров. Голограмма изломов пропала. На ее месте появились переливающиеся графические иконки, которые изображали мужчину и женщину, и несколько строк над ними. Прочитав надпись, которая достаточно любезно извинялась за отсутствие на месте оператора и предлагала сделать выбор самостоятельно, Вадим помедлил и неуверенно поднес коготь к одной из фигур. Оба изображения снова пропали, но вместо них возникли новые. Еще не до конца понимая того, во что он вляпался, разведчик на автопилоте прокрутил список из гулографий в хорошем разрешении и коротких надписей над ними. Со всех цифровых снимков на него смотрели женские лица, на них фотограф делал акцент. Вглядываясь в них, разведчик невольно почувствовал, как его пробирает дрожь. Каждое было искажено неподдельными и при том чудовищными болью или страданием. У Вадима, который за 8 лет в Ули научился разбираться, не возникло сомнений в том, что это не игра. Все девушки были сняты в момент нечеловеческих пыток, от грубых средневековых до самых изощренных. И надписи над гулографиями услужливо объясняли, что собой представляла сессия и какой за нее выставлял сюрприз. Уже понимая, но не веря до конца, Вадим отмотал интуитивно понятный гулографический интерфейс до изначальных двух фигур и выбрал мужскую. Над пьедесталом снова вылез список, на этот раз лицами молодых парней. Здесь выбор извращений был не меньше, а даже обширнее первого. Как видно, потому что, судя по сложению, отобранные неведомыми селекционерами жертвы, были спортсменами и благодаря своей выносливости могли претерпевать еще более страшные пытки, чем женщины. С трудом подавив порыв снести пьедестал к такой-то матери, разведчик махнул лапой, возвращая заставку в виде изломанной фигуры и на несколько мгновений завис над ним, обрабатывая информацию. Он догадался, куда попал. Особняк в луше действительно представлял собой уединенное убежище для богатых и приобщенных. Только использовался не для отдыха, а для воплощения самых грязных и долбанутых фантазий живыми куклами. Оттормозившись, Кваз сглотнул поднявшуюся изнутра желчь и, подняв голову несколько мгновений, вслушался в то, что происходило наверху. Там было тихо, но всем своим чутьем Вадим осознавал, что уходили последние минуты этой тишины. Что-то надвигалось со стороны северо-запада, оттуда, где стояло озеро с проклятым черным Манхэттеном. Чем дальше, тем он это ощущал все сильнее и так явственно, что невольно сознание кольнуло мысль о долгожданном зарождении нового дара, крайне полезного для разведчика Дара Сенса. Отогнав несвоевременные мысли, он повернулся и посмотрел на красивую массивную дверь, которая была расположена прямо напротив входной. Он догадывался, что за ней. Скорее всего, он найдет камеры пыток, которые видел на голографиях, с запертыми в них заключенными. Здесь не могло не быть хоть кого-нибудь, судя по налаженной системе. Эта фабрика более всегда готова была принять денежных клиентов и жертвы тоже должны были быть на готове. То, что он до сих пор не встретил ни одного зараженного, могло означать, что персонал разбежался, а заключенные не смогли или что угодно другое. Но времени на выяснение почти не оставалось. Откуда-то крепло убеждение, что от того, что надвигалось со стороны озера, не спасут даже крепкие стены подвала. Квас проверил автомат и, сняв с пояса тесак, решительно направился к двери, которая ввела во внутреннее помещение. Это не поддалось той карте, которая пропустила в подвал. Но Вадим, уже не осторожничая, очередью проделал отверстие возле замка, а потом выбил створку, разом ощутив вскрики боли в каждый из свежих ран. За дверью оказался тамбур, из которого вели три двери. Одна была сделана в стиле европейского средневековья, другая в восточном колорите, и еще одна чем-то напоминала внешние двери больницы. Выругавшись, Вадим толкнул крайнюю левую средневековую дверь и попал в коридор настоящего замка, настолько аутентичного, что даже освещение здесь заменяли факелы на стенах. Факелы, впрочем, давно выгорели. Снова включив фонарь, разведчик одну за другой исследовал каждую из четырех камер, которые выглядели как хорошие декорации к фильмам об инквизиции, разве что здесь все было по-настоящему. Многие помещения пребывали в таком состоянии, как будто еще неделю назад в них кого-то пытали, а потом случился бунт. Пол, стены и даже потолок покрывали брызги и потеки крови. Между опрокинутых столов, лавок и пыточных агрегатов в сгустках крови сохли инструменты, но ни одного тела Вадим так и не нашел. Тело не оказалось даже в предпоследней пятой камере, где раньше наверняка и содержались заключенные. Здесь не было никакой мебели, кроме свисавших с потолка цепей с кандалами. Проверив последнюю шестую комнату, которая размерами могла посоперничать с другими пятью вместе взятыми и представляла собой очень похоже выполненный внутренний тюремный двор с местами для зрителей и помостом для казни. И никого не найдя и здесь, Вадим крупно озадачился. Во время переноса вулей в этом проклятом месте определенно оставались люди. И когда начало происходить обращение, все пошло по плану, они превращались в монстров и обретали силы кидаться на своих мучителей. То, что нигде не было останков ни одних, ни других, повергало кваза в самое настоящее изумление. Он внимательно осмотрел пол, однако, несмотря на обилие кровавых отпечатков подошв, сходу в темноте разобрать ничего было нельзя, а разбираться дольше не было времени. Он вернулся в тамбур и исследовал коридор за второй дверью. Здесь пыточная камера была всего одна в диком японо-китайском антураже. Большую часть других помещений занимали апартаменты, которые, скорее всего, играли роль комнат свиданий. Точнее, понять было сложно, потому что здесь бардака было больше, чем в средневековье. Разноцветные тряпки, шелка, обломки мебели, комнатных растений и дорогой техники валялись в перемешку с выломанными дверями и с одранными стройматериалами, вымазанными в крови еще в каком-то дерьме. Здесь, кое-где на полу и по стенам можно было увидеть остатки вырванных внутренностей и волочения тел. Однако, самих тел по-прежнему не было видно и это начало уже конкретно нервировать Вадима, который так был на взводе. Он знал, как выглядело помещение после пиршества тварей и то, как оно пахло. Либо здесь буйствовали незараженные, либо вовсе происходила какая-то мистика. Больше всего хотелось бросить все и бежать на выход. Тем более, что чуйка вопила, как взбесившийся кот. Но кваз усилием воли в очередной раз заставил себя успокоиться. После увиденного нужно было убедиться в том, что здесь не оставалось никого, кому он бы мог помочь. Вадим знал себя и понимал, что до конца жизни не будет спать спокойно, помня, что спускался в ад, но не вытащил из него всех, кого бы мог. С этими мыслями он рванул дверь в медицинский коридор и тут же отшатнулся обратно, остановленный таким густым запахом спирта, что запершило в горле. Продышавшись и натянув высокое горло спецстельника на нижнюю часть лица, Вадим опять подался вперед, оказавшись в приемной липовой клинике. В отличие от первых двух коридоров, этот был освещен несколькими лампами дневного света под потолком. Здесь, как и везде, попадали следы схватки. На покрытых вмятинами и высохшими кровавыми впечатками стенах осталось даже несколько свежих пулевых отверстий мелкого калибра. Вадим постоял на пороге, окидывая тоскливым взглядом два длинных коридорных аппендикса с двойным рядом дверей, каждым, которые вели в разные стороны от приемной. Потом переступил через перевернутую каталку с вырванными окровавленными ремнями и, свернув право, взялся за осмотр первого коридора. Несмотря на то, что следы схватки здесь виднелись повсюду, разобрать что-то было сложнее. Все стены, полы и даже потолки были залиты не то спиртом, не то другим метриагентом. Большинство кровавых пятен имели причудливое очертание, потому что раньше размокли спирту, а потом тот испарился, визуально оставляя после себя черти что. Стараясь не смотреть на развешанные возле кабинетов фото пациентов, которых истязали самыми жуткими способами извращенного медицинского фетишизма, Вадим прохрустел по заваленным убитыми склянками полу, по очереди открывая двери кабинетов и вынужденно наблюдая все новые и новые следы побоища. По всему выходило, что какое-то время назад здесь происходила нешуточная борьба, но ни победители, ни проигравшие в этой борьбе по-прежнему не показывались. Переходя из палаты в палату, Вадим все больше чувствовал себя героем второразрядного голливудского фильма ужасов, когда невесть куда девшиеся монстры вот-вот должны были вывалиться из-за поворота и кинуться на него со всех сторон. Для этих опасений имели все основания, потому что куда бы недели зараженные, за пределы подвала они явно не выходили. С этими мыслями разведчик толкнул дверь в очередной кабинет. К его удивлению, тот оказался запертым на ключ. Не имея ни сил, ни времени разбираться с этим тихо, Вадим решил вопрос по ковбойски, встав так, чтобы возможность отхватить рикошетом была минимальной и выстрелил в замок. Ему повезло, замок удалось сбить с первой попытки. За дверью нашелся стандартный кабинет, оборудованный в том же стиле, что и большинство других. С выложенными на полках инструментами псевдомедицинского назначения, хорошим освещением и удобными диванами для наблюдателей. Однако, вместо устройства, которое бы представляло собой что-то среднее между гинекологическим креслом и средневековой дыбой, которыми с разными вариациями были оснащены большинство местных кабинетов, здесь стояли обычные передвижные медицинские носилки. На них, примотанное всеми возможными способами, так, что напоминало колбасу, лежало прикрытое плотной тканью человеческое тело. Из-за тяжелых паров спирта, Вадим не мог понять, чувствует он запах разложения или тошнота, которая нарастала одновременно с острым чувством тревоги, была вызвана общей интоксикацией организма. Оглядевшись, он осторожно приблизился к носилкам и краем тисека отодвинул простыню. Против ожиданий страшного не произошло. Труп не ожил и не стал кидаться, мертва азиатская женщина на каталке оставалась мертва. Она умерла недавно, может быть, не больше суток назад. Судя по многим признакам, женщину убил улей. Оказавшись иммунной, она смогла протянуть несколько мучительных дней в этом подвале и не стать закуской для мутантов. Но без возможности выпить вытяжки из зараженных умерла от спор голодания организма. Поморщившись, Вадим стянул простыню ниже, насколько позволяли ремни. Его догадки оказались верны. Другие визуальные повреждения на теле женщины отсутствовали. У азиатки было волевое, даже жесткое лицо. На ней был медицинский комбез серо-синего цвета и спортивная обувь. Из коридора донесся звук, как будто на пол уронили мешок с тряпьем. В почти полной тишине звук получился отчетливым. Бросив простыню, разведчик круто развернулся и, врубив маскировку, стремительно и тихо выскочил в коридор. Он не ослышался, звук повторился. Неясное шуршание или скрежет, шли из дальнего конца коридора. Стремаясь с гулкобухающим сердцем, Вадим как можно неслышнее добрался до нужной двери. «Хелп ми! Хелп ми!» Квас едва заметно расслабился. Услышанная только что явно относилась к разумной англоязычной речи. Помедлив, он нажал на ручку двери. Ожидаемо та оказалась закрытой. «Эй!» Он подергал ручку, однако дверь не поддалась. «Эй!» «Откройте!» «Я вам помогу!» «Слышите меня?» Он снова умолк и прислушался. Внутри снова завозились. Однако время шло, а открывать никто не спешил. «Эй!» «Я не могу!» С трудом разобрал разведчик из-за плотно пригнанной створки. «Нет!» «Голова!» «Ноги!» «Не могу!» «Помогите!» Чертыхнувшись, Вадим сунул тесак в крепление. Сдернув с плеча автомат, дал короткую очередь в дверь рядом с замком. Увернувшись от брызгнувшего пластика пополам с древесиной, примерился и долбанул проклятую дверь ногой, едва не ввалившись в комнату вслед за ней. Это помещение заметно отличалось от других. Больше всего оно напоминало операционную, которую превратили в склад. Кое-как продышавшись и придерживая дыры от штырей, разведчик с усилием выпрямился и обозрел сложенную в углу консервированную жертву несколько единиц оружия и боеприпасов, какие-то мешки и ящики, из-за которых и раздавалось копошение. Приблизившись, кваз обнаружил за мешками несколько смятых одеял, на которых, мучительно выгнувшись, лежал мужик лет 30. Форма секьюрити, в которой он был одет, источила такой густой запах медицинской химии, что было странно, как тот еще оставался жив. Одной рукой мужик цеплялся за край баррикады, а в другой у него был зажат черный Риммингтон. Было видно, что безвестный охранник находился в последней стадии спорного голодания, едва осознавал происходящее и уже не мог шевельнуться. Однако, на всякий случай, Вадим первым делом вынул из-под его ладони пистолет и откинул подальше. Помогите! Разведчик присел рядом, вытаскивая флягу с живцом. Он не был уверен в том, кем являлся найденный мужик, работником жуткого подвала или нацепивший не свою форму жертвой. Выяснить это можно было только одним способом. После короткого колебания он протянул лекарство умирающему. Пей! Ему пришло держать голову мужика. Полуослепший тот едва осознавал происходящее. Сделав несколько глотков, ему надкинулся назад, дергая горлом. Лекарство действовало постепенно, возвращая его в мир дееспособности и нормального мышления. Вадим терпеливо ждал, борясь с желанием в любой миг вскочить и броситься прочь. Его чувство опасности зашкаливало уже за все разумные пределы. Спасибо тебе, мистер! Имуны попытался приподняться и сесть, но у него не вышло. Я разляпал вокруг все дизы... 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 долбаные склянки. Но проклятый вирус совсем доконал. Если бы не ты... У меня мало времени. Квас переложил автомат на колени и, поморщившись, вжал руку в грудь. Кто ты? Что это за место? Имуны ответил не сразу. Он предпринял еще одну попытку приподняться и на этот раз удачную. Утвердившись на локтях, поморгал, уже более осознанно разглядывая нависшего над ним гиганта. Я из охраны, Хеннекс! Он сощурился, протирая лицо ребром ладони. Проклятие! Что с моими чертовыми глазами? Это последствия инфекции. Нужно пить это лекарство где-то раз в день. Можно чаще, можно реже. Тогда выздоровеешь. Охранник еще раз глотнул. Вкус у него примерзкий. А ты кто, приятель? Как сюда попал? Не похоже, чтобы ты был из спасательной команды. Он запнулся. А, я понял. Ты из парней кого-то из клиентов. Опоздал, друг. Тут больше никого нет. Сяо Мэй была последней. У меня не хватило сил дотащить ее. Я просто запер в другой комнате и привязал, чтобы она потом не пришла за мной. Она не придет, мрачно объяснил Вадим, вглядывая с лицо секьюрити и не высматривая там ничего убедительного. Если умерла, значит умерла. Нет, приятель, ты не видел, что здесь что творилось. Все как с ума посходили. Превратились в чертовы в зомби. Так что произошло? Разведчик обернулся на дверь и подоил еще один порыв подорваться и бежать со всех ног. Ты здесь один? Где остальные? Иммунный Хеннекс беззвучно рассмеялся. О, дьявола! Он помотал головой, продолжая чему-то веселиться. Все уже там вдруг все, кто были здесь. Все? Сколько? Сколько было человек? Секьюрити оборвал смех. Его лицо, которое под действием живца постепенно прояснялось, выразило работу мысли? Всего пятеро силовиков на посту. Он снова помолчал, вспоминая. И шестеро из персонала, семь кукол, два самца и пять самок, и два клиента с личной охраной. Не помню, не помню сколько. Как это случилось? Хеннекс сглотнул. Я, я не понял. Это была не моя, не моя смена. Я был в комнате отдыха наверху, когда внезапно вырубилось электричество и потом этот туман. На работе вещества запрещены, а то я бы подумал, что обдолбался и ловлю глюки. Вадим снова оглянулся на дверь. Что было дальше? Потом Джеймсон прибежал. Сообщить про какие-то проблемы с куклами, типа не может позвонить, связи нет. Я пошел за ним в этот гребаный подвал, и мы попали в настоящий ад. Он умолк, набирая новую порцию воздуха в грудь. С порога на нас сбросили секьюрити клиента, который был на сессии. С оружием, но они рвали нас руками и зубами, как зверье. Еле справились с ними, здоровые были черти. Самого клиента не было видно. Да еще в другой секции зависал второй любитель факать тощих баф в японских тряпках. Нужно было найти всех, вывести и восстановить связь, чтобы сообщить куда следует. Дальше не наша забота. Мы еще тогда не врубились в чем проблема. Иногда же случалось, что клиентам башню сносило, и они портили кукол. Фатально. Но с парнями их такое было в первый раз. Понятно. Я знаю, что произошло дальше. Вы пошли по подвалу и стали находить тварей, которые превращались в люди. Они устроили бардак в этом вашем адовом месте, и вы убили их всех. Бывший охранник кивнул. А ты я вижу хорошо озведомлен, приятель. Но нет, убили мы не всех, только тех, кто заразился проклятым зомби вирусом. Кроме меня и Джеймсона на мозге остались только проклятие, только у гребаной суки Сяомэй, местной докторши, Бенни из охранной клиента, и у куклы, как ее, Варис. Остальных пришлось зачистить. Где тела? Ни в одной комнате нет тел. Куда они делись? Хэннек смахнул рукой в сторону двери. Координация движений у него восстановилась не полностью, но телом он уже владел. Там, дальше по коридору крематорий нас сильно потрепало, но мы знали, что нельзя оставлять тела валяться просто так. Все там в печи приятель, перевозили на носилках. Все, кроме Сяомэй, она последняя, кто оставался, и мне не хватило сил даже перевалить ее на каталку. Она залезла сама, я только запер. К тому моменту уже оба понимали, что это не важно, мы заразились все. Просто нас зараза брала медленнее только и всего. Он усмехнулся. Но каково, а? Все они сдохли, а я дождался, дождался тебя, приятель, ты же пришел оттуда, да? Там не такой гребаный ад, как раньше, не такой, а? Не хуже, чем здесь внизу. Впервые вижу место, которое попало в этот уродливый мир так заслуженно. Подшиво только, что оно не выпилилось из вашей реальности совсем. Хэннекс нахмурился. Какой уродливый мир, приятель, ты о чем? Разведчик пропустил вопрос мимо ушей. Значит, кроме тебя тут точно никого нет? Охранник покачал головой. Говорю же никого, Сяомей была последней, остальные загнулись раньше, мы проверили везде. На кой нам эти гребаные, гребаные зомбаки в коридорах? Ну если хочешь, можешь проверить заново. Я уже проверял, там никого нет, но думал, что может быть кто-то где-то прячется? Никого, приятель. Ни одной куклы. Нахер кукол, им все равно отсюда хода нет, ты же знаешь правила. Кваз не ответил. Придерживая автомат и рюкзак, он медленно выпрямился, едва удержался, чтобы исключиться опять. Его раны, хотя и успели хорошо регенерировать, но еще давали о себе знать острой болью. Теперь знаю. Последний вопрос, давно здесь работаешь, Хэннекс? Тот пожал плечами. Четыре гребаных года, а какое тебе? Вадим стянул нашитую горловину тельника, который прикрывал нижнюю часть его лица. Хэннекс подавился последними словами. Резко побледнев, он машинально зашарил рукой в том месте, где недавно лежал Риммингтон. Ты, ты кто? Так и не найдя оружие, он вжался в стену, не сводя ошарашенный глаз с морды кваза. Мутант! Это ты мутант? Уже не сдерживаясь, разведчик сплюнул на изгаженный пол. Ты и вся та сволочь, которая устроила это место. Я человек, будь я чуть меньше человеком. Он не договорил, стиснув здоровенный кулак так, что затрещала кожа надетой на него беспалые перчатки. Лимит омерзения, вызванного пребыванием в этом подвале и катализированной беседой секьюрити, был превышен многократно. Хеннекс понял, он побледнел сильнее, вжимаясь в стену и стреляя глазами в сторону оружия. Но больше никто из них ничего сделать или сказать не успел. наверху грузно бухнуло. Звук удара был такой, что он проник даже в глубокий защищенный подвал. Оба разведчика иммунной секьюрити одномоментно задрали голову к потолку. Что это было, мать его? Вадим не знал, что это было, но догадывался, что ничего хорошего. Мысля наплюнув, он сделал то, чего ему хотелось уже давно, ломанулся к двери. Стой! Ты помоги мне, мужик! Я не доживю. Эй, слышишь? Мужик, ты спас мне жизнь! Помоги мне! Я загнусь, если ты мне не поможешь! Вадим, который уже схватился за косяк двери, притормозил, с затаенным страхом слушаясь, учащенное бухание наверху, как будто по потолку неритмично били огромными кувалдами. Он узнал все, что ему было нужно, и меньше всего был настроен на помощь отморозку, который четыре людьми и не давал им бежать. Но существовали еще законы проклятого Улья. По этим законам, нигде и никем не писанным, но давно известным каждому, кому удалось выжить в этом проклятом мире, встречному новичку полагалось помочь, иначе могли последовать санкции, которые, как правило, заключались в эпическом невезении с фатальными последствиями, не везде и не со всеми. Но умирать от нелепой случайности по вине выродка Хэннекса не хотелось. Развернувшись, Вадим крупными шагами добрался до лержбища. На колени охраннику упала флега с живцом. Это лекарство от вируса? Коротко выплюнув квас, инстинктивно пригибаясь от особо мощного бух над головой. Можно сделать еще, если добудешь одну из тварей с поверхности. Ее башки округляши, растворишь монстры, те, что бродят там, которые сожрали Бенни, они там до сих пор? Да постой ты, постой! Вадим уже снова был в двери. Подсуживаемый тем, что творилось наверху, адреналин бил в голову как в колокол. Мешаясь тошнотой от спиртовых паров и увиденных здесь образов десятков, а то и сотен замученных людей, он создавал в сознании разведчика состояние на грани тяжелого глючного бреда. Уже ничем не сдерживаемая. Невольно в памяти всплывали образы от давней поездки еще студентам в один из фашистских лагерей смерти и ощущение ужаса, боли и смертельной безысходности от стоявших в воздухе безмолвных воплей и хузников и жертв должно быть именно подобное, слышал в своем рассудке полусумасшедший ССС Клаус. Подчиняясь неясному наитию, Вадим тормознулся снова, оборачиваясь к Хеннексу. Охранник отчаянно пытался дотянуться до оружия. И еще немного и у него вполне могло получиться. Мужик, ну чего ты, не будь ублюдком, помоги мне, проклятый мазефакер, помоги. Нарекаю тебя мразью, тварь. Твоего крестного зовут Хоробрый, можешь отвечать, если кто-то спросит. Глава 26 Уже не слушая ничекриков, Вадим бегом преодолел расстояние до самой внешней двери. К этому времени подвал содрогался. Стены ходили ходуном, и с них слетало на пол все то, что удержалось во время схватки с зараженными. С ухающего потолка сыпалась побелка, подали лампы освещения, пластиковые запчасти и строительный мусор. Острое нарастающее чувство беды уже давно зашкалило за все разумные пределы и теперь излилось в натуральную панику. Активируя удар на ходу, Вадим взлетел по лестнице, ведущей верхнее помещение. Электричество вырубилось, когда он забегал в тамбур подвала, поэтому все двери пропускали его без проблем. Стремаясь и будучи готовым к чему угодно, разведчик взялся за ручку и с усилием приоткрыл знакомую толстую дверь на поверхность. Миг спустя он вернулся назад, едва не скатившись обратно вниз. Приоткрывшуюся дверь вырвало из петель и унесло проломившись рядом бронированной тушей шипастого рубера. Цепляясь за вбитые в стену перила, разведчик в нем потрясенне смотрел на то, что раньше было коридором дорогого особняка. Теперь на том месте были только обломки, которые разлетались в кирпич и щепы от столкновения с тушами, пробегавших мимо зараженных всех размеров видов, калибров и мастей. На глазах у Вадима, видимое ему части уличного пространства, один за другим проскочили два лотрещика, топтун и целая стая из трех-четырех бегунов. Рискнув приподняться на несколько ступеней вверх, разведчик дернулся от испуга, круто разворачиваясь, едва не роняя маскировку. Стена за его спиной обрушилась грохотом, завалив вход в подвал, из которого он только что вылез. Здоровенный литник, похожий на страшного клыкастого комода-переростка размером с двух слонов, покрытый пластинчатой броней и какой-то вонючей слизью, вытащил когтистую лапу из-за обломков и потрусил дальше, вслед за остальной ордой тварей. Не так быстро, как те, что помельче, но довольно шустро. Пригнувшись, Вадим ломанулся с пути еще одной бронированной туши, которая снесла остатки его укрытия и даже не споткнувшись, помчалась дальше. Из останков вчерашнего леса выбегали все новые зараженные и перли, не разбирая дороги, прямо по развалинам дома так, будто спасались от верхового пожара. Все это Квас отмечал отстраненно и на бегу, отскакивая, уклоняясь, едва успевая убираться из-под лапы когтей бегущих монстров. Ему пока везло, но не потому, что в суматохе под прикрытием дара он все еще умудрялся не попасться на глаза зараженным. А потому, что то, с чем приходилось сейчас иметь дело, как видно было только авангардом. Дергаясь из стороны в сторону, притормаживая, уворачиваясь и двигаясь скачками в стремлении утесления мажброска проклятых мутантов, разведчик краем глаза отмечал, что творилось по левую сторону, там, где со стороны Манхэттена, шла целая лавина из бесившихся монстров. Тварей там было столько, что за их спинами и шипастыми боками не проглядывалось ни пядей земли. Лес исчез, как и все остальное, что на свою беду оказалось на пути рды. Отстраненная частью сознания Вадиму подумалось о том, что если он выживет, то станет единственным иммунным, которому это когда-либо удавалось. Орда была одним из самых жутких явлений в улье. Никто толком не знал причины, по которой сотни, а то и тысячи зараженных внезапно сбивались в огромные стаи и страгивались с места, перемещаясь сообразно собственным, не поддающимся логике порывам. Те из иммунных, кому удавалось увидеть Орду хотя бы издали и уцелеть, надолго становились героями дня в забегаловке любого пошиба. И разведчик абсолютно точно не слышал ни о ком, кто бы остался в живых, оказавшись на пути стремительной миграции тысяч тварей. Ему, однако, необъяснимым образом пока везло. Ошалевший от ужаса Вадим осознавал, что его спасение в реке. Но двигаться на перерез несущимся массивным тушам было сумасшествие. И потому он вынужден бежал со всеми, что было сил. Походу, пытаясь не попасть под чьи-то лапы и одновременно сместиться к краю потока и пробиться к воде. Для этого, активируя все резервы измененного тела и безнадежно взывая даже к малоизученному и редко проявлявшему себя биополю зараженных, которая в некоторых уникальных случаях появлялась вокруг развитых квазов, на короткое время давая тем усиленной скорости мощь. Насколько это помогало, разведчик не помнил. Как не помнил, где потерял автомат рюкзак. Как отцарапало правую сторону тела, превращая куртку в обильно смоченную кровью лохмотья. И даже под страхом смерти не смог вспомнить, где ему чуть не оторвало руку. Не знал, в какой момент и почему в затылок ломанула срезкая боль, подернувшая зрение расплывчатым красным маревом. В охваченном слепящем ужасом сознании остались только несколько фрагментных эпизодов. До самого мига, пока почва под ногами не захлюпала, сменяясь на всасывающую и листую жижу, поросшую густым камышом. Покрасневшее небо возвещало приближение скорого заката. Когда Вадим, голодный, грязный, избитый, едва способный двигаться от усталости, вползал на знакомый берег недалеко от места, где спрятал катер. На то, чтобы добраться до стаба, он потратил остаток дня. Опасения, что безмозглая орда протопчется по этому месту, разравнивая его до состояния проселочной дороги, не оправдались. Не то держась подальше от воды, не то по другой причине, поток зараженных прошел сильно восточнее, не затронув заброшенный поселок. Заодно это, Квас был благодарен Улью. На сегодня ему хватило того, что уже случилось. В ближайшем будущем от судьбы хотелось только положительного. Поэтому, думая о том, как обрадовать двух запертых под землей юнцов, которые наверняка успели переволноваться, что их проводник и защитник отсутствовал на сутки дольше обещанного, Вадим кое-как дотащился до знакомой калитки и, придерживая висевшую как плеть правую руку и распоротый бок, остановился передохнуть. В небе догорали последние лучи заходящего солнца. Разведчик запрокинул голову и некоторое время простоял так, чувствуя, как ветер холодит лицо, забираясь под мокрую одежду. Он не мог сказать сразу, что именно насторожило его и удержало от стремления направиться прямиком к люку в бункер, до которого оставалось не больше двух десятков шагов. И только спустя несколько мгновений понял, насторожил именно ветер. Помимо свежести, тот нес едва различимый запах пота и будто бы мускуса. На всякий случай квас втянул воздух еще раз, по воде головы в разные стороны, однако толком больше ничего не унюхал. Хотя он не был даже уверен в том, что учуял то, что учуял в первый раз. Из-за ранения и чудовищной усталости сознание штормило так, что впору было залечь на отдых не на несколько дней, а не меньше, чем на полторы-две недели. Вадим не исключал, а допускал со стопроцентной вероятностью, что ему запросто могло померещиться и скорее всего так оно и было. Скорее для очистки совести, тем реальнее рассчитывая что-то увидеть, Вадим еще раз внимательно наглядел близлежащей окрестности. Вокруг по-прежнему стояли развалены старых домов, заросших травой и заваленных мусором. При желании в них можно было спрятать целую роту. Однако разведчик не видел ни одной причины, по которой это кому-то могло понадобиться. Тем более, что он абсолютно точно не накосячил ни в первый раз, когда вел сюда девушку и внешника, ни теперь, когда пришел один. Под прикрытием маскировки почуять его мог только очень опытный сенс, и то при очень большом желании. Для полного успокоения нужно было бы пройтись по окрестностям, но на это подозрительности Вадима уже не хватило. Перебравшись через калитку, он тихо поднялся на веранду и отыскал собственноручно присыпанный мусором люк. Мусор был сдвинут в сторону, но сам люк оставался на месте, закрытый на кодовый замок, каким разведчик его оставлял. Мусор валялся по-другому не только вокруг люка, но и по веранде и во дворе. Было похоже, что недавно здесь шастал не особо крупный зараженный. Но толком никаких других следов вторжения Вадиму разглядеть не удалось. Чертыхнувшись, Кваз в очередной раз бросил несколько подозрительных взглядов по сторонам. Ничего не увидев, присел, не без труда вызвав в памяти нужную комбинацию и вздохнул спокойно только когда надежная крышка люка со щелчком встала на место у него над головой. Глава 27 Фонарь потерялся во время спринта с зараженными, из-за чего двигаться по лестнице пришлось на ощупь. За каким-то лешим свет был погашен даже в междверном коридоре. И потому в той части бункера, куда спускался разведчик, не было видно низги. Пачкая кровью стены и серьезно беспокоясь, как бы не переломать себе ноги на самом пороге убежища, Вадим с трудом сдержал раздражение, которое еще больше крепло от того, что по идее кто-то из его молодых спутников уже однозначно должен был услышать, что Эта книга озвучена на ютуб-канале Терабайт Историй. Подписывайся на первоисточник. Он вернулся выйти навстречу и включить долбанный свет. Разведчику потребовалось полтора мгновения, чтобы додумать эту мысль. Будь он хотя бы в половину меньше утомлен, сообразил бы гораздо быстрее. Однако все равно попытался сделать то, что было в его силах. И ему это почти удалось. Оказавшись на последней ступеньке, он резко уклонился от чего-то тяжелого, мелькнувшего в кромешной тьме там, где миг назад была его голова. И оттолкнувшись от стены, сделал то единственное, что можно было сделать за доли секунды в узком, ограниченном пространстве. Грянулся на нападающего, используя все преимущества своего массивного тела. Расчет был на то, чтобы толкнуть невидимого противника, заставив потерять равновесие. И выиграть время для того, чтобы выхватить чудом сохранившийся у пояса нож. Но что-то пошло не так. Столкновение отбросило назад не невидимого врага, а самого Вадима. Причем у ошалевшего от неожиданности и боли кваза возникло ощущение удара о скалу. Опомниться ему не дали. Что-то по-прежнему темное и почти неразличимое стремительно оказалось рядом. А в следующее мгновение разведчик почувствовал на плечах огромные когтистые лапы. Его резко оторвали от пола как какую-то куклу и подбросили вверх. Ударившийся потолок Вадим посыпался вниз вместе с разбитыми лампами дневного света, но тут же рванулся в сторону уходя от чужого захвата. Но пространства не хватило. Невидимый противник сгробастал его, шутя и заломив искалеченную руку. Вдавил грудью в стену, прижав к ней чудовищным, как тушило трещико весом. Вспыхнула уцелевшая лампа. В ее неясном свете смаргивающий кровь Вадим наконец узрел, с кем именно сейчас довелось махаться и содрогнулся. К тому, что в этом мире его тело изменилось, разведчик привык давно. Изначально ситуация провоцировала сложные моральные загоны, но по мере адаптации он научился извлекать существенные плюсы из этого положения вещей. Улучшенные даже по меркам обитателей улья реакции скорость дополнялись здоровенным ростом и мышечной массой и по умолчанию давали преимущество при этом, несмотря на продвинутый уровень мутаций, человеческие преимущества оставались на месте от почти недеформированных конечностей и лица до ненарушенных когнитивных способностей. Сделавшись квазом, он не перестал быть человеком, но зато мог при любых обстоятельствах чувствовать себя если не альфой, то во всяком случае самым большим и сильным самцом в любой разумной стае до настоящего мига. Сейчас, вжатый в стену до костяного хруста Вадим впервые за долгое время ощущал физическую беспомощность, от которой давно отвык. Державшая его тварь тоже технически могла называться квазом, но формы их мутации были несоизмеримы. Выше Вадима на две головы, полтора раза шире, неведомо измененность сохранил, если не весь интеллект, то определенную часть. Ее хватило устроить засаду и взять разведчика в плен, вместо того, чтобы сразу разорвать на куски. Но этим сходство с иммунным ограничивалось. Огромный антрацитово-черный, невыносимо уродливый, с непропорционально увеличенной верхней частью туловища и ороговевшей шкурой, которая покрывала его подвижными пластинами, он не был похож ни на иммунного, ни даже на зараженного. И больше напоминал самое безобразное творение злобных корпораций из вселенной Резидент Эйвил. Притом был так чудовищно силен, что Вадим впервые за долгое время чувствовал абсолютное поражение. Он не мог даже шевельнуться, зажатый в кокистых лапах, каждая из которых была в три раза шире его собственной. Вдобавок гигантский черный кваз был покрыт шипами, как рубер. Но они торчали не только из конечностей, а из промежутков между пластинами на брюхе и груди, чувствительно упираясь разведчику в задницу и спину. Вадиму из его положения было плохо видно морду противника, но судя по остальному туловищу там тоже не росло ничего хорошего. Тем временем чудовищный урод, который непонятно как помещался, да еще мог стремительно двигаться в замкнутом пространстве, склонился к самому уху разведчика, отдавая горячим смрадом. Попался, беложопый! Одновременно с этим дверь в жилую комнату распахнулась. Из нее в коридор вывалило еще двое крупных негров. Эти выглядели обычными людьми, хотя один из них губастый блитоголовый мулат находился в полушаге от того, чтобы заделаться рубером. Йоу, свеч, обзавелся приятелем! Долбаный урод, мазафака, где ты такого взял? Самый мелкий из незваных гостей, широкоскулый и усатый, скинул руку, и его напарник заткнулся. Приблизившись к пленному разведчику, усатый посветил фонарем тому в лицо, потом рывком поднес кухурацию. Боба, какого хрена? Где предупреждение об атаке? Дождавшись хриплого ответа, он почернил еще больше, выпучивая белки глаз. Совсем охренели подшивые ублюдки? У нас тут здоровенный интрудер внутри периметра! Он еще раз посветил на Вадима. Нет, мать вашу, не из них! Интонации и манеры разговора усатого характерно отдавали младшим офицерским составом армии Юса. Судя потому, что оба и обер и черный кваз слушались его беспрекословно, здесь командовал он. Ты! Усатый спрятал рацию и шагнул ближе, тычев пленником стволом винтовки. Ты кто? Как сюда прошел? Почему тебя не заметили? Какие у тебя способности? Речь негра была жесткой и отрывистой. Вадим с тудом повернул голову и посмотрел на него сверху вниз, стараясь не выдавать дикой боли, которые причиняли его ранам чудовищные лапы. К этому моменту а вывернутая рука напротив начала неметь. Язык в жопу засунул! Помочь отковырять? Себе помоги, козел! По-русски пробормотал разведчик. Где двое, которые были здесь? Военный негр разобрал последнее. Его усы приподнялись, открывая жесткий скал. О, он заговорил, Сёрдж! Обер, который в противоположность усатому больше походил на типичного аборигена негритянских гетто, фыркнул, а может хрюкнул, показывая впечатляющие клыки и тыча пленника вывернутое плечо. Какого хрена, мэн? Не мог ещё помолчать, мазафака. Мы бы поспрашивали тебя получше, йоу! Заткнись, Майк! Усатый подступил плотною, заставив подчинённого отступить. Нет времени, эти на подходе, ты! Он снова переключился на Вадима. Чудовище встряхнуло пленником, вырвав у того непроизвольный вскрик. Я знаю, кто ты! Чёрная шлюха, которая была здесь со смазливым белым утырком, сказала, что придёшь! Знаешь, почему ты ещё жив? Почему? Вынужденно буркнул разведчик, загоняя все остальные звуки глубже в лодку. Чудовищная тварь за его спиной как будто чувствовала боль и осознанно стремилась причинить её больше. Расскажешь, где найти вашего общего приятеля? Военный главарь харкнул на пол и, прочистив горло, пошевелил усами. Грёбаного белобрысого фашиста! Мы давно охотимся за ним! Шлюха сказала, у тебя есть карта, на ней отмечены все его норы в этом районе! Карту Вадим потерял вместе с рюкзаком, поэтому не сопротивлялся, когда с него содрали куртку и остатки тельника в поисках заветной бумажки. Кровопотеря, которая только усилилась от Махачи с тварью в тесном коридоре, подергивала мир серовато-красной пленкой, отодвигая звуки на дальний план. Разведчик чувствовал, что постепенно отъезжают и изо всех сил боролся с этим. Он уже догадался, что попался в лапы черных педерастов, о которых предупреждал Клаус и которым как-то удалось узнать об убежище и проникнуть внутрь. Ему нужно было узнать, что случилось с девушкой и внешником, до того, как внутренние «Какого хрена, ублюдок? Где факинг карта?» «Где те, кто были здесь?» Лапы чудовища по-прежнему сдавливали его горло, из-за чего Вадим мог только хрипеть. «Я скажу, где бумага, если узнаю, что вы с ними сделали?» Главный снова пошевелил усами. Он заметно нервничал. Похоже, некры действительно ожидали чего-то нападения, и русский квас приперся крайне не вовремя, как раз, чтобы пассивно поучаствовать в чужих разборках, как и двое его молодых спутников, которые, судя по всему, просто угодили между молотом и наковальней. «Отправил на нашу базу!» Наконец, отрывисто бросил усатый, отвечая на последнее обращение пленника. «Вчера!» «Зачем?» «Это уже второй вопрос, мэн!» «Захлопни пасть, Майк!» Усатый покосился на обера и помошился снова. «Вы трое ублюдков, ты и твои друзья, видели белобрысов фашиста меньше недели назад?» «Это факин важно, но черная шлюха, которую мы здесь допросили, не может указать дорогу к его логову. Тупая стерва ни хрена не помнит, как туда попасть, я проверял». А смазливый педик отказывается говорить по-хорошему. Факин заслон в его сознании не пробить даже тонной тротила. Поэтому отправил двух ребят, чтобы их доставили в нашу крепость. Пусть босс решит, как их допрашивать и можно ли еще поймать фашиста по горячим следам? Они сейчас уже на базе. Я, сука, ответил на твой вопрос? «База это стаб с бункером Невада на восток отсюда?» Резкий тумак в спину едва не сломал его хребет. Вадим ткнулся мордой в стену, на миг теряя связь с реальностью. «Ты меня достал!» Усатый охватил разведчика за затылок, приближая лицо. «Сержант!» Чудовище раздуло широкие бока, выдыхая новое зловоние. «Оторву ему нахрен яйца, тогда вспомнит!» «Серж!» Рация жила снова, перебивая хриплый рокот антрацитового монстра. «Кто там от его приближается?» «Панд говорит, до мазафакеров меньше полмили, и они движутся сюда, прямо сюда, Серж!» «И это не твари, очень похоже, что смирил зажатого кваза слогным взглядом и снова подняла рацию к рту. «Понял! Всем приготовиться!» Отключившись, он мотнул подбородком в сторону чудовища. «Свич! Вырубай его!» Глава двадцать восьмая Вадим очнулся от того, что кто-то без особых сантиментов вылил ему на голову кастрюлю холодной воды. Так кастрюля стала первым, что он увидел после того, как сумел разлепить глаза. Кастрюлю держала в руках смуглая темноволосая женщина в камуфляже. Она чем-то походила на порториканку Мишель Родригес, только была гораздо красивее, несмотря на кровь, запекшуюся в волосах от растаженного лба, и здоровенный кровоподтек под глазом, который тянулся к ее верхней губе. С трудом приведя зрение к единому знаменателю и не давая ему расфокусироваться обратно, Вадим обвел взглядом обступившего фигуру крепких бойцов. Рослые смуглые бородачи выглядели так, будто только что побывали в пекле и вернулись обратно. Судя по тому, что теперь бомбоубежище воцарились они, последнее предположение было недалеко от истины. Как видно, вырубленный чудищем Вадим проспал самое интересное схватку негров с их загадочным противником и, как следствие, смену власти на местном уровне. Он еще раз сморганул, уже открыто разглядывая пришельцев. Даже при беглом осмотре было очевидно, в большей степени эта новая группа состояла из латиносов, наверняка от тех самых, о которых предупреждал немец. Расхватку он тоже угадал. Почти у всех на покрытой грязью и потом камуфляжных спецовках расплывали свежие кровавые пятна, запах от которых смешивался с ощутимым кислым духом пороха, гари и как будто озона. Эй! Разведчик вынужденно пернул голову на голос. Двигать конечностями он пока не решался, находясь под прицелом сразу полдюжины стволов. Эй, гринго, можешь говорить? Несмотря на этнопринадлежность спрашивающего, как видно предводителей отряда, вопрос прозвучал на хорошем английском с почти заметным акцентом. Но акцент это последнее, что поразило разрядчика в этот момент. Со смесью некого невполне уместного восторга и охреневания он смотрел в лицо крупного темноволосого и бородатого мужика, которого удалось узнать сразу и безо всяких сомнений. Вадим многократно видел изображение этого человека как в другой прошлой жизни, так и в этой. Хотя никогда бы не подумал, что им удастся встретиться вживую. Увидеть его в уле казалось таким же невероятным, как выиграть в лотерею миллион. Но тем не менее он был здесь, вызывая самое неоднозначное ощущение. Понимаешь меня? Да. Не разрывая зрительного контакта с предводителем латиносов, Вадим рискнул медленно поднять левую руку, с которой все обстояло намного лучше, чем с правой. Краем сознания он отметил, что лежит не на полу в коридоре, а на диване в соседней комнате. Но как он сюда попал, не смог бы вспомнить даже под угрозой расстрела. Да, понимаю. И я не гринго. Я М. Йоу. Йоу, Сой, Русо. На этом его знания испанского были все. Хотя, отчего Вадим перешел на этот язык, объяснить он бы сам себе не смог. Тем более в теперешнем состоянии, скорее потому, что категорически не хотелось, чтобы его приняли за белого американца. Так как он понятия не имел, как к ним относились заявившиеся в подвал гириллисы. Я русский. Повторил он еще раз, наблюдая, как хмурые морды бородачей и стоявшие среди них двух женщин становятся недоверчивыми. Я от Клауса. Как там? Эль Перегрино Энкантадо очарованного странника. Он разрешил мне сюда прийти. Обращенный на него темный взгляд предводителя едва заметно смягчился. Кое-кто из людей опустил стволы. Однако до конца опасность быть застреленным еще явно не миновала. Допустим. Высокий, широкоплечий и плотный переговорщик стащил берет с пятиконечной звездой и пятерней пригладив волосы напилил его обратно. Тогда почему мы наткнулись на засаду из этих Малдитос, Мориконос? Ты выдал им расположение этой базы? Разведчик поспешил мотнуть головой и тут же пожалел о своем импульсивном порыве. От резкого движения он чуть не отъехал обратно. Нет. С силой смежив веки, Ква снова открыл глаза, возвращая зрительный контакт и постарался говорить как можно внятнее. Я не знаю, как это произошло. Я и мои друзья пришли сюда два дня назад. Странник дал нам карту, где было отмечено это место. Кроме тебя тут были только они. Подчиняясь кивку главаря, бородачи расступились, давая Вадиму разглядеть, изогнутое тело знакомого обера. Губастый негр застыл на безнадежно загаженном ковре, зияя провалами вытекший глаз и оскалив крупные зубы. Он выглядел так, будто поджарили на электрическом стуле в луже собственной крови. Над обугленным черным телом, покрытым ширно блестевшими кровяными пляжками из лопнувшей кожи, до сих пор вился дымок. «Как выглядели твои друзья?» Квас перевел дух. «Их здесь нет». Он стеснул кулак левой руки, стараясь не обращать внимания на боль, которая возвращалась по мере того, как он окончательно приходил в себя и теперь мешал рационально мыслить. «Эти вот, перед тем, как вырубить меня, говорили о том, что отправили моих ребят на какую-то базу. Их будут пытать. Черные хотят узнать, где над сестройника?» Воцарилось молчание. Главарь в берете впервые за весь разговор оторвал взгляд от Вадима и посмотрел на одну из женщин, стриженную полногубу латинску, в чьей крови, судя по виду, потрясающе красиво мешались гены испанских, индейских и даже негритянских предков. Та едва заметно пожала плечами. «Еще ни разу не соврал!» Глубокую певучу протянула она, подергивая на плече ремень от крупнокалиберной снайперской винтовки. Главарь поднял широкие брови. Лицо его, только что бывшее жестким и даже жестоким, расслабилось, являя хорошо знакомым по множественным фотографиям усмешку. «Так значит, русский, да, тебе повезло!» «Роберто чуть тебя не прикончил!» «Благодари Камилу!» «Это она отвела его ствол!» Вадим с искренней благодарностью кивнул первой девушке, которая по-прежнему упорно напоминала ему голливудскую актрису Пуэрто-Риканку. Та, наконец, бросила кастрюлю в одно из кресел и улыбнулась в ответ. «Ну, все-таки! Какие диаблосы стопосанду!» Вступивший в разговор бородач, который был ниже своего командира на целую голову, но также вооружен до зубов, с усилием придерживал бок. Его угрюмое лицо то и дело заново заливало кровью из перебитого носа, которую он вытирал рукавом. «Как они узнали, что мы идем сюда? Если бы не фантомы, которых мы пустили вперед, нам бы тут пришел конец». «В самом деле!» Вернул другой темноволосый боец лет тридцати. Он единственный из присутствующих мужчин, был почти гладко выбрит и говорил по-английски без акцента. «Если этот русский тоже угодил в их ловушку, то кто тогда выдал информацию об этом месте черным засранцам? И если он русский, откуда он вообще здесь взялся?» Стриженная девушка обращалась к предводителю. На Вадима она почти не смотрела. «Он не врет, но явно что-то скрывает. Спроси его, ТТ!» Головарь скинул руку и вопросы оборвались. «Привал до утра!» Бросив взгляды по сторонам отрывиста, приказал он. «Займитесь ранеными!» «Камила, Хаймы, на вас пожрать! Остальные убрать отсюда эту падаль и все дерьмо! Потом проверить тайник! К рассвету арсенал странника должен быть готов для похода! Разойтись!» Моментом позже возле дивана никого не осталось. Даже раненые пропали так оперативно, что в первый миг Вадиму померещалось, что в кинопленку перед его глазами клеили новый кадр. Предводитель придвинул кресло и, усевшись возле дивана, осторожно пробежался пальцами по пострадавшим участкам ткани кваза. «Не бойся, Амиго!» Ненадолго прервавшись, он отложил заратый в свободной руке карабин и зашарил в большой армейской сумке, которая стояла у его ног. «Я врач!» «Я знаю!» Вадим морщи сдвинулся так, чтобы собеседнику было удобнее работать с его травмами. «Знаешь?» Латинос вытащил наконец тугой валик стиранных бинтов и бутылку не то антисептика и не то крепкого живца. «Умеешь читать мысли?» «Нет!» Мысленно обозвав себя придурком и вынужденно наблюдая, как края рваной раны на руке быстро и профессионально обрабатывают обеззараживающим раствором, разведчик пытался мгновенно просчитать, о чем стоило и о чем не стоило говорить с этим человеком, который, если верить историческим хроникам старого мира, был то необъяснимо добр, то требователен и даже жесток с друзьями, а своим многочисленным врагам являлся в кошмарах. «Не умею!» «Сам не знаю, почему так сказалось!» Против ожиданий собеседник не стал развивать эту тему. Бросив только короткий взгляд из-под лобья, он продолжал быстро и профессионально бинтовать конечность кваза, не отрываясь от процесса. «Не удивляйся!» Отвечая на невысказанный вопрос Вадима, негромко пояснил он. «У нас со странником договор, его друзья наши друзья, поможем тебе, чем получится, но не ожидай многого, мы уходим через несколько часов». «Уходите?» В голове Вадима снова начала мутиться. Потери крови и глубокие травмы никуда не делись. Хотя легендарный предводитель Геридисов действительно делал все, что мог бы сделать врач бездоров Уля в таких условиях. «Уходим, Амиго!» Не удивился вопросу собеседник. «Оставим тебе запас целебной жижи и припасов. Если наш поход будет успешным, вернемся через три-четыре дня. Если нет, тогда уходи сам, как только сможешь. Негром уже известно об этой норе, и они сюда вернутся. К тому времени тебе лучше быть далеко отсюда, куда бы ты ни шел». «К слову, а куда ты шел?» Последний латинос проговорил немного иначе, чем все другое. И хотя это было сказано в равнодушно-доборожелательном тоне, Вадим счел за лучше ответить. Тем более, что он не видел особо смысла скрывать все, что с ним происходило после попадания через червоточину, за исключением разве что происхождения внешника. Выслушав его, Геридис надолго замолчал. Вадим не мешал ему думать, прихлебывая живец из большой армейской фляги, презентованной кем-то из пробегавших мимо боевиков. Он не знал, поверили ему до конца, но особого выбора, кроме как ожидать решения главаря боевиков, у него не было. Физическое состояние разведчика оставляло желать лучшего. Даже мысль о том, чтобы прямо теперь подняться на ноги, заранее вызывала в организме глухой протест. Но гораздо больше Вадима беспокоила судьба его вынужденных попутчиков, которые теперь находились в лапах у черных садистов, и возможности выручить которых на данный момент «Значит так!» Напряженно поразмышляв о чем-то не менее трех-четырех минут, главарь латиносов похоже все же пришел к какому-то определенному мнению. «У меня есть к тебе предложение, товарищ, послушай внимательно!» «Странник рассказывал тебе о нашей общине, ведь так?» Вадим качнул головой. «Только в общих чертах!» «Тогда я расскажу!» Не снимая билета, гириллис потер затылок. «Мы живем на острове, в нескольких десятках километров к западу отсюда!» «У нас там безопасно, пока, но неудобно!» «Остров далеко в воде, небольшой, цельный, стабильный весь!» «А здесь нельзя все время находиться на одном месте подолгу!» «Сам знаешь, Амиго!»» Разведчик кивнул. Он не вполне понимал, к чему клонит собеседник. «У меня там много хороших бойцов, мы выходим и возвращаемся, и для нас это не проблема!» «Но кроме нескольких групп Герейрос, есть и те, кому нужна защита!» «Женщины, дети, мужчины, которые не получили сверхсил, которые помогают отбиться от чудовищ, и те, кто вообще не способны держать в руках оружие. Они не обуза, каждый занят делом, но это не помогает, когда приходят корчи, которые можно унять, только выбравшись за пределы территории». Квас кивнул снова. «У нас похожая проблема. Много детей и других гражданских, которым нужно покидать место жительства, чтобы не заболеть. Но там, где я живу, мы с этим справляемся». Гирейлес поднял бровь. Вадим понял его невысказанный вопрос. «Раз в месяц, кажется, гражданских собирают в транспорт в четкой очередности и перевозят населенный пункт в другом стабе. Потом обратно. Безопасность передвижения обеспечивает армия. Инциденты случаются редко, но у нас это сделать легче. На востоке тварей почти нет, я уже говорил. Многие из малых, родившихся в РССС, живого зараженного не видели ни разу в жизни, до начала практических занятий в соответствующей профессии. «А здесь сложно», выслушав собеседник, дернул щекой и оглянулся на своих людей. «Мы привозим своих налодки к берегу и водим по кругу там, вдоль озера, но это очень опасно, и бывает, что только прогулки у воды недостаточно. Приходится отходить подальше, где монстры, теряем людей, и не делать этого тоже нельзя». Вадим промолчал. О загадочной лихорадке Улья, которая поражала всех, кто долгое время оставался в одном кластере, он был наслышан, хотя за восемь лет испытать ее на себе не доводилось ни разу. «Зачем мне это знать? Я чем-то могу вам помочь?» «Можешь!» Гирилес выпрямился. Его «Да слушай!» Остров был безопасным долгое время, скрытым. Но странник случайно выдал факт нашего существования неграм, когда пытался договориться с ними. Долгое время они искали нас, отбирались черти все ближе, было несколько стычек, всегда отбивались, кроме последнего раза. Неделю назад вышло по-другому. Во время очередного выгула наших неволозных эти твари подловили нас, когда мы «Ей нужно было отойти подальше, иначе симптомы лихрадки не пропадали. Уроды атаковали, когда ответ отбивался от тварей, убили пятерых наших и одного забрали в плен. Так что проклятая Мариконос держит у себя не только твоих друзей, но и моих. Вадиму очень захотелось, чтобы он не ослышался. «И вы?» «Да, мы идем за нашим человеком, к ним, и раз такое дело, если повезет и прорвемся через укрепление, попробуем увезти твоих камаразос. Опиши только нам их точнее, чтоб не обознаться, там будет мало времени разбирать». Вадим бросил взгляд поверх гирисова плеча. На заднем плане все привлеченные боевики занимались тем, что разворотив часть стены, обнажили ранее ненайденное разведчиком и его молодыми товарищами скрытое помещение размером с два хороших шифонера. И теперь бережные без лишней спешки, но и не мешкая, доставали оттуда настоящий арсенал. Странник спрятал это здесь после инцидента. Он знал, что это место удобно использовать как перевалочную базу. Я мог бы дать ему людей, но донести все необходимое оружие с нашего острова как дыре на плечах эскаси импосибли почти невозможно. «Хорошо спрятано, я бы не нашел, но ты говорил о какой-то помощи. Хочешь, чтобы я пошел с вами?» Командир Латиносов усмехнулся и качнул головой. «Нет, Камараза, тебе с нами нельзя. Сейчас я лучше посмотрю твои ребра, но даже отсюда видно, что там все плохо. Тебе лежать сутки двое-трое и все время пить лекарства. И то лучше бы еще дольше. Посмотришь по ситуации». «Тогда что от меня требуется?» Собеседник помолчал. Потом еще раз вынужденно глянулся со стороны оружейной комнаты. «Противогазов не хватает. По-хорошему нужно еще два». Командир помедлив кивнул. Дождавшись, пока она отойдет, снова повернулся к разведчику. «От тебя требуется вот что. Жди тут еще четыре дня. Если успеем вернуться, возьмешь своих, кого сможем вытащить, и уйдешь. Если нет, уходи один. Выживи, доберись до своих и расскажи им о нас». Он полез за пазуху, доставая небольшую замызганную книгу. Потом охлопал себя по многочисленным карманам, разгрузкам и откуда-то из-под седалища достал еще обгрызенный карандаш. Оттворив обложку, чиркнул несколько строк по-испански на ее внутренней стороне. «Нам нужна помощь товарищей с Востока. Если все так, как ты рассказал, то у вас есть ресурсы, чтобы вытащить нас отсюда. Ты говорил, мест у вас много и вы принимаете правильных людей. Можешь проверить, таких правильных как здесь ты не найдешь нигде в этом проклятом мире». В такой постановке вопроса к вас был не готов. «Верю, наши действительно принимают новых людей. Из-за внешних угроз есть постоянная необходимость приращивать население и особенно опытных силовиков. Но как это сделать технически в этих условиях? У вас есть вертолеты, пусть их пришлют сюда. Я не прошу за всех. Мужчины выйдут сами, некоторые женщины тоже. Но эвакуируйте самых слабых женщин и детей, вывезите их к себе. Остальные попробуют пробиться к вам пешком на восток, иначе погибнем. И я не преувеличиваю амиго». Он замолчал. Вадим молчал тоже, так едок, прокручивая в голове внезапную просьбу. Он не знал, насколько выполнимо было то, о чем просил легендарный команданта, и не мог сходу давать невыполнимых обещаний. «Я постараюсь сделать то, о чем ты просишь». Наконец пробосил кваз, абсолютно неуверенный в том, что говорит. «Если мне удастся добраться живьем, я запрошу встретиться штабом. Но даже если они одобрят план вашей эвакуации есть большая вероятность, что она может сорваться на самых разных этапах и по самым разным причинам. Ты пойми, здесь очень опасный район. Во многих поселениях на востоке вообще не поверят, что так далеко на западе кому-то можно выжить». Командир боевиков покрутил Томик в руке. «Я понимаю, Комараза, но это не односторонняя просьба. У без учета этих, которые идут на смерть. Но служи внимательно. За все время на острове пополнение из них составило не больше четырех десятков людей. Остальные родились здесь. Наши дети не превращаются в остров. Амиго. Никто из них. И для этого нам не нужны белые округляши, о которых мы узнали от странника. «Ты хочешь сказать?» «Да, Комараза, у нас есть двое, которые умеют препятствовать заражению. Хилеры? У вас два хилера?» «Не знаю, как ты их называешь, но эти двое способны излечить человека, если он еще не обратился. Черные уроды утащили Диего, одного из них». Новость была ошеломляющей. Вадиму доводилось слышать о хилерах, но это было сродни легендам, таким как странные кластеры или тут же стало известно. На хилеров охотились, это он знал точно, но охота за легендой была слишком дорогим удовольствием для обитателей Улья, и потому таких охотников, готовых гоняться за синицей в небе, всегда находилось очень немного. Возможность найти обладателя такого дара, да еще ни одного, могла показаться неудачной шуткой, или самой наглой лоджи из тех, которое довелось тут услышать. Но сидевший напротив человек, меньше чем кто-либо, походил на лгуна. В память ошевернулось воспоминание. Кажется, еще Клаус упоминал о поразительной выживаемости свежих попаданцев среди гириллисов. Если среди вас есть хилеры, тогда командование сделает все возможное для эвакуации. Но нам необходимо будет знать, где именно искать всех ваших, и как убедить их пойти с нами, если вдруг так случится, что тебя там не окажется. Латинос вытащил из нагрудного кармана карту, которая была подробно прорисована от руки. Развернув я пред лицом Вадима, ткнул в нужный квадрат, после чего аккуратно сложил и вложил в потертый томик, а тот положил на диван рядом с квазом. Тут указано, где нас искать. Если я буду мертв, покажи эту книгу тем, кто вас встретит. Они ее узнают, в ней послание, вам поверят. Ну что, договорились, комраза? Поколебавшись, Вадим коснулся своей раздавленной груди и едва удержался от скрика. Договорились. Я сделаю, что смогу, чтобы организовать спасение твоих людей. Но ты помоги мне тоже. Ни за что не поверю, что вы могли уйти в такой все же хочешь искнуть? Тут даже самому хорошему лекарю работа не на один час. Может быть даже не на один день. А у нас свои раненые. Разведчик криво усмехнулся, тиская здоровой рукой край спинки дивана. Если у вашего лекаря получится меня починить, ваши шансы подойти к ним незамеченными сильно возрастут. Мой дар сделает вас невидимыми даже для сенсов людей, которые чувствуют приближение, если они не будут знать точно, что мы идем. В подтверждении своих слов он плотнее впился пальцами в ткань и активировал маскировку. Выждав несколько секунд, снова нарисовался перед глазами Гириллиса. Лицо последнего осталось невозмутимым, но тон голоса заметно изменился. Никогда не видел ничего подобного. Он протянул руку, словно желая потрогать растворившегося на его глазах здоровенного кваза, но на полпути придумал. Это ты перемещаешься или... Нет, это вроде прикрытия, камуфляжа, щита, которые скрывают от глаз и от детекции на расстоянии. Под таким прикрытием меня не видят ни монстры, ни люди, за очень редкими исключениями. И ты можешь так всех? На короткое время смогу, если буду прочно стоять на ногах. Лицо команданта вновь на короткий миг отразило сомнение. Потом он резко поднялся. Энрике! Из спальника зверопримекала гостиной, выглянул молодой, коротко стриженный латинос. Подчиняя жесту главаря, приблизился к дивану и бросил короткий взгляд на кваза. Как там у тебя дела? Порядок. Уже закончил, отдохнут и будут как новые. Командир хлопнул парня по плечу, тот заметно пошатнулся, но устоял. Устал? Есть немного? А что скажешь насчет этого? Энрике поднял брови и уже внимательно осмотрел разломанное тело Вадима. Когда он поднял взгляд на командира, в нем читалось самое настоящее изумление пополам с явно подавляемым протестом. Сделай все, что сможешь. Возьми из сумки все, что нужно, но завтра он должен идти с нами. Глава 29. Когда с головы Нолда содрали мешок, он смог проморгаться не сразу. Не из-за яркого света. В большой обшарпанной комнате без окон царил полумрак. Просто мешок оставался на голове так долго, что только благодаря улучшенной настройке внутренних рецепторов внешник мог осознавать, что с момента странного оцепенения, которое охватило его в подвале после команды одного из некров и до освобождения прошло около двух суток. Впрочем освобождением происходящее можно было назвать только условно. Руки бага были по-прежнему связаны за спиной, а тело, как и сознание, оставались ватными и вялыми и работали процентов на 20 от нормы. Но после более чем 48 часов полуанабиотическом состоянии с мешком на голове без воды пищи свежего воздуха, то, что он мог видеть и думать, уже показалось неслыханным подарком судьбы. Впрочем окружающая реальность активизма пока не располагала. Восстановившемуся зрению Нолда предстало странное помещение, которое представляло собой нечто среднее между залом для видеоконференции и резиденцией вождя племени Тумба-юмба. Последнее было гораздо ближе к правде. На потертом и надорванном во множестве мест некогда дорогом ламинате перемешку с пустыми жестяными банками, обрывками пакетов, коробок и прочим мусором. Валялись птичьи перья, шкуры животных, кости и выделанная кожа, снятая с убитых зараженных. Вдоль стены с потолка свисали провода, облепленные сухими стеблями травы какой-то дренью. Несмотря на то, что две литри лампы чудом держались, комната освещалась только расставленной под стенами многочисленными свечами, ложками с жиром и курильницами. Причем, судя по запаху, обитатели этого места предпочитали дышать ароматами жареного куриного помета, смешанного с кошачьим говном. Внешник поднял голову, щурясь на полутемные фигуры полутодесятки шагов от себя. В самом центре комнаты на пышном импровизированном насесте восседал огромный чудовищный страшный грязно-кричневый кваз. Нижняя часть его лица была вытянута книзу и расширялась, заканчивая заостренными желтыми клыками, которые торчали из-под верхней губы. Вместе с круглыми маленькими ушами, посаженными сверху и складками кожи вокруг шеи, этот тип так смахивал на бегемота, что у Нода не оставалось сомнений, кого он видит перед собой. Вооруженная свита из десятка черных оберов разной степени измененности стояла по обеим сторонам относиться с оружием в руках. Едва ли где-то в зале к небелой расе всех оттенков и были разодеты как типичные обитатели негритянских трущоб с поправкой на условия постапокалиптики и общее наплевательство на гигиену. Некоторые насилили на себе обрывки тех же шкур и перьев, которые неопрятными кучами замусоривали пол. Помимо бага в зале не было ни одного белого. Внешник скосив глаза в сторону туда, куда судя по звуку на пол бросили связанную голди и против воли содрогнулся. Как и с него, с девушкой только что содрали мешок, из-за чего лицо мулатки было здорово помято, а пышные волосы напоминали гнездо. Но не это поразило опешившего бага. За то время, пока он не имел возможности рассмотреть подругу, девушка сильно прибавила в росте и так раздалась в плечах, так что ноут едва ее узнал. Миг спустя он понял, что и лицо ее опухло не из-за мешка, по каким-то неизвестным причинам девушка мутировала в кваза и теперь когда они выберутся из этой передряги нужно будет изрядно поподеть, чтобы откатить это все назад, если они выберутся. Баг не имел представления где именно они теперь находились и как далеко их увели от места куда должен был вернуться Вадим. Хотя подозревал, что их притащили в тот самый бункер о котором говорил Клаус и из которого сам эссерцевец смог сбежать только благодаря недюжинно развитым дарам и очень сильному везению. Между тем главный негр похоже был удивлен увидеть перед собой компанию не меньше потому что перел выпуклые глаза в двух сопровождающих пленников черных квазов и взгляд его не предвещал ничего хорошего. Какого хрена? Не разочаровал он, тиская подлокотники толстыми сломенными пальцами с нанизанными на них самопальными перстнями. Какого факин хрена вашу мать? Вы же должны быть сейчас в засаде говнюки. Что случилось? Какого вы ослабили банду на факин две единицы? Йоу бегемот! Черный кваз который держал бага за плечо смущенно хекнул сверху обдав внешника зловонием. Притормози бро не я придумал тащить эти задницы к тебе приказ серджа бро. Я мэн мешался второй конвоир повыше первого но гораздо светлее. Эти двое еще свежих да но слышь они видели нашего блонди мать его клауса где-то неделю назад. Он вытянул их из какой-то задницы и они типа знают где еще одна из его нор это где-то загребанным манхэттеном но они не помнят точно где нужно просветить им бошки сердж не смог поэтому он и послал нас к тебе поспешил добавить первый переступая с ноги на ногу и без дела дергая пленника за плечо бежали как факен мустанги вроде как если поторопиться можно поймать это фашистского ублюдка по горячим следам типа так серж сказал бро бегемот раздул ноздри бросая взгляд куда-то вбок на одного из своих людей негр на который он посмотрел выделялся на фоне прути свиты повышен интеллектуальным выражением на лице и коротко ухоженной бородой встретившись глазами с главным он позвал плечами не знаю босс если уже прошла неделя то дергаться поздно за это время белобрысый мог успеть уйти за горы и там потеряться не думаю что он столько времени сидит на месте дожидаясь нас про нарук конечно выяснить можно да только даже если мы оставим там жука Манхэттен свалит оттуда и засаду не устроишь к засаде в самой норе он не подойдет издали почуят выясняли уже а просто держать отряд поблизости нет смысла ну сам подумай сколько им придется там торчать он может не появиться до самой зимы а то и вернется к весне а на зиму он часто уходит на восток возле факин Манхэттена опасно бро мешался другой приземистый широкий квас из телохранителей там с некоторых пор какая-то хрень творится наши два раза пропадали и не из-за зверя заткнитесь нахрен бегемот треснул кулаком по подлокотнику из-за чего на си сдругнул я думал что отправил банду крутых книга чтобы они переломили хребет чертовым латинос на нашей территории а вместо этого получают тупых мазафакеров которые нашли самый хреновый момент чтобы свалить да еще приперли два нахрен ненужных куска мяса какого хрена ублюдки если из-за того что вы бросили братья вдолбанная латино содержит верх и перебьют людей сержа вы мазафака оба только сука вдвоем отправитесь на их территорию и не вернетесь пока не доставите мне задницу их лидера этого факен педика че гевары на долбанном блюде поняли понятно мазафака е босс без вины виноватые конвои расклонили головы при этом один из них настолько слабил хватку что баг смог полуобернуться и бросить ободряющий взгляд в сторону девушки но допросить этих бейб все-таки стоит снова подал голос интеллектуальный негр потирая бороду пусть вспомнят где нора ее надо обследовать вдруг мы найдем там что-то что укажет где искать нашего факен клауса или наведет на след еще одной нары он умолк потому что бегемот резко поднялся под взглядами подчиненных негритянский босс прошел до стоявших на коленях пленников и остановившись рядом несколько мгновений взглядывал обоих почти сразу поморщившись при виде деформированных лица и фигуры девушки он повернулся к анолду и некоторое время произучал его молча явно рассчитывая на запугивательный психологический эффект баг как честно подыграл ему изобразив ужас на лице особенно стараться для этого ему не пришлось какой гладкий после паузы выдал главарь мутантов протягивая лапу и грубо тиская щеку внешненько тот попытался отстраниться но ожидавший этого конвоир удержал его голову за волосы давно не встречал таких смазливых педиков мы с тобой поладим оу очень скоро поладим но сначала расскажи что ты знаешь о факинг клаусе и не ври мне сучка я чувствую когда мне врут и очень это не люблю баг скосил глаза в сторону и поймал взгляд голди если ему было не по себе то девушку откровенно трясло от страха я почти ничего не знаю подпустив голос нужной пропорции дрожи выговорил он старательно игнорируя черные когти у лица человек по имени клаус спас меня и моего друга от каких-то тварей потом он попросил чтобы мы проводили эту девушку к людям которые живут где-то на западе это все клянусь не удержавшись он снова посмотрел на мулатку но это осталось без внимания как раз в этот миг голди силы зажмурилась закусывая губу похоже она чудом сдерживалась чтобы не удалиться в истерику тем временем его ответ похоже хотя не разозлил но они вполне удовлетворил бегемота тут явно ожидал услышать больше окей сучка пока не соврал давай работа ротиком дальше детка расскажи мне где сейчас твой белобрустый приятель где в смысле где клаус я я правда не знаю он ушел сразу как привел девушку он очень куда-то торопился босс решил снова вмешаться один из конвоиров попробуй просветить ему мозги серж серж говорил что у него не вышло там какой-то блок или типа того но у него точно что-то есть что-то странное подозрительно для свежака бегемот снова перевел взгляд на внешника и помедлив положил когтистую лапу ему на голову но больше ничего сделать не успел внезапно дальняя дверь которая пряталась в углу за разломанной трибуной с треском распахнулась в помещение валилось приземистая негритянка средних лет и настолько необъятных размеров что в дверной проем она протиснулась с огромнейшим трудом лишь потому что большая часть ее волнообразного жирного тела была густо намазана слоем резкопахнущего масла при виде нее бак на короткое время лишился дара речи и даже голди перестала дрожать и уставилась на новоприбывшуюся смесью изумлений и страха и было отчего желеобразная пришелица смотрелась просто монументальной казалось войдя она заполонила с собой большую часть немаленькой комнаты и на ее фоне что телохранители что сам огромный бегемот что тем более их пленники касались толпой худых подростков негритянка будто бы состояла из нескольких колыхавшихся слоев жира которые были поставлены друг на друга как шары снеговика слоновья конечности тряслись и перекатывались черными валами и вызывало изумление то что внезапная толстуха вообще была способна стоять прямо на ногах а не передвигаться да еще и так стремительно но непомерная тучность являлась далеко не самой главной фишкой ее яркого образа с ног до головы необъятная негритянка была увешана бусами и браслетами самого разного вида и размера ее украшения взблескивали золотыми и серебряными кольцами или стукивали деревянными фигурками нанизанными на лески семенами растений и кусками обработанных костей негритянский платок под которым пряталась прическа был из яркого пестрого шелка как из кладки необъятной как парашют обширной юбки натянутой на грудь из под юбки торчали босые ноги впрочем едва ли на ступни таких размеров можно было бы подобрать хоть какую-то обувь хотя несмотря на отсутствие обувки про украшения она не забыла валяки лодыжек тоже обхватывали браслеты которые по объему больше напоминали спортивные обручи для детсадовцев негритянка задыхалась жадно хватая воздух ртом и всей своей массой опиралась на толстую палку покрытую причудливой но явно самодельной резьбой появление негритянки стало полной неожиданностью не только для пленников но и для их хозяев широко уродливая челюсть бегемота отвисла лица прочих выражали самый разный спектр эмоций но в большинстве своем осрашенное изумление негритянку это впрочем не смутило она была слишком занята тем чтобы дышать феррически она поднимала голову пытаясь что-то сказать но тяжелая дышка не давала произнести что-то членораздельное и чернокожая только задушенно квакала досадливо махая толстой рукой к тому времени как она хоть как-то продышалась бегемот похоже успел прийти в себя от изумления широкими шагами он пересек комнату и остановился перед загадочной пришелицей мама ты ходишь какого хрена что случилось негритянка с усилием выпрямилась блестящее от масла и потожирное лицо было не коричневым а почти серым от непомерных физических усилий но речью она уже владела я мне было видение страшное видение страшного конца нашего конца ждать было нельзя факины рабы ленивые сукины дети куда-то запропастились поэтому пришлось бежать самой тебе надо было предупредить вождь пока еще не поздно ее взгляд скользнув мимо по-прежнему недумевающего бегемота уперся во внешника сдрогнув всем своим немыслимым телом черная мама вскинула бочкообразную руку крича в него пальцем он это он он негритянский босс тоже обернулся на пленника но ничего представляющего опасность не увидел что это одно из твоих видений мама что происходит вместо ответа та обухнулась на колени в полу что-то хрустнуло бородатый негр и один из телохранителей бегемота бросились было поднимать драгоценную тушу но остановились на полпути негритянку трясло толстое тело будто ожило и пошло волнами глаза закатились на губах выступила пена руки застребли по полу а ноги точно свело тяжелой судорогой все ее многочисленные украшения и амулеты застучали такт этой немыслимой тряске и выглядело это так будто в негритянку вселился демон либо с ней случился эпилептический припадок последнее едва ли могло быть правдой учитывая что пребывание в улье излечивало любые болезни впрочем единственное что можно было сказать со стороны наверняка она не прикидывалась лежащую на полу трехсот килограммовую тушу три слоя подкидывала почти на полметра точно ее шпыняли снизу при такой массе едва ли у нее хватило бы сил провернуть подобное самостоятельно он творение демонов что вы родили его в самой сердцевине в самом череве хаоса но он другой чужой даже для них даже для хаоса чуждость основа его сути его отторгли люди ибо он питается ими питается их силами дарами он жрет и тянет как жадная саранча его отторг сам хаос ибо он нарушает его целостность его законы саму структуру но демоны о нет демонам он не нужен они ищут его ищут у него есть то что нужно им то чего они жаждут в его руках ключ ключ к их спасению они придут за ним ничто и никто их не остановит они придут а после них останется лишь смрад и смерть демоны голодны демоны жаждут его крови но они смогут выпить больше много больше они выпьют всех кого найдут и он приведет их к нам они найдут нас здесь через него и он укажет им путь корчи становились тише пена высыхала и постепенно негритянка приходила в себя самые догадливые свиты бородатый негр сорвал с пояса фляжку и присев рядом с ней с усилием приподнял ее голову поднеся горлышко губам несколько глотков живца окончательно успокоили трепыхание грузного тела черная мама заморгала разглядывая мир уже вполне осмысленно с помощью бородатого она села отирая подсолба несколько раз подозрительно оглянувшись на пленника который по-прежнему стоял на коленях с удерживающей его черной лапой на затылке бегемот приблизился к женщине и присел перед ней на корточке мама что ты такое несешь что ты видишь что с этим белым ублюдком он опасен чернокожая хрипло прокашлялась ее голос неживой натреснутый с явно нехарактерным слогом постепенно возвращала обычную грикианскую визгливость запустив пальцы взбившиеся россыпи амулетов на необъятной груди черная женщина задвигалась челюстями пытаясь унять остатки корчей опасен словно эхом откликнулась она но тут же повторила увереннее и тверже да опасен я чувствую я знаю он выглядит свежим и слабым но это обман он порождение демонов и сам он демон который жаждет нас ему нужна наша магия наши души если его не остановить нам придет конец сам мирно кажет нас руками проклятых демонов от тех немногих кто спасется пожрут голодные духи я видела я она помотала головой точно в самом деле отгоняя обрывки тяжелых видений избавься от него избавься слышишь выкинь из нашего дома отдай его злым духом голодным тварям пусть сожрут его мерзкую плоть только так мы сможем спастись только так можно успокоить мир его существование вносит фак вносит дисбаланс он не должен был появиться в этот факен мир но чтобы соблюсти законы мира он должен умереть отдай его голодным духом слышишь это единственный выход иначе смерть смерть всем нам я видела это собственными глазами слова негритянки звучали все истеричнее и все больше походили на полный бред но предводитель отнесся к ним вполне серьезно поднявшись он вернулся к пленнику и остановившись в нескольких шагах вновь принялся внимательно его изучать не вижу ничего необычного наконец проговорил он потирая затылок шит мама детка ты не ошиблась это точно он тот факен демон из твоих видений выглядит как обычный гладкожопый ублюдок из квартала для белых хотел оставить этого факен педика себе ленивые твари давно не притаскивали таких смысливых рабов это демон толстуха со свистом втянула воздух всем весом наваливаясь на бородатого который уже долгое время мужественно удерживал ее в относительной вертикали ты слышал бегги ему нельзя оставаться здесь говорю тебе не веришь назови мне хоть раз когда твоя мама ошибалась хоть единственный раз ладно ладно уймись главный негр наградил нолда последним взглядом и сплюнул на пол а что насчет этой факен уродины пристрелить ее нахрен на кой она теперь нужна это ведьма толстая негритянка снова вдохнула точно ей было тяжело дышать она уже сильна и будет становиться все сильнее она уже способна починить некоторых из вас лучше пристрелить ее сейчас пока она не почуяла свою силу или отдай духом как и этого чем больше жертва тем довольнее духе тем громче слышен мир подождите рискнул мешаться баг уже давно почуявший что дело пахнет жареным подождите стойте мы для вас угроза просто отпустите нас и мы уйдем уйдем и забудем дорогу сюда никто тогда вас не найдет даю вам угрозами внезапно полыхнул черно-багровым а затем погас должно быть в качестве завершения аудиенции у негров ему без сантиментов резали по затылку голову ломила тупой болью чуть ниже темени и вдобавок горло подкатывало тошнота подавляя желание застонать он кое-как разлепил глаза и тут же зажмурился спасаясь от яркого дневного света багги багги ты слышишь хрипловатый женский голос не был ему знаком но интонации он вспомнил с огромным трудом повернув голову внешник сумел разглядеть смутное темное пятно которое почти сразу сошлось в силуэт отчаянно взывавший к нему голди на свету изменения с ней можно было разглядеть гораздо лучше но этим баг заниматься не стал все внимание отвлекла на себя панорама которая раскинулась перед внешником и его подругой во всей своей дерущей морозом по коже красе насколько можно было судить они находились на небольшой каменной площадке немного выше подножья не то очень высокого холма не то невысокой горы площадка была одета в старый потрескавшийся асфальт из которого через ровные промежутки торчали намертво бетонированные куски арматуры несмотря на то что объем каждой арматурены в два а то и в два с половиной раза превышал толщину железнодорожной турином и были сейчас примотаны баг и девушка перемотаны небрежно обрывками веревок кожаных ремней и даже кусками ржавой цепи но накрепко в этом внешник сумел убедиться дернувшись несколько раз изо всех сил напрягая вывернутые и стянутые за спину руки те кто привязывал жертв к этим импровизированным столбам знал свое дело и не обошел вниманием даже шеи из-за чего теперь затылки нолды и голди оказались в тесном контакте с нагретым на солнце металлом но все их страдания от боли жажды и неудобства меркли перед картиной которая открывалась перед ними асфальтная дорога бегала по склону вниз мимо ржавых остовок грузовиков каких-то развалин подножию в 2-3 километрах от которого раскинулся огромный город город этот был поразителен своей сказочной красоте которая проступала в его общем облике даже сквозь бешеную разруху гарь самрат и ужас которые теперь происходили в окрестностях пусть из такого расстояния багу и голди были видны спины лапы и другие части тела развитых зараженных которые мелькали между небоскребов пальм искусственных насаждений бассейнов огромных вывесок и прочей мишуры в контрасте со всеми признаками развитой цивилизации который являл собой футуристичного вида мегаполис беснования израстала неширокая полоса жидкой рощи которая с одной стороны упиралась в стоптанные кукурузные поля а с другой была заслонена соседними холмами в роще как и на полях тоже шастало немало зараженных которые были гораздо ближе к беспомощным пленникам чем их собратья в городе и в любой момент могли обнаружить свежее мясо и явиться на обед план негров окончательно прорисовался в голове оценившего ситуацию Нолда и сердце у него упало Голди Баг попытался дернуть головой смахи проступивший пот солнце сверху палило немилосердно как будто торопясь выпарить обреченных раньше чем их съедят Голди давно мы здесь торчим девушка придушенно схлепнула Багги ты очнулся с явным облегчением отозвалась она давно нет нас только что привели ну в смысле нас с ней привели а вас с ним притащили вон они эти гребаные уроды еще валят к себе в нору видишь не вполне понимая о чем речь но следуя за направлением взгляда девушки внешник вернул шею оглядывая через плечо и почти сразу увидел что имела ввиду его подруга за арматуринами которым были привязаны они двое из асфальта за их спинами торчали еще три у двух из этих столбов тоже обнаружились люди худенькая девушка со спутанными светлыми волосами и огромным беременным животом и стерзанный обрубок человека в котором с большим трудом можно было узнать мужчину латиноса последний не стоял у столба а сидел на коленях точнее одном колене потому что его вторая нога была явно недавно отрублена свежий обрубок небрежно перетягивал грязный тряпичный жгут помимо правой ноги у латиноса отсутствовала и левая рука и даже часть кожи на лице и груди а оставшуюся покрывали многочисленные раны язвы и ожоги несчастный был так зверски искалечен что оставалось удивляться как жизнь еще теплилась его теле и даже более того судя по мучительной позе и гримась изуродованного лица парень до сих пор оставался в сознании обрывки его губ плотно сжимались от боли но взгляд у слевшего глаза был достаточно осмысленен и горел смесью дикой муки и безумной надежды чуть поодаль площадка заканчивалась большими воротами вделанными прямо в скалу к этим воротам теперь внималась пешки и возвращались четверо смутно знакомых черных квазов под взглядами пленников они почти вбежали в малозаметную дверцу где-то сбоку и пропали с глаз похоже эти вот хотят чтобы нас сожрали монстры мулатка сморшило деформированное лицо закусывая губу багги я не хочу умирать слышишь не хочу я не хочу внезапно прохлепела из-за ее спины беременная блондинка горячий ветер откинул назад склоченные волосы и невольно вновь обернувшемуся внешнику стало видно ее лицо никогда красивое лицо молодой девчонки сейчас больше походившей на старуху я провела провела в этом проклятом притоне год или больше эти мерзкие вонючие черные твари лезли ко мне каждый день каждую ночь по многу раз я столько раз хотела сдохнуть и столько раз пыталась но теперь я не хочу я тоже не хочу умирать слышите вы кто вы там есть вы твари я не хочу умирать тихо ты внешник помошился невольно переглянувшись с испуганной этими воплями голди тихо не кричи иначе приманешь кого-то из чудовищ да заткнись кому сказал мы выберемся отсюда все вместе только заткнись и дай мне подумать думай сколько влезет вспышка внезапной ярости похоже лишила блогинку последних сил из лобной безумной фурии она вновь превратилась в рано постаревшую измученную молодую девушку с печатью глубокого страдания на лице долго это все равно не продлиться сейчас она не договорила роняя голову на грудь внешник напружился собираясь силами он не знал сколько дней ему пришлось провести без пищи питья лекарства спороголодания внутренние ощущения говорили что много но просто так сдавать собак не собирался сконцентрировавшись он активировал дар пирокинеза высвобожденный огонь вспыхнул сразу задымившись на кромке кожаного ремня которым была перетянута грудь Нолда однако в отличие от Клауса который прожил в Улле больше 80 лет и умел контролировать свой дар в совершенстве пламя Бага не захотела пристать только там где это требовалось хозяину и почти сразу же перекинулась на его одежду стиснув зубы внешник удержал пламя на ремне как можно дальше уклоняясь от жара и чувствуя как горевшая но не прогоравшая синтетическая ткань его футболки запекается колючими ожогами на коже постепенно пламя охватывало ремни по всей длине превращая их а за одну одежду и шкуру Нолда в обгорелые дымящиеся трепки Баги ты что творишь ты же горишь не надо у тебя руки скованы цепью глухо поддержал мулатку хриплый мужской голос из-за ее спины как видно обрубок латиноса действительно остался в сознании и старания внешненько не остались для него незамеченными ты не сможешь заткнитесь едва сдерживаясь провел сквозь стиснутые зубы Баги который добровольно и малоэффективно сжигал себя живьем но ничего другого придумать сейчас не мог заткнитесь я хотя бы стараюсь не выдержав он застонал выключая огонь и что было силы рванулся налегая на ремни те что держали поперек груди и под шеей лопнулись коротким треском но веревки которыми были привязаны ноги и цепи с рук никуда не делись ого Баги у тебя получается получается ноут запрокинул голову прижимая затылком горячему металлу этот его порыв лишил последних сил и превратил кожу на груди и шеи в рваной лохмоте для следующей попытки требовались время и силы но у него не было ни того ни другого Баги Свитхард смотри ты видишь это это она это правда она внешне как в глаза невольно обращая внимание на то что пыталась показать ему взволнованная Голди смотреть ей казалось особо не на что кроме того что по дороге ведущей от города к ним приближалась ободранная запыленная и покрытой грязью знакомая кошка откуда она здесь взялась оставалась загадкой разве что выскользнув из подвала она незамеченной бежала за мутантами которые тащили пленников в свое логово и благодаря размерам вкупе с феноменальным везением зачем-то смогла добраться аж до сюда в другое время приключения странной кошки в страшном мире могли бы показаться занимательными но сейчас багу было не до нее с все возрастающим волнением поглядывая в сторону зараженных он заставил себя собраться с последними силами огонь снова вспыхнул на этот раз на веревках которыми были связаны его ноги одновременно с этим он напряг мышцы рук выжимая все что только можно было из улучшенных биотехнологиями мышц костей и сухожилий низкий звук трескучий и довольно громкий похожий на вой тревожной сирены раздался он головами пленников неожиданно заставив всех кроме латиноса присесть от испуга огонь бага погас он как и голди завертел головой пытаясь определить источник скрежетания который усиливаясь оглашал окрестности хриплым ревом краем сознания нот отмечал что ближайшие к ним зараженные которые до того дело это чесали через вытоптанное кукурузное поле пожираемому городу приостанавливались как видно тоже высматривая откуда доносился шум вон там багги голди мотнула головой в сторону недалеких развалин на одной из стен которых можно было рассмотреть древний раструб ржавого громкоговорителя это оттуда они их так зовут блодинка невидимая за их спин беззвучно рассмеялась ну конечно стиснув зубы внешник сконцентрировался на раструбе спустя несколько мгновений пламя вспыхнуло вокруг него но сил у обреченного нолда уже не хватило проклятая железка погасла только чуть подкоптившись и при этом не переставая вопить между тем зараженные уже уверенно и без сомнений перли на звук постепенно заполняя с собой асфальтовую дорогу свежих среди них почти не было багг мгновенно насчитал несколько высших бегунов алатарейщиков и двух-трех тварей покрупнее Андре ты сделай что-нибудь они же нас съедят поздно блодинка оборвала нелепый смех и теперь говорил еле слышно больше для себя слишком поздно Голди яростно дернувшись ноут на короткое время оторвал взгляд от неумолимо приближавшейся смерти и обернулся к серой туже самой лапке кошка напуганная не меньше людей металась от одного столба к другому от чего-то она по-прежнему не убегала но внешненько было не до нее Голди послушай послушай меня ты умеешь управлять людьми умеешь оставлять их делать то что хочешь я понял это еще там в подвале не перебивай я догадываюсь что ты сделала жемчужину от этого твои силы должны были сильно возрасти я слышал что многие с таким развитым даром могут управлять не только людьми но и монстрами попробуй может быть ты сможешь заставить их уйти Багги попробуй перекрывая вой сирены прорал внешник снова напрягая мышцы до упора изо всех сил пытаясь растянуть проклятую цепь давай или мы умрем первые из набегавших зараженных уже видели мясо и целенаправленно стремились к нему не оставляя попыток освободиться ноут сосредоточился на одном из них который в нетерпении добраться до жратвы вырвался вперед пламя вспыхнуло вокруг его головы заставив зараженного замедлиться а потом внезапный рывок опрокинул на землю Баг резко обернулся на Латиноса который с полубезумным выражением на обезображенном лице подался вперед судя по натянутым жилам на шее помощь пришла именно от него но удивляться было никогда бросив бегуна который сурчанием катался в пыли царапая вытекшие глаза Баг перенес внимание на второго уже изготовившегося к прыжку Латинос снова прикрыл зараженного отбросило на несколько метров и столкнулся с другим развитым латерейщиком который был в шаге от того чтобы перейти на более высокую ступень пожирания латерейщику не понравилось внезапное вмешательство в его траекторию и он с рыком отбросил бегуна со своего пути но тут же завертелся на месте мотая башкой и пытаясь тряхнуть пламя цокавший вслед за ним топтун обошел двух катавшихся конкурентов и одного ползущего с пропоротым боком но на расстоянии десяти шагов от столба к которому был прикован внешник внезапно остановился словно налетев на невидимую стену тупая морда сделалась еще тупее и словно недоумение пасть раскрылась являя ряд страшенных зубов было видно что зараженный очень хочет подойти и начать жрать беспомощное мясо но ему не подходилось несколько раз монстр словно готов был встряхнуть оцепенение и двинуться вперед и всякий раз оно вновь овладевало им снова и снова удерживая от того чтобы кинуться на Бага остальные зараженные рангом пониже приостановили бег не вполне понимая что творится с вожаком и не решаясь первыми кидаться на добычу мельком бросив взгляд на голде на лбу которой выступили крупные градины пота внешник снова обернулся к ним и поднатужившись воспламенил асфальт направленной огненной струей дезориентированная внезапно вспыхнувшая перед ним огненной стеной мелкие твари бросились в рассыпную однако далеко не отбежали предпочтя оставаться поблизости и ожидать приказов вожака меж тем латинос возле бедра которого теперь терлась обезумевшая кошка сумел дотянуться изломанными пальцами до асфальта воздух над его рукой надломился и искажаясь стек на землю прозрачными каплями которые все разрастаясь устремились к особо-настрыному лотрещику все-таки решившему проскочить к мясу прежде массивного топтуна ступивший в живую лужу лотрещик с ревом одернул лапу должно быть ее состав сумел чувствительно задеть до мяса даже сквозь ороговевшую ступню мгновенно собравшись одной кромадной каплей лужа стремительно рванула вверх и взорвалась брызгами окатив не меньше трех мутантов которые с лотрещиком обходили зависшего топтуна с двух сторон шкуры обдатых зараженных задымились лотрещик которому досталось больше всех отпрянул царапы прожженные места остальные просто мотали башками быстро приходя в себя со стороны поля к месту схватки торопились новые монстры как неотчаянно сражались приговоренные жертвы их конец был предрешен это было только вопросом времени багги багги я больше не могу внешник напружился так что потемнело в глазах затылок вспыхнул резкой болью в мозгу полыхнула сминаемое железо ответило скрежетом и лопнуло одним кольцом вырвав освобожденную руку баг что было силы врезал висевшей на ней цепью по морде сунувшемуся бегуну вызвал огненную вспышку врезал еще раз ловив движение сбоку попытался уклониться от мелькнувших когтей но не успел скрюченная каменной крепости лапа полоснула его по голове и плечу сорвав ремни из кожи едва не вырвав ухо раздосадованный неудачилый трещик злобно рыкнул и замахнулся снова но нелепо споткнувшись упал мимо бага с пробитой головой в его развороченном затылке зияла огромная дыра отчаянно завизжала блондинка матерый бегун который воспользовался суматохой и оббежал неудобный первый ряд добычи вцепился в ее бедро но тут же рухнул носом в пыль на этот раз ноут отчетливо слышал звук далекого выстрела он завертел головой но так никого и не увидел однако этого было уже не нужно со стороны рощи вырываясь из какофонии рева сирены и вручение тварей послышали схлопки новой пальбы дезориентированные свежим источником звука зараженная вздрагивали тоже не зная куда бежать и кого рвать первыми и продолжали падать отчаянно закричала голди на мгновение упустившись внимание основную опасность внешних обернулся в ее сторону но только успел заметить стремительный рывок на конец обретшего собственную волю топтуна короткий взмах чудовищной лапы и крик девушки оборвался одновременно с этим спина монстра задергалась взрываясь костяными и мясными брызгами в тех местах где в нее попадали разрывные пули взрывевший от боли топтун завертелся размахивая лапами и дорывая то что оставалось от мулатки пока новый грохнувший басовитый выстрел не пробил броню на его затылке врываясь в мягкую плоть реальность прошла короткой волной открывая взгляду отряд из почти двух десятков тяжело вооруженных людей в самом конце площадки разредоточившись правильной цепью пришельцы бежали в сторону уцелевших поливая свинцом остатки твари вокруг них часть отряда прикрывала атакующих отстреливаясь от новых зараженных которые продолжали подходить со стороны города реагируя на звук на глазах у внешника один из незнакомцев приостановился и прицелился обернувшись к раструбу выстрел смел проклятую сирену со стены а меткий снайпер почти сразу же резко обернулся и послал следующую пуль лотрещику который со стрелянными лапами продолжал ползти по залитому кровью и заваленному потрохами асфальту селись добраться хоть до кого-нибудь санта мария я и не надеялся они пришли они успели карамба лихорадочный шепот латиноса доносился как сквозь слой толстой ваты несмотря на то что сирены рев зараженных и даже выстрелы уже прекратились сам внешне как будто впал в оцепенение вновь обернув голову и будучи не в силах перестать смотреть на то что еще минуту назад было живой и отчаянно симпатично ему девчонкой нолд почти не реагировал когда часть добежавших до столбов людей в камуфляже и противогазах помогали несостоявшимся жертвам освободиться от пут в то время как другие выстроились полукольцом удерживая оборону как несколько незнакомцев под прикрытием двух стрелков рванулись железным воротам бункер бежно таща на весу тяжелой ящики а один заметался от одной свежей туши зараженных к другой проверяя мешки очнулся он только тогда когда перед ним выросла огромная смутно знакомая фигура в рванье одна из ковшеобразных лап фигуры висела на перевязи зато второй пришелец взялся и резко оборвал остатки удерживающих внешненько веревок андрей голосом вадима сипло гаркнул он встряхивая нолда за уцелевшее плечо не спать валим отсюда они закладывают бомбу сейчас рванет давай сказал бегом твою мать бегом глава 31 паршивое место нельзя здесь оставаться надолго здесь везде паршиво комараза до рассвета все равно никуда не дернемся а до тех пор будем надеяться пронесет вадим не ответил он и без того понимал что лучшего убежища чем то которым они залегли теперь на многие километры вокруг было не найти открытые всем ветрам постройки американцев стены которых при необходимости пробивались рукой как картон мало подходили для того чтобы прятаться в них отшаставших повсюду зараженных поэтому группа латиносов которую сильно обременяли истерзанный хилер диего и спасенная бременная женщина уже глубокой ночью и с большим трудом смогла выбрать для ночевки точку на окраине кластера с частью недавно подгрузившейся американской деревни место представляло из себя огороженную территорию склада стройматериалов как видно день загрузки выпал на выходной когда здесь находилось не так много народа после тщательной проверки ни в одном из трех корпусов или контейнеров не обнаружилось никого могущего представлять опасность выбрав одно из зданий подходы к которому были основательно завалены песком и цементом в больших мешках с одной стороны а с другой заставлены разнокалиберным лесом латиносы расположились между стеллажей заняв круговую оборону и выстояв часовых только после этого спустя множество изнуительных часов почти непрерывного бега от укрытия к укрытию с двумя неходячими на руках группа легендарного команданта позволила себе короткий и настороженный отдых пока лекарь Энвики занимался тяжелыми ранами спасенного хилера а все свободные от караула пытались хоть как-то восполнить необходимость в идее передышки предводитель латиносов снова отозвал Вадима для продолжения разговора начатого в подвале разведчик пошел неохотно за последний марш бросок он устал больше чем за всю предшествующую неделю и решать глобальные вопросы был временно неспособен к тому же его сильно тревожил внешник с момента бегства от негритянского бункера и до сих пор тот не сказал ни слова и не похоже было что собирался заговорить в ближайшем будущем квас хорошо понимал причины смерть Голди Уайт сделала тяжелым ударом и для него самого эту смерть можно было предотвратить появись они хоть на минуту раньше разведчик понимал это отчетливо и тяжественно давила на совесть свинцовой плитой как и осознание того что молодой напарник тоже не мог это не понимать оставлять бага в таком состоянии не хотелось но предводитель латиносов едва ли мог позвать его просто скуки ради скорее всего ввиду того что завтра их дорогам предстоял разойтись он хотел выдать последние инструкции или поделиться чем то еще что могло оказаться важным для предстоящего пути на восток прогулявшись за соседний стеллаж Вадим нашел команданта перед импровизированным столом из поставленных друг на друга ящиков стол неярко освещался светодиодным фонарем правильно истолковав то что от него требовалось разведчик вытащил подаренную карту и развернул расправляя под устремленным на нее тусклым светом как то неспокойно невольно повторил он еще раз хотя не в натуре разведчика было нагнетать обстановку непрерывный рев вой и урчание зараженных которые продолжали выискивать в поселке новых жертв ровно как и тонкие стены ангара невольно заставляли проявлять беспокойство сильнее чем хотелось бы я как то лучше стал их ощущать наверное просыпается новый дар а может просто нервы не к черту командир гириллисов неопределенно дернул плечами он ничего особо тревожного не чуял не то нервы команданта оказались крепче не то от того что в отличии от русских союзников у него не имелось и минутных поводов для печали по счастливому стечению обстоятельств ему не пришлось штурмовать базу негров а хиллера удалось отбить малой кровью к тому же благодаря дару кваза он пока не потерял ни одного человека здесь плохое место все же счел необходимым согласиться он опираясь пятерней об угол столешницы плохое укрытие но лучше из возможного комараза много химии из-за нее носами они нас не унюхают дотянем до рассвета если не шуметь не развивая дальше тему Вадим придвинул один из ближайших тяжелых ящиков и сел опираясь локтем на стол убедившись что его готовы слушать гириллис тронул продолговатое пятно с малой точкой на нем которое было нарисовано ближе к вытянутому краю карты это ты уже знаешь наш стаб медленно и внятно проговорил он постукивая пальцем мы будем ждать вас здесь ждать железных птиц амиго очень ждать ты уже своими глазами видел что за черные ублюдки наши соседи и что они делают с людьми конечно мы взорвали скалу над ними и откопаются они не скоро но рано или поздно они снова выйдут на поверхность комраза и будут очень злые разведчик кивнул то что неграм не понравилось когда единственный выход из бункера оказался под многотонными обломками скалы он не сомневался как не сомневался и в том что черные ублюдки смогут решить эту проблему возможно даже быстрее чем можно было ожидать диего говорит они не добились от него информации нашей базе словами но из-за пыток он не мог держать сознание закрытым все время они пробили его защиту и вытащили из памяти образ нашего озера и подступов к нему потому и отправили его кормить чудовищ язык им оказался больше не нужен теперь они точно знают где нас искать и они придут мой друг когда это случится я дам им бой хотя у них больше солдат и кто-то из проклятых мерзавцев имеет власть над монстрами умеет натравливать их на людей нам придется нелегко и при открытом столкновении если они просто возьмут нас в осаду эвакуация не выход мы с бойцами могли бы поискать другое место но даже если найдем женщин с детьми нам туда без потерь не переправить поэтому я тебя прошу друг поторопись Вадим кивнул снова он понимал от чего бесстрашный и редко кого-то о чем-то просивший команданта теперь упражнялся перед ним в убеждении если все было как он говорил положение латиносов становилось действительно отчаянным теперь конкретика амиго ты должен знать по земле к нам можно подойти по разному но лучше добираться вот так между двух больших поселений вот по этой цепи холмов они почти безлюдны хотя твари все равно забредают но это на крайний случай если по каким-то причинам ваши вертолеты не доберутся а люди которые прилетят на них окажутся на земле и им потребуется помощь да я понял Вадим в очередной раз кивнул запоминая ну надеюсь все пройдет гладко и я тоже надеюсь но все же запомни если идти с востока ближе к югу плотность городов усиливается там тяжело пройти даже страннику а вот здесь и здесь крайне нестабильная периодичность подгрузок если идти через эти участки нужно быть начеку настоящие ловушки комараза я даже думаю они реагируют на появление пришлых иммунных в их границах хотя не знаю возможно ли такое я запомню а восточнее коготь кваза скользнут по карте почти до самой границы которая как можно было предположить заканчивалась дальними подступами к первому кругу пекла как лучше пройти отсюда к внешке можешь дать такой совет команданты почесал карандашом под билетом смуглое бордатое лицо на короткий миг отразило сомнение совет говоришь тут советовать сложно товарищ мне самому не доводилось бывать дальше нашей очень ограниченной территории я не могу отходить далеко от стаба особенно теперь когда проклятые чернозады америконос объявили нам войну а странник ему доводилось бывать на востоке вот только сведениями он делится мало не потому что жалко а потому что да ты сам с ним разговаривал понимаешь о чем я говорить с полусумасшедшим эсэсовцем Клаусом Вадиму почти не довелось но что имел ввиду собеседник он понял прекрасно и все же могу подсказать только в общих чертах если пойдешь отсюда и прямо на восток то через несколько областей уткнешься в горный хребет его можно обойти с юга но это будет долго недели две может больше и то если вас ничего не задержит пути Вадим склонился над картой чутко прорисованные линии возвышенности не прибавили ему оптимизма как и необходимость провести больше месяца блуждая в проклятом пекле эта книга озвучена на ютуб канале терабайт истории подписывайся на первоисточник как я понимаю есть и другие пути гири лес прокрутил карандаш между пальцев очень было похоже на то что ему не нравилось делиться непроверенной информацией но другой он не располагал я могу сказать только то что сам услышал от странника и более или менее понял в горах есть пещеры некоторые из них сквозные но карты самих пещер у меня к сожалению нет к тому же наш общий друг предупреждал что под землей можно наткнуться на подчас хуже чем на поверхности я не понял на что именно но вот что понял точно пещеры лучше не соваться разведчик поднял голову ну а ты сам что думаешь где нам лучше пройти команданта как видно ждал этого вопроса потому что ответил не задумываясь через перевал вот здесь где помечено горы можно перейти странник ходил этим путем несколько раз туда и обратно это тяжело опасно и к нему нужно основательно подготовиться но это самый верный путь комараза другие сильно хуже Вадиму в равной степени не улыбалось идти в обход через пещеры или заснеженные вершины гор но вины собеседника в этом не было спасибо искренне поблагодарил квас сгребая карту и аккуратно складывая по шву может еще что-нибудь вспомнишь из того что мог рассказывать странник латинос помолчал наблюдая как бумага перекочевывает в чудом уцелевший в лохмотьях куртки внутренний карман разведчика разве что о том что нужно быть осторожнее если выберешь горы там часто встречаются звери не похожие на обычных чудовищ странник говорил о них со страхом признаться комраза ни до ни после я не припомню что он чего-нибудь боялся рука Вадима который воевал за стежками кармана замерла на перевале видели скреберов заставив себя опустить стиснутый кулак сипло переспросил он да еще часто может тогда стоит все таки идти в обход мы потеряем время но лучше добраться позже чем не добраться вообще может и стоит друг решать тебе но тут еще вот какое дело если обходить горы с южной стороны упрешься в огромное озеро оно отмечено на карте штриховкой посуху его никак не обойти с одной стороны там сплошные скалы с другой болото сама по себе тропа для прохода есть как раз по кромке между протокой и трясиной но иди очень тихо а лучше не снимай маскировки пока не отойдешь так далеко от озера как только сможешь что там в воде что то есть сам я не видел но если верить нашему общему другу в воде что то есть озеро стабильно и должно быть то что в нем живет уже очень давно может быть с момента возникновения этого мира а может нет помнит только что она выходит по ночам так что лучше начать переход ранним утром а до этого хорошо изучи местность и убедись что тропа именно тропа а не что то другое и упаси тебя высшая сила разбивать лагерь на берегу фу застращал к вас действительно поежился на короткий миг даже клёк от зараженных который раздавался снаружи как будто бы прямо за стеной показался ему чем то вроде пения сверчков не отменяя все опасности такого соседства оно все таки было простым и понятным в отличии от озерного ужаса тогда может а ну его это озеро а если обходить гору с севера командир гириллисов устала потерлоп там много больших поселений комараза и сама дорога не разведана наш друг ни разу не ходил на восток таким путем слишком долго в обход значит через перевал вадим еле удержался чтобы не спинуть от досады вот же блин какой то лякский квест налево пойдешь направо пойдешь и везде одна и та же жопа нет одна жопея другой как он там вообще ходит этот клаус собеседник снова позвал плечами еще одно если выберешь идти через перевал за горой концентрация мутантов уже гораздо ниже но помимо них там есть опять не уверен что понял правильно в общем опасайся какой то красноты вадим нахмурился на миг ему показалось что над ним издеваются красноты красного тумана или красной плесени прости товарищ это все что я понял у странника кроме того что если увидишь что то подобное беги очень быстро и очень тихо и не останавливайся пока оно не скроется с глаз вроде как за горой с этим можно столкнуться в некоторых очень свежих кластерах и всегда достаточно просто подождать в отдалении оно быстро рассасывается само но если соприкоснуться смерть это абсолютно точно ладно Вадим поправил лохмотья еще раз с огорчением отметил краем сознания что скорее всего одежду на смену придется мастерить самостоятельно разберемся спасибо за помощь друг глава 32 Вадима разбудили незадолго до рассвета за ночь толком выспаться не удалось зараженные все же обнаружили их режбище несмотря на химию группа трижды вставала по тревоге и все три раза разведчик вынужден был активировать Дархайда накрывая маскировкой сразу два десятка человек причем ввиду опасной близости больших скоплений мутантов редких гостей уничтожали без оружия силы одних даров чтобы не привлекать внимание тех их собратьев кто все еще пребывал в невидении относительно доступности свежего мяса такое разведчик видел впервые способности большинства знакомых ему иммунных на востоке не шли ни в какое сравнение с теми которые демонстрировала группа латиносов герейрос которые родились или жили в уле немногим меньше средствовца клауса гасили монстров дарами чудовищной силы хотя далеко не все из них были боевыми особенно поразила вадима способность портариканки камилы которая бесстрашно выдвинувшись навстречу спешащему на ужин руберу одним резким движением взорвала его бронированный пузырь на мелкие ошметки увиденное внезапно нашло свежий отклик в памяти терзаемый смутными подозрениями квас поделился ими с команданта и не ошибся после короткого обмена информации и восстановления цепочки событий обнаружилось что его поразительная догадка оказалась верной первая встреча русского кваза слатинос действительно случилось намного раньше подвала а именно в то самое время когда разведчик выседал на достопамятном дереве спасаясь от четвероногого элитника отряд гириллисов скрывался на той же поляне но в кустах как видно они незаметно подошли на место незадолго до кваза и не смогли тронуться дальше из-за появления твари именно их учуял едва не схорчивший Вадима мутант своим освобождением разведчик был обязан вовсе не загадочной аномалии а дару кинетики Камилы как объяснил не сразу пришедший в себя от удивления командир гириллисов когда после смерти элитника спасенный Вадим спустился с дерева и дал дёру под прикрытием маскировки этим он едва не изменил ход всей спасательной операции Сенза группы Латинос так и не смог с несомненной точностью определить что зараженный подстерегал именно человека но сам командант и все же заподозрил что мутант не стал бы охотиться на пустое дерево и принял заметавшего следы перепуганного кваза за непонятную негритянскую диверсию поэтому соблюдая осторожность его люди бродили запетлявшим Вадимом до самой ночи пока окончательно не потеряли след утром им с огромным трудом удалось выйти из под удара внезапно появившейся орды и поэтому к стабу Клауса они опоздали что возможно спасло разведчику жизнь так как попадись он своим теперь уже союзником на тропе войны его без разбирательств постигла бы та же участь что и негров однако несмотря на интересные подробности кваз встречал рассвет совершенно разбитым поэтому продрав глаза он даже не сразу сообразил почему видит перед собой лекаря Энрике чудо лекарь который в считанные часы сумел поставить его на ноги после тяжелых ранений был не один подмышкой он держал уже знакомую Вадиму кошку которая умудрилась выжить в замесе с зараженными возле входа в негритянский бункер а потом как привязанная бежала за группой до самой стоянки точнее бежала она за багом и хотя внешник пребывал в том состоянии когда мало что замечал вокруг странная тварь не отходила от него ни на шаг она не отвязана была при нем пока он сидел забившись в угол и не реагировал даже на такие разожители как визиты крупных зараженных как будто и там было медом намазано сейчас она пребывала явно не в настроении от того что ее унесли от вожделенного объекта но вырываться пока не вырывалась вадим который по прежнему ничего не понимал заставил себя сесть протирая глаза он справедливо полагал что полузнакомый латинос пришел не просто так и заторможенно приготовился внимать краем глаза наблюдая как остальные участники группы команданта сворачивают лагерь буэнос диас не стал томить его Энрике подергивая сползавшую кошку я т т он послал меня залечить твою руку квас в изумлении поднял брови лекарь латиносов не принимал участия в ночной обороне потому что все это время просидел над изувеченным товарищем пытаясь сделать хоть что-нибудь в предлагаемых условиях то что после бессонной ночи полной разрядки дара у того оставались силы на его дальнейшее использование внушало ты и так мне помог потерянную кровь не восполнишь а рука это уже ерунда срастется через пару дней сам же говорил говорил не стал отрицать латинос плотнее прижимая свою ношу так как та уже проявляла все признаки попыток бегству но рука не ерунда тебе в любой момент нужно будет драться стрелять она тебя подведет и все осталось то бэйби и ребра я сложил но срастить их тогда не получилось не было сил амиго этим нужно заняться тоже а сейчас силы есть удивился вадим подчиняясь приглашающему жесту он снял лохмоть о куртке ты же всю ночь лечил этого вашего диего как он к слову диего в порядке проговорил латинос нащупывая больное место я уже отрастил ему ногу руку пока не стал такое воздействие тело должно адаптировать порционно за силой не волнуйся вот источник он потряс кошкой и этого та уже не выдержала извернувшись она вырвалась из удерживающих рук и шлепнувшись на пол ломанулась обратно к угадывающейся в серых сумерках фигуре бага в смысле не понял разведчик которым уже расхотелось спорить тело постепенно заполнялось приятным теплом в том месте где его касались пальцы лекаря одновременно уходила боль и прерывать этот процесс не хотелось источник кошка я этого тоже не понимаю голос лекаря сделался более отрешенным он уже начал работу по восстановлению тканей и ему требовалось больше концентрации никогда не сталкивался с подобным это зверюга не совсем источник она катализатор катализатор Диего заметил под рукой латиноса жар в конечности его пациента делался сильнее обрастая легкими покалывания там где теперь стремительно восстанавливалась сломанная кость там на базе чернозады и выродки пытали его сменяя друг друга не давали пить споровой вытяжки две недели его спасло только то что он лекарь очень хороший лекарь но лекарю тоже нужна вытяжка способностям ниоткуда было восстанавливаться никаким амиго к тому моменту как уроды привязали его к столбу мой кореш был выжат как корень маниоки и мог умереть сам даже без помощи тварей лекарь отнял пальцы Вадим сжал и рожал кулак проверяя функциональность восстановленной руки и с удовлетворением отметил отсутствие боли когда твой друг андре начал бороться с монстрами диего пытался ему помочь он надеялся что получится сил не хватало амиго но вдруг стало получаться из ниоткуда подозрительно внезапно и на пустом месте это было очень странно но у диего в тот момент не имелось возможности анализировать это явление он что-то понял позже у него появились догадки диего тоже лекарь я говорил да очень способный чувствует лучше чем я больше чем я он почувствовал что зверь необычен что дело именно в нем ведь способности работали только когда она была рядом когда смог говорить он поделился этим со мной я поначалу думал бред ерунда у нас там на острове есть кошки твари как твари такие же как везде но потом все-таки проверил кваз бросил взгляд поверх его плеча латиносы заканчивали последнее приготовление к походу спасенная девушка которая сильно выделялась среди них светлыми волосами и огромным животом тоже работала со всеми за ночь она частью успокоилась убедившись что ее не собираются убивать даже в сумерках было видно что в ее движениях стало будто меньше истеричной нервозности спасенная держалась рядом с камилой помогая той обхаживать сидевшего на деяле Диего он и внешних оставались единственными кто еще не был на ногах ну и результат твоей проверки а не знаю к разочарованию пациента после паузы ответил он в смысле не знаю точно что она такое ваша кошка что-то в ней несомненно есть но достоверно сказать что не могу когда она рядом то катализирует в человеке все способности которые были подарены этим миром не сделает их сильнее это абсолютно точно но только пока рядом временный эффект амига и еще он поднялся на ноги потоптавшись чтобы размять конечности оглянулся на кошку которая почти сливалась с бедром нолда при рассветных сумерках и снова склонившись к разведчику зачем-то понизил голос есть кое-что еще что я все-таки почувствовал но не понял он не понял эта тварь она не сама по себе она как бы объяснить вроде как привязана да точно она как на веревке на одном конце она на другом что на другом даже не знаю как сказать амига видеть ничего не вижу могу поделиться ассоциацией ну поделись бывал на рыбалке друг удочку в руках держал на одной стороне лески необычная наживка рыба любопытная клюет и клюет клюет и клюет а вот на другой стороне Вадим помолчал услышанное ему не понравилось да к тому же еще сильно отдавала откровенной ахинеи и ощущением того что ему пытаются навесить на уши лапшу хотя Энрике тоже не было абсолютно никакого резона врать о таких вещах скорее было похоже на то что молодой знахарь подспудно чувствовал какую-то подставу но пояснить в чем она заключалась толком не мог поэтому квас понимал что несмотря на всю его туманность предупреждение стоило взять в расчет и уже потом как-то попытаться разобраться с ним самостоятельно несерьезно к предупреждениям знахаря в улье относились или зеленые новички или совсем откровенные придурки ты уверен наконец тяжело проронил он ко всему что имелось на данный момент только этой проблемы ему не хватало в голову тут же и вполне закономерно пришла мысль срочно прогнать от себя или даже пристрелить непонятную тварь во избежание дальнейшей головной боли несмотря на то что внешнику это бы не понравилось после полученного предупреждения поступить так было логичнее всего но такое развитие событий паспудно вызывало острую тревогу это глубоко на подсознание разведчик если некий рыбак действительно существовал он не мог не отреагировать на открытую агрессию в отношении приманки и итогу подобных действий мог получиться самый нехороший может ты все таки ошибся хмуро переспросил Вадим оглядываясь на кошку та сидела на одеяле рядом с нолдом касаясь задницей его бедра и прикрыв глаза насчет этого всего лекарь покачал головой и выпрямился снова собираясь уходить он явно закончил здесь дела и не собирался никого ни в чем убеждать нет не уверен совсем не уверен амиго я же говорю это не мой уровень вот Диего мог бы сказать больше но он восстановится не раньше чем через два-три дня а ты к тому времени будешь уже далеко эпилог хорошая асфальтовая дорога удобно ложилась под ноги если бы не опасность в любой момент наткнуться на голодную тварь прогулка по утреннему времени через предместе американской деревни могла бы показаться даже приятной хотя на данный момент в округе было относительно безопасно сенс латиносов отслеживал отсутствие крупных зараженных в районе двух-трех километров а Дархайда надежно прикрывал группу от любых неожиданностей и тем не менее легкой это прогулку было не назвать к тому моменту как латиносы и их русские союзники подошли к ромке леса которая отделяла населенный кластер от срока зеленой полосы субтропической растительности Вадим порядком подустал Несмотря на запасы споровой вытяжки которыми щедро делились его новые товарищи долгое использование маскировки на такое число людей сильно выматывало у границы леса они остановились дальше идти вместе не было смысла латиносам нужно было продолжать двигаться на запад туда где посреди озера их дожидался оставленный стаб Вадим и Нолт поворачивали на юго-восток к перевалу разведчик еще до конца не решил каким образом он намеревался переходить на ту сторону хребта но провожая отряд Герейрос он и так дал сильный крюк западу двигаться в эту сторону квас больше позволить себе не мог ну Вадим поправил лохмотья в последний раз обойдя взглядом окрестности и стоявших вокруг него людей чернобородые смуглые вооруженные до зубов гейлисы по-прежнему больше всего напоминали банду головорезов чем кого-то другого но в этом адовом мире жило не так много многоиммунных которые имели право называться людьми а эти были из таких поэтому Вадим уже дал себе слово что сделает все возможное и невозможное чтобы им помочь пора прощаться камразес давайте чтобы все было хорошо команданта шагнул к нему и они искренне подружески обнялись Вадим по очереди пошел руки каждому из тех его бойцов кто не был занят мониторингом периметра ноут по-прежнему отрешенный все же последовал его примеру и тебе удачи в пути товарищ предводитель латиносов помедлив снял с плеча чехол в котором носил нечто до сих пор недоступное взглядом чужаков вот последнее чем могу помочь используй с умом исполнен недоумение разведчик развернул чехол то что находилось в нем не уменьшило а только усилило изумление кваза вкупе с крайней шарашенностью это что это пушка гаусса я явно довольный здоровенной дурой футуристического вида с длинным усиленным стволом в котором угадывался двойной ряд едва заметных выступов похожих на катушки и великолепным оптическим прицелом при этом несмотря на габариты вес оружия был выверен до миллиграмма в тех пределах в которых приятная тяжесть ограничила с непосильной ношей сплав казался незнакомым но отчего то не покидала уверенность что по прочности тот мог посоревноваться с титаном удобная рукоять которая сама ложилась в человеческую ладонь для лапы кваза показалась маловатой но не фатально в целом оружие выглядело только что выдранным из фильма про космическое будущее человечества в очень отдаленной перспективе где вы это взяли там же где берем другие странные малопонятные вещи у нашего общего друга комараза хотя конкретно с этим оружием и связана очень странная история время и место к длинным историям располагали не особо поэтому Вадим только тезисно узнал о существовании странного кластера на который по чистой случайности набрел метущийся клаус кластер который большую часть времени подгружал абсолютно стандартно для этой местности пейзажи внезапно взбесился и ни с того ни с сего вывалил в реальность Тикса кусок военной базы абсолютно пустой и будто бы не догруженный с другой технологично продвинутой вселенной ошарашенный этой внезапной переменной ССС все таки решился нанести визит непонятному куску реальности но толком осмотреть ничего не получилось нестабильный кластер словно спохватившись начал обратную загрузку и немец едва смог выскочить наружу схватив только то что успел эту винтовку и ее комараза страннику она не то чтобы без надобности но у него и так есть чем отбиваться от смерти а остальные может спасти жизнь главное запомни две вещи первое по поводу конструкции чистить смазывать ее не нужно даже вредно здесь есть неразборные блоки не трогай их если не хочешь сломать аккумулятор вот мы переделали сможешь заряжать разберешься и второе для тварей ниже трех метров ростом хватит двух выстрелов в голову если попадешь куда еще ну там по ситуации товарищ Вадим еще раз взвесил оружие в руках то что ему передавали теперь было бесценным если пушка неведомых нолдов действительно была на столь мощной то командант осознательно оголял свой отряд лишая его огромного преимущества перед элитой и если до сих пор можно было как то сомневаться в его намерениях то этим он перекрывал последние сомнения одним махом не знаю что ей сказать не могу принять это друг слишком дорогой подарок а это и не подарок она повысит твои шансы добраться в целостности до своих но при нашей следующей встрече ты ее мне вернешь дай слово мужчины он протянул руку к вас пожал ее не имея что сказать в ответ обещаю при нашей следующей встрече тогда договорились бое на суэрте каморазос возвращайтесь быстрее будем вас очень ждать адиос эрнесто за нами не зажавеет легендарный предводитель латиносов показал улыбке крупные белые зубы под черными усами и развернувшись направился в сторону леса больше он не оглядывался его люди последовали за ним только последний толстогубый знахарь энрике обернулся встречаясь взглядом с разведчиком и будто бы желая еще раз напомнить о своем предупреждении мигом позже он след за его товарищами растворился среди деревьев кваз внешне и серое окошко остались одни бросив последний взгляд на заросли в которых скрылись латиносы Вадим вернул супероружие чехол и повесил за спину проверил полученный от тех же гириллисов мощный американский м4а1 потом поправил сумку с патронами и очень скромными пожитками и наконец взглянул на мрачного нолда тот все так же играл в молчанку угрюмо глядя мимо товарища на колыхавшуюся зелень буйной листвы кошку он держал засунутой за пазуху и не похоже было что собирался избавляться от нее в ближайшем будущем андрюха тот все таки поднял глаза Вадим не сильно кивнул ему подергивая ремень дареной сумки идти со мной не передумал внешник молча покачал головой к вас уже увереннее хлопнул его по плечу добро тогда соберись парень у нас впереди если верить слухам целые орды монстров опасные подземелья горные перевалы загадочная красная плесень самый ужас ужас улья во множественном числе да еще в нагрузку лохнерское чудовище не знаю как это все будет но сейчас нам совсем нельзя раскисать никак ну так что мне на тебя рассчитывать вместо ответа ноут поудобнее перевесил на грудь полученные от тех же латиносов бушмастер acr лучше из того чем они могли поделиться не фатально снижая собственную боевую мощь получилось это в некоторой степени показушно но Вадим понял правильно тогда идем проклятый перевал сам себя не перейдет а нам к нему еще недели полторы не меньше топать в этой же в киеве не уйдет но не ну что это все это делая не не Продолжение следует...